Грэм Макнил Ангел Экстерминатус Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Зов смерти – это зов любви. Смерть будет сладостной, если мы ответим ей, если признаем ее одной из великих и вечных форм жизни и преображения. В ней – тот миг, когда человек выходит за пределы своей низменной природы и превращается в существо, способное летать. Богоподобное, лучезарное, эфемерное и прекрасное. В этом будет мое торжество, и тогда я стану сутью бытия, явленной во всем многообразии Империума. Примарх Фулгрим, мое и мага Феникса Как ржавчина, железо, чувство вины пятнает и разъедает душу, постепенно проникая все глубже, пока не выезд в самую структуру металла. Однако, если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурным, то ты чист перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей. Примарх Пертураба Жертвовать добровольно Истинно говорю вам, дети мои, что недолго осталось до того дня, когда в царство ваше придет безумие, и ангел Экстерминатус пошлет своих прислужников, демонов в облике человека, дабы калечить и убивать. Это воплощение порочности не пощадит никого, и сердце его породит сонм демонов, ибо врата ада открываются. Фрагмент из Ференцийского манускрипта «Деление пророчеств» Книга первая Терра Фигула Теагонии 1 Внизу смерть, наверху неизвестность, выбор один. Секундная невнимательность, всего один неосторожный шаг, и он погибнет, разобьется на острых, как ножи камнях, внизу. Его пальцы, цепляющиеся за мельчайшие выступы в скале, кровоточили. Мышцы ног дрожали, словно натянутые струны. Мускулы рук горели от перенапряжения. Однако он не помнил, когда успел так устать. Как он здесь оказался? Ответа на этот вопрос он не знал. Он вообще мало что знал. Лишь то, что неровная поверхность скалы была мокрой и уходила куда-то вверх, пропадая из вида запеленной дождя. А что там, наверху утеса? Ответа опять не будет, но дно пропасти он видел достаточно ясно. Правую руку свело судорогой, и он осторожно, палец за пальцем ослабил хватку, чтобы боль в суставах утихла. Длинные черные волосы падали на глаза, и он встряхнул головой. Это движение чуть не сбросило его вниз, так что пришлось вцепиться в скалу еще сильнее. Он выплюнул дождевую воду и посмотрел вверх, где клубили серые облака, сочившиеся моросью. Сколько еще до вершины? Что проще, подниматься или спускаться на дно, которое хоть и на большом расстоянии могло оказаться все-таки ближе? Узнать это было невозможно, но скоро ему придется что-то решать. Неверное решение лучше, чем никакого. И он понял, что есть только два варианта – отступить к уже известной участи или подняться к неведомому будущему. У него не было воспоминаний, но он знал, что отступать не в его характере. Если уж что-то решил, надо следовать принятому плану, чем бы это ни обернулось. Он не мог сказать, откуда в нем взялась эта уверенность. Но как только выбор был сделан, он понял, что не ошибся. Поднял правую руку, скользнул ладонью по скале в поисках опоры и, обнаружив ее, крепко ухватился. Аккуратно разжал пальцы левой руки и дотянулся до узкого каменного выступа. Надежно держась руками, поднял босую ногу. Ступня распорота, поранил где-то по пути сюда и поставил ее в устойчивую позицию. Оттолкнулся, подтянулся и почувствовал пьянящую радость победы от того, что преодолел даже такое малое расстояние. Он продолжал подъем мучительно медленно, но упорно. Каждое движение несло в себе боль и риск. Но он действовал с непреклонной решимостью, запретив себе думать о неудаче. Усилившийся дождь терзал тело ледяными иголками, как будто вознамерился сбросить его со скалы. И дождь, и усталость, и боль, все было против него. Но он только сильнее цеплялся за скалу, стихием наперекор. Перехват за перехватом, шаг за шагом, все выше и выше. Каждый миг этого подъема был рождением заново. Каждый новый вдох – откровением. Камни внизу удалялись, но облака наверху, казалось, поднимались вместе с ним, обнажая следующую часть утеса, но не его вершину. Как знать, может быть, никакой вершины и нет. Может быть, он будет карабкаться, пока не кончатся силы, а потом сорвется навстречу смерти. Эта мысль не вызвала в нем особой тревоги. Ведь погибнуть, исчерпав все силы, лучше, чем погибнуть, так и не узнав предела собственной выносливости. Приободрившись, он полез быстрее. Теперь гора стала его врагом, препятствием, которое надо преодолеть. Конкретный образ врага придал ему сил, до предела обострив желание победить. Теперь и наверху, и внизу он видел только каменный откос. Эту неумолимую черную стену, которая хотела, чтобы он сдался и умер. Он стиснул зубы, а потом со злостью плюнул в скалу перед собой. Кровь ручейками струилась по рукам из глубоких до кости порезов на ладонях, оставшихся от острых выступов, на которые он переносил весь свой вес. Но боль – ничто по сравнению с мыслью, что эта скала окажется сильнее его. Он не знал, почему вероятность поражения казалась ему столь мучительной, если самой смерти он не боялся. Чего вообще может бояться человек, у которого нет ни памяти, ни будущего? За этой мыслью пришла другая. Посмотрев на свои тонкие руки, прикинув в уме собственный рост, он понял, что еще подросток. У него было тело юноши, крепко сложенное, мускулистое, но все-таки не тело взрослого мужчины. Может быть этот подъем – часть какого-то мальчишеского спора или обряда инициации? Проверка его мужества, ритуал взросления. На границе сознания вспыхнул неясный образ. Кто-то огромный и грозный вкладывает в него железную волю и готовит невозможные испытания, зная, что он их выдержит. Воспоминание померкло, сменяясь новым смутным ощущением. Он здесь не один. Некто, нечто следит за ним. Смехотворная мысль, потому что где найти еще одного такого дурака, который полезет по отвесной скале в дождь? Но возникшее чувство не исчезло. Он нашел подходящий выступ, на котором мог отдохнуть, не раздрав снова израненные ноги и осторожно развернулся так, чтобы встать спиной к откосу. Спустился туман, и влажная, непроницаемая завеса скрыла все вокруг, обнажив, однако, кусочек неба. Он увидел звезды, прекрасный черный холст, на нем рассыпь ярких точек, брызги света от невероятно далеких солнц. Он знал, что такое звезды, знал химические законы их жизненных циклов. Но источник этого знания оставался такой же тайны, как и путь, который привел его на эту скалу. Созвездия и потоки светящихся частиц вращались у него над головой, словно огромный сияющий диск. Но что-то еще было в центре этого диска. Оно было там всегда, и, не отрываясь, наблюдало за юношей. Он смутно чувствовал, что это взгляд неблагожелательного покровителя, но охотника, который следит за добычей. Это нечто напоминало океанский водоворот, перенесшийся с земли на небеса, где теперь он вращался вихрем тошнотворных оттенков, изрыгая гнилую пену материи и света. Целая область космоса поглощала время, а потом выплевывала изуродованные куски. Вихрь казался юноше глазом какого-то огромного чудовища, родившегося недавно, но которому суждено пережить сами звезды. Это зрелище вызвало в юноше тошноту и головокружение, и он зажмурился, чувствуя, что теряет равновесие. Ноги его задрожали, тело словно перестало слушаться и наклонилось вперед, так что спина больше не прижималась к скале. Впереди был безбрежный провал в ничто, и юноша ошеломленно понял, как узок этот каменный выступ, на котором он стоит, и как далеко до земли. Его руки шарили по поверхности скалы, но не находили опоры. Тело наклонилось еще дальше в пропасть. Голос разума кричал, призывая сопротивляться этой слабости. Нащупав тонкую трещину в камне, он силой вогнал в нее пальцы, и в тот же миг рухнул в пустоту. Руку, которая удерживала его от окончательного падения, пронзила боль. Чувствуя, что хват соскальзывает, обдирая краями трещины кожу с кисти, он сжал пальцы в кулак и стиснул зубы, стараясь побороть подступающую волну паники. И снова силы ему для этого дал гнев. Кто-то бросил его на этом утесе, обрекая тем самым на верную смерть. Он мог сказать это с абсолютной, но в то же время необъяснимой уверенностью. Зачем кому-то приговаривать к такой смерти подростка, который к тому же ничего не помнит? Какой в этом смысл? Неоправданная жестокость такого крещения огнем вызвала в нем злость. А злость, в свою очередь, породила ледяное спокойствие. Он глубоко вздохнул и постарался не думать о боли в израненной руке. А потом из тумана вынырнул какой-то предмет. Веревка, которую спускали по отвесной стене утеса. «Хватайся, парень!» Сказал голос сверху. «Давай же!» Туман рассеялся, и он увидел вершину, густо заросшая дроком и жестким папоротником. Она была в каких-то пятидесяти метрах от него. На фоне ночного неба выделялась группа мужчин в бело-золотых доспехах. Двое из них держали веревку. Третий в шлеме с красным гребнем окликнул его еще раз. «Ну же, мальчишка! Думаешь, нам больше нечего делать, кроме как тащить тебя наверх?» Юноша презрительно скривился в ответ на эту скептическую оценку его шансов добраться до вершины самому. Потянувшись свободной рукой, он нашел надежный зацеп и с трудом перевел дыхание, когда напряжение в другой руке ослабло. Ноги через мгновение нашарили опору, и он сам вытащил окровавленные пальцы из трещины. «Я поднимусь сам!» – сказал он. «Помощь мне не нужна!» «Как хочешь!» – мужчина пожал плечами. «Поднимайся! Падай! Мне все равно!» Веревку втянули наверх. Видя, что испытание близко к концу, он почувствовал прилив свежих сил. Двигаясь от одной опоры к другой, он все увереннее отвоевывал у скалы метр за метром. Чем ближе к вершине, тем больше зацепов оказывалось на стене, как будто скала наконец смирилась с тем, что не сможет его убить. Он потянулся в очередной раз, начал нащупывать следующую опору. Но вокруг была только пустота. Он добрался до вершины. К нему потянулись руки в латных перчатках, но он оттолкнул их от себя и встал на краю утеса, совершенно измученный. Сердце колотилось в груди, все тело переполнял восторг победы. Чувствуя, что широко улыбается, несмотря на боль, он сделал глубокий вдох и сморгнул каменную крошку с ресниц. И увидел крепость. Она затмевала горизонт. Незыблемая твердыня, словно высеченная из самой вершины горы. За каменными стенами, высокими и неприступными, за башнями, ощерившимися орудиями, сквозь амбразуры в мараморе виднелись только крыши величественных храмов и блистательных дворцов. Он понятия не имел, что это за место, но знал, что должен быть здесь. Сделал шаг вперед к огромным бронзовым воротам, и его сразу же окружили воины в белых доспехах. Они подняли оружие с долами на стволах и с замысловатыми ударными механизмами. «Не шагу дальше!» предупредил человек в шлеме с гребнем и достал из кобуры пистолет с длинным и узким стволом, изготовленный из серебристой стали и чеканного золота. В цилиндрическом барабане из стекла плясали молнии. Юноша посмотрел на пистолет, нацеленный ему в грудь, но страха не почувствовал. «Вы бросили мне веревку, а теперь собираетесь убить?» «Сомневаюсь!» «Кто ты такой и почему пробираешься к Лохасу тайком?» «Лохас?» переспросил он. «Это Лохас?» «Да», — ответил воин. Он встретился с юношей взглядом, и рука, державшая пистолет, задрожала. «Кому он принадлежит?» спросил подросток. И голос его казался гораздо старше, чем можно было предположить по внешнему виду. «Домекасу, тирану Лохаса!» Воин, похоже, был удивлен тем, что вообще ответил на вопрос. «А кто ты?» «Мильтиад!» неохотно представился воин. «Младший опцион, 97-й гранд рота Лохаса!» «Отведи меня к Домекасу, младший опцион Мильтиад!» приказал он. И воин кивнул. Юноша посмотрел в глаза остальным солдатам, и они один за другим опустили оружие. «Да, конечно!» сказал Мильтиад. Судя по его тону, он все еще был в замешательстве от собственных слов, но ничего не мог с собой поделать. «Следуй за мной!» Они пошли по неровной земле вдоль каменной гряды, пока впереди не показалась дорога. Ступив на накатанный грунт дороги, юноша обернулся к обрыву и посмотрел в небо, где лучился темным светом противоестественный вихрь. Казалось, он ощутимо приблизился и теперь затмевал своей громадой все небо, расползаясь по нему, словно язва. «Что это такое?» спросил юноша у Мильтиада. «На что ты смотришь?» «Вот на это!» он указал на гноящуюся рану в небесах. «Я вижу только звезды!» пожал плечами Мильтиад. «А звездный водоворот!» «Какой еще водоворот?» «Вы правда его не видите?» допытывался юноша. «Никто из вас?» Воины покачали головами, даже не догадываясь о существовании того, что похоже мог видеть только он. Причина, почему это так, стала еще одной загадкой этой ночи. «Кто ты?» заговорил Мильтиад. «Мне следовало позволить тебе упасть, но...» Память подсказала некое число, но нет, он не просто какой-то номер. У него есть имя, и теперь, услышав нужный вопрос, он понял, что знает его. «Кто я?» переспросил юноша. «Я Пертураба». Глава первая Красота в смерти Возрождение Стражи Маленькая деталь Практически незаметная, но все же имеющая значение. Существо размером с палец из отряда крылатых сегментированным панцирем и хрупким экзоскелетом в красновато-коричневых разводах. Нитеобразные антенны на голове улавливали миллионы разных запахов, которыми был насыщен воздух, но из-за того, что по телу существа распространялось ядовитое оцепенение, они шевелились необычайной медлительностью. Существо кардотузский виспит двигалось неверными шагами по изрытой рыжей грязи, что покрывало склон. От укреплений, выросших у подножия горы словно опухоль, поднимались вихри теплого воздуха, и эти анабетические ветра несли запахи войны. Жженое железо, дым от химического топлива, мускусные ароматы масел, смазочных веществ и крови, связанные со сверхлюдьми. Любому ксеноэнтомологу поведение существа показалось бы по меньшей мере странным. Его жевательные мандибулы щелкали вслепую, а лапки дергались, словно трехчастный мозг не контролировал импульсы, которые посылал по нервным стволам, как будто в припадке. Раньше насекомое жило в улье, на раскидистых ветвях высокого полиандрового дерева, но артиллерийский огонь уже давно превратил уступы агротеррас в изуродованную воронками пустошь, а от деревьев оставил только расколотые пни. Пламя опустошило улей и убило его матку. Однако остаточные следы феромоновых смол еще чувствовались, и Виспит смог найти дорогу к улью. Что двигало им? Простой инстинкт или желание умереть в останках того, что было его домом? По какой-то причине существо карабкалось по глинистым бороздам, но его долгое странствие ввысь окончилось ничем. Тело насекомого больше не могло сопротивляться токсину, введенному с убийственной методичностью, и Виспит остановился. Он замер без движения на плоской вершине земляного уступа, над которым возвышалась осыпающаяся терраса из блестящего камня. Из стены во все стороны, словно растопыренные пальцы, торчали прутья ржавой арматуры, опаленные дочерно. Казалось, что насекомое мертво, но дрожь движения еще пробегала по его брюшку и бокам. Голова раздулась, словно внутренности, заключенные в экзоскелет взбунтовались в неистовом желании перекроить себя. Панцирь всколыхнулся от волн внутреннего давления. Подвижные сегменты выгнулись, как будто хотели улететь прочь от гибнущего хозяина. От тела насекомого отделилась хитиновая пластинка, и под ней показался какой-то студенистый, извилистый вырост. Новорожденный паразит, который утолял голод, пожирая внутренние органы своего носителя. Организм каннибал высвободился из оболочки, в которую превратился его родитель. Под воздействием воздуха его плоть сразу же начала твердеть. В одно мгновение она утратила прозрачность, и быстро растущий панцирь прошел через всю гамму мерцающих оттенков, напоминавших маслянистые разводы на воде, невероятные и завораживающие. Расколотая шелуха, оставшаяся от веспида, сломалась под весом паразита, который проходил через все этапы морфогенеза с ошеломляющей скоростью. Его плоть разошлась и выпустила наружу прозрачные крылья. По сравнению с телом, они были длинные, как у стрекозы, и оканчивались мембранной паутиной подвижных ресничек. Крылья сделали первый взмах, и из-под тела паразита развернулся черно-золотой сегментированный хвост. Существо обрело индивидуальную симметрию. Хотя его рождение было страшным и излишне мучительным, само создание, безусловно, отличалось красотой. Прекрасный лебедь, вылупившийся из грязных останков. Свидетельство того, что даже из небывалой жестокости может возникнуть невиданная красота. А потом на новорожденное существо опустился железный ботинок и втоптал его в грязь. Циничное свидетельство. Как будто кто-то в этом сомневался. Того, что в этом мире нет ни справедливости, ни сострадания. Владелец ботинка, а также всего громоздкого доспеха терминатора Катафрактия, смотрел на затянутую дымом гору и золотую цитадель, венчавшую ее вершину. Не подозревая, что он только что оборвал чью-то короткую жизнь, Форекс изучал взорванные террасы Кадмейской цитадели и был вынужден с неохотой признать, что фортификации мастерски использовали особенности местной топографии и составляли единое целое с окружающим городом. Военные строители из имперских кулаков всегда действовали бесстрастно и эффектно, но их командующий понимал первую заповедь победителя. Лучшее завершение кампании это когда проигравшая сторона не чувствует себя завоеванной. Железные воины об этой заповеди редко вспоминали. Завоеватель укрепляет стены и все склоняются перед ним, как перед освободителем, сказал Форекс, оглянувшись на оставшуюся внизу широкую долину. Вокруг цитадели зубчатыми линиями выселись укрепления. Стены, оплетенные колючей проволокой, дерзко рассекли нижний уровень города. Без всякого почтения вторглись в жилые районы, сельскохозяйственные и промышленные территории и с той же наглостью осквернили природные красоты этого мира. Редуты, бункеры и высокие донжоны росли, словно сталагмиты в пещере, и пелена дыма накрыла собой красную пыль долины. Подошва крутого холма в самом центре огромного космопорта уже оделась в металл, и с каждым новым днем стальной каркас поднимался все выше, полз вверх, подобно раковой опухоли, которая не остановится, пока не скроет под собой всю красно-охряную шкуру горы. За нарастающей железной обшивкой следовали новые участки фуникулерных рельсов большого сечения. По этим путям тяжелые бомбарды и гаубицы поднимают к огневым позициям, устроенным на скальных террасах. До сих пор обстрел вели в основном в Василиске. Эти трудяги осадной артиллерии, но еще несколько дней и более крупные орудия поднимутся достаточно высоко, чтобы посылать тяжелые бризантные заряды в сердце цитадели. А после этого все будет кончено. Ни одна крепость не устоит, когда за нее берутся мастера артиллерийского дела. Железные воины сравняют этот холм Дорна с землей и не оставят и следа от кадмейской цитадели. И не важно, какие технологические чудеса создали ее стены. Какое-то время Форекс наблюдал, как отряд пленных горожан тянет по склону длинные матки троса в стальной оплетке. Люди обливались потом от неподъемного груза и кровью от кнутов обокса закая. За ними шли строительные машины, когтистые и с паучьими лапами. Они бурили гору, чтобы установить стяжки и укрепить породу, как того требовали осадные инженеры. В этой работе было неумолимое и успокаивающее постоянство. Но только те, кто был хорошо знаком с искусством строительства и разрушением фортификаций, могли оценить сложное взаимодействие логистики, планирования и физической силы. За всей этой жестокостью и рабским трудом, лишениями и насилием, которому подвергалась земля, скрывалось истинное искусство, скрывалась красота, необычная и редко кому заметная. «Снова любуешься своими шедеврами?» – Триар, спросил Барбанфаль, поднимаясь на защищенный наблюдательный пост. Чуть выше поста располагались первые передовые укрепления, которые имперские кулаки возвели на этой планете. Теперь они были разрушены. «Любуюсь?» «Да, но не своими!» Форекс кивнул головой в сторону вражеских фортификаций. Хотя цитадель скрывалась за облаками дыма, Марьева над ее останками, которые артобстрел испещрил шрамами и выбоинами, указывала, что древние автоматические механизмы самовосстановления уже приступили к ремонту. В мираже пустотных щитов, огромные клубы пыли и слабые солнечные лучи причудливо искажались, и преломленный свет рассыпался осколками радуги. «А ты всегда любил дразнить судьбу, ведь правда, Форекс?» заметил Фаль. Из-за их массивных доспехов на маленьком посту теперь было не повернуться. Форекс и без уточнений понял, что тот имел в виду. После катастрофы в системе Фолл о сынах Дорна можно было говорить только с ненавистью. И железный владыка нещадно карал за проявление любых других чувств. Если бы на месте Фалька был кто другой, Форекс бы в такой ситуации промолчал, но он доверял Барбану. Насколько один железный воин может доверять другому? Ты и сам думаешь так же, я знаю. Да, но мне хватает ума держать язык за зубами. «Что ж, ты всегда разбирался в политике лучше меня», признал Форекс. «Зато ты один из трезубца, и примарк к тебе прислушивается. Очень немногие могут сейчас этим похвастаться», ответил на это Форекс с неожиданной для себя прямотой. Фальк пожал плечами, что в тяжелом терминаторском доспехе было совсем непросто. Пластины исполинской брони были окантованы черно-золотыми шевронами, и гладкая поверхность цилиндрических наплечников резко контрастировала с броней Форекса, изношенной в боях. Это снаряжение изначально создавалось для кузнеца войны Дантиоха из 51-й экспедиции. Но после того, как тот потерпел три поражения подряд на Голгесе, Стратополох и Кракфиорине, оно перешло к Фальку как более достойному кандидату. О Дантиохе, как и о Фоле, «Железные воины» теперь не говорили. О делах его предпочитали забыть, а имя стало синонимом для провала поистине колоссальных масштабов. Я не рискну утверждать, что понимаю ход мыслей нашего господина, но я действительно вижу, что в нем поднимается волна гнева. Фальк пошевелил похожими на зубило пальцами силовой перчатки, словно взвешивал каждое слово, которое собирался сказать. А волны эти поднимаются все чаще и при этом становятся все сильнее. «Что с западными опрошами?» спросил Форекс, не желая комментировать последнее замечание товарища. Фальк ответил на это коротким смешком. «Ты же не думаешь, что я пытаюсь тебя подловить?» Огромный воин провел рукой по черным, как смоль волосам, и еще больше прищурил тяжелые веки. «Неужели ты подозреваешь, что я хочу спровоцировать тебя на неосторожные слова, которые потом передам примарху?» «Будь у меня нежная душа, она бы сейчас кровью облилась от обиды». Форекс расщедрился на слабую улыбку. «Нет, такого я не подозреваю». «А стоило бы», сказал Фальк, «ради места в трезубцы я бы предал тебя, не задумываясь, особенно теперь, когда Голк превратился в труп, а Берас на полпути к тому же и вряд ли пойдет на повышение. Закончи западные опроши к завтрашнему вечеру, и твое желание может сбыться». Фальк кивнул, достал свиток вощеного пергамента из кармана на широком поясе из вываренной кожи и протянул его Форексу. Тот развернул пергамент и откинул чертежи товарища критическим взглядом. «Все идет по плану», Фальк не скрывал хвастливой гордости. «Сегодня к закату бреширующие батареи уже будут на месте. Судя по данным, подповерхностных ауспиков, для бреши в стене такой плотности, какая отмечена в полукруглом бастионе, потребуется 16 часов артподготовки». Форекс рассматривал переплетение чертежных линий, оценивал углы опрошей и области перекрытия огневых мешков, расположение мертвых зон и анфиладных редутов. Жестокая функциональность в замыслах его товарища, кузнеца войны, вызывала восхищение. «Вижу, брешь батареям, ты предпочитаешь штурмовые бастионы», отметил Форекс. Фальку всегда больше нравилась грубая прямота фронтального натиска, а не математически точная последовательность постепенной атаки. Для Форекса уничтожение крепости было вопросом скурпулезных расчетов, но его коллеге осада представлялась эдаким кулачным боем, где противники лупят друг по другу, пока один из них не упадет. Метод далекий от утонченности, но все же эффективный. За пределами легиона многие думали, что железные воины не знают иного способа сражаться, но железный владыка был способен действовать и более изощренно. В своих компаниях он в основном полагался на математику и точное применение силы, но иногда, когда нужно было создать драматический эффект, не брезговал и грубым натиском. «Даже с учетом этих проклятых ремонтных устройств у нас достаточно орудий, чтобы сокрушить их укрепление», ответил Фальк. «А когда стены падут, мне понадобится такое количество воинов, чтобы можно было атаковать брешь. С западной стороны враг эскалады не ждет». «И на то есть причины», указал Форекс. «Склон здесь круче эскалистия, чем у других флангов. По такому склону быстро не взберешься, а за это время они разнесут тебя в клочья. А если под землей установлены сейсмические заряды, там тебя и похоронят». «Не установлены». «Откуда ты знаешь?» «Железный владыка говорит, что зарядов там нет». «Ты беседовал с примархом?» Форекс с трудом мог сдержать горькую ревность, которая огнем обожгла грудь. «Он не выходил из своего бункера со дня высадки». «Он общается через камни рожденного», прошипел Фальк. «Имею в виду Салтарна Фулброна» из 45-го Гранд-батальона. Этот воин так хорошо разбирался в горных породах, что поговаривали, будто сами скалы шепчутся с ним, открывая свои тайны и обнажая перед его заступом настоящие геологические чудеса. Пертураба, всегда безошибочно угадывавший скрытые таланты, сейчас особенно выделял Фулбронна, хотя тот и был ниже рангом, чем Трезубец. Три прославленных кузнеца войны, которые обычно были рядом с примархом. «Он что-нибудь говорил о Третьем Легионе?» Фальк покачал головой. «Нет, он лишь требует, чтобы людей Кассандра убили, а цитадель уничтожили до того, как прибудут воины-фениксийца». Форекс хмыкнул и без слов выражая свое скептическое мнение о детях императора. «Эта операция закончится гораздо раньше». Словно в подтверждение с дальнего склона донесся ритмичный грохот канонады. Горячий ветер далеко разнес эхо обстрела и оба воина посмотрели вверх. Форекс прислушался к этим звукам, как дирижер, оценивающий веренный ему оркестр. Он определял голос каждого орудия и любое изменение в его тембре и темпе. В громе выстрелов, в том, как быстро каждое орудие выплевывало снаряд, ему слышалось нетерпеливое предвкушение. «Это на севере», сказал он и потянулся к шлему, прикрепленному к доспеху магнитным зажимом. «Воины харкора», отозвался Фальк. «Пошли». Форекс развернулся к выходу с наблюдательного поста. «Это не бреширующий огонь». До Фалька наконец дошло, что Форекс сразу понял. «Нет, этот идиот начал эскаладу». Боль В итоге все всегда сводилось к боли. Боль стала последним воспоминанием Бероса, а еще то, как вместе с кровью жизнь вытекает из его истерзанного тела, напоминающего сломанную марионетку. Кости раздроблены так, что ни один апотекарий не сумеет их восстановить. Внутренние органы превращены в кашу воздействием сейсмической силы, а еще огонь, сжигающий его плоть, когда мощные процессы генетически усиленного метаболизма попытались впустую залечить смертельные раны. Боль была сильной и никогда его не оставляла, но еще хуже было чувство стыда, когда он вспомнил, как был ранен. Его сразил не воин, способный тягаться в бою со сверхчеловеком, взращенным для битвы, и не ксенов, воплощение кошмаров, слишком ужасный, чтобы с ним оправиться. Причиной страданий Бераса стал его примарк. Тот удар был слишком быстрым, чтобы от него увернуться, и слишком сильным, чтобы от него оправиться. Затем последовал второй удар, на самом деле лишний, ибо к тому моменту Берас в обычном понимании был уже мертв. Но четвертый легион ничего не делал наполовину, и Пертураба воплотил эту военную мудрость не в один, а в два сокрушительных удара. Берас сглатывал кровь, которая затем стекала по разорванному пищеводу. Выдыхал ее в виде кровавой пены через пробитые легкие и ждал прихода смерти, которая будет похожа на его жизнь, горькая и мучительная. Он терпел постоянную боль со времен войны с черными судьями. Когда вопящая орава обвинителей, чьи лица скрывались под клоубуками, застала его врасплох. По отдельности обвинители не смогли бы справиться с воином из легиона со стартов. Но его окружил целый десяток и все они были вооружены цепными молотами, которые со смертоносной легкостью пробивали пластины брони. Шестеро пали прежде, чем остальные добрались до него. Все больше ударов находили свою цель и вскоре нападающие практически резали его на части. Наконец зубья вражеского оружия вгрызлись в его тело и почти перебили позвоночник. Но он все-таки убил их всех из последних сил, после чего рухнул на землю. Апотекарии нашли его в окружении трупов врагов в черных капюшонах и восстановление его плоти потребовало настоящего медицинского чуда. Его тело создали заново, укрепили аугметикой, трансплантировали стволы нервов, но и тогда боль никуда не ушла. Но она померкла в тот единственный момент, когда он сказал не те слова и не в то время. За свою неудачу он отправился доложить досадные вести железному владыке, чье настроение и так непостоянное, только ухудшилось после бойни на Истване 5. Бера знал, что несет плохую новость, но надеялся, что звание кузнеца войны его защитит. Глупая надежда, потому что в гневе своем Пертураба разил как королей, так и их шуток. А потом в основном была тьма, приглушенные голоса, внезапные проблески света и чувство, будто он плывет, освобожденное тело на волнах темного океана. Он был словно вне пространства и вне направлений и не мог найти ни одной знакомой точки отсчета, которые раньше казались такими естественными. Берес попробовал услышать биение собственного сердца. Он решил, что эта равномерная пульсация даст ему хоть какое-то, пусть и зыбкое мерило времени. Но его сердце молчало, и в этом вневременном безумии он часто думал, что действительно умер и попал в какое-то языческое чистилище, из которого нет выхода. Он отбрасывал эти страхи, но они упорно возвращались, и он никак не мог отделаться от подозрения, что жизнь его кончена, но не завершена. Он парил между жизнью и смертью, и к нему приходили воспоминания. Целая череда побед. Сначала во имя императора, позже во имя магистра войны Хоруса. Он вновь сражался под красным дождем, зарывался в почву на бесчетных планетах и сдирал плоть с костей тысяч и тысяч врагов. Он был свидетелем войны, которая начиналась как справедливая борьба за выживание под солнцем Терры. Затем с неумолимым ходом времени превратилась в войну завоевательную и, наконец, войну ради самой войны, пустую радость. Когда именно это произошло? Почему воинские традиции железных воинов так неузнаваемо преобразились? Берас прекрасно знал ответ. Постепенно, шаг за шагом, служба императору превратила воинов четвертого легиона в бездушные машины, которые тащили к согласию мир за миром, покрываясь кровью и грязью этих планет. Сыны Пертураба выполняли все, что им приказывали, и за это их опять швырнули в ту же самую войну, которая отравляла сердце легиона. Но самый жестокий урок был еще впереди. Берас помнил, что магистр войны Хорус сказал железному владыке после гибели потерянной Олимпией, и когда стало известно, что на хрупке Проспера обрушились волки Фенриса. Сила сама по себе может быть лишь временным решением, сказал тогда Хорус. На короткий срок она может обеспечить покорность, но в этом случае через какое-то время врага придется усмирять снова. Пока мы вынуждены постоянно вновь отвоевывать то, что уже привели к согласию, в Империуме не будет мира. Именно ты, брат мой, сделаешь так, что все закончится одним завоеванием. Возможно, так магистр войны хотел успокоить истерзанную душу Пертураба, но столь зловещее обещание только усилило то безграничное чувство вины, которое и так терзало Примарта. Путь, раньше казавшийся гнуснейшим предательством, теперь стал единственным логическим выходом, и Пертураба подтвердил, что останется верен Хорусу. Никто не знал, о чем еще говорили полубоги, но когда железные воины прибыли на Истван 5, их переполняла столь беспощадная ярость, что утолить ее можно было лишь кровью тех, кого они раньше называли братьями. Берас вновь окунулся в хаос того побоища на черных песках и в бешеный восторг, который он испытал, увидев потрясенное выражение на лицах врагов. И темнокожие Саламандры, и алибастрово бледные гвардейцы Ворона были одинаково шокированы предательством. Железные руки ему попадались редко, ими занялись воины фениксийца, непристойные в своей разнузданности, но все же смертоносные. Он вспомнил, как выстрелом в упор из Мелтагана убил капитана Саламандра. В том, что жизнь противника оборвал именно огонь, была приятная ирония. Металл расплавленного шлема тек по его лицу, обнажая череп, черный, как и кожа, которая мягким маслом сползла с костей. Умирающий воин издал несколько влажных, булькающих звуков, очевидно проклиная своего убийцу, хотя понять его было невозможно. Берас оставил Саламандра счел варварским пережитком, от которого воин, выросший на дикой планете охотников на рептилий, так и не избавился. Сейчас в этом лимбе более безвременен, безвыхода, он снова видел в кошмарах оплавленное лицо Саламандра, и красные как угли глазницы вперели в него обвиняющий взгляд. Этот скалящийся череп всегда был рядом, изрыгая бессмысленный трест, он маячил на границе сознания Бераса, заставляя переживать агонию его последних мгновений. За этим черепом вставал другой лифт, суровая гранитная маска с холодными как сталь синими глазами. По сравнению с голосом этого создания все прочие звуки казались белым шумом. Голос повелевал черными останками Саламандра и говорил поверженному врагу, что Берас не умрет как все остальные. Даже в своем бестелесном состоянии Берас знал, что этим приказом нужно повиноваться. Череп Саламандра вернул жизнь, а заодно и боль. Взгляд алых глазниц и монотонные заклинания перемололи его в прах. Берас старался не слушать этот зов, но голос обладал силой, которой у него уже не было, и жаждал его страданий. Мучительная боль пронзила его тело, электрическая судорога второго рождения. Пространство вокруг него упорядочилось и обрело форму, и он издал оглушительный рёб, чувствуя, как конечности наливаются невообразимой силой. Тьма, в которой он казалось провёл целую вечность, сменилась потоком резких светов, от которых ему захотелось зажмуриться. Цвета поблекли, но его ярость не стихала, и он задрожал, видя перед собой красноватый череп Саламандра. Нет, не Саламандра, и даже не череп. Увеличенные окуляры технодесантников представляли собой оптические приборы, рубиново-красные линзы которых с щёлканьем и жужжанием вращались в выпуклом корпусе из бронзы и серебра. Шлем у него был цвета чернёного железа. За плечами возвышались, словно стальные жала, три манипулятора. Они ждали команды, шипя пневматикой и роняя капли смазки. «Кто ты?» спросил Берас. Скрипучее рявканье, которое у него получилось, совсем не походило на его прежний голос. «Голиан Корон, и ты находишься в моей кузнице», сказал технодесантник. И вздрогнув, осторожно отошёл подальше, когда Берас встряхнул несокрушимые цепи, которыми был связан. Оказалось, что он выше технодесантника, потому что Корон смотрел на него, запрокинув голову. Вокруг стояли мертвенно-бледные сервиторы и мощные грузовики-подъёмники. Некоторые были рядом с Берасом, некоторые позади него. И для него было загадкой, как он может их видеть. За Короном выстроились околиты в рясах, его слуги, и каждый держал в руках смазанное машинным маслом блюдо, где были разложены шестерни, инструменты и детали машин. Нет, они служат не Корону, они служат ему. Почему я здесь? Со всех сторон Берас чувствовал непривычное давление железных стен, одновременно и утроба, которая хранит жизнь и саркофаг. Клаустрофобия потянулась к его разуму щупальцами безумия и не нашла на своем пути препятствий. Ты здесь, потому что так захотел железный владыка, ответил Корон. Ты врешь, Берас возражал то ли от отчаяния, то ли в надежде. Он убил меня. Не убил, а преобразил. Я не понимаю. Своей собственной рукой он переделал тебя по своему образу и подобию, пояснил Корон. Один из его манипуляторов со скрипом вытянулся и взял парарезиненный пульт управления. Одно нажатие кнопки и оковы, удерживавшие конечности Бераса с механическим лязгом спали. Его ноги, колонны из железа, стали и жгутов псевдомышц, вновь его слушались, и он неуклюже шагнул вперед, понимая с этим первым шагом, что никогда уже не выберется из этого металлического гроба. Железные листы настила отзывались на каждый его тяжеловесный шаг гулким грохотом металла о металл. Колоссальный молот и крупнокалиберная роторная пушка, установленные на его руках, вращались в такт его мыслям. Так я жив, уточнил Берас, до сих пор не в силах в это поверить. Не просто жив, сказал Корон, теперь ты дредноут. Феликс Кассандр, капитан имперских кулаков, знал, что удержать цитадель невозможно, но дело было не в этом. Железные воины враги, и хотя разум его до сих пор отказывался принять мысль, что легионы Астартес могут пойти друг против друга, с врагом нужно сражаться. Да, рано или поздно цитадель пойдет, но Кассандр не верил ни в благородность неравной борьбы, ни в героику последнего боя и самопожертвования. Обычно всегда есть способ победить или хотя бы обмануть смерть, но сейчас даже он был вынужден признать, что их шансы выжить становятся все более призрачными. Хотя Кассандр не был склонен к пессимизму, он с трудом заставлял себя не поддаваться мрачному настроению. Как только Железные воины преодолеют древние укрепления и пробьют брешь в стенах, их уже ничто не удержит. Они расправятся с его солдатами, со смелыми детьми этого мира, которые решили сражаться вместе с имперскими кулаками. Не пощадят они и выживших, которые бежали в цитадель с полей смерти внизу. За крепостными стенами укрывались 52 имперских кулака и 13 тысяч мужчин, женщин и детей. Когда все закончится, их ждет смерть, которая не будет ни быстрой, ни легкой. Но никто даже не заговаривал о капитуляции, не порывался обсуждать условия сдачи, не было крамольных разговоров, которые ослабляют боевой дух. И все думали лишь о том, как дать отпор презренным захватчикам. Железные воины, наши братья. История не сохранила имя того, кто построил это архитектурное чудо на вершине горы. Но инженеры и мастера, соорудившие живые стены цитадели, наверняка были гениями своего времени. Эти стены были сложены из инопланетного камня и укреплены технологиями, которые оставались тайной даже для механику, но позволяли материалу стен при повреждениях вести себя, как живая ткань. Жидкие силикаты затягивали шрамы от попадания снарядов, и стена за считанные мгновения восстанавливала целостность. Только очень продолжительный и невероятный по масштабу обстрел мог нанести укреплением непоправимый ущерб. При атаке неприятель обнаруживал, что укрепления встречают его шипами из жившего камня, а иногда этот камень расступался под ногами противника, полностью поглощая его. Если бы на штурм шел обычный враг, цитадели бы ничего не угрожало, но железные воины враг необычный. Лорд Дорн выбрал эту цитадель и водрузил над ней Аквилу, однако этот символ не означал торжество Империума. Аквила указывала место, где находится общее правительство. Дорн ввел в новое правление представителей старой власти и позволил народу самому избрать губернатора планеты. Им стал видный гражданский деятель Эндрик Кадом. Кассандр улыбнулся этим воспоминанием и подумал, что имперские кулаки все-таки впитали в себе частичку философии, которой придерживался примарх 13-го легиона. Затем Кассандр и его товарищи сопровождали итераторов и летописцев экспедиции в их путешествия по планете. Они шли от крупных городов к удаленным поселениям, неся слово императора народу, уже готовому принять имперскую истину. Это было славное время, и когда Дорн объявил, что седьмой легион ждут новые компании, население планеты оплакивало его уход так, словно их покидал дорогой друг. Кассандр помнил гордость, которую почувствовал, когда примарх возложил на него и его боевую роту в священный долг охранять этот мир. Для планеты, недавно приведенной к согласию, это означало, что теперь она находится под защитой имперских кулаков. Благородный жест, но его последствия даже лорд Дорн не мог предвидеть. Кассандр отер пыль с покрытого шрамами лица, сплюнул пропитавшуюся той же пылью слюну, которая запузырилась на камне с шипением химической реакции. Шлема он лишился уже давно, снаряд болтера пробил лицевую пластину и вышел наружу вместе с брызгами крови, осколками кости и керамита. Технодесантник Сканион погиб в самом начале осады, а без его руководства кузнечные сервиторы были способны лишь на простой ремонт. Еще оставалось несколько адептов механикум, но они были целыми днями заняты в недрах цитадели. Они пытались добраться до ее секретов так, будто бы у них еще оставался шанс выжить и поделиться этим знанием. На лице капитана застыла усталость, словно на нем оставили свой след постоянные ветра, которые неустанно терзали планету и передавали всем гладким поверхностям крупнозернистую текстуру. Темно-карие глаза Кассандра, видевшего, как перевернулось устройство всей галактики и не имеющего сил что-либо изменить запали и приобрели меланхолическое выражение. После того попадания болт снаряда, который разбил его шлем, на щеках остались черные полосы шрамов. Когда пришел приказ возвращаться на Теру, капитан начал готовиться к немедленному отправлению. Однако внезапная смерть навигатора их корабля означала, что до прибытия замены рота никуда не двинется. На следующий день они получили сообщение о предательстве магистра войны и о бойне на Истване-5. И мир Кассандра окончательно рухнул. Гордость отпорученной им почетной миссии ушла, ее место заняли отчаяние и разочарование от того, что они не могли сражаться рядом с братьями, не могли покарать Хоруса за его гороломство, не могли наказать тех, кто втоптал в грязь клятвы верности. Но возможность сразиться с коварными союзниками Хоруса не заставила себя ждать. На поверхность планеты высадились железные из-за которого в зону сплошного поражения попала вся долина и фермерские поселения. И от плодородных земель остался только пепел. Жар магматических бомб и разгонных двигателей испарил реки, а почву обратил сухую пыль. Однако Кадмейская цитадель не получила никаких повреждений и Кассандр до сих пор не мог поверить в саму возможность столь точной бомбардировки. Но мотивы врага были ему вполне ясны. Железные воины не могли упустить шанс посрамить сынов Дорна. И когда к поверхности на столпах огня устремились грузовые посадочные корабли, Кассандр с мрачным чувством обреченности приказал своим воинам готовиться. Инженерное искусство строителей древней крепости, умело преобразованный ландшафт и мужество защитников сдерживали железных воинов почти три месяца. Но теперь Кассандр практически исчерпал имеющиеся у него ресурсы. Он потерял три четверти своей роты и тысячи смертных солдат, и ему нечем было вести бой. В цитаделе оставалось всего несколько тяжелых орудий, а ведь именно они не давали железным воинам добиться полного артиллерийского превосходства и сокрушить защитные механизмы, встроенные в стены крепости. Скоро защитники цитадели уже не смогут сдерживать атаки предателей. задержаться здесь еще на какое-то время, вместо того, чтобы атаковать следующую цель. Успехом это сложно назвать, но Кассандр довольствовался хотя бы этим. Он встряхнулся, отгоняя от себя настроение безысходности. Воину из имперских кулаков не пристало жаловаться на судьбу. Капитан пошел к краю самого северного из бастионов, чьи блистательные парапеты когда-то были образцом фортификационной науки. Обстрел перемолол камни стен, превратив их практически в руины. За самыми крупными из пыльных обломков укрылись Локрис и Кастер, золотые гиганты среди сотен местных ополченцев в пропыленной униформе цвета охры. Кассандр разделил те немногие отделения, что у него оставались, и расставил своих воинов вдоль стен, чтобы укрепить каждую секцию и поддержать боевой дух тысяч солдат, что там сражались. В небе от ударных волн. Фугасные снаряды спускались по баллистическим траекториям и разрывались глухим грохотом, вспыхивая и постепенно угасая на пустотных экранах. Щиты на южных поступах еле держались, но, к счастью, огонь врага концентрировался на других зонах. Локрис поднял голову, когда Кассандр присел под укрытием парапета, а Кастер поприветствовал его кивком. «Они сегодня бойки», заметил Кастер. Очередной взрыв напомнил удар грома, от которого содрогнулось само основание стены. Кинетические гасители, установленные в глубоком фундаменте цитадели, переправляли энергию взрыва дальше в скальную породу. Силикатные рубцы затянули пробоины в стене, и до защитников донесся запах металлической стружки и маслянистых выделений. На парапет обрушился ливень каменных осколков, и солдат, выстроившихся вдоль стены длинной линии, обдала еще одним облаком красной пыли. Даже слишком бойкий, согласился Локрис. Скорость огня изменилась, что-то назревает. Как и Кассандр, Локрис был без шлема. Тот же осколок шрапнели, что раскроил шлем надвое, наградил его шрамом, который пересек всю щеку и лишил его левого глаза. Шрам придавал воину бандитский вид, а из-за отсутствия глаза в нем появилось что-то пиратское. За обе раны еще предстояло отомстить. У Кастера от пламени зажигательного снаряда почернели, утратив краску пластины брони на оплечье, на груднике и по ножах. Он своим телом закрыл от взрыва группу раненых солдат. Что думаете, капитан? Это землекоп? Поинтересовался Кастер. Я же сказал, что отряд Симеона сегодня не видел землекопа на востоке, ответил Локрис. Тут похоже, ребята скрепера. Сжав рукоять меча, Кассандр выглянул наружу через трещину в парапете, которую не смогла закрыть мембрана из живого камня. В пыльном тумане он увидел темную железную волну, накатывающую на склон. Затянутые дымом пушки, установленные на защитных батареях внизу, выплевывали высокоскоростные снаряды, простреливая территорию перед железными воинами. Самоходные орудия на шагающих платформах торопились следом за штурмовыми отрядами. Эта новая атака служила прекрасным напоминанием, что сыны Пертураба в первую очередь воины, а уж потом осадные инженеры. Кассандр следил за их движением, в котором была и плавность, и агрессивность, дисциплина, и всепоглощающая ярость. Откуда взялась эта бешеная ненависть? Чтобы отличать одно отделение железных воинов от другого, защитники цитадели наделили их командиров прозвищами, в соответствии с самыми заметными чертами их поведения. Подчиненные землекопа неустанно и методично орудовали лопатами. Симулянт оставлял своих людей в окопах, предпочитая бомбардировать цитадель тоннами снарядов. Вуайерист любил следить за сражением с огражденной зубцами крыши своего блокгауза в центре долины. Кажется, ты прав, Локрис, согласился Кассандр. В отличие от коллег, Скреппер предпочитал посылать своих инженеров на штурм. Едва появлялся хоть малейший намек на подходящую возможность. Другие железные воины проявляли определенную осторожность. Они опасались защитных устройств цитадели и придерживались менее рискованного плана постепенной осады. Скреппер же любил пускать кровь своим легионерам и бросал их в самое пекло боя. Над парапетом с воем пронесся случайный снаряд и Кассандр вернулся в укрытие. Думаю, так даже проще, заметил Кастер. У его воинов нет вообще никакой огневой дисциплины. Пусть так, но они хорошие бойцы, возразил Кассандр. Мы можем обзывать их как угодно, но недооценивать их Локрис протянул Кассандру изогнутый спусковой рычаг детонатора. Артиллерия цитадели открыла огонь по наступающим железным воинам и Кассандр рискнул еще раз выглянуть через парапет. Орудия не нанесут врагу сильный урон, но и просто прорядить их ряды уже неплохо. Давай ты, ответил капитан, ты это более чем заслужил. Ухмыльнувшись, Локрис нажал на рычаг, приводя в действие последнюю из сейсмических мин, которые были установлены на северном склоне прямо у переднего края сил железных воинов. Тектонические ударные волны взметнули пласты породы и вырвали из склона участок в 300 метров, который шквалом каменных осколков понесся вниз. Кассандр с удовольствием отметил, что лавина унесла с собой десятки и десятки изуродованных тел. Он нажал на закрепленную на шее бусину Вокса, которую взял взаймы. Всем кулакам есть движение в ваших секторах. Командиры всех секторов ответили отрицательно и Кассандр утвердился в своем первоначальном мнении. Этот последний штурм скрепера был внезапным ударом. Темп неравной дуэли, которую вели орудия противников ускорился. Железные воины подходили все ближе и уже перебирались через глубокий рог, который оставили после себя сейсмические мины. Симеон, Ездра, Кассандр в ларингофон. Немедленно переведите ваших людей в северный бастион. Когда железные воины преодолели последние сто метров до стены, их артиллерия сменила цель. Орудия били по прямой и снаряды врезали в стену с разрушительной силой, заставляя всю гору содрогаться. Фронт ударной волны пошел вверх, к краю стены из-за него. Пламя зажигательных снарядов уничтожало силикатные заплаты, задержать наступление железных воинов до того, как они набросятся на защитников. Ждите, пока они не доберутся до ближайших маркеров. Заорал он так громко, что его приказ услышали бы во всех тренировочных залах фаланги. Цельтесь хорошенько, а не тощинки Пертураба станут последней из ваших проблем. Глава 2 Первая кровь Сокрушитель наковален Новый трезубец Благодаря выступающим обломкам и воронкам от взрывов по стене теперь можно было взбираться, но проклятые механизмы самовосстановления уже избавлялись от следов артобстрела. Крагер знал из предыдущих попыток штурма, что стены цитадели через несколько секунд станут гладкими и ровными, и не тратя время вцепился в ближайшую отвратительную органическую рану у ее основания. Он мгновенно почувствовал, как увеличивается его вес, наливаются свинцом конечностей и с практически неодолимой силой тянет к земле броню. Гравитонные генераторы, вкопанные под стеной, искажали локальное гравитационное поле, заставляя прилагать огромные усилия ради даже самых незначительных движений. Крагер взревел, прижался к стене и метнулся выше, используя смесь грубой силы и ярости. Поля генераторов поднимались над землей лишь на несколько метров и с каждым рывком наверх по изрытой воронками стене он чувствовал, как ослабевает их хватка. На закрытом шлемом лице расплылась ухмылка, когда Крагер почувствовал, что к нему вернулся его естественный вес и он прыгнул к следующей опоре. 300 воинов 23-го гранд-батальона, подчиненного лорду Харкору, пригибались за укреплениями и устанавливали тяжелые орудия. Лишь у нескольких доставало сил, чтобы перебороть тягу гравитонных генераторов. Это были самые кровожадные, злобные и преданные убийцы кузнеца войны. Крагер же был самым кровожадным, самым злобным и самым преданным среди них. Управляемые сервитерами турели выдвинулись из заармированных противовзрывных заслонок в середине наклонной стены и обрушили на землю град тяжелых орудийных снарядов и противопехотные кортечки. Вдоль основания стены протянулась цепочка взрывов. Подорвались тайники с оружием и боеприпасами. Защитники на парапетах поливали огнем участки у основания стены, куда турели не доставали. Артиллерийские орудия лорда когда стало видно, что есть дружественные потери. Но у имперских кулаков таких проблем не было. Навесной огонь с разрушительной силой бил по камням и прижимавшимся к стенам воинам, укрывая вершину горы едким дымом с полохами пламени и разрывающейся в воздухе шрапнелью. Крагер услышал протяжный вой автоматической пушки, посылающей снаряды то влево, то вправо, каждый раз, когда железные воины оказывались в группах по трое или четверо. Длинноствольное мелто копье уничтожило несколько валунов с бьющим по ушам визгом сжигаемого воздуха. А отдельные заряды из мелкокалиберных лаз пушек обрушились на землю, словно ослепительные кометы. Кхаммер упал, на месте груди у него были лишь сплавленные кости, а внутренности мгновенно превратились в сверхнагретый пар. Тумака разрезала на две части длинной очередью снарядов. Улгалан упал на землю, когда неожиданный нарост кремниевого камня столкнул его со стены. Еще один нарост из восстанавливающегося разлома острый как шип пронзил пурдокса, оставив его висеть, как выставленного для устрашения казненного. Над страбой появился выступ, вынудив его прыгнуть под сплошной огонь ласкушки, разделивший его надвое. Падали и другие, воины, до чьих имен ему не было дела и уже никогда не будет. Его охватил гнев при мысли, что их сдерживала одна рота имперских кулаков и пара тысяч смертных солдат. И он прижался к стене, когда огневая буря сверху усилилась. Это всегда была самая кровавая часть любой атаки, момент, когда становилась видна истинная ценность воина, последние 50 метров по открытому полю. У командира могли быть всевозможные орудия для уничтожения целых планет, самая укрепленная крепость, самые изощренные методы противодействия. Но ему все равно нужны были люди из плоти и крови, чтобы пересечь тот последний клочок открытого пространства и разобраться с врагом. Некоторые кузнецы войны, как Форекс и Торамина, с неприязнью относились к этой стадии сражения, как к неприятной необходимости в изящной схеме из порядков огневого поражения, планов артобстрела, опрошей, параллелей и бесчисленных линий осадных укреплений под безупречно высчитанными углами. Кузнец войны Харкор был олимпийцем старой закалки, воином, который понимал, как важно время от времени укреплять дух своих подчиненок, бросая их в огонь и выковывая на наковальне войны. Крагера мало привлекала логическая сторона осады, хотя он был довольно компетентен в этой области. Пусть другие занимаются копанием, планированием и строительством. Его стихией было пекло битвы, где прямота была добродетелью, а ярость решала исход. Из шквала взрывов и шрапнели вынурнули несколько воинов и начали искать подходящую опору рядом с ним. Они ориентировались на него, зная, что там, где появляется Крагер, всегда льется кровь врага. Он поднялся повыше, сквозь стену огня и шума. Залпы гранатометов каскадом следовали один за другим. Но взрывные боеприпасы были на исходе, а гранатометов слишком мало, чтобы нанести ощутимый урон. Железные воины оказались под градом осколков, но благодаря многослойной керамитовой броне ранены были единицы. Рядом с Крагером поднимался Ванук, вороненый доспех которого испещрили выбоины от мелкокалиберных выстрелов, а шлем почернел от взрывов. Он выпустил короткую очередь из Болтера, который держал в одной руке. Раздался вскрик, и со стены свалилось тело, разорванное масс реактивными снарядами. «Первая кровь на моем счету», рыкнул Ванук. «Болтер Крагера пока что был пристегнут магнитными зажимами у бедра, и там ему и суждено было оставаться, пока его владелец не доберется до парапетов». «Первая, не первая», отозвался Крагер, «Какая разница, если это кровь?» Ванук остановился, чтобы еще раз прицелиться, но вдруг вал задрожал от смещения грунта в его основании. Почувствовав эту дрожь, Крагер зацепился за трещину в склоне и, удерживая собственный вес бронированными пальцами правой руки, качнулся в сторону, чтобы найти точку опоры для левой. В тот же миг в грунте возник провал, словно какой-то придонный хищник разверз огромную пасть. Иванук исчез, даже не успев закричать. Зыбкий грунт продолжал двигаться, и очень быстро края провала вновь замкнулись. «Идиот!» только и сказал Крагер в память о Вануке, после чего продолжил подъем. Он продвигался вперед резкими рывками, иногда перепрыгивая препятствия. Мастерство, помноженное на везение, помогали ему обходить острые скальные выступы и уклоняться от вражеского огня. На место, где он стоял за секунду до этого, скатилась турель, охваченная пламенем. Кибернетический наводчик был все еще присоединен к искореженным обломкам кабелями и вместе с уничтоженным орудием рухнул на скалы. При падении турель взорвалась, бронированные листы разошлись, словно мокрая бумага, и наружу вырвался стол пламени. Автомат заряжения не выдержал перегрева, и снаряды боеприпаса разлетелись во все стороны по непредсказуемым траекториям. Один из них взорвался на склоне совсем рядом с Крагером, и тот вздрогнул, когда от силы взрыва на мгновение потемнел визор шлема. Потом глянул вверх и ухмыльнулся. Множество людей, стоявших вдоль парапета, взирали на него с ужасом. Боятся, ну и правильно. «Смерть идет за вами!» — крикнул он им. «Железо, что было снаружи, скоро станет железом внутри. Некоторые лазерные разряды и пули все-таки попали в него. Но выбив из наплечников снопы искр, доспех пробить не смогли. Крагер высвободил болтер из магнитного захвата на бедре. Одним плавным движением прицелился и выпустил короткую очередь из трех выстрелов. У первой его жертвы голова просто исчезла. Кинетическая энергия снаряда была столь велика, что голову человека оторвало от позвоночника. Второй болт, среагировав на объект нужной массы, детонировал в груди другого солдата, разнеся его в клочья. Третий человек с воплем рухнул навзничь. Осколки костей, разлетевшиеся от двух убитых, исполосовали ему лицо. Крагер понимал, что тратить массореактивные боеприпасы на обычных людей расточительство. Но катастрофы, которые при этом происходили с хрупкими человеческими телами, были так занятны, что он просто не мог устоять. Вернув болтер на место, Крагер начал подтягиваться все ближе к парапетной стене, потрепанный вид который вызывал у него улыбку. На этом участке вала не осталось никаких встроенных орудий, и теперь остановить его не мог никто. Он ухватился за скрученный арматурный пруд и, подтянувшись, перевалился через остатки парапета, в каменной кладке которого застряли осколки снарядов. Оказавшись на стене, Крагер снова достал болтер и теперь искал новые цели. Кроме него подъем преодолели только два железных воина, вартраксы ушто, судя по символике на их шлемах и наплечниках. Один из имперских кулаков, видимо капитан удивленно обернулся к ним и окриком предупредил еще двоих кулаков, вокруг которых толпилась почти целая рота перепуганных солдат. Без шлема процедил Крагер, мгновенно прицелился и выстрелил. Как глупо! Капитан упал, но Крагер с раздражением увидел, что враг отделался лишь касательным ранением. Два имперских кулака разделились, открыли огонь, чтобы помочь командиру. Смертные солдаты в ужасе палили наугад. Сосредоточенный болтерный огонь отбросил вартракса на разрушенный парапет. Нагрудник воина не выдержал, тело его несколько раз содрогнулось и треск перемолотых костей не оставил Крагеру сомнений, что массореактивные снаряды превратили грудную клетку вартракса в кашу. Между уштором и кулаками завязалась перестрелка, но те держались слишком хладнокровно, чтобы подставиться под случайные выстрелы. Крагер, не торопясь, поднял болтер к плечу, прицелился в имперского кулака слева от себя и сделал два аккуратных выстрела. Воин рухнул с пробитым шлемом, лишившись затылка и разбрызгивая мозговое вещество через дыру в обгорелой кости. Пока эта стычка отвлекла внимание солдат, на стену поднялись еще пара железных воинов. Огонь из болтеров обрушился на людей и оторванные конечности полетели во все стороны, словно тела попали под ножи молотилки. Презренные смертные вопили и их нелепая гибель Крагера совершенно не радовала. Единственной достойной мишенью здесь были только кулаки. Раненый капитан поднялся и обнажив сверкающий золотой клинок бросился на железных воинов. Оба погибли один за другим, не устояв под мощными ударами прицельно нанесенными по самым уязвимым местам их брони. Капитан столкнул убитых врагов со стены и повернулся Крагеру. «Я, ваша смерть, предатели!» закричал он. Выстрел оставил на его голове ссадину пару сантиметров глубиной. И теперь засохшая кровь превратила лицо капитана в красную маску. Крагер покачал головой и дважды пальнул ему в грудь. Доспех у штора, стоявшего рядом, взорвался изнутри и воин упал. Но Крагера его предсмертные хрипы не остановили. Он мчался к имперскому кулаку, который убил его товарища. «И этот без шлема!» Дорновым слабакам, что головы мешают! Сделав шаг назад, кулак сменил опустевший магазин болтера на новый. «Бежать некуда!» сказал ему Крагер. «Я не убегаю!» возразил кулак. «Я жду!» «Кого?» Крагер почувствовал невольное любопытство. «Их!» ответил противник. Несколько тяжелых ударов пришлись в бок Крагеру, развернули его на месте, пробили доспех и оставили глубокие рваные раны и боль. Он упал на одно колено и увидел, что на него мчатся не меньше двух десятков имперских кулаков. Они стреляли на бегу, что нисколько не сказывалось на точности выстрелов. Прежде чем Крагер успел отползти в укрытие, в него попали еще два раза плечо и прямо в грудь. Он сплюнул сгусток крови сквозь вокс-решетку шлема, визор которого расцветился предупредительными иконками. Крагер хотел ответить врагу еще одной очередью, но не мог пошевелить раненой рукой, а от Болтера остались только обломки. Он даже не заметил, когда именно лишился оружия. Заглянул через край стены и увидел лишь нескольких железных воинов, что карабкались к парапету, и сотням солдат, готовых встретить их взрывчаткой и массореактивным огнем. С этой стороны помощи ждать не стоило. Но какое же унижение, что в крепость их не пускают такие вот отбросы. Крагер в недоумении уставился на лужу темной крови перед собой. Хотя кровоточили его собственные многочисленные раны, в этом влажном блеске и привкусе железа все равно было нечто удивительно приятное. Разрушенный парапет накрыла мрачная тень, раздался вой реактивных двигателей и сверху обрушился поток раскаленного воздуха. Лужа крови перед Крагером вскипела от жара, раздались вопли солдат, их униформа вспыхнула. Имперский кулак, с которым Крагер говорил мгновением раньше, упал. Боеприпас его болтера взорвался, превратив его руки в черные обрубки, из которых торчали оплавленные кости. Нечто упало с небес в самое сердце цитадели. Что-то большое и железное, что-то ужасное и безжалостное, и металлический грохот, сопровождавший его прибытие, напомнил похоронный звон колокола. Непревзойденный воин Олимпии, полубог в темной броне, повелитель грома, вооруженный молотом. Пертураба, железный владыка. С появлением примарха битва закончилась. Исход осады, и так никем не ставившийся под сомнение, был окончательно определен, когда явился этот неукротимый воин. Пертураба стоял, преклонив одно колено, одну руку выставив перед собой, словно выказывая почтение невидимому господину, а другую вытянув в сторону. В вытянутой руке он держал молот размером со смертного человека, с рукоятью из плава, о котором было известно лишь то, что он неразрушим. На нем были узоры, как на мраморе, с прожилками молниями, а на верши венчал янтарный камень с черной полосой, похожей на змеиный глаз. Голова молота была стальной и золотой, задняя часть покрыта острыми шипами, а плоское лицо на передней было искажено жаждой крови. Подарок самого магистра войны предназначался не для ковки, это был не инструмент кузницы и не символ союза. Сокрушитель наковален был создан для убийства, орудия смерти и ничего более. С широких плеч пертураба спадала мантия из переплетенных стальных пластин, будто шкура какого-нибудь серебряного дракона, а из-под высокого воротника наточенное лицо голубого оттенка, как покрытая льдом сталь, сверкали в полумраке дня. Его голова была обрита налосой, и из нее выходили туго скрученные кабели. Имперские кулаки, явившиеся, чтобы убить Крагера, не могли упустить эту идеальную возможность нанести вред воплощению своей ненависти. Они забыли об окровавленном воине и воспользовались единственным шансом атаковать вражеского примарка, что им когда-либо мог представиться. Крагер был в легионе со времен Большого Смотра перед Величественным Замком, принадлежавшим Тирану, но не мог по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз ему выпадала честь увидеть воюющего примарка. Каждый раз это было издалека, и каждый раз это была дистанционная война. Сейчас был первый раз, когда он увидел Железного Владыку, убивающего лично. Этот момент он никогда не забудет. Пертурабо убил первого имперского кулака прежде, чем Крагер осознал, что примарк начал двигаться. Он развернулся на пятки и ослабил хватку на молоте, позволяя тому частично выскользнуть, пока его рука не оказалась на самом конце рукояти. Лицевая часть опустилась на первого воина, и тот исчез во взрыве плоти, костей и обломков брони. Серебряный плащ Пертурабо взметнулся, и бритвенно-острые пластины, прорезав броню второго воина, рассекли его на две половины так аккуратно, что Крагеру показалось, будто их можно было бы легко соединить заново. Третьему воину удалось подобраться достаточно близко для атаки, но он не успел даже поднять оружие. Железный владыка вытянул правую руку, и имперского кулака накрыл поток огня от выстрелов. С десяток, если не больше, заряда взорвалась практически одновременно, разнеся его на куски так, как разнес бы помещенный в груди динамит. Плоти кровь, оставшиеся от воина ее немного, упала на землю липким красным дождем, а потом вокруг Пертураба с грохотом возник железный круг. Шесть массивных созданий в тяжелых доспехах, сияющих железом и золотом, раскололи под собой землю силой артиллерийского удара. Они выпрямились, воя пневмоприводами и миганием, возвещая о запуске протоколов по обнаружению целей. Боевые роботы-колосы выстроились вокруг Пертураба, подняв тяжелые боевые молоты и чудовищно огромные штурмовые щиты, в то время как их органические процессы оценивали противников, находившихся перед их повелителем. По Пертураба открыли огонь, но железный круг сошелся, образовав неприступную металлическую стену, и все заряды были отражены или уничтожены. Щиты раздвинулись, и Пертураба влетел в группу имперских кулаков, описывая молотом убийственные дуги, разбивая доспехи, ломая тела, круша черепа, отрубая конечности и обрывая жизни. Железный круг следовал за ним, и их молоты скидывали изувеченные тела со стен, так сильны были их удары. Они отбросили вражеских воинов к стене, защищая Пертураба с флангов, в то время как сокрушитель Наковален превращал кулаков в лишенное костей месива, а установленные в наручи болтеры разрывали останки в клочья. Железного владыку сопровождала смерть, и он был ее вестником. Крагер позволил себе короткий восторженный вдох, когда умер в последний имперский кулак. Сокрушитель Наковален врезался в камень Парапета, оставив воронку, как после противобункерного снаряда. Вокруг Пертураба заклубилась каменная пыль и опустилась на его броню, как принесенные ветром снежинки. Почти 30 космодесантников мертвы, а сердце успело отбить лишь пять ударов. Кровь, текшая из ран Крагера, уже остановилась, и кожа была горячей на ощупь. Сверхчеловеческий организм начал восстановительные процессы. Он почувствовал, что Пертураба смотрит в его сторону, поднялся на одно колено и склонил голову. Раздался тяжелый звук приближающихся шагов, и липкий край принадлежащего Примарху Молота коснулся его под подбородком. Легкий нажим заставил Крагера поднять голову, и он посмотрел в глаза Примарха, в черные расширенные зрачки, отражавшие алый свет из-под воротника. Крагер дрожал под взглядом Пертураба, но, видимо, гнев Примарха уже был растрачен на имперских кулаков. «Сними шлем!» приказал Примарх. Его голос был словно скрижащий друг об друга ледники. Крагер кивнул и расстегнул замок на одной стороне здоровой рукой. Расстегнуть второй было непросто, но, в конце концов, защелка поддалась, издавший пение, с которым выравнивалось давление. Он снял шлем и заморгал, привыкая к отсутствию фильтров, что были в улучшенной оптике. Воздух здесь был теплым и пыльным, и в нем чувствовался металлический привкус от месторождений железа под землей и огромного количества крови, пролитой на камне цитадели. Голову Пертураба окружал нимб. Пылинки и каменная взвесь попали на ионизирующие поверхности черепных устройств. У него было бледное, бесцветное лицо, утратившее живые оттенки после месяцев затворничества. Но низкое солнце уже начинало вызывать выработку меланина и придавать коже грубую текстуру. «Ты Крагер, так?» спросил Пертураба. На одно страшное мгновение Крагер забыл собственное имя, но вопрос примарха был риторическим. «Я помню тебя, Сыствана», продолжил Пертураба, говоря так, словно скупился на каждое слово. «Ты один из буянов харкора, боевой пес, любящий вкус крови». Крагер не знал, хвалят ли его или осуждают и молчал. Пертураба отвернулся и окинул взглядом то, что осталось от команды Бастиона. Железный круг двигался в идеальном унисоне с примархом. Они держали щиты на боку, а их молоты шипели, пролитая кровь испарялась в окружающих их энергетических полях. На каждом автоматоне был символ воина-легионера, и холодные машинные сердца были так преданы, насколько это вообще было возможно. Пертураба создал железный круг после атаки на железную кровь. Это был автономный отряд безжалостных убийц, преданных слуг и неподкупных стражников одновременно. Крагер поморщился, когда поврежденную руку пронзила боль и сжал кулак. Со всех сторон до него доносились звуки марширующих ног, болтерного огня, железа, бьющего в камень, и воющих ракетных двигателей. Определенно в стенах цитадели еще оставались когда неожиданно появился Пертураба. Крагер поднял лицо к небу и увидел кружащую грозовую птицу с выпущенной из хвостовой части штурмовой аппарелью. Она сверкала серебристо-стальным, золотым и черным. Ее бока были дополнительно бронированы и на них были установлены комплекты ракет и тяжелые болтеры в рядах спонсонов. Это было последнее транспортное средство Пертураба, тяжелый штурмовой корабль, способный перевозить железный круг и одновременно заходить на атаку в неспокойной зоне высадки, при этом с высокой долей вероятности оставаясь достаточно целым для следующего полета. В то время как его братья-примархи любили разукрашивать личные летательные аппараты и давать им героические имена, Пертураба не тратил время на подобные проявления тщеславия. Эти корабли предназначались для битвы и если один оказывался уничтожен, строили другой. Где твой кузнец войны? спросил Пертураба, заставив Крагера вернуться мыслями на землю. Крагер сплюнул сгусток крови и пыли, прежде чем ответить. Триархаркор у орудий, повелитель, полагаю, он уже идет сюда. Не сомневаюсь, отозвался Пертураба, внимательно смотря на него, как будто видел в первый раз. Т-1 выжил и добрался до парапетов. Да, ответил Крагер, не видя нужды упоминать о Вортроксе и Ушторе. Если уж его ждет слава, зачем делить ее с другими? Встань, сказал Пертураба. Крагер мгновенно подчинился, хотя тело и протестовало из-за того, что прерывались процессы заживления. Пертураба странно смотрел на него, словно искал что-то, сам не зная, что именно, но чувствуя его присутствие, скрытое от взгляда, как зерно в плодородной почве, взлелейное, и Крагеру осталось лишь гадать, что он имел в виду. Крагер услышал, как загремели об стены штурмовые лестницы и завыли пневматические подъемники. Оборонительные протоколы, что бы они из себя не представляли, явно прекратили работу при гибели имперских кулаков. И вскоре железные воины взбирались на поврежденные обстрелом стены как победители, а не как атакующие. Несколько легких громовых ястребов с шумом опустились к нижним уровням внутри цитадели, словно собираясь провести боевую высадку. Штурмовые рампы опустились на землю, и из кораблей показались многочисленные массивные фигуры, принадлежащие железным воинам. Крагер отвел взгляд, увидев кузнеца войны Харкора, шагающего в его сторону рядом с лордом Форексом. Брат Триарх Харкора не носил шлема, только капюшон из вулканизированной резины был накинут на выбритую голову. Его череп покрывали рифленые нейроконнекторы, напоминающие косички варвара с Дикого Мира. Из той же грозовой птицы, из которой вышел лорд Форекс, показался возвышающийся над остальными кузнец войны Фальк. Хотя его доспех был в целом такой же, как у Форекса, он был на полголовы выше, и являлся самым массивным среди железных воинов. Последним из своего транспорта вышел Торамина, командующий с Тор Безашх. В то время, как прочие кузнецы войны предпочитали защиту тяжелого катафракта, Торамина носил блестящий доспех типа 4 Максимус. В то время, как его собратья были грязны и покрыты слоем вездесущей в этой долине красной пыли, броня Торамина была отполирована до зеркальности. Словно только что вышла из подруг своего создателя в марсианских кузнях. С его плеч спадала черная, как смоль, кольчужная мантия, контрастируя с белоснежными заплетенными волосами. Кузнецы войны приблизились к примарху с некоторой осторожностью, ибо поговаривали, что его нрав в последнее время стал еще более переменчив и жесток. Еще не утихли слухи о том, как кузнец войны Берас получил те ужасные повреждения, и у Краагера не было оснований завидовать их высокому рангу. Кузнецы войны встали перед примархом, каждый опустился на колено и ударил правым кулаком в левую ладонь. «Из железа рождается сила», сказали они. Пертураба опустил навершие сокрушителя на каменный пол и, склонившись вперед, положил руки на его широкую голову. Поза должна была казаться расслабленной, но Крагер видел едва скрытое напряжение в теле примарха, как в натянутом до предела прочности кабеле. «Да, решил он, пехотинцам быть куда лучше, чем командирам». Форикса кажущаяся непринужденность примарха не обманула. Хотя уже несколько недель прошло с того момента, как он в последний раз видел Пертураба, он разглядел ярость за трещиной в демонстрируемой им оболочке. Их повелитель был не из тех воинов, что обращаются со своими подчиненными с дружественной мягкостью, как, по слухам, некоторые другие примархи. Он перевел взгляд на Харкора, чье льстивое лицо светилось от гордости. Кадмейская цитадель пала, и, судя по всему, именно Гранд-батальон Харкора наконец пробил оборону имперских кулаков. Должно быть, Харкор сейчас размышлял о почестях, которые непременно должны были последовать за столь важным достижением. Но Форик смотрел на ситуацию через линзы другого цвета. После Иствана Пертураба стал склонен к приступам дикого гнева и внезапным проявлениям жестокости. И Харкор рискнул, полагая, что унизив сынов Дорна, остудит эту раскаленную ярость. Но по мере того, как тишина между Примархом и кузнецами войны затягивалась, даже уверенность Харкора в том, что его ждет похвала, начала угасать. Молчание нарушали, только скрип доспехов, вздох внезапно стихшего ветра и металлический шелест мантии Примарха. «Мои приказы были конкретны, разве нет?» наконец произнес Пертураба, вернув сокрушитель наковален крепление на плечах. Вопрос мог предназначаться только одному кузнецу войны, и Харкор поднялся, отделенный от собратьев собственной неуверенностью. «Повелитель, я...» Это было все, что он успел произнести, прежде чем Пертураба взял его за шею, закованной в латную перчатку рукой, и вздернул в воздух. Харкор был облачен в самую тяжелую броню легиона Састартес. Однако Пертураба легко поднял его на уровень своих холодных, стально-голубых глаз. «Разве Триарх Харкор теперь командует железными воинами?» «Нет, Повелитель», прохрепел Харкор. «Лишь вы один властвуете над сынами Олимпии». «Ясно», сказал Пертураба, словно размышляя над этим ответом. «А Триарх Харкор об этом знает?» Задыхающийся кузнец войны, неспособный говорить через сжатое горло, кивнул. Спаянный шов на нагруднике разошелся, а литые заклепки начали выскакивать из своих отверстий на латном воротнике. Невозможно было вообразить себе силу, нужную, чтобы разломать этот несокрушимый доспех. «И тем не менее, он считает допустимым игнорировать мои приказы и разрабатывать собственные тактические ходы», сказал Пертураба. «Любопытная интерпретация принципов командной структуры. Тебе так не кажется?» Харкор шумно вдохнул, когда хватка Пертураба немного ослабла. «Повелитель, я увидел возможность», проговорил он между хриплыми вдохами. «Шанс на победу!» Пертураба кивнул, словно и так это знал, но не выпустил Харкора и не опустил его на землю. «Победу!» Но не благодаря замыслам триарха Харкора резко бросил Пертураба, поворачиваясь к окровавленному воину, стоявшему позади. Форекс не узнал его, но мог сказать, что у него был вид убийцы, любящего размахивать кулаками буяна, которого желательно иметь рядом во время яростной схватки, сопровождающей прорыв обороны или резни при абордажном ближнем бое. Пертураба отпустил Харкора и жестом приказал воину выйти вперед. «Это Краагер, и он единственный элемент твоего плана, сумевший добраться до парапета живым», сказал Примар, кладя руку на искореженный наплечник воина. «Сражавшиеся отдали свои жизни впустую, а ты наблюдал за этим с орудийной батареей внизу. Я жду от своих кузнецов войны большего, Харкор, особенно если они часть трезубца. Я жду дисциплины и преданности, но в первую очередь я жду неуклонного о исполнении своих приказов. Форикс ждал удара, который лишит Харкора жизни, как лишил Бераса, но его не последовало. Вместо этого Пертураба потянулся к Харкору и схватил его левый наплечник левой рукой. Правый он одним резким движением оторвал пластрон с груди Харкора. С оторванных краев посыпались искры, выпали кабели и закапали электропроводящие жидкости. Нагрудник со звоном упал на землю, но Пертураба еще не закончил. Он сдирал броню с Харкора деталь за деталью, кидая оторванные пластины под ноги, как сброшенную кожу. Каждый элемент доспехов грубо отламывался, пока Харкор, заметно уменьшившийся в размерах, не оказался в одном порванном комбинезоне, с которого свисали куски соединительных трубок и тонкие провода химшунтов. «Ты не достоин носить эту броню, Харкор», сказал Пертураба. «Из железа рождается сила, из силы рождается воля, из воли рождается вера, из веры рождается честь, из чести рождается железо. Ты показал, что ни одним из этих качеств не обладаешь. Ты – ржавчина, пожирающая металл, бракованная шестеренка, которую необходимо убрать из механизма, пока повреждения не распространились. Повелитель, прошу», начал Харкор, но ледяной взгляд примарха заставил его прикусить язык. «С этого момента ты больше не триар», сказал Пертураба. «Лезвия трезубца должны быть столь же тверды и крепки, как рука, что направляет его, а ты слаб, Харкор». Харкор молча замотал головой, отказываясь признать, что его мир рушится, и Форекс не сумел удержаться от слабой улыбки. Он никогда не считал, что Харкор достоин места в трезубце, но разумно держал свое мнение при себе. «Ты лишаешься своего ранга, и с этого момента ты простой воин 23-го гранд-батальона», сказал Пертураба. «Ты – часть рядового состава, такой же боевой брат, как все остальные. Свободен, убирайся с моих глаз». Харкор побледнел, услышав этот ужасный приговор. И Форекс предположил, что тот сейчас в отчаянии бросится на Пертураба, но, как выяснилось, у разжалованного Триарха не нашлось мужества даже для того, чтобы смыть свой позор раз и навсегда. Харкор повернулся и зашагал прочь. Сломанный человек, чьи надежды и чистолюбивые мечты были навсегда разбиты. Пертураба перевел взгляд на своих старших кузнецов войны, замерзших в предвкушении открывавшихся перед ними возможностей. Теперь, когда Голк был мертв, а Харкор лишился расположения, чистолюбивые устремления Тарамина и Фалька были так сильны, что Форекс их чувствовал. «В моем трезубце, как я вижу, не хватает двух членов», сказал Пертураба, вздохнув так, будто несколько лет сдерживал дыхание. И с этим выдохом с примарха, казалось, спал груз, словно вместе с воздухом ушло раздражение, не отпускавшее его после убийства тех, кто пытался взять на аборда железную кровь. Форекс поднялся, зная, что больше нет нужды молча стоять в почтении. «Мы рады служить вам», сказал Барбан Фальк, вставая вместе с прочими кузнецами войны. «Я ваш покорный слуга, повелитель», добавил Тарамина. «Заслуженный ветеран, гордый сын и преданный воин». Пертураба мрачно улыбнулся и сказал, «Фениксиец и его распутная армия высадятся на планету уже через несколько часов. И я хочу, чтобы к его прибытию Трезубис был со мной. Форекс, кто, по-твоему, будет подходящей заменой твоим павшим товарищам?» Форекс ждал этого момента. Хотя в 4-м легионе было много кузнецов войны, лишь некоторые обладали твердостью духа, необходимой, чтобы стоять рядом с Примархом. Даргрон исчез в последних спазмах боя в системе Фолл. А Варика и его Гранд Батальон Примарх отправил в неизвестном направлении после той битвы. Обоих готовили в Триархе, но Форекс знал, какой ответ от него сейчас требуется. «Кузнецы войны Тарамина и Фальк станут хорошими воинами Трезубца», сказал Форекс. «Вы желаете, чтобы на вашей стороне были сильные и могущественные бойцы? Они оба являются таковыми в полной мере». Пертураба кивнул, словно раздумывая над его ответом. «В любой другой день я бы всецело согласился с тобой, Форекс», сказал он, и посмотрел на небо, глухо усмехнувшись. Но сегодняшний день особенный. Форекс не очень понимал, что Примарх имеет в виду, и молча смотрел, как Пертураба встает перед Барбаном Фальком и кладет руки ему на голову, словно благословляя. Фальк был огромен, даже по меркам Легиона Састартес, но и он казался невысоким рядом с Пертураба. «Барбан Фальк, ты станешь одним из моих Триархов», сказал Пертураба. И Фальк опять ударил кулаком в ладонь. Но если Тарамино рассчитывал, что ему окажут такую же честь, следующим словам Примарха предстояло разбить его надежды на возвышение. «Тарамино, ты хороший кузнец войны, но никто не командует, стор безош, лучше тебя», сказал Пертураба. «Мне нужна свежая кровь в Три зубцы, новый голос, который стряхнет с нас пелену самонадеянности». «Повелитель», спросил Тарамино с явным неверием, «я не понимаю». Примарх подтянул к себе окровавленного воина с боем преодолевшего стены. «Крагер возьмет на себя командование 23-м гранд-батальоном», сказал Пертураба. «Он станет третьим лезвием моего Три зубца». Глава третья Свежая кровь Железная пещера Святая святых Пертураба решил, что они спустятся с горы пешком, пробираясь через изрубленные тела и искореженный металл. Все, что осталось от неудавшегося штурма Харкора. Назидательность этого решения была очевидна, но Железный Владыка никогда и не отличался тактичностью. Однако Форекс напомнил себе, что прямота и простота это разные вещи. За десятилетия войны, проведенные в залитых кровью окопах и под обстрелом на башнях, Пертураба утратил часть остроумия и аристократизма. Но не стоило недооценивать интеллект, порожденный алхимической натурой, которым светились его сапфирово-синие глаза. Примарх шел впереди под защитой тяжелых щитов Железного круга. Он не спешил, так как хотел, чтобы спутники его увидели. Во что превратился Гранд-батальон Харкора? Насколько сокрушительным оказался ответ имперских кулаков на эскаладу и какова цена за неповиновение приказу? По сравнению с Беросом, Харкор еще легко отделался. Может быть, это знак того, что Пертураба наконец, начал подниматься из той пучины темных мыслей, которая поглотила его в последнее время. Форикс шел рядом с Фальком и Крагером. Новоявленный Триар, все еще потрясенный назначением в Трезубец, до сих пор молчал. Тораминда следовал за ними, излучая горечь разочарования от того, что неожиданное возвышение воина Харкора исключило его из числа избранных. Если Крагер и чувствовал злобный взгляд, которым опозоренный кузнец войны сверлил ему спину, то держался с наудивление невозмутимым видом. Пока что эта молчаливая прогулка по горному склону не дала Фориксу никакого повода переменить мнение о Крагере. Лицо его, изуродованное следами старых переломов, и так сказала все, что нужно. Крагер был грубым оружием, которое должны направлять те, кто умнее его. Почему Пертураба включил его в Трезубец? Из своевольной прихоти, или же потому, что талант видеть скрытый потенциал позволил ему разглядеть в этом воине что-то помимо жестокости? В таком случае лучше пока проявить осторожность и посмотреть, чего новичок стоит на самом деле. Вверх по склону шли саперные отряды, за которыми двигались техножрецы, облаченные в черные мантии. Их транспортные экипажи шли, ползли или парили следом. Из-за экзотической конструкции, не имевшей ничего общего с разумной функциональностью, эти устройства казались отвратительными распухшими чудовищами с множеством конечностей, которые давали им возможность двигаться самыми разнообразными способами. Падальщики явились обгладывать труп, с отвращением заметил Фальк. «Пневмашина», уточнил Форикс, «они так себя называют?» «Насколько мне известно», подтвердил Форикс, следя за тяжелой строительной машиной. Ее сегментированный корпус поднимался по склону благодаря волнообразным перистальтическим движениям гусеничных треков. За ней ползли перемазанные машинным маслом рабы. Их истощенную плоть пронзали металлические ленты с рисунком из черно-белых линий разной толщины. Невольников шипастыми кнутами подстегивали адепты в капюшонах, повторяя при этом бессмысленный набор чисел или оглушительные атональные вокализации. Ранцы за спинами адептов изоргали дым, вонявший бальзамирующей жидкостью и протухшей смазкой. «Неважно, кто они теперь, но подобные места не стоит осквернять». «Осквернять?» переспросил Форекс со снисходительным смешком. «Это ведь не светилище. Это крепость их стали и камни со стенами и бастионами. Более того, крепость разрушенная». «Это пока», возразил Фальк. «Когда мы закончим с восстанием Хоруса, я вернусь и отстрою ее заново». «Восстание и ваше тоже, кузнец войны», заговорил Краагер. «Я сказал, что это и ваше восстание», повторил Краагер. Фальк прищурился, зрачки его глаз расширились. Он пытался распознать в словах воина скрытый намек. Форекс невольно восхитился Краагером, потому что того, кто посмел открыто не согласиться с кузнецом войны, практически всегда отправляли на тот свет ударом силового кулака или назначением в отряд потерянной надежды. «И что же ты имел в виду?» допытывался Фальк. Краагер нахмурился, словно вопрос его удивил. Замешательство это, когда гадался Форекс, было вызвано вовсе не тем, что воин не понял Фалька, а тем, что он не вкладывал в свое значение никаких намеков, говоря чистую правду. «Мы сражаемся по той же причине, что и магистр войны», пояснил Краагер. «И если не будем действовать слаженно, то проиграем». Смех Форекса эхом отразился от каменных завалов на склоне. «Кажется, теперь я понимаю, почему Примарк захотел назначить тебя в Трезубец». «Неужели?» сказал Фальк. «Тогда ты лучше меня разбираешься в людях». «Краагер у нас любитель говорить без обидников, ведь так обратился Форекс к воину. Тот пожал плечами. «Я говорю то, что думаю, кузнец войны». «В Трезубце нет званий. Когда мы собираемся втроем, я просто Форекс, а ты просто Краагер». Фалька «Все равно кузнец войны, даже для меня». Не замечая попытки разрядить обстановку, Краагер кивнул, а затем спросил «Это значит, что я теперь тоже кузнец войны?» Об этом Форекс еще не думал. «Пертураба отдал тебе гранд-батальон Харкора». «Так что да, похоже, что так. Поздравляю, кузнец войны Краагер». У воина было такое выражение, словно Форекс протянул ему чашу с кислотой и приказал осушить ее до дна. «Но я никогда не хотел быть кузнецом войны. Для этой должности у меня характер неподходящий». «Тогда характер придется изменить», отрезал Фальк. Форекс посмотрел на доспех Краагера, заляпанный кровью, и усомнился в том, что это вообще возможно. Подножие склона затянул дым, и облака пороховых газов спустились на сеть укрепленных листами металла траншей, словно ядовитая пелена, которая остается после вирусной зачистки. На огневых позициях орудийные расчеты из сторбезаж чистили почерневшие стволы громобоев, а грузные огрины сервиторы укладывали неизрасходованные снаряды на огромные бронированные транспортеры, которые должны были вернуть боеприпасы на склады глубоко под землей. Форекс прошел мимо ремонтных бригад, которые трудились над поврежденными участками циркумволионной линии. Здесь были и сервиторы и рабы, которых взяли в плен по пути на эту планету. И хотя сейчас, когда цитадель пала, в этой изматывающей работе не было особой необходимости. Надсмотрщики раздавали удары кнутами с прежней жестокой методичностью. Где-то у орудийных батарей от них отстал Торамина. И Форекс с легкостью приставил, как с его тонких губ срываются полные яда и горечи проклятия. Их путь петлял по укреплениям, где каждый поворот траншеи был идеально просчитан для того, чтобы обеспечить воинам защиту от навесного огня. Стены траншеи, больше напоминавшие стены кессонов для подводных работ, глубоко уходили в землю и были облицованы листами ударостойкого материала, закрепленными на самом скальном основании. В укрепленных редутах за бронедверями разместились полки селиквитских таракитов. Эти мрачные солдаты были выходцами с Олимпии, которые поддержали железных воинов в геноциде, устроенном ими на родной планете. Поверх выцветшей униформы цвета хаки они носили чешуйчатые нагрудники, а прообразом для их шлемов послужил доспех Марк 4. Вездесущая пыль охренным налетом лежала на их снаряжении, но солдаты позаботились о том, чтобы защитить стрелковые механизмы чехлами, а фокусирующие кольца пленкой, которая предохраняла от царапин. Те солдаты, которых мог видеть Форекс, уже опустились на колени. Новость о прибытии Пертураба разнеслась по траншеям так же быстро, как распространяются слухи. С появлением Примарха и его железного круга вся работа остановилась, но он не обратил на это никакого внимания. Так же поступили и воины, следовавшие за ним. А между тем рабы рухнули лицом в грязь, таракиты вытянулись во фрун, прижав ружья к груди, и каждый железный воин ударил кулаком одной руки по ладони другой в знак приветствия. По мере того, как распространялась новость о том, что цитадель пала, над траншеями один за другим поднимались штандарты с изображением железного черепа и флаги с янтарным глазом Хоруса. Заметив, что одно такое знамя стоит выше штандартов Легиона, Форекс вспомнил откровенные слова Краагера и почувствовал смутную тревогу. Железные воины всегда испытывали дефицит доверия, и Форекс на мгновение задумался, о чем, собственно, приказы магистра войны будут отличаться от приказов императора. Никто в Легионе Пертураба, будь то простые смертные или сверхлюди, не отличался излишней эмоциональности. И потому сначала приветственных возгласов было немного, но постепенно вся долина наполнилась громогласными победными криками. Солдаты пересказывали друг другу историю о том, как сам Примарк и его роботы притарианцы закончили осаду. И чем дальше разносился этот рассказ, тем более невероятными подробностями он обрастал. Пертураба проигнорировал восторженный клич так же, как раньше проигнорировал подобострастные знаки почтения, и направился, не отвлекаясь ни на что к своему бункерному комплексу. Узкий извилистый путь, который вел к заглубленному входу в бункер, таил в себе множество опасностей. Многоуровневые заграждения из колючей проволоки, подвижные минные поля, ловушки, оснащенные конверсионными лучами, лазерные сетки, гравитонные волчьи ямы и руи, заминированные мелто-зарядами. Посетителям, желавшим аудиенцию Примарха, равно как и врагам, открывался только один путь к его убежищу. И Форекс поежился, заметив, что десятки смертоносных устройств отслеживают Тяжелые взрывостойкие двери из адамантия для поглощения кинетической энергии, покрытого толстым слоем пермакрита, распахнулись на пневматических петлях. Внешнюю сторону створок украшали чеканные барельефы из золота и серебра, снятые с разбитых врат дворца Лохаса. С чувством вины Форекс вспомнил тот штурм Кефаланского холма, на вершине которого укрылся самозваный тиран Олимпии. Вспомнил, как с боем пробирался через укрепление дворца, который в свои юношеские годы построил Пертураба. Если бы эти фортификации защищали Железные войны, они стали бы практически неуязвимыми, а так они пали за считанные дни. Однако цена, которую пришлось заплатить за эту победу, оставила в душе легионера ужасную рану. Рану, от которой, подумал Форекс, они все еще не излечились. За этой мыслью незамедлительно пришла другая. А что, если они никогда не оправятся от тех зверств, что учинили на Олимпии? Двери растворились полностью, и барельефы скрылись из вида. Форекс выдохнул и, глянув на остальных триархов, заметил, что и они не остались равнодушны к этому напоминанию о потерянной родине. И Фальк, и Крагер старались сдержать свои чувства. Они оба еще ни разу не были в святая святых Пертураба, и сейчас пытались скрыть то благоговение, которое внушало им это место. У Фалька получилось лучше. Крагер же запрокинул голову, едва они оказались на трапецовидном пандусе, который вел в темные глубины бункера. Внизу виднелась решетчатая арка, а за ней только тени и рассеянный свет мерцающих электрофакелов. А где защита? Крагер больше не мог молчать. Защита? Переспросил Пертураба, наконец повернувшись к своим воинам. Железный круг стоял позади него, сомкнув щиты в несокрушимую стену. Какая еще защита мне нужна, когда рядом железный круг и трезубец? Я-то думал, тут будет много всего, признался Крагер. Оборонительное вооружение, стража, ловушки. Пертураб охмыкнул с веселым удивлением. А ты мне нравишься, Крагер. Ты бесхитростный человек. В тебе нет этой подозрительности и тяги к интригам, которыми отличаются практически все те воины, кто хотел бы оказаться на твоем месте. Форексу показалось, что это шпилька в его адрес, но затем он решил, что примарх скорее имел в виду кузнецов войны вроде Торамина или Варика. Для них признание и слава были самоцелью. Форексом же двигало вовсе нечистолюбие. Он стремился к более высокой должности ради пользы, которую мог бы принести родному легиону. Бахвальство не было ему свойственно, но он знал, что среди железных воинов лишь немногие могли сравниться с ним в понимании механики военных действий и нюансов логики, от которых зависела эффективность мобильной боевой части. «Я не понимаю, почему я здесь», признался Крагер. «Вы же сами назвали меня Буяном». «Таким ты был», возразил Пертураба, «но теперь ты кузнец войны железных воинов, так что кремится», а Пертураба пошел дальше. Железный круг раступился, пропуская его, и с грохотом зашагал следом, выдерживая безупречный строй. Форекс и его товарищи Триархи пошли забронированными роботами в зыбкую полутьму Ковеи Феррум. «Ты хотел знать, где защита?» спросил Форекс, когда они проходили под ажурной аркой. «Вот она». Пертураба спроецировал лабиринт Ковеи Феррум на основе чертежей, которые полтора века назад нашел в одной из ян для кремации, принадлежавших сомнитским народам Старой Земли. Помятые листы были спрятаны в потайном кармане, и примарх, сразу узнав в чертежах руку своего любимого ференцийского энциклопедиста, поместил документы под защиту стазисного поля. То, что чертежи пережили десятки тысяч лет, само по себе было чудом. Но не меньшим чудом было и то, что Пертураба сумел определить, где именно нашел свое последнее пристанище, столь древний артефакт. Уже тогда, едва воссоединившись с отцом, примарх знал, что земля и камень его стихия. Может быть, именно в то время император и решил, что с такими способностями ему уготована только одна задача. Гладкие серые стены лабиринта представляли собой совершенно одинаковые блоки, которые были легко собирать и разбирать при перемещении между зонами военных действий. Ни единой отметки не было на их поверхности, и человек, оказавшийся в этом лабиринте, был обречен вечно бродить в его извилистых глубинах. Хотя Пертураба это отрицал, Форекс все равно считал, что лабиринт меняется по мере прохождения. Так что, если путь закончился тупиком, вернуться и начать все заново будет уже невозможно. Даже у факелов на стенах, похоже, были одинаковые языки пламени, которые отбрасывали одинаковые тени и издавали одинаковое электрохимических реакций. Пертураба вел их все дальше, поворот за поворотом. Казалось, что безликий коридор то приближается к внешним границам лабиринта, то делает зигзаг к сокровенному центру. Каждый раз, идя по Кавея и Феррум, Форекс пытался составить в уме ее схему. И каждый раз через несколько минут безнадежно путался в переплетении поворотов, невозможных с точки зрения законов физики и аксиом евхлидовой диаметрии. Бред какой-то, пробормотал Фальк. И Форекс понял, что тот столкнулся с теми же неразрешимыми противоречиями на воображаемой карте. Мы уже проходили по этому коридору, я точно помню. Но это... Прекрати, а то лишишься рассудка, посоветовал Форекс. Я множество раз пытался составить схему, но дальше нескольких поворотов дело не идет. Получается полная бессмыслица. Но как такое возможно? Благодаря гению одного господина из Ференции, давно уже умершего, ответил Пертураба, появившись из-за щитов Железного Круга. Незаконорожденный, который своими работами изменил мир. Он создал этот лабиринт? Спросил Крайдер. Нет, он жил на Терре десятки тысяч лет назад и предположительно умер на руках у короля, ему покровительствовавшего. Пертураба обернулся, чтобы окинуть взглядом голые стены невероятного лабиринта. Когда император забрал меня с Олимпии на Терру, я узнал о Ференцийце и стал искать копии его дневников, уцелевшие в руинах Старой Земли. Я собрал его сокровенные записи и выяснил, какими исследованиями он занимался в тайне от всех. Это больше в духе Алого Короля, сказал Фальк, на что Пертураба кивнул, еле заметно улыбнувшись. Действительно, мы с Магнусом провели много месяцев в поисках похороненных в прошлом тайм, хотя его больше интересовали эзотерические сочинения бывших владык Терры. Для него забытые философии погибших цивилизаций были важнее чудесных изобретений. Но для нас обоих тот период стал временем пенящей увлекательных исследований. Форикс уже слышал рассказ Примарха о древнем гении, и эта история в очередной раз вызвала в нем страстное желание заняться археологическими поисками следов забытых культур, думая при этом не о войне, а о том, какие открытия сулит изучение неизвестной культуры. Когда-то у него была мечта поучаствовать в раскопках на Терре и возможно обнаружить свидетельство былого расцвета, уничтоженного хаосом древней ночи. Но теперь эта мечта была мертва. На Терру они попадут только с боем. И тогда вместо археологических раскопок ему придется рыть траншеи и фундаменты под стены, чтобы разрушить то, что легион помогал строить. Для ференцийца Кавея Феррум была всего лишь интеллектуальной забавой, но я увидел, как ее можно использовать в целях защиты так, чтобы противник, ничего не подозревая, решился на необдуманный штурм и оказался пленником ее топологии. Впечатляет, признал Крагер. А существуют другие такие лабиринты? Да, есть еще один, с почти явной неохотой, ответил Пертураба. Форикс удивился, хотя и не подал вида. Он не знал, что Пертураба построил второй лабиринт, но с другой стороны, он вообще мало что знал о делах, которым посвятил себя Примар в этот сумбурный период, начавшийся после побоища с братскими легионами. Где он? спросил Фарик. На Истване 5? Нет, он находится на борту космического скитальца, который 8-й легион превратил в тюрьму. Я построил копию этого лабиринта, чтобы мой брат из этого легиона мог позабавиться в нем с одним, скажем так, на удивление изобретательным пленником. И кто же это уточнил Форикс? Этот вопрос Пертураба проигнорировал и пошел дальше по хитроумному переплетению коридоров, следуя невероятному маршруту, который, однако, вел их все ближе к потаенному центру. Форикс глядел в спину Примарху и размышлял о том, что же это за пленник, для которого понадобилась столь замысловатая темница. Спустя некоторое время, которое хронометр в доспехе Форикса не смог точно определить, освещение в туннелях начало меняться. Мерцание факелов перешло в мягкое сияние свечей, которое отмечало центр лабиринта. Еще один поворот, и они оказались у цели. Форикс, в отличие от остальных, знал, какое зрелище их ждет, и потому с удовольствием наблюдал, с каким удивлением они осматривают обитель Примарха. Голк как-то назвал здешнюю обстановку организованным хаосом. Харкор же сказал, короче, бардак. Но Форикс понимал, как обманчив этот беспорядок, в котором чертежные доски теснились рядом с инструментами для создания макетов, рейс с шинами и рамами для пергаментов, а поверх всего громоздились горы рукописных свитков. Эти вещи не появились здесь случайно, накапливаясь со временем, словно осколки былых времен. Нет, это была скрупулезно упорядоченная коллекция, собранная гением, не уступавшим Магнусу или Желеману. Центральный свойчатый зал казался скромным по сравнению с масштабом и замысловатостью самого лабиринта, но по размерам не уступал к промышленному цеху. Стены были облицованы потрескавшимся камнем, который, судя по его виду, извлекли из каких-то погребенных руин, после чего кропотливо восстановили кладку как можно ближе к оригиналу. Одну стену украшали фрески с изображением существ, похожих на огромных птиц. На другой была частично осыпавшаяся глиняная мозаика, показывавшая панорамную сцену, на которой группа мужчин и женщин стояла вокруг фигуры с нимбом из золотистого света. Были здесь и картины, чьи поблекшие краски защищали мерцавшие стазисные поля. На одной полуобнаженный мужчина в пустыне и лев у его ног, на другой неоконченной, сидящая женщина с ребенком на руках, окруженная восторженными почитателями, и огромный храм, который восстанавливают строители и сражающиеся всадники. Тут и там стояли массивные столы, заваленные свитками пергаментов, чертежными угольниками, деревянными транспортирами и измерительными линейками. Рядом с инструментами инженера и математика расположились инструменты воина, полководца, анатома и государственного деятеля. На больших кульманах были закреплены архитектурные чертежи для грандиозных павильонов, великолепных амфитеатров, огромных промышленных комплексов и жилых ульев, неприступных цитаделей и изысканных дворцов, которые могли бы соперничать с горной твердыней самого императора. Питер Эгон Момус прослезился, когда увидел эти чертежи и стал умолять Пертураба позволить ему воплотить их в жизнь. Ни один таранский архитектор никогда не дерзал мечтать о таком великолепии. Ни один строитель, даже самый смелый, не задумывался о том, как создать такие волшебные здания в реальности. Не стоило удивляться тому, что их спроектировал Железный Владыка. Но все же трудно было представить, что столь потрясающие творения были созданы тем, кто так глубоко погряз в разрушении. Гениальность Пертураба воплощалась не только в чертежах. На других столах и верстаках стояли сотни искусно сделанных механизмов и разнообразных безделушек, изящных и хрупких, и тем не менее созданных этим гигантом. Серебряная лира в форме лошадиной головы, позолоченные яйца, ажурные клетки, в которые никто бы не решил посадить живых птиц. И миниатюрные машины войны теснились рядом с механическими моделями животных и техники, людей и ксеносов. Среди них выделялась модель пса войны, и у Форекса при виде панциря титана, раскрашенного в красный, черный и желтый цвета, возникло гнетущее предчувствие. Этот зал был настоящей сокровищницей, искусственная атмосфера которой сохраняла в неприкосновенности все эти чудесные творения и артефакты из древнейшей истории Старой Земли. Никто, кроме Трезубца, не знал о его существовании, что Пертураба вполне устраивало. Пусть все и дальше считают, что после стольких лет военного строительства он превратился в простого ремесленника, и не подозревают о таких художественных наклонностях. Пертураба отослал железный круг в свободную часть зала и двинулся сквозь творческий беспорядок гололитическому столу с бронзовой окантовкой, который своей непритязательностью выделялся среди прочих вещей. На его поверхности светились, сменяя друг друга, курсовые векторы, отметки геостационарных стоянок и пунктиры траектории. Вместе они составляли карту неба этого мира, где огромный железный флот замер в ожидании приказа Пертураба уйти с орбиты и отправиться на следующую компанию магистра войны. Железные воины вообще остановились на этой планете лишь потому, что появился шанс нанести урон легиону, который они презирали. Люто и абсолютно заслуженно. Планета пострадала именно из-за того, что Дорн так хвалился превосходством своих имперских кулаков. И сыны Пертураба с удовольствием использовали эту возможность унизить его легион. К тому же после того, что случилось на Фолле, убивать воинов седьмого было приятно вдвойне. Пертураба окинул взглядом картину на дисплей и через секунду изображение сменилось, показывая теперь совершенно другую планету. Однако Форекс успел заметить, что на предыдущей голограмме было гораздо больше кораблей, чем числилось в их флоте. Корабли железных воинов застыли без движения, и эти новые суда очерчивали переплетающиеся дуги в опасной близости от них. «Третий легион уже здесь?» спросил он. «Да», подтвердил Пертураба. «Но насколько я знаю своего брата, он не объявит о прибытии, пока не скоординирует все совершенным образом, а на это уйдет не один час». «А мы знаем, зачем Фениксиец вообще назначил эту встречу?» поинтересовался Фалик. «Не знаем». Пертураба не скрывал любопытства. Фулгрим пока не соизволил сообщить причину, только сказал, что она фантастична. Форекс прищурился. «Фантастична?» «Это его слова». «Я так и понял», сказал Форекс, на что Пертураба криво улыбнулся. «Мой брат всегда был склонен к излишней театральности. А теперь, когда мы встали черта только усилилась. Железный владыка не был особо близок с остальными примархами. Но стремление фениксийца добиваться совершенства во всем стало той общей почвой, на которой эти два сверхвоина могли общаться. Если не как любящие братья, то хотя бы как соратники. Для детей императора путь к идеалу заключался в постоянном развитии, для железных воинов в строгой дисциплине и тщательном планировании. Однако оба пути, пусть и столь не схожие, вели к одной цели. Пертураба вывел на экран схему очередной солнечной системы с наложенными на нее варп-координатами, где также были показаны последние и метеорологические прогнозы формирующихся штормовых фронтов. Изображение сфокусировалось на Красной планете, поверхность которой почти полностью покрывали металлические наросты, пятна блестящей стали и ядовитых газов. Марс, уточнил Фальк, опираясь на край проекционного стола. Непринужденность, которой он держался, заставила Форекса пожалеть, что этого воина не включили в состав трезубца раньше. Верно подмечено, Фальк, он самый, ответил Пертураба, бросив в сторону Форекса многозначительный взгляд. Хорус не может начинать наступление на Терру, не обезопасив себя со стороны Марса. Так что, полагаю, Фулгрим прибыл заручиться нашей поддержкой, чтобы захватить храмы-кузницы. Если я прав, то нам нужно заранее приготовить соответствующий план. Но разве нам не поручено собственное задание, удивился Краагер. Неужели крашенные болваны Фулгрима будут указывать, что нам делать? Задание у нас было, прорычал Пертураба так, что стало понятно. Дальнейшие расспросы, которые опять вернут всех на фол, продолжать не следует. Теперь мы ждем от магистра войны новых приказов, а пока их нет, я пойду навстречу Фулгриму и послушаю, что он хочет сказать. Крагер, понимающий, кивнул и, сложив руки на груди, стал изучать ареографию Красной планеты. Форекс рассматривал воина еще мгновение, гадая, как быстро его бесхитростная прямота истощит терпение примарка. Если это все-таки случится, то Крагера найдется кем заменить. Затем Форекс переключил внимание на поверхность Марса, где были подсвечены разные регионы, фабрики, храмы-кузницы, укрепленные тыловые комплексы. Все они еще оказывали сопротивление силам-механикам, присягнувшим магистру войны. До них будет трудно добраться, резюмировал он, изучая размещение вооруженных сил и границы укрепленных зон вокруг кузнец. Это так, признал Пертураба, но с их захватом нельзя медлить. Южные боевые кузницы Аркадии и линия лабиринта Ноктис все еще в руках врага. Если они получат подкрепление, то смогут угрожать путем снабжения из арсеналов Мондус Гаммы и Мондус Окулум. Вы думаете, лоялисты попробуют снова захватить? Начал Крагер. Пертураба ударил кулаком по столу с такой силой, что световые поля голограммы, воссоздавшие топографию Марса, задрожали. Задрожал и Крагер, который не понимал, чем именно провинился. Не называй их лоялистами, предупредил Пертураба. Если они лоялисты, тогда кто мы? Они враги. В этой битве не будет лоялистов и предателей, только победители и побежденные. Запомни это. Я запомню, повелитель, прошу прощения, сказал Крагер. Пертураба кивнул, мгновенно успокаиваясь. Гнев примарха быстро разгорался, но также быстро истихал. Железный владыка разжал кулак и, забыв о промахе Крагера, заговорил о первых действиях в кампании против марсианских кузнец, которая, похоже, будет одновременно и дерзкой горе Тарсис вокруг лабиринта Ноктис, как его прервала трель Вокс-сигнала. Что? спросил Пертураба, неторопливо ткнув пальцем в край стола. Повелитель, извините, что прерываю, вежливый голос принадлежал Салтарну Фулброну, камнерожденному, но дети Императора прибыли. Знаю, я вижу, как их флот кувыркается на орбите. Нет, повелитель, возразил камнерожденный, они здесь, на поверхности планеты, ведь флот бывшей 28-й экспедиции всего несколько минут назад вышел на орбиту, с которой можно запустить трансатмосферные летательные аппараты. Не может быть, Фулгрим никогда не начинает высадку без тщательной многочасовой подготовки. Ты, наверное, ошибся. Даже шипение помех не могло скрыть замешательство Фулброна. Форикс чувствовал, как тот обдумывает слова, чтобы осторожно возразить примарху. Повелитель, за входом в долину приземлилось более 300 десантных кораблей, сказал наконец Фулброн. На них символика третьего легиона, хотя ее не очень хорошо видно под новыми знаками, которые мы пока не можем идентифицировать. Фулгрим здесь? Пертураба словно не мог поверить в то, что сам говорил. И Форикс понял, что его генетический отец знает своего брата совсем не так хорошо, как думал. Какие еще сюрпризы приготовил фениксиец? Глава 4 Казненный Карнавалия Ближе, чем братья Великая истина, которую рано или поздно должны принять все живые существа, заключается в том, что жизнь конечна, что энергию, которую они черпают во вселенском источнике, однажды придется вернуть. Эту истину апотекарий Фабий считал лишь следствием плохого воображения. Жизнь была такой же движущей силой, как любая другая, как электричество, как варпогонь. И стоило лишь убрать из уравнения абсурдные понятия морали, добра и зла. Как вопрос, восстановление этой силы переходил в область обычной биоинженерии. Его лаборатория на Андронике была местом чудес и откровений. Местом, где секреты жизни и смерти и тонких границ между ними скрывались скальпелем и обнажались перед его могучим интеллектом. Она представляла собой лабиринт извилистых проходов, куполообразных залов для вивисекции и герметично закрытых комнат со смотровыми отверстиями из армированного стекла, через которые можно было наблюдать за гротескными кошмарами внутри. Жизнь здесь создавалась, трансформировалась и уничтожалась. Чтобы иметь возможность проводить эксперименты над живой тканью и еще дышащими существами и трупами, Фабий устроил в своем логове склад опытных образцов человеческого, сверхчеловеческого и ксеносского происхождения. Вооружившись отполированными стальными лезвиями, он мародерствовал на полях сражений недавно зародившегося восстания и в итоге собрал алхимическую коллекцию из вещей жутких, священных и божественных. Парагиноиды, извлеченные из живых и мертвых на истване 5 и призматики, дали Фабию генетический мастер-ключи к семи из имперских легионов. Последовательности кодов, которые помогут ему сделать его величайшее открытие. Разгадать тайны самого императора. Крио замороженное тело, лежавшее перед ним, отвлекало от этой задачи, однако и оно было важно. Тело выглядело грубым и нескладным, но Фабий уже работал над ним ранее. Перенаправлял синаптические рецепторы, чтобы при малейшем намеке на боль в мозге объекта возникал взрыв удовольствия. Теперь внутреннее устройство тела было столь изящно, что биологи с культомехаником при виде него зарыдали бы от ужаса и восхищения. В операционном зале клубился ледяной туман. Мощные холодильные установки, пыхтевшие и рычавшие под металлическим настилом, убили все тепло. Сконструированный специально под него хирургион сидел на плечах, словно любопытный наблюдатель. И его причудливые многосуставчатые лапы метались вокруг Фабия, то ушивая кровоточащие сосуды, то прижигая открытую вену, так что казалось, будто они наделены собственным разумом. Эти щелкающие отростки были ловчее его настоящих рук, но он получал удовольствие, ощущая мягкие влажные ткани раскрытого тела под осязательными элементами перчатки. Фабий был облачен в доспех, подогнанный под его сухопарую фигуру, и усиленный в поясе и плечах, чтобы лучше нести вес хирургиона. В дополнительных отсеках и наручах индивидуальной работы скрывались многочисленные инструменты, предназначенные для пыток и лечения. С плеч спадал длинный грязно-белый плащ, подол которого был заляпан пятнами крови. Жидкие волосы, бесцветные и безжизненные, висели с путанными прядями, и на исхудавшем от плохого питания лице блестели черные, как смоль глаза. Сухой язык, порой пробегавший по безгубому рту, делал его похожим на ящерицу, пробующую воздух. «Ты до сих пор не закончил?» произнес голос из дальней части лаборатории, но Фабий не обернулся, продолжая работать. «Легион вот-вот начнет сбор для высадки на поверхность». «Они уже улетели», сказал Фабий. «Железный владыка скоро будет принимать в гостях фениксийца и его безупречное воинство». «Я должен быть с ними. Ты обещал, что я буду с ними». Фабий пожал плечами. «Появились более важные дела», сказал он. «Будь благодарен, что я вообще тобой занимаюсь. Если бы выбор стоял за мной, я бы позволил тебе умереть». «Я и умер», Фабий отмахнулся. Тонкости семантики его не интересовали. Жизнь, смерть, слова. Жизнь – это просто механический процесс, а тело – машина, которую можно запустить заново, когда ее движущая сила иссякает. «Тебе легко рассуждать, апотекарий. Не ты мертв». «И не ты. Впрочем, если продолжишь отвлекать меня, я могу это исправить. Примарх убьет тебя. О, какая ирония! Нас казнят одним мечом!» засмеялся Фабий. Голос умолк, что удивила Фабия. Но это давало ему шанс продолжить работу в тишине. Разрез был предельно аккуратен. Меч был так остр и ударил с такой силой, что ткань в сущности оказалась повреждена только в месте этого разреза. Завершающий удар совершенной точности. Такой мог нанести только Примарх. «Почему вообще так долго?» спросил голос. И Фабий заскрипел зубами в ответ на подразумевающееся обвинение в медлительности. «Разве ты не лучший в своем деле? Или это было просто пустое бахвальство?» Фабий удержался от язвительного замечания и подавил желание выместить раздражение на лежащем перед ним теле. Он просто сказал, «Все пучки нервов в основании шеи были рассечены. И поверь мне, если я соединю их неправильно, последствия будут отнюдь неприятны. Я переживу боль. Придется пережить», пообещал ему Фабий, «невыносимую боль. Ты узнаешь боль, подобной которой еще не испытывал, и восторг сведет тебя с ума. Каждое мгновение жизни, что я тебе дарю, будет симфонией боли и удовольствия. Полагаю, ты будешь с равной силой ненавидеть меня и боготворить». «Фабий, знай, что я всегда тебя ненавидел». Фабий повернулся к говорившему и ухмыльнулся. Это была порочная улыбка черепа, который знает, что живые скоро станут такими же, как он. «Ты впустую растрачиваешь на меня свою ненависть», сказал Фабий. «Меня слишком мало заботит факт твоего существования, чтобы она что-либо для меня значила, и моего времени требуют куда более важные вещи, чем это лоскутное уродство. Когда-нибудь я тебя убью». «Не убьешь», сказал Фабий. «Ты заносчик, а ты глуп. Подумай о всех тех ощущениях, что ждут тебя, о зовах плоти и крови, которые предстоит утолить. Представь, лучи слава, в которых тебе не доведется искупаться, если выведешь меня из себя, и я тебя убью». «Сам примарк приказал тебе восстановить меня», голос почти взмолился. «В приступе беспричинного раскаяния», ответил Фабий, вновь склоняясь к своей работе и нетерпеливо щелкая хирургионом. «О чем он должно быть, уже сожалеет». «Нет, друг мой, не сомневайся, если ты умрешь здесь, никто не будет по тебе скорбеть. Твои братья-капитаны уже плетут интриги, рассчитывая занять твое место». «Я вернусь, ставь сильнее и могущественнее, чем когда-либо». «Вернешься», согласился Фабий, поворачиваясь спиной к источнику голоса. «А теперь замолчи и дай мне спокойно поработать». В дальнем углу темной лаборатории на закрепленных вертикальных хирургических спицах, питательных трубках, кровеносных сосудах, электрокартикальных стимуляторах и охлаждающих спиралях, не дававших мозгу умереть, восседала отрезанная голова. Голова и тело должны были быть едины, но их разделила одним ударом золотого меча, принадлежащего фулгриму. Отрезанная голова смотрела, как Фабий работает над ее мертвым телом, и мечтала о том, каким разнообразным мучением подвергнет апотекария. Возле места высадки детей императора, в трех километрах от входа в долину, должно быть, одновременно начался триумфальный парад и поднялось восстание. Это было единственное разумное объяснение приближающимся шумам, цветам и движениям. Десять тысяч смертных шли в авангарде третьего легиона. Безумная орда кричащих мужчин и женщин, несших развивающиеся знамена и издававших нестроенный грохот с помощью инструментов, которые просто не могли быть созданы психически здоровым музыкантом. Перед ордой плыли клубы цветного пахучего тумана, раздуваемые осоловевшими огренами, чьи подогнанные по фигуре доспехи были приколочены к шкуре острыми шипами. Форекс со смесью гнева и ужаса взирал на приближающуюся толпу. На этот карнавал, чествующий все извращенное и низкое, что было известно человеку. Старшие офицеры железных воинов собрались у Барбакана на южной части контрреволюционной стены, чтобы поприветствовать фениксийца и его лордов-командиров. И чем же их встречали? Карнавалии и сумасшествиями. Форекс перевел взгляд на Пертураба, ожидая увидеть перемену в настроении, вызванную этим оскорбительным зрелищем. Но примар сохранял непроницаемое выражение лица, спокойный как камень, равнодушный как механические воины железного круга, выстроившиеся за ним полукругом. Форекс стоял по правую руку Пертураба, и его тяжелая броня блестела, несмотря на то, что у сервов-оружейников был минимум времени на приведение ее в порядок. Примар вывел их из ковеи Феррум и объявил сбор легиона, едва Фулброн сообщил о прибытии детей императора. За их спинами гудело 102 лендрейдера с золото-черной символикой, и в небо приветственно вздымались вытянутые бронзовые дула тяжелых артиллерийских орудий. Орудия поменьше были выстроены аккуратными рядами в честь встречи двух полубогов, и их наводчики красовались в красно-коричневых плащах Стор-Безаш. В тени монолитных стен десятки тысяч таракитов, сгруппированных в роты, метались под ударами электрокнутов, которыми надзиратели загоняли их в строй. Перед ними располагались 200 грант-батальонов 4-го легиона, 50 тысяч воинов в янтарно-вороненных доспехах, словно ряды статуй варварского царя, страшащегося встречи с душами тех, кого его армии отправили в загробный мир. Столь могучего и великолепного зрелища не видели современ резни на черных песках Иствана. Это воинство предназначалось для покорения звезд и перекраивания галактики. Однажды оно заставит императорский дворец на Терре содрогнуться до основания. И это воинство было лишь одним из многих в армии магистра войны. Рядом с Форексом стоял камнерожденный и кузнец войны позволил себе несколько мгновений полюбоваться железной пехотной лопатой, закинутой за спину воина. Этот превосходный инструмент предназначался не только для копания земли, но и для сражений. Прочные края, заточенные под небольшим углом одинаково легко расправлялись с землей и плотью. Салтарн Фулброн был лейтенантом 45-го гранд-батальона. У него была бритая голова, узкие глаза и кожа, бледная на лице и загорелая до коричневого цвета на шее. Он очень много времени проводил, смотря на землю. Форекс с десяток раз видел, как Фулброн прикасался к камням на очередной планете и благодаря какому-то непонятному геологическому провидению узнавал о скрытых особенностях, о слабых и прочных местах, где камни быстро раскалываются, а где станут сопротивляться любым киркам, бурам и взрывчаткам. Поверхность мира говорила с ним, и уже этого было достаточно, чтобы терпеть его унылое общество. По левую руку Пертураба возвышался поразительно объемный барбан-фальк, всего на голову ниже железного владыки, и тем не менее рядом с примархом он казался мелким, ибо присутствие примарха заставляло весь мир выглядеть незначительным. Новый Триарх Легиона занял место рядом с Фальком, он до сих пор не починил броню после штурма Цитадели, однако с керамита очистили кровь, и теперь ее отсутствие на доспехах почему-то заставляло его казаться менее значительным, чем раньше. За Форексом стоял Торамина, командующий Стор Безош даже не пытался скрыть, как неприятен ему был Крайдер и факт его повышения. И хотя Форексу нравилось наблюдать за злящимся Торамина, его мучило подозрение, что кузнец войны не забудет и не простит удар, нанесенный его гордости. За примархом выселся Берос, вернувшийся в ряды железных воинов стараниями технодесантника, стоявшего рядом с ним. Саркофаг из железа и адамантия в соединении тела Дредноута теперь был его погребальным ларцом, украшенным отчеканенными изображениями черепов и наполненным эксгумированными костями. Осадный молот и роторная пушка служили орудиями убийства. С его армированного борта капало масло, а из аугмитеров раздавался низкий статический шум, напоминавший звук точимого металла. Со спины Бероса свисали две длинные цепи, концом которых были прикреплены два окровавленных существа. Один был целиком закован в фиксирующую клетку, а на другом оставались лишь обломки запыленной золотой брони имперских кулаков. Передние ряды беснующейся орды приближались, под ногами этой шумной толпы стелились клочья галлюциногенного тумана, который двигался как живой, с нетерпением стремясь кусить пот, дыхание и выделение тех, кто его создавал. Громогласные крики были полны буйного восторга, агонии и их стаза одновременно. Они сливались в сплошную какафонию. Эхо этой разноголосицы отражалось от склонов долины, словно маниакальный бред тысяч и тысяч безумцев. Среди танцующей толпы метались жрецы скарификаторы, вооружившись отравленными клинками и цепями с прикрепленными к ним крючами. Они в радостном неистовстве резали и пороли своих подопечных, причиняя им жестокие мучения. Если остырье ядовитого клинка пронзало артерию, благодарная жертва начинала содрогаться в яростном хореоманиакальном припарке. Другие, глядя на это, с воплями начинали подражать предсмертным судорогам. И так помешательство танцем ширилось, приобретая все более изощренный вид. Вскоре жертва, с которой все началось, истекала кровью, хлиставшей из-за бешеного сердцебиения, и в толпе разгорался новый очаг танцевальной лихорадки. Массовая психогенная истерия охватила тысячи людей, и все они стенали, кричали и смеялись, словно на праздники или поминках. Они дрались и совокуплялись, подчиняясь неодолимому горячечному ритму, который железные воины уловить не могли. Над процессией вздымались знамена, развивались гонфолоны и вымпелы, яркие изображения на флагах были одновременно непристойными и соблазнительными, безобразными и прекрасными. Форекс не знал, что за символы приставлены на знаменах, но их плавные очертания вызывали в нем тошноту от вращения, переплетения округлых форм и чувственных изгибов, и жесткие твердые линии шипов, пронзающие их. Среди этой толпы не было равенства и богато украшенные одеяния из шелка и металла. Бархатой кожи выделяли тех, кто был возведен в ранг королей, королев или принцев. Головы их венчали костяные короны, державами служили черепа добровольных жертв, а рабыни, выполнявшие их прихоти, пожертвовали руками, чтобы сложить из фаланг пальцев скипетры. В полном соответствии с безумием, охватившим этот пестрый королевский двор, новые претенденты на монарший титул свергали правителей одного за другим и присваивали себе залитые кровью короны. Но все бесстыдство, с которым вела себя эта процессия, не могло сравниться с телесными уродствами, которые демонстрировали иные из ее участников. Дефекты некоторых явно были врожденными, тела других были изувечены мечами и булавами в ритуальном поединке, но большинство было обязано своими физическими патологиями скальпелям, медицинским пилам и генной модификацией. Одни жертвы этих кошмарных хирургических вмешательств теперь были вынуждены ходить на руках, так как ноги были пришиты к плечам, а лица опустились до животов. Другие с гребнями на спинах, похожие на какой-то гибрид многоножки и гигантского скорпиона, сбивались в бешеные стаи, впереди которых летели грязные херувимы, выращенные в специальных чанах. Обнаженные женщины избивались в пляски, поливая груди ароматными маслами, причем у многих из них количество грудей бросало вызов природе. За этими созданиями с лиловой кожей следовала целая свита вопящих рабов и рыдающих фанатиков. Толпа колыхалась и содрогалась в пазмах. В ней были те, кому достаточно было просто танцевать, других влекла скверно, третьих насилие. Были и те, кто кричал, срывая голоса, пока их не охватывало блаженное помешательство. Они выли вместе с чудовищами гибридами. И, наконец, те, кто желал познать самые запредельные ощущения, поджигали себя и смеялись, отдаваясь во власть пламени. Когда эта орава экзальтированных извращенцев приблизилась, Форекс снял шлем с магнитного замка на бедре. Едкий запах духов начал его раздражать. Много странностей я повидал наистовании, горжики. Да словами и невозможно было описать такое представление. Никакой кодекс чести не мог объяснить, почему дети императора, раньше кичившиеся своим воинским совершенством, обратились к подобному безумству. «Что с тобой случилось, брат?» изумился Пертураба. Однако гнев, наверняка кипевший в его сердце, на лице никак не отразился. «Но где сами легионеры?» спросил Фаль. Форекс окинул внимательным взглядом отобеснующееся море человеческих тел, которое уже накрыло собой передовые фортификации. Неистовая толпа прокатилась по заграждениям из колючей проволоки, отмеченным огневыми мешками, преодолела утыканные колиями траншеи, пронеслась мимо бронеколпаков огневых точек. Авангард Детей Императора за считанные мгновения взял рубежи обороны, которые обычно требовали месяцев кровопролитной осады. Подчиняясь неслышному сигналу, Орда умолкла и остановилась совсем рядом от железных воинов. Облака пыли, поднятые ногами участников шествия, смешивались с зыбкой завесой наркотического фимиама, который поднимался от скрытых курильниц. После шума и гвалта тишина казалась оглушительной, и Форекс напряженно вглядывался в это скопище потных, запыхавшихся людей, гадая, что же будет дальше. Но вот салтарн Фулброн, опираясь рукой о землю, опустился на одно колено. Вставай немедленно, рыкнул на него Форекс. Железные воины ни перед кем не кланяются. Не обращая на него внимания, Фулброн склонил голову, словно прислушиваясь голосу, который обращался только к нему. Он здесь, фениксиец, он идет. Форекс поднял голову и увидел, как расступается стена из плоти. Фанатики отползали в стороны, открывая широкий коридор. В розово-лиловом тумане наметились очертания чего-то огромного, что приближалось, покачиваясь. Рядом шли воины в силовых доспехах. И, судя по их силуэтам, Третий Легион еще не совсем забыл, как должно выглядеть боевое соединение. Из тумана показались 500 воинов, сверкающие брони Детей Императора. И Железные воины встретили их приход дружным вздохом удивления. Пурпур доспехов испещряли пятна кричащей яркой краски самых невообразимых тонов и оттенков. Нарушая все принципы гармонии, они не имели ничего общего с цветовой схемой, принятой в Легионе. Наплечники были утыканы зазубренными шипами. Украшенные крыльями шлемы превратились в сложные конструкции, благодаря резонаторным капюшонам и усилителям, встроенным в визоры. Штандартным воинам служило знамя из плотной материи розового цвета, в которой Форекс по текстуре и характерной вони узнал человеческую кожу. Посередине был изображен тот же символ, что в разных вариациях украшал тела и доспехи участников неистового шествия. Но здесь он был представлен в своей чистой идеальной форме. В руках воинов Легиона этот знак уже не вызывал у Форекса прежнего отвращения. Наоборот, ему внезапно захотелось вглядеться в эти завораживающие плавные переплетения. Вспышка ярости помогла ему сбросить чары, который этот символ источал. Чары? А это еще откуда? Откуда взялось это старомодное слово, которому не было места в веке разума и точного научного знания? Должно быть в курильницах дымилось действительно сильное психотропное вещество, если железному воину вдруг стали приходить на ум такие странные понятия. Как и смертные, легионеры почтительно раступились в стороны, давая дорогу шумной когорте воинов, несущих такое оружие, какого Форексу не доводилось видеть ни в одном арсенале. По виду напоминавшие огромные топоры, эти предметы были оснащены различными усилителями звука, тональными модуляторами и устройствами, назначения которых нельзя было даже угадать. В длинных трубах пульсировали глубокие басовые ноты, дававшие ощущение грубой мощи. И Форексу стало любопытно, нельзя ли использовать такого рода оружие для разрушения крепостных стен. Воины, вооруженные этими устройствами, были без шлемов, и лица их казались воплощением кошмара. Челюсти неестественно вытянуты, рты раскрыты в несмолкаемом крике, а на месте ушей зияющие раны. Результат хирургических операций, благодаря которым акустические колебания воспринимались без каких-либо искажений. Форексу показалось, что он узнал одно лицо среди этих чудовищ, Мария Вайроссиана, его старого товарища, с которым он воевал в первые годы Великого Крестового Похода. Но этот изуродованный монстр был лишь бледной тенью благородного воина, восковой фигурой, забытой под солнцем, величественной статуей, побитой молотками. Форекс шагнул к нему, но Пертураба строго покачал головой и кузнец войны остался на месте. Явление самого примарха детей императора, последовавшее затем, было в точности таким же феерически эффектным, как он наверняка и рассчитывал. Фениксид, показавшийся из клубов живого тумана, восседал на огромной платформе из тел, сплавленных, сшитых и сросшихся в одну сплошную массу. Этот полонкин несли воины в доспехах катафрактов. Шипы и острые края их широких наплечников вонзались в соединенные тела, исторгая из них и кровь и крития экстаза. Снежно-белые волосы Фулгрима не спадали из подсверкающего серебряного шлема, а сам он был закутан в плащ из перьев цвета сочного пурпура и золота. Плоть под этим покрывалом пребывала в постоянном движении, словно куколка, готовая переродиться в какое-то немыслимо прекрасное создание. Дождавшись, когда гвардия Феникса остановилась, Фулгрим распахнул плащ. Его тело обладало совершенной красотой форм, рельефные мышцы плеч, груди и живота. Непокрытые доспехом блестели от ароматических масел. Свежие татуировки с изображениями извивающихся змей покрывали руки и ноги. Но сверхчеловеческая физиология примарха быстро устраняла повреждения, причиненные кожей, и рисунки уже начинали блекнуть. Пертураба шагнул навстречу живому паланкину. Воины подняли щиты, соединяя их в своеобразную лестницу, по которой Фулгрим опустился на землю. Форекс видел перед собой того, кто идеально владел своим телом, кто понимает и контролирует мельчайшие его движения. Вопреки внешней манерности, каждый шаг примарха был в точности выверен. «Брат Фулгрим», сказал Пертураба, голос его был спокоен, «Как в мгновение перед ударом пробивного снаряда. Позволь преподнести тебе подарок». Тяжело шагая, Берас приблизился к довольно улыбающемуся фениксийцу, которого явно забавляла строгая церемония, насаждаемая Пертураба. Дредноут протащил за собой двух пленников из имперских кулаков, скованных цепями и связанных по рукам и ногам колючей проволокой. По кивку Фулгрима вперед вышли два воина в пурпурных доспехах подарки Пертураба в сторону. А Фулгриму между тем передали лакированный эбонитовый футляр. В давние времена в таки хранили чернобальские сабли, которые он торжественно протянул Пертураба. «И у меня есть для тебя подарок, дорогой брат», сказал Фулгрим. Форекс почувствовал укол тревоги, когда Пертураба взял футляр и откинул крышку на петлях. Внутри лежала свернутая мантия из мельчайшего горностая, подбитая мехом летучей лисицей и покрытая вышитым узором из спиралей золотого сечения. Застежкой служил плоский череп из хромированной стали. В лоб черепа был вставлен драгоценный камень размером с кулак, черный, с тонкими, как волос, золотыми прожилками. И мех и камень были превосходными подарками, достойными примарка. Пертураба накинул на себя мантию и застегнул череп в застежку. Фулгрим улыбнулся, увидев, что его подарок пришелся по душе и перевел взгляд на окружающие их красные скалы и пустоши. «Да чего же грязный булыжник ты выбрал для нашей встречи?» сказал он. «У меня были на то причины», ответил Пертураба. «Добро пожаловать на Гидрукардатус!» «Что это значит?» мрачно поинтересовался Пертураба, когда они вернулись в центр Кавеи Феррум. «Значит?» переспросил Фулгрим, изучая портреты на потрескавшихся каменных стенах с отвлеченным интересом знатока изящных искусств. «Кто сказал, что все непременно должно что-то значить?» «Не делай вид, будто не понимаешь», сказал Пертураба. «Та орда за моими стенами!» «Ты не одобряешь мое окружение?» Игриво спросил Фулгрим. «Толпа дегенератов не для тебя», сказал Пертураба и указал на спутников своего брата, чья плоть была изувечена. Доспехи обезображены, а понятия о приличиях уничтожены. «А твои легионеры, что с ними стало?» «Они восхитительны, правда?» Фулгрим, сопровождаемый тремя воинами столь причудливой нечеловеческой внешности, что Форекс раньше и представить себе подобное не мог, вступил в крепость железных воинов с таким видом, будто это он командовал всеми орудиями и солдатами, что здесь были, будто его собственными руками были возведены гигантские осадные сооружения и устремленные ввысь стены. Все они, кроме одного, были закованы в доспехи и определенно являлись воинами Астартес, но изменившимися до неузнаваемости. Один был мечником самодовольного вида с пронзительными глазами и сложной сеткой шрамов, испортивших идеально правильные черты. Второй массивным воином, чье практически лишенное плоти лицо из-за ожогов вовсе утратило сходство с человеческим. На шипах его брони были натянуты лоскуты кожи. Череп третьего искривили хирургическим путем, так что его рот оказался невозможно широко раскрыт, а на шее при малейшем звуке вздымались натянутые сухожилия и костные имплантаты. Именно этого воина Форекс поначалу принял за Мария Вайроссиана, но неужели подобное чудовище могло быть его старым соратником? Был и четвертый, без брони, и судя по сложению, определенно неостартост. Он был худ, а в движениях его чувствовалась непонятная инаковость, немало смущавшая Форекса. Прочие кузнецы трезубца ее тоже заметили, даже Краагер, но фениксиец явно не собирался пока выдавать тайну скрывающегося под капюшоном создания. Пертураба покачал головой. Я знаю, что многое изменилось с тех пор, как мы принесли клятву Хорусу. Что? Тебе открылись некоторые тайны, но это непристойно. Хулгрим оскалился, обнажив ярко-белое, как отплированная слоновая кость зубы. Открылись некоторые тайны, хмыкнул он, делая медленный круг по сводчатому залу. Край его плаща мел по каменным плитам, и втертые в кожу мускусные масла наполняли подземное помещение с облазнительными запахами неизведанных миров, запретных желаний и невообразимых удовольствий и страданий. Форекс старался глубоко не дышать, но избежать резкого запаха масел было невозможно. Ах, брат мой, ты и представить себе не можешь, что я теперь знаю, сказал Фулгрим с резким смехом, в котором слышалось не только веселье, но и боль. Многими тайнами я со временем с тобой поделюсь, и многие помогут нам стать друг к другу ближе, чем когда-либо. Ближе? спросил Пертураба. Я не знал, что мы вообще были близки. Может и не были, признал Фулгрим, обиженно надув губы. И это печалит меня. Разве мы не произошли от одного генетического отца? Разве не вышли из чресел одного бога-героя? Нет, нас создали в лаборатории, ответил Пертураба, и он не бог. Как же буквально ты все воспринимаешь, вздохнул Фулгрим, переходя от картин к архитектурным эскизам, разложенным на широком чертежном столе. Но сути это не меняет. Мы братья, и мы должны быть близки, особенно теперь, когда мир вокруг нас рушится, готовый быть отстроенным с нуля, в новом великолепном обличье. И я искренне надеюсь, что разделенные тяготы этого совместного предприятия свяжут нас узами столь же крепкими, что связывают меня и Желемана. Ты с Желеманом никогда не был близок, заметил Пертураба. Нет, поднял на него взгляд Фулгрим, словно удивленный собственными словами. А, возможно, пока нет, но я закончу то, что начали фанатики Ларгара. Этого не случится, никогда, сказал Пертураба. Желеман ни за что не простит нам того, что мы сделали. Потому что нечего прощать, рявкнул Фулгрим. Гневное выражение исчезло с лица фениксийца во мгновение, и он улыбнулся. Прощение нужно лишь тем, кому есть дело до смертных законов, а мы теперь настолько выше этого, брат. То, что я предлагаю, вознесет нас на такой уровень, что определять законы, которым все должны подчиняться, будем уже мы. И что ты предлагаешь? Всему своя пора, поддразнил его Фулгрим. Пока достаточно лишь сказать, что я предлагаю потратить время четвертого легиона более плодотворным образом, чем намстительное растаптывание парочки никчемных имперских кулаков на захолустной планете. Уничтожение дорновских воинов не пустая трата времени, сказал Пертураба. Ну, может быть, сказал Фулгрим, перебирая изящными пальцами вощенные листы с чертежами и время от времени одобрительно кивая головой. Эти эскизы восхитительны, скажи, ты что-нибудь из этого строил? Только одно, ответил Пертураба, поставив руку на середину стопки. Да, конечно, амфитеатр на Никее, сказал Фулгрим, изобразив внезапное озарение. Арену, на которой Магнуса бросили волкам. Фулгрим рассмеялся над собственной шуткой и сказал, как жаль, что он был уничтожен. Потенциал великих замыслов раскрывается лишь тогда, когда мы воплощаем их. Ты рисуешь их, но никогда не строишь. Почему? Пертураба посмотрел в глаза и ответил. Потому что реальность никогда не соответствует нашим мечтам. Фулгрим понимающий кивнул, как часто это оказывается правдой. Слишком часто воплощенные фантазии разочаровывают, вынуждая нас выстраивать мечты заново. Но что скажешь, если я заявлю, что могу дать тебе возможность воплотить все твои желания и что результаты больше никогда не разочаруют тебя, никогда не окажутся ниже твоих самых смелых ожиданий и никогда, никогда не будут превзойдены. Скажу, что ты еще безумнее, чем кажешься. И опять Форекс увидел под искусственной улыбкой Фулгрима ядовитую злобу. Как у бесхребетного труса, который знает, что сможет получить желаемое, только если будет себя хорошо вести. Жгучий гнев Фулгрима скрылся под маской так же быстро, как появился. Форексу не верилось, что Пертураба этого не видел. Но это правда, произнес Фулгрим наконец. Как это возможно? Всему свое время, брат, ответил Фулгрим. «Наберись терпения, и мы расскажем тебе все, что пожелаешь узнать». «Мы?» спросил Пертураба, сразу переходя к самому главному слову. «Да», сказал Фулгрим, притягивая к себе хрупкое существо, скрывавшее лицо под капюшоном. «Коручий вора, наш рассказчик, правда?» Спутник Фулгрима откинул капюшон, и при виде этого изящного лица, полных губ, лазурных волос и усеянных янтарными крапинками глаз, Форекс понял причину своей недавней тревоги. «Коручий вора» был Эльдар. Глава пятая Ядовитый змей Талиакрон Зрители за кулисами Ошеломленное молчание натянулось тугой струной и взорвалось в вихре действия. Крагер пришел в себя первым и бросился на стройного Эльдар, целясь в его худую шею, которую так легко будет сломать. Его рука сначала метнулась к рукоятке меча, которого не было, а потом в горло Ксеноса, намереваясь давить его в смертельном захвате. Крагер двигался быстро, но кое-кто оказался еще быстрее. Призрачный исполох пурпурой золота, слишком стремительный, чтобы его заметить. Этот кто-то отбросил Крагера на стол, с которого слетел целый ворох бумаг и чертежей. И рука с такой бледной кожей, что казалась мраморной, придавила его силой молота, вбивающего сваю в твердую землю. Воин наклонился так близко, что его лицо с чертами некогда прекрасными, но теперь изуродованными паутиной шрамов, полными губами и тревожным взглядом в глазах оказалась в каких-то миллиметрах от Крагера. «Не тебе решать, когда умрет, короче, вора», сказал Мечник. Крагер извивался, силясь вырваться. Прикосновения воина, равно как и неудачное покушение на Эльдар, привели его в бешенство. «Отпусти меня, иначе останешься без руки», прорычал он. «И чем ты ее отрежешь?» Мечник указал на пустые ножны у себя за плечами. «Мы тут все без оружия, или ты мне ее откусишь?» «Люций, хватит, сейчас для этого не время», вмешался Фулгрим. Хотя в его голосе слышалось любопытство, словно он провоцировал Мечника ослушаться. «Я бы его отпустил, но он все еще жаждет крови», ответил Люций. Фулгрим повернулся к Пертураба. «Нас ждет бойня, если мой воин перестанет сдерживать твоего». Пертураба не ответил, шагнул к Люцию и прикоснулся к его груди. Казалось, это всего лишь легкий толчок. Указание, что воину Фулгрима следует отступить. Но Люция отшвырнула прочь, как если бы его ударили осадным молотом. Мечник врезался в арку Контерфорса и гремя доспехами рухнул на пол в облаке каменных осколков. Перекатившись на спину и чувствуя, как все внутренности дрожат от удара, он попытался вновь наполнить воздухом опустошенные легкие. «Еще раз тронешь кого-то из моих воинов и я не буду столь мягок», предупредил Пертураба. «Брат, это восхитительно!» Фулгрим смеясь зааплодировал. «Идеальное применение силы!» Крагер, готовый довершить начатое примархом, вскочил на ноги, но его остановила рука Пертураба, опустившаяся ему на плечо. И вновь это был вполне обычный жест. Однако в нем чувствовалась такая мощь, что бешенство Крагера, пусть и неохотно, но отступило, превращаясь в тлеющую ненависть. На другом конце зала Люций, также поднявшийся на ноги, был одержим такими же эмоциями, но Фулгрим едва заметно покачал головой, тем самым прекращая дальнейшее насилие. Мечник широко улыбнулся и повел плечами, как будто готовясь к дуэли. «Давайте я его убью, повелитель!» вызвался Фальк, сжимая кулаки, казавшиеся громадными в латных перчатках. «Нет, он мой!» рявкнул Краагер. «Хоть по отдельности, хоть оба сразу!» отозвался Люций. «Мне все равно!» Пертураба, не обращая внимания на задиристых воинов, уставился на Фулгрима ледяным взглядом. «Ты привел в мою твердыню к сеновыродка! О чем ты думал, брат?» Фулгрим, похоже, удивился и привлек Эльдар поближе к себе. «Пертураба, ты всегда относился к нашим соседям по галактике с нетерпимой ненависти. Поверь, для нас народ короче воры не несет угрозы. Их империя мертва и забыта, и те, кто ее раньше населял, теперь влачат призрачное существование, окровавленными пальцами цепляясь за тонкую нить жизни. «Ты держишь за хвост ядовитую змею», предостерег Пертураба. «Мы уже сражались с ему подобными, и им верить нельзя. Да, они выглядят хрупкими и слабыми, но недооценивать их будет ошибкой. Я тоже сражался с ними, сражался с их лучшими воинами. Глаза Фулгрима заблестели от воспоминаний. Я сокрушил одного из их богов и знаю, что в этих жалких ничтожествах нет ничего страшного. Нет, короче, вора для нас не опасен, потому что он из новой породы льда. Тех, кто видит, что в этой галактике рождается новый порядок. А что это значит? Пертураба не скрывал подозрительности. «Это значит, что я могу узнать настоящую силу», заговорил вора. Его голос напоминал теплый древесный дым и был столь же эфемерным. «Ваш магистр войны победит, и когда он зайдет на трон Терры, чтобы править галактикой, я не хочу оказаться в числе его врагов». «Не смей говорить со мной, тварь», остановил его Пертураба. «Некоторые мои сыны погибли от рук твоего народа, и я с радостью разрешил бы Фальку и Крагеру разделаться с тобой». Фулгрим, заслонив собой тщедушного Эльдар, положил изящную руку на плечо брата. Этот жест был неожиданным и ненужным, и такая откровенная формальность вызвала в Крагере новую вспышку ярости. Фениксиец был примархом, полубогом, достойным восхищения, но было в нем и нечто неуловимо отвратительное. Другие замечали лишь его красоту, но Крагер видел в нем тлен и разложение. Кому-то сладкие речи примарха могли принести радость и покой. Крагеру же они казались издевательски оскорбительными, на которые нестерпимо хотелось ответить силой. Брат, нам не следует ссориться, тихо и вкратчиво проговорил Фулгрим. Я прибыл сюда, чтобы предложить тебе объединиться ради достижения великой цели, столь великой, что от этого может зависеть исход восстания, поднятого магистром войны. Крагер вспомнил, что сам сказал Фальку на горном склоне. Его ярость и так немалая стала еще сильнее, когда он почувствовал горько-сладкий аромат эссенции, которыми была умощена кожа Фулгрима. Как химическая бомбардировка оставляет после себя токсичный след, существующий многие годы после того, как упала последняя бомба, так этот одурманивающий фимиам, которым были окутаны дети императора, въедался в стены и пол. Может быть, так и не рассчитывали сгладить обстановку. Но в этом случае их план повалился. У возникшей напряженности были скрытые причины, которые одними благовониями и не устранить. «Зависеть это каким же образом?» спросил Пертураба. «Ты, как всегда, прямолинеен», отозвался Фулгрим. «Вот за это, помимо прочего, я тобой восхищаюсь. Тогда используй меня как пример для подражания и скажи, наконец, зачем ты здесь и чего хочешь от моего легиона». Фулгрим покачал головой и окинув взглядом сумрачное логово Пертураба со всеми хитроумными безделушками, ветхими шедеврами и трудами давно забытого гения недовольно нахмурился. «Нет, не здесь». Он вытащил один лист из типы архитектурных чертежей и показал его брату. «Величественный, титанических масштабов театр с высокими портиками, широчайшими лестницами и сценой соответствующих размеров, где тысячи тысяч зрителей могли бы насладиться лучшими операми и пьесами». «Это история, которая потребует рассказа особенного, хм, драматического». «Да, драматизм это именно то, что нам нужно. Построй мне достойную замену Лафиничи и я расскажу тебе все». «Ты хочешь целый театр ради одного рассказа?» «Именно», подтвердил Фулгрим. «С твоей строительной техникой на это уйдут сутки или чуть больше. Сделай это для меня и я поведаю тебе об Ангеле Экстерминатус». Из уважения к мифологии его приемной родины Пертураба назвал свой великий театр Талиакрон, что на лохосском языке означало «жилище Талии». В пантеоне древней Олимпии Талия считалась богиней, которая вдохновляет безумцев и поэтов, распаляя их воображение изящным слогом и любовью к крепкому вину. Хотя открыто ей давно уже не поклонялись, в священные дни богини люди все равно устраивали роскошные пиры в развалинах скальных храмах театров, некогда ей посвященных. Человеку свойственно чтить, хотя бы для вида, даже ложных богов, если это даст повод для возлияний. Театры Талии обычно были небольшими, ибо даже в лучшие дни Олимпии население, находившееся под железной пятой горных тиранов, практически не знало праздников и развлечений. Пертураба тогда увидел проект грандиозного сооружения, где можно было бы увидеть драму и комедию, любовь и героизм, убийства и интриги, венчавшиеся финалами как счастливыми, так и трагическими. Хотя это была одна из его ранних разработок, в ней чувствовалось величие. Эллиптической формой амфитеатр предполагалось разместить в искусственно созданной долине глубиной с метеоритный кратер приличных размеров. На Гидре Кардатус таких долин не существовало, а потому землеройные колосы четвертого легиона принялись за работу. Салтарн Фулброн нашел место, где грунт легче всего будет разделить желаемым образом. Асторбезаш Торамина подготовили заряды для буровзрывных работ, которые должны были отделить скальные породы в будущем кратере. Эти заряды были размещены концентрическими кругами, и затем весь мир содрогнулся. Столбы пламени шириной в несколько километров взметнулись к небесам, выбрасывая космос триллионы тонн размельченной породы, и сотни километров накрыло пылевой волной. Водопад обломков упал на землю именно там, где и запланировали инженеры, и землеройные машины без промедления приступили к строительству. Толякрон рождался за пеленой полевых облаков, за штормовым фронтом аномального происхождения, которому было суждено продержаться не один десяток лет, и в корне изменить местный микроклимат. В древние времена с десяток архитекторов и мастеров-каменщиков посвятили бы целую жизнь возведению здания таких титанических масштабов. Теперь же, когда Пертураба и Форекс встали во главе армии рабочих, мастеровых и техники пневмашины, строительство должно было закончиться дня через два. В работе участвовали и сами легионеры, так как они были не только воинами, но и ремесленниками, и умели строить так же хорошо, как и разрушать. Боевые братья стали подмастерьями, сержанты-бригадирами, офицеры-мастерами, а кузницы войны на этой стройке были главными архитекторами. Пертураба знал, каким должно быть здание до мельчайших деталей, от выверенных контуров фундамента, на котором будет стоять театр, до точных размеров статуй богини, которую красят верхние архитравы. Он представлял будущую конструкцию во всех подробностях, и когда нижние читать очертания, словно проявляясь на моментальном пик снимки, его охватило давно забытое воодушевление. Впервые один из его проектов, или причуд, как называл их Домекас, воплотился в реальность, и должен был послужить именно той цели, для которой был задуман. Пертураба все еще чувствовал горький стыд за никейский комплекс, уже к счастью уничтоженный. Он никогда не думал, что здание, предназначавшееся для соревнований в силе и мастерстве превратиться в судилище. Император, использовав комплекс совсем в иных целях, опозорил его создателя, а Магнус не заслужил того, чтобы над ним издевалась о галке Лайтолпа, в своей узколобости заранее признавшая его виновным. Форик в строительстве Толякрона превзошел самого себя. Благодаря своему исключительному таланту организатора и знаниям логистики, он управлялся с тысячей дел сразу, и следил за тем, чтобы незавершенные участки не тормозили остальную работу. В мирное время он был бы величайшим координатором, а на войне превращался в неумолимого противника, который знает, сражения выигрывают не безрассудная храбрость и не слепая вера, а транспорт и снабжение, доверху заполненные оружием и боеприпасами. Огромные строительные машины пожирали тонны щебня, перемалывали его и спрессовывали в блоки, вымеренные с йотоскопической точностью, после чего высокие осадные краны ставили их на место. Солдаты, больше привыкшие держать в руках лазганы, взялись за рычаги, шлифовальные машины и фрезы. Мощная техника, обычно уничтожавшая здание, теперь с триумфом занималась созиданием. Стрелы кранов, словно длинные шеи гигантских травоядных на водопое, постоянно двигались, очерчивая в воздухе пересекающиеся дуги. Узор, который мог бы обернуться катастрофой, если бы его не направляли к кузнецы войны. Хотя сначала идея построить целый театр для рассказа Фулгрима не вызвала в Пертураба энтузиазма, сейчас он был рад, что согласился. Часы шли, и отполированный мрамор, взятый из разрушенной цитадели, складывался в ярус за ярусом, так что растущий таля крон напоминал ледник, который спускается в вырытый для него кратер. Фулгрим увел свою разгульную толпу обратно к месту высадки, при этом усеяв путь сотнями изуродованных тел. Кости этих людей, сожженные в пепел, были добавлены в известку, и таким образом навечно стали частью фундамента амфитеатра, ибо драма всегда рождается из призраков прошлого, мечтаний мертвых и наивных надежд на бессмертие. День сменился ночью, и на верхнем периметре таля крона появился первый ряд скульптур. Прекрасные богини в развивающихся одежда, в руках у них или серебряные трубы, или пастушьи посохи, или маски, которые и плачут, и смеются одновременно. В строительстве сейчас были заняты десятки тысяч, причем как смертных, так и сверхлюдей. Расчеты Форекса и требования пертураба в своей холодной логике ни для кого не делали исключений. Люди казались насекомыми, которые строят улей для своей королевы, работая почти с фантастической скоростью. К следующему полудню мечта пертураба стала реальностью. То, что раньше было лишь с урьменными линиями новощенной бумаги, превратилось во слепительно-белый круг, врезанный в красную плоть гидрокордатус. Строительство Талиокрона заставило постепенно померкнуть то первое раздражение, которое в нем вызвал Фулгрим, и его невнятные оговорки. Между ними и раньше возникали разногласия из-за склонности Фулгрима к излишней театральности. А то, какой облик в последнее время принимал его стремление к совершенству, у бесхитростного воина вроде пертураба могло вызвать лишь недоумение. Он чувствовал, что в детях императора произошла какая-то принципиальная перемена, но никак не мог понять, для чего им все эти изуродованные анатомические модификации. Возможно, совместная операция действительно сплотит их и поможет лучше узнать друг друга. Пертураба был не из тех, кто легко заводит друзей, и откровенно говоря, он ничуть не жалел, что поднял оружие против виновных в том, что его легион вынужден был нести основную тяжесть войны. По их милости железные воины копались в грязи на тысячи планет, пока другим доставалась слава честного боя. Примарх редко кого одаривал своей дружбой, но если кому-то удавалось завоевать его доверие, оно оказывалось крепче закаленного железа. Так он думал раньше, пока необходимость раз за разом выполнять черновую работу не показала ему, как ломается от износа самый прочный металл. Когда потухли погребальные костры Олимпии, он понял, что теперь ничем не сможет искупить свою вину за этот массовый геноцид. Отец никогда не простил бы ему такой грех, но Хорус простил и отметил его тщение и похвалил за преданность. Он также заставил Пертураба пообещать, что тот больше не будет винить себя за сделанное на Олимпии. Но вот сдержать это обещание оказалось гораздо сложнее. Глупцы говорили, что договор между Хорусом и Железными Воинами скрепил сокрушитель на Ковалин. И лишь Пертураба знал, что на самом деле Луперкаль добился верности легиона, даровав им прощение. Оказалось, что лояльность примарха не так поколебима, как считал Пертураба раньше. Это было ошеломительное открытие, но его, как и другие подобные горькие истины, можно было сделать частью нового мировоззрения, а потом шаг за шагом менять свою жизнь так, что ценности прошлого постепенно становились лишь смутным воспоминанием. Пертураба поклялся, что присягу данную магистру войны никогда не нарушить, и не важно, чего это будет ему стоить, какой войной обернется и к чему приведет. Если для этого нужно выслушать предложение Фулгрима и поддержать его в операции, которая может ускорить победу магистра войны, что ж, он готов. Остановившись вместе с железным кругом перед высокими чеканными вратами Толя Крона, Пертураба посмотрел на изображение богини, изукрашавшая кованый фронтон над великолепным портиком с колоннами. Из узкого горлышка амфоры, которую она держала, лился водопад вина, переданный ртутной инкустацией по канилюрам колонн. Винный поток падал в протянутые руки сестер Талии, Хариты слева и Ефросины справа, барельефы которых были вырезаны на центральных колоннах. На одной богине была смеющаяся маска, на другой плачущая, но так как они стояли в полоборота, невозможно было определить, где какая. Пертураба улыбнулся этой визуальной загадки и открыл врата. Шум голосов выплеснулся ему навстречу, и он почувствовал гордость от того, что наконец воплотил свою мечту в жизнь, не изменив при этом ее смысла. Он на мгновение задержался подаркой Портика. Радостные голоса вызвали воспоминания о тех годах, когда галактика еще не раскололась. Но это время ушло навсегда, и нет смысла тосковать о нем. «В прошлом нет живых», прошептал Пертураба, «там лишь мертвецы». Фулгрим, верный своему слову, уже ждал его. Актеры могли подняться на сцену Таля Крона через несколько искусно замаскированных выходов. Наоднако Пертураба предпочел спуститься в самые недра здания и пройти по узким ступеням в середине амфитеатра, известным как Харонова лестница. Благодаря этой лестнице из-под сцены могли появляться актеры, изображавшие духов умерших. Пертураба же воспользовался ей, чтобы проникнуть в зал незамеченным. Он вышел из темных и тесных катакомб на широкую сцену и на мгновение остановился, чтобы в полной мере насладиться реальностью своей мечты. Ярусы с местами для зрителей плавно поднимались по склону искусственного кратера на 650 метров и каждое сидение было расположено так, чтобы ничто не заслоняло сцену. В амфитеатре собрались десятки тысяч зрителей, солдаты, легионеры, праздные зеваки и целые толпы последователей фулгрима. При виде Пертураба все они разразились радостными криками. И хотя ему не нравилось играть центральную роль в публичных событиях, эти бурные приветствия вызвали в нем неожиданное и приятное изумление. Остановившись на вершине лестницы, Пертураба поправил плащ, который подарил ему фулгрим, прислушался к реву толпы и различил в нем отдельные голоса. Акустика театра была столь совершенна, что зрители, сидевшие дальше всего от сцены, все равно могли расслышать даже самую тихую реплику. Пертураба ощутил редкий перелив гордости за этот технический успех. Скульптуры богини и ее сестер смотрели вниз с высоких арок, которые окружали амфитеатр. Рядом с ними стояли героические актеры из тех времен, когда император еще не посетил Олимпию. Феспид по праву занимал место рядом с богиней, а Митроби его главный соперник расположился на противоположной стороне. Арар большой поклонник комедии соседствовал с изящным гегелохом, гением актерских перевоплощений, которого современники называли героем с тысячей лиц. Теплый свет наполнял Толякрон благодаря огню в неглубоких чашах, которые держали нимфы в развивающихся одеждах, парящие на огромных крыльях. В воздухе чувствовался слабый химический запах, который стремились перебить более густые и терпкие ароматы специй. Большая круглая сцена была вымощена и мутное зарево радиоактивных облаков отражалось от нее слабым мерцанием. Осадки из короткоживущих изотопов после ядерных взрывов стерли звезды с неба. Но Пертураба все равно мог различить грязное пятно сильной варп аномалии в дальнем северо-западном рукаве галактики. От этой планеты до нее было гораздо ближе, и он даже видел отростки, которые тянулись от аномалии, тянулись к нему, искали его, подступали вплотную, словно хотели унести его с поверхности гидрокордатус. Не имело значения, сколько световых лет отдаляет его от этого варп шторма. Пертураба всегда чувствовал его, всегда с любой планеты видел его отцвет в небе, но не знал, чему обязан такой способностью. Может быть, его органы чувств были намеренно устроены таким образом. Точно так же, как Сангвини был создан крылатым, а Коракс наделен удивительными глазами. Возможно, причиной был сбой в его генетике, однако он обладал этим то ли даром, то ли проклятием, сколько себя помнил. Как только он узнал кое-что о природе этой аномалии, она постоянно вторгалась в его сны, вызывала кошмары и преследовала наяву. Однажды он спросил у Ферруса, видят ли этот шторм его серебристые глаза, на что брат лишь покачал головой и смерил Пертураба слегка презрительным взглядом, словно тот признался в каком-то тайном пороке или изъяне. Больше они на эту тему не заговаривали. Пертураба отогнал воспоминания и вызванное ими двойственное чувство. Феррус мертв, а его убийца сейчас стоит перед ним. Облик Фулгрима на этот раз больше не напоминал времена Иствана 5. Примарх был облачен в пурпурную броню, пластины которой переливались оттенками цвета от светлого до более темного. На одно плечо был наброшен подбитый мехом плащ, на поясе золотой меч с рукояткой, обтянутой черной кожей, тот самый, который Феррус выковал в кузнях Таравата на горе Народное. Белые волосы Фулгрима были заплетены во множество аккуратных косичек, которые были стянуты на затылке и перевиты в жгут, лежавший на правом плече подобно спящей змеи. В отблесках светильников глаза примарха казались еще темнее. Пертураба с облегчением заметил, что он явился без своих капитанов, избрав Эльдар, которого называл Коручи Вора, единственным спутником на этот вечер истории. «Я был уверен, что ты не разочаруешь меня, брат», сказал Фулгрим, и медленно развел поднятые руки, подразумевая грандиозное сооружение, построенное для него. «Этот шедевр архитектурного искусства, который достоин самой лучшей драмы. Скажи, похоже ли воплощение твоей мечты на то, какой ты ее изначально представлял?» Сходство близкое, но не полное. Полного никогда не бывает. «Это пока», заметил Фулгрим и шагнул ему навстречу, намереваясь обнять брата. Оба примарха обнялись под гром аплодисментов, которые бесконечным эхом разнеслись по талиокрону. Фулгрим добродушно похлопал брата по спине и растоловал в обе щеки. Но Пертураба такие жесты были совершенно чужды, и он понятия не имел, как нужно реагировать. Волосы Фулгрима были умащены столь ароматными маслами, что он не мог не вдохнуть их соблазнительный запах. «Брат, а плащ тебе идет», сказал Фулгрим и широко улыбнулся. Они разомкнули объятия, но Фулгрим все равно продолжал удерживать Пертураба за руку, словно не хотел разрушать возникшую между ними близость. Он воздел другую руку, будто упиваясь восторгом аудитории, будто черпая из него силы. «Мы, боги, брат!» воскликнул он, и толпа согласно заорала. Театральность Фулгрима начала утомлять Пертураба, и он высвободил руку. Столь нарочитое братание попахивало какой-то интригой, и первым инстинктивным желанием Пертураба было оказаться от этого представления подальше. Встав перед ним, Фулгрим заговорил так тихо, что даже великолепная акустика Таля Крона не могла донести его слова до остальных. «Где твои молотоносцы?» Брат, наконец, заметил отсутствие железного круга. «Они бы изумительно смотрелись на такой сцене!» «Внизу!» ответил Пертураба и отступил на шаг. Хотя на какой-то миг изъявление родственной привязанности его обрадовало, он не любил близкие физические контакты. «Но почему роботы?» спросил Фулгрим будто не значай. «Почему не воины из плоти и крови, которые не подчиняются доктрино-схемам механикам?» «Стражи-автоматы не спят, не ослабевают бдительность и не предают». «Но в них нет и чувств, которые свойственны телохранителям смертным. Они никогда не отдадут за тебя жизнь до последней капли крови, потому что так велит им любовь». «Любовь? А любовь-то тут при чем?» Фулгрим многозначительно улыбнулся, словно изумленный тем, что Пертураба спрашивает столь очевидные вещи. «Как можно доверять телохранителю, который не любит того, кого защищает?» «Так твоя гвардия Феникса тебя любит?» спросил Пертураба резче, чем хотел. «Еще как?» ответил Фулгрим, вновь говоря в полный голос. «Я фениксиец, любимый всеми, я звезда, вокруг которой вращаются мои воины. Без меня у них не будет цели, а воин без цели не достоин жить». Зрители ответили на это очередным хором одобрительных возгласов. Пертураба рассеянно кивнув, встал по правую руку от брата, чтобы лучше рассмотреть завернувшегося в плащ Эльдар, который скрывался в тени Фулгрима. Вблизи в этом существе стала заметна какая-то пустота, какой-то голод, который ничем нельзя было насытить. Хотя Капюшон скрывал лицо Ксеноса, Пертураба увидел, что у него точеные черты, полные губы и блестящие волосы фиолетового оттенка. Эльдар был красив, но все равно в нем чего-то не хватало. Ладно, если Фулгрим хочет представления, придется ему подыграть. Ты называешь себя короче вора, Эльдар кивнул. Это скорее звание, чем имя. Раньше я был врачевателем. На бьелерайском диалекте это означает. Я знаю, что это означает, прервал его Пертураба, завершающий страдание. Повелитель знает язык Альдар, удивился вора. Помимо прочих, Пертураба ответил на родном языке Ксеноса и с мимолетным удовлетворением заметил, что и Фулгрим и сам вора удивлены. Или тут он перешел на протаречь, полную отрывистых и глухих звуков. Мы можем общаться на языке зеленокожих. Фулгрим рассмеялся. Ты не перестаешь меня поражать, брат. Никогда не думал, что у тебя такие лингвистические способности. Я провел всю жизнь, ведя осады, рыл окопы и разрушал города. Поэтому ты так легко забываешь, что я наделен не менее проницательным интеллектом, чем остальные наши братья. Пертураба старался не выдать голосом, насколько такая невнимательность его обижает. Может быть, я уступаю Магнусу в знании варпа, а Хорусу в стратегическом гении. Но зато я прекрасно умею пользоваться в своих целях тем, что другие меня недооценивают. Я никогда не совершу подобные ошибки, улыбнулся Фулгрим. Еще как совершишь, возразил Пертураба и резко отвернувшись скрестил руки на широкой груди. А теперь рассказывай свою сверхценную историю, ради которой моему легиону пришлось построить этот амфитеатр. Это рассказ о богах Эльдар и об их воинах начал Фулгрим. Рассказ о создании столь чудовищном и столь же прекрасном, что братья заточили его в темницу, вычеркнув из истории памяти. Ангел Экстерминатус, предположил Пертураба. Да, отозвался вора, ангел Экстерминатус. И ты заставил меня создать Талиокрон, чтобы пересказывать выдумки ксеносов? Прогнув к брату, сжал его плечо. Это реальность, которой самой ее природой было предначертано исчезнуть. Даже звезды были против нее, ибо оружию такой силы нельзя позволить вырваться на свободу. Хотя Фулгрим и говорил с лишней помпезностью. Ему все-таки удалось пробудить в брате любопытство. Пертураба отлично понимал, как часто под маской легенды скрывается правда. Где это оружие? Ты знаешь, где? Ты всегда это знал, брат. Пертураба тоже поднял взгляд к небу и увидел кипящий водоворот варп энергии. Звездный вихрь. Расскажи мне эту легенду, приказал он. В тени, которую отбрасывали нимфы с чашами-светильниками, за встречей примархов следили, опустившись на колени двое. Но если зрители до предела, заполнявшие ярусы амфитеатра, наблюдали за сценой с упоенным восторгом, то у этих двоих происходящее не вызывало ничего, кроме ненависти. И покров тени, и слой пыли на доспехах должны были сделать так, чтобы наблюдатели не привлекли подозрительных взглядов. Но на самом деле такой опасности не было, на них никто бы не обратил внимания. Более высокий из этой пары был облачен в темную броню, на которой все знаки отличия и символика легиона были скрыты под стратегически размещенным налетом пыли и кусками ткани, исчерканными ничего не значащими каракулями. На каждой пластине виднелось множество царапин и вмятин, которые техномастера Сизифия так и не выправили. Воин смотрел на фениксийца с нескрываемым отвращением, содрогаясь от усилий сдержаться и не броситься на пролом, чтобы уничтожить убийцу Ферруса Мануса. Воина звали Сабик Велунд, и он был из Легиона Железный Круг. Его спутник, более стройный, носил броню, чернее которой не было среди Легиона Состартос, причем дополнительно измененную так, чтобы уменьшить ее видимость во всех спектрах и свести к минимуму сигналы на любой длине волны. Его звали Никона Шараукин, воин из Гвардии Ворона, Виртуоз Скрытности и Палач Предателей. Оба привыкли действовать глубоко в тылу врага, но это проникновение было, пожалуй, самой рискованной операцией в их карьере, по крайней мере, со времен Каворы Сарты и Криптоса. «Меня тошнит от одного его вида», признался Велун, имея в виду Фулгрима, вызывающего в нем омерзение. Шараукин, не отвлекаясь, все так же прижимал к окуляру шлема прицел матого-черного карабина-игольника. Приклад оружия надежно упирался в его плечо. Карабин был модифицирован так, чтобы работать с разными боеприпасами и в разных режимах ведения огня. Компактный инструмент смерти, способный убивать беззвучно как издали, так и с близкого расстояния. Поражает цель вихрем сплошных стальных игол. «А ты не смотри», посоветовал Шараукин. «Слушай, воспользуйся тем параболическим вокс-вором, что дал тебе Томатика. Он фратор Томатика. К тому же здесь такая акустика, что мы прекрасно услышим все, что говорят эти предатели. Мне не нужен этот вор. Он практически выплюнул последнее слово. Пусть так, но он может записать их слова, напомнил Шараукин. Бронтан и остальные тоже захотят послушать. Велон подумал, что Шараукину стоит напомнить, кто такой Бронтан и как следует его называть. Он знал, что ворон вряд ли примет значение к сведению. Все-таки у их боевых групп, сложившихся случайным образом и разрозненных, была слишком нестандартная организация. Так какая разница, у кого какое звание? Но нет, разница была, особенно теперь, когда Ферруса Мануса не стало. Он носит звание капитана. Ну ладно, вздохнул Шараукин. Капитан Бронтан точно захочет услышать запись. У меня сложилось впечатление, что принимать решение на основе косвенных свидетельств не в его характере. Даже если источником информации будет кто-то вроде тебя, друг мой. Веллунд кивнул, пристыженный этим напоминанием об одной из целей их миссии. Обычно он рассуждал с холодной четкостью машины, но вид примарха детей императора вывел его из себя. Убийца Ферруса Мануса беззаботно смеялся, словно не совершил никакого преступления и одним своим видом еще больше ослаблял честь железных рук, до сих пор и не отмщенную. Со дня предательства наистваний никто из десятого легиона не видел фениксийца и Веллунду казалось, что души погибших товарищей, жаждущие мести, возлагают эту тяжелую задачу на него. Он вспомнил, как фениксийц одним ударом отшвырнул его от Ферруса Мануса и сердце его заколотилось, а металлические пальцы левой руки сжались в кулак. Сабик, сосредоточься, сказал Шараукин, заметив состояние товарища. Моему легиону тоже от них досталось. Делай, что должен, и наш ответный удар станет он понимал, что Шараукин прав, но медузианская запальчивость все еще грозила взять верх. Расстроенный собственным несовершенством, он сосредоточился на том, чтобы вернуть равновесие эмоциям, в которых главными на время должны были стать холерическая энергичность и меланхолическое бесстрастие. В отличие от многих железных рук, которые быстро приходили в ярость и потому действовали импульсивно, Веллун давно научился контролировать свой темперамент. По крайней мере, так он думал, пока не увидел на сцене фулгрима. Воспоминания о том, что сделал фениксиец, разрушили его самообладание с той же легкостью, с какой лазерный резак проходит сквозь пластик. Если бы не вмешательство Шараукина, он мог бы даже выдать их укрытие. Ты прав, согласился Веллун, стараясь выровнять дыхание. Я позорю себя, проявляя слабость. Ненавидеть их не слабость, отозвался Шараукин. Используй свою ненависть, брат, оттачивая ее как оружие, занесенное для удара. И тогда в нужный момент она станет еще сокрушительнее. Даже проявляя столь несвойственное ему красноречие, Ворон оставался неподвижным, все так же прижимая к окуляру прицел карабина. Неужели ты сможешь отсюда попасть? Спросил Веллун, подготавливая оборудование Воксвора и устанавливая ничем не примечательную черную коробку на штакив. Из его наруча вылезло несколько матово-черных кабелей, которые он воткнул в заднюю часть устройства, тут же возвестившего о начале работы тихим жужжанием. Да, правда, они находятся за пределами эффективной дальности моего карабина-игольника, не говоря уже о том, что это при марсе. Но искушение есть? Еще какое, сказал Шараукин, продевая тонкий палец в спусковую скобу и слегка надавливая. Дальномер щелкнул, откалибровывая нарезку ствола. Может, я выстрелю, только чтобы посмотреть, соответствует ли этот твой грозовой орел заявленным качеством. Поверь, у этих предателей нет ничего летающего, что могло бы его догнать. Я тебе верю, но будем надеяться, что проверять это на деле не придется. Воксворд чирикнул, когда Велон захватил фокус трех людей в центре амфитеатра, и внутри прибора раздалось щелкание поворачивающихся шестеренок. Запись началась. Велон говорил Шараукину, что услышать разговор они смогут и без прибора. Но Шараукин был прав. Даже несмотря на свое состояние, капитан Бронтан захочет сам услышать слова предателей, прежде чем назначать им план действий. Да, железные руки оказались разгромлены в результате предательства на черных песках. Их ветераны были уничтожены, их богоподобный отец сражен вероломным братом, но это лишь сделало их еще опаснее. Как оглушенный боец, поднимающийся после каждого падения, железные руки вернулись в бой сильнее, чем прежде. Велон переключился с мыслей о возмездии на людей, стоявших внизу. Примарх железных воинов кружил возле худого человека, закутанного в скрывающие его одежды. Кто был этот человек, признанный достаточно важным, чтобы получить право находиться рядом с двумя примархами, являлась загадкой. Но уже сам факт его присутствия здесь говорил о том, что он был достоин внимания. Слова двух примархов-предателей взлетели к самым верхним рядам огромного амфитеатра. Шараукин и Велон с возрастающим ужасом слушали их разговор, в котором фениксиец объяснял, зачем явился на гидрукордатус. «Трон!» зарычал Велон. «Это еще слабо сказано», прошептал Шараукин. «Думаю, тебе все же следует выстрелить». Шараукин щелкнул предохранителем и сказал, «Думаю, ты прав». Глава шестая Маэль Шаэйль Атиракия Выстрел во тьме Это была легенда расы, которой принадлежал коручий вора, но центральное место на сцене занял Фулгрим. Фениксиец никогда не любил делить с кем-либо внимание публики, но теперь, как видел Пертураба, он стал самовлюбленным до эгомании. Его брат театрально мерял шагами сцену, великий артист, прогуливающийся перед тем, как произнести свой величайший монолог. Наконец, он принял героическую позу, больше похожую на актера, изображавшего Фулгрима, чем на самого Фулгрима. «Братья и сестры», начал Фулгрим, низко поклонившись, «Сегодня я поведаю вам легенду о забытых временах, о потерянных империях и о галактике, какой она была до возвышения человечества. Ныне мы правим звездами, когда-то бывшими во владении древней расы. И хотя сейчас гибель ее близка и неизбежна, в тайных уголках галактики еще сохранились останки когда-то величайшего царства. Слушайте внимательно, и я перенесу вас сквозь туманы времен, в последние дни этой угасающей расы». Фулгрим говорил величественно, блестяще играя интонациями, прочно захватывавшими внимание зрителей. Пертураба же его слова казались излишне вычурными. Эту информацию можно было донести в два раза быстрее. Пертураба не знал, что будет из себя представлять историю, но был уверен, что смог бы рассказать ее, не тратя попусту времени и не скрывая смысл ее красоты. Но Фулгрим, отдавшись странному безумию, казалось, уже не мог обойтись ни без первого, ни без второго. Он стоял, сложив на груди руки, а Фулгрим крался по сцене, как убийца на охоте, и черные глаза на бледном лице скользили по толпе, словно он высматривал кого-то. Фулгрим поднял одну руку к небу. Наша история начинается во времена до начала времен, когда человечеству лишь предстояло выползти из первого океана в грязь на берегу. Мы еще не были достойны надеть короны богов, ибо их носила другая раса, а во вселенной есть место лишь одному пантеону. Были они детьми Азуриана. Он создал их из своей плоти и бросил в галактику, как пахарь бросает в землю семен. Они называли себя Эльдат, и их империя протянулась от одного края кольца единорога до другого, от рукава Персея до самых дальних краев рукава Центавра. Могущественно и горда была их империя, ибо боги даровали им возможность перемещаться в любое место своих владений в мгновение ока. Цари-воины Эльданеш и Ультанеш повели армии в завоевательные походы, низвергавшие всякого, кто смеливался противостоять им. Но хотя вся галактика принадлежала им, эгоистичные Эльдар не были удовлетворены. Эльданеш тосковал, что ему не с кем играть, и тогда Иша, блудная богиня, из лона которой вышли Эльдар, пролила горькие слезы, превратившиеся в новую жизнь. Ее печаль стала созидательным источником, породившим многие удивительные расы. И все это лишь для развлечения ее детей. Сложно поверить, что можно столь бездумно потворствовать чьим-либо желанием. Пока Фулгрим говорил, Пертураба смотрел на коручу вору. И хотя тот до сих пор не сбросил капюшон, было видно, какие чувства вызывает в нем сказание. После каждого уничижительного слова в адрес Эльдар на лице воры дергался мускул. Нервный тик был почти незаметен, только острые глаза примарха могли его увидеть. Зрителям история Фулгрима может и нравилась, но вора определенно не испытывал восторга. Фулгрим кружил по сцене, и его голос был словно мед. Ласкающая слух звуковая гармония, которая затягивала Пертураба в мир придуманных персонажей и событий против его воли. Пока Фулгрим рассказывал об альдарских героях и королях, об их великих мыслителях и, разумеется, ворогах. Что за драма бесковарного зла, которому надо противостоять? Как известно всем вам, сила порождает зависть, и король завоеванной расы Хреш-Селейн, укрываясь в самых дальних уголках галактики, начал строить козни. Упомянув короля, Фулгрим сутулился и потер руки, как детский сказочник, изображавший злодея. Это выглядело комично, но толпа, разместившаяся на рядах амфитеатра, отреагировала гневными, возмущенными криками. Подобная реакция на манипулирование словами брата ошеломила Пертураба, но даже он был вынужден признать, что разворачивающаяся перед ним мифологическая история вызывала в нем все больше интерес. На конец армии Хреш-Селейн, тайно восстановленные и скрытые в измерениях, куда Эльдар проникнуть не могли, собрались и нанесли завоевателям ответный удар. Хреш-Селейн, ведомые своим королем, убивали Эльдар десятками тысяч, и после этих битв целые регионы галактики оставались пустыми на тысячелетия. О да, Эльдар были могущественны, а их воины несравненны, но в армиях Хреш-Селейн было больше солдат, чем звезд на небе, и хотя каждая битва уносила миллионы жизней, для их невообразимо огромных воинств эти жизни были как капли в океане. К этому моменту Фулгрим извлек изножен меч, и золотой клинок давал новые поводы для восторженных возгласов и одобрительных криков. Фулгрим кружился и подныривал как танцор, но Пертураба видел, что в каждом его движении скрывалось исключительное мастерство, убийственное изящество, сделавшее его брата непревзойденным мечником, которому никогда не смогли противостоять ни Желеман с его техничностью, ни Ангрон с его концентрированной яростью. Эльдар были на грани поражения, и их боги со слезами на глазах взирали на своих возлюбленных детей, теперь так униженных. Вновь возвал Эльданиш к своей богине матери, заклиная помощь, и его мольбы так тронули ее, что она обратилась к своему брату-мужу, богу войны Каэла меньше Кхейну, с просьбой прийти Эльдар на помощь. Кхейн отказался, ибо потомство Азуриана всегда вызывало в нем зависть, свое когда-то невинное тело, бог войны уступил и взял ее, не заботясь, останется ли она жива, и едва поместил он в нее свое кровавое семя, как яростный аватар алыми когтями прорвал себе путь из ее лона, охваченный жаждой разрушения, на которое даже бог войны был не способен. Пертурава почувствовал, в какой ужас пришли слушатели при мысли о столь чудовищном создании, однако определить, какие реальные события скрывались за этой аллегорией было невозможно. Последний крик Иши стал первым криком ее дитя войны, боевым кличем, от которого в ужасе замерло сердце самой галактики, и который до сих пор звучит в сердцах проливающих кровь. У Эльдар существо было известно как Маэль-Шаэль от Иракия. Они не произносят это имя, но страх перед ним живет в них, разъедая чахнущие сердца. Что его имя значит, брат, спросил Пертураба. Я говорю на языке Эльдар, но эти слова слышу впервые. Фулгрим прервался, и его лицо исказилось в раздражении, готовом перерасти в ярость из-за того, что его перебили. Это древнее имя, господин, сказал коручий вора. Его никогда не произносят слух. Оно означает прекрасный орел из ада, что несет разрушение всему, что примерно переводится как Ангел Экстерминатус закончил за него Пертураба. Могу я продолжать? резко спросил Фулгрим, едва сдерживающий агрессию. Пертураба кивнул, и Фулгрим вернулся к рассказу, будто его и не перебивали. Ангел Экстерминатус присоединился к борьбе против Хреш-Селейн, и невиданные бойни учинил он по всей галактике. Эль-Данеш с радостью принял его помощь, хотя и понимал, что его трусость повлекла смерть богини-матери. Уль-Танеш же пришел в отчаяние от сыны, который им пришлось заплатить за этот новорожденный дух разрушения, за это прекрасное создание, что в равной степени внушало любовь и ужас. Ангел Экстерминатус был воистину полубогом Эль-Дар, и равных ему не было. Он был наделен обольстительным обликом, величайшей силой и великолепнейшим умом. Знания, которыми боги обладали, обладал и он. Силой, которые они боялись применять, он с песней в сердце обрушивал на врагов. Мощь Ангела Экстерминатус пугала Уль-Танеша, но Эль-Данеш полюбил смрад крови, вонь обугленной плоти и зрелище падальщиков, пожирающих мертвецов. В нем зародилась зависть к силе, которой Ангел будет закончена. Но когда враги его народа начали отступать перед лицом Ангела Экстерминатус, стремление Эль-Данеша уничтожить врагов лишь усилилось, превратившись в наваждение. Только смерть всех их до единого могла утолить эту жажду крови, и он убедил Ангела Экстерминатус выковать оружие, которое сотрет их миры, не оставив и следа. Ангел Экстерминатус согласился, не видя, как безумен Эль-Данеш, и сотворил оружие такой силы, что иные, узнав о нем, предпочитали убить себя, но не жить в галактике, где существовали подобные вещи. Теперь Пертураба по-настоящему заинтересовался. Не важно, что это, цветастая аллегория или безумная выдумка. Ради этой части легенды все и затевалось, ради нее он потворствовал прихотям Фулгрима. Создать подобное оружие было непросто, говорил Фулгрим, и Ангела Экстерминатус это ослабило, ибо много сил вложил он в его разрушительную сущность. Утомившись, он погрузился в глубокий сон на поле древней битвы, оставив оружие в дар Эль-Данешу. Но Эль-Данеш увидел творение Ангела Экстерминатус и отчаяние охватило его, ибо теперь он понимал, что подобное оружие гнусно. С него спала пелена безумия, и узрел он, чем стал, и что потерял в своей погоне за победой. Он призвал Уль-Таниша, и вместе они вознесли мольбу к Азуриану, прося изгнать Ангела Экстерминатус в небытие за пределами пространства и времени, вернуть его в ад, из которого он явился. Почувствовав их намерение, Ангел Экстерминатус пробудился и вступил с ними в бой. Не прекращая говорить, Фулгрим рубил мечом воздух, и каждый удар был по-театральному отчаянным. Он словно боролся за свою жизнь с незримыми противниками, уже начавшими изматывать его. Его дыхание сбилось, волосы растрепались, и он рухнул на одно колено, выставив перед собой золотой меч, совершенно воплощенный образ окруженного врагами героя, поверженного на колени, но не сломленного. Пиртураба давно уже не обращал внимания на мифологические элементы истории, пытаясь выделить скрывавшуюся за легенды истину. Фулгрим с трудом поднялся на ноги, будто ему противостояла невидимая сила, не дававшая встать с колен. С начала времен не видел мир такой битвы. Богоподобное создание было атаковано непокорными наследниками, и сердца их не знали пощады, а кровь текла рекой, и сама ткань галактики рвалась, столь жестокой был их бой. Никто из ныне живущих не помнит, как долго сражались полубоги, но превозмочь силу ангела Экстерминатус, Эльданеш и Ультанеш не могли. Обоих он поверг на колени, обоих ждала гибель от существа, которое они же помогли создать. Но прежде чем ангел Экстерминатус успел нанести последний удар, сам Азуриан вмешался, дабы спасти своих безрассудных сыновей. Ангел Экстерминатус был богом, но Азуриан правил небесами Зайры до того, как тот вышел из окровавленного тела Иши, и мощь его ужасала. Он завершил начатое Эльданешем и Ультанешем и разорвал ткань галактики, и связал ангела Экстерминатус цепями из пространства и времени и заточил его в тюрьме, откуда не сбежать, где не получить помилование за сотворенные злодеяния. Пертураба усмехнулся про себя. Так банально была концовка с божественным вмешательством. Но когда Фулгрим поднял глаза к небесам, он внезапно понял, что будет дальше. «Узрите древнюю тюрьму ангела Экстерминатус», закричал Фулгрим, вскидывая меч к радиоактивным полевым облакам. Они были многокилометровой толщины, но кольцо света развело их в стороны достаточно широко, чтобы стало видно тьму ночи, а в этом пятне тьмы уродливый нарыв звездного вихря. Расстояние до цели 506 метров. Шараукин настроил фокус прицела кончиком правого большого пальца. Выбранное им место было оптимально для выстрела вдоль направления ветра, что исключало смещение снаряда и изменение траектории. Термоавгуры на охлаждающем кожухе винтовки измерили окружающую температуру и с миганием провели коррекцию, чтобы компенсировать подъемный эффект, который горячий воздух окажет на толстую стальную иглу. Шараукин также учел силу планетарного магнитного поля, выбирая угол выстрела. Любую стандартную цель можно было уже считать мертвой. Вот только примарх не был стандартной целью. «Мы уходим, как только я выстрелю», сказал Шараукин. «Убираемся отсюда и быстро». «Даже если я промахнусь, понял?» «Понял», ответил Велун. «Не беспокойся, я не собираюсь терять голову и бросаться на них в одиночку». Шараукин прицелился врагу в голову, замедлил сердечный ритм, выровнял дыхание и едва заметно надавил на спусковой крючок. На визоре шлема высветились подтверждающие иконки и прерывистая линия прочертила путь, по которому пролетит игла. Прямо через глаз примарха. «Стреляю», сказал он. Толпа выла, глядя на зловещее пятно несвета и искаженного пространства времени в небесах. Ипертураба презирал их за то, как просто их было удивить. Они представления не имели, какая опасность за этим таилась, какая ужасная язва незаметно проникала в сердце. Вид этого пятна, как изнуряющая душевная болезнь, уничтожал всю радость и волю к жизни в тех, кто смотрел на него. Апертураба смотрел на него уже немало времени. «Великий звездный вихрь!» вскричал Фулгрим, словно пылкий проповедник был их времен. Рана, которую нанесла галактики раса, не желавшая признать, что ее время подходит к концу, нанесла, дабы заточить в ней богоподобное существо. Величайшее достижение и величайший позор Эльдар лежит здесь, окованный цепями, которые Азуриан запретил снимать до скончания жизни самой вселенной. И было так с незапамятных времен. Фулгрим замолчал, наслаждаясь прелестью еще не произнесенных слов и позволяя томительному ожиданию нарастать, пока Пертураба не начал опасаться, что публика взбунтуется, продлись паузы чуть дольше. Но Азуриан забыл, что его народ разрушен собственными слабостями, а нам нет дела до запретов павшего бога. Путь открыт тем, кто осмелится. Фулгрим убрал меч в ножны. Глаза его горели, кожа блестела от испарины. Его грудь тяжело вздымалась, так напрягался он, рассказывая, словно выступал перед духом самой Талии. Пертураба видел, что его изможденность наиграна, поскольку понимал, что брат старается соответствовать ожиданиям толпы и величественности амфитеатра. Ныне ангел Экстерминатус погружен в сон, Риана. Заберем себе оружие, выкованное в древние времена, прогрохотал Фулгрим. Пертураба увидел брызнувшие из его головы крохотные капли крови за секунду до того, как услышал щелчок выстрела. Черные глаза Фулгрима закатились. «Нет!» вскричал Пертураба, когда брат рухнул на плиты сцены. Его пепельно-серое лицо заливало кровь. «Вперед!» крикнул Шараукин, срываясь с места Он развернулся и побежал к затененной галереи статуй, что украшало последний ярус амфитеатра. А позади между тем началось светопредставление. Под ними гремели испуганные гневные крики, в десятки раз усиленные великолепной акустикой строения. Но ни у Шараукина, ни у Велунда не было времени оценивать их. За ними уже наверняка началась погоня. «Ты убил его?» спросил Велун, когда они добрались до точки спуска, рядом с которых в тенях были спрятаны мотки высокопрочных тросов. «Я попал куда хотел», сказал Шараукин, набрасывая трос на шею статуи, изображавшей богини, и прикрепляя его к металлическому кольцу на броне. «А вот сможет ли его это убить?» уже другой вопрос. «Прыгай, потом поговорим». Оба воина повернулись лицом к центру амфитеатра, балансируя на выступе изогнутой каменной стены в сотнях метров над землей. «Готов?» спросил Шараукин. «Готов», отозвался Велун. «Прыгаем». Шараукин оттолкнулся от края и полетел по параболе вдоль фасада здания. Он контролировал стремительный спуск, касаясь стены руками в сверхпрочных латных перчатках, и на полпути до земли вновь у нее уперся. Мрамор под подошвами захрустел и осыпался на землю дождем белой крошки. Велун все еще был над ним, его прыжки несущийся навстречу земле. Из амфитеатра уже хлынули паникующие толпы. Возможно, они решили, что их настигло имперское возмездие, что незаметно подобрался военный флот, нетронутый предательством. «Жаль, что это не так», подумал Шараукин. Раздались выстрелы, из изогнутого барельефа над ним выбило несколько осколков, и он увидел троих воинов в тусклой, неокрашенной броне железных воинов, чье оружие было направлено вверх. Шараукин последние 20 метров до земли он пролетел в свободном падении и приземлился с оружием в руках, готовый стрелять. Он опустился на одно колено и выпустил визор ближайшего железного воина очередь игл. Предатель беззвучно упал. Шараукин направил один ток-снаряд в решетку шлема второго, после чего перекатился в сторону, уходя от болтерного огня, угодившего в землю в том месте, куда он приземлился. Еще один стремительный заряд игл пробил тонкое сочленение брони на шее третьего железного воина. На металлическую грудную пластину хлынула кровь и его ноги подкосились. Велунг рухнул рядом и Шараукин поморщился. Так неуклюже было приземление железнорукого. «Кариван-послушник держится в воздухе лучше тебя, брат!» сказал Шараукин. Велунг пробурчал что-то в ответ и побежал на юг. Из амфитеатра продолжали вытекать толпы вражеских последователей и воинов. Шараукин бросился за ним, когда направлялись к своему потайному месту, наблюдая за двумя примарками-предателями. Миссия по добыче информации превратилась в попытку покушения. Они бежали через груды строительного мусора, оставшегося после сверхбыстрого возведения театра. Через целый город из огромных отвалов пород, траншей, складов материалов и высящихся строительных механизмов. По обеим сторонам от них то и дело мелькали опустевшие строительные лагеря и снабженческие базы. Среди шумоиспуганных голосов окружающего амфитеатра Шараукин различил так хорошо знакомые звуки погони. Жизнь в тылу врага развила в нем сверхъестественную способность чувствовать, что на него охотятся. И как бы не сильна была в нем ненависть к предателям и к тому, что они сотворили, он никогда не забывал, что они были легионерами, столь же смертоносными и опытными, как любые другие воины императора. Но такой битвы с вороном и железноруким закричал он Велонду. Подрываю первый заряд! Земля сотряслась, когда сдетонировала первая из многочисленных бомб, установленных на пути их отсюда. Комья грязи и части тел взметнулись в воздух и упали под ужасающий гул термического взрыва. Шараукин затормозил у перевернутого скипового погрузчика и поставил винтовку на металлический край побитого ковша. Из теней отбрасываемых горой каменных обломков вышла толпа мужчин и женщин в одеждах кричащих цветов. И Шараукин избавился от первых шести из них и стратив то же количество игл. Остальные растеряли часть решительности, но не остановились даже после того, как он убил еще пятерых. Уходим, приказал Велон. Шараукин подхватил винтовку и побежал. Стоило ему показаться из-за укрытия, как воздух наполнили полные ненависти крики и вслед ему полетели очереди плохо нацеленного огня. Толпу прорезал поток глухих болтерных выстрелов. Несколько человека разорвало на куски, а еще большее число лишилось конечностей. В то время как Шараукин стрелял со смертоносной точностью, грозно-ревущий болтер Велонда весьма эффективно усмирял толпы. Шараукин присоединился к Велонду за грудой армокаркасов и хлопнул его по плечу, одновременно пригибаясь, когда услышал рев двигателей и топот тяжелых шагов, от которых тряслась земля. Носороги, сказал он. Нет, лендрейдеры, ответил Велон. Они хотят окружить нас, сказал Шараукин. Нельзя останавливаться. Согласен. Вперед, бросил Шараукин, закидывая за плечо винтовку. Огонь между тем усиливался. Велон побежал к узкому проходу между двумя пирамидами из каменных обломков и щебня. Снаряды взрывались рядом с Шараукиным и их осколки царапали броню. И уже совсем близко раздавался транспорта. Шараукин воскликнул Велон, когда посреди преследующей их толпы взорвалась еще одна зарытая бомба. Прикрой меня, прокричал тот в ответ. Кричащую толпу прорядила болтерная стрельба и Шараукин помчался к Велонду. Он позволил себе оглянуться. Именно в этот момент два лендрейдеров забрались на металлическую дюну и с железным лязгом скатились вниз. Их корпуса покрывали безумные пурпурные и розовые спирали, сложенные из органических пластин, отчего танки казались облаченными в змеиную кожу. Сверкающие знамена развивались над люками, а дымовые установки оставляли позади себя клубы радужного тумана. Машины выглядели так причудливо, что Шараукин невольно замешкался. Это промедление спасло ему жизнь. Вспыхнули лазерные лучи и куча щебня впереди испарилась, только столб пепла и стальной крошки поднялся к небу. Шараукина подбросило в воздух, и он тяжело приземлился на штабель саперных лопат, но перекатился на ноги и вновь впустился в бег прежде, чем очередной короткий луч ударил в место, где он был только что, и запрыгнул в широкую траншею с проложенными по дну рельсами. По камню и земле били пули, и воздух прорезали скоростные очереди крупнокалиберных болтерных снарядов. Один из них скользнул по нагруднику и сбил его с ног. Он поднялся, продолжил бежать. Подняв взгляд вверх, он заметил огромные силуэты в легионерских доспехах. Они двигались по обе стороны от него, по грядам из сваленного камня и вырытой земли. Массореактивные снаряды ударили в землю под ногами, но маскирующие улучшения брони скрывали его от наводящих систем вражеских орудий. Вот что бывает, когда полагаешься на машины, а не на собственные глаза. В наплечник ударила пуля. Он наступился, но продолжал петлять из стороны в сторону, а оглушающий рев лендрейдера все приближался. До него доносилось скрежетание гнущейся стали и визг продирающихся через завалы гусениц и натужный войт двигателей. Широкая траншея привела его в круглый склад, заставленный рядами каменных блоков, влагоупорными вакуумными упаковками пермакрита, грудами стальной арматуры и штабелями огромных размером со стволы титанских орудий труб. «Найди укрытие!» раздался в шлеме голос Велунда. «Быстро!» Шараукин подбежал к широким диаметрам вдва его неполных роста трубам, бросился внутрь и прижался к изогнутой стене. «Бабах!» сказал Велун. От мощного взрыва мир содрогнулся, как от землетрясения. Вдоль трубы прошла ударная волна сжатого воздуха, придавив Шараукина к стене. Загремело бухающее эхо вторичных взрывов, и он почувствовал, как перенастраиваются автосенсорные датчики доспеха, в ответ на сотрясающие землю звуковые волны и ослепительные вспышки. Трубу сминало и корежило, словно на нее наступила боевая машина, и сквозь трещины встали начал пробиваться свет. Оправившись, Шараукин подбежал к дальнему концу трубы, одновременно проверяя, не повреждена ли винтовка. В конце тоннеля возник силуэт кого-то массивного, закованного в броню и сверхчеловечески сложенного, но оружие Шараукина уже было вскинуто, и единственная ядовитая игла устремилась в грудь цели. Воин повалился на пол, сдавленно вскрикнув, и Шараукин перепрыгнул через тело, мельком обратив внимание на жутко обезображенное лицо и странное длинноствольное оружие у него в руках. Добравшись до конца тоннеля, Шараукин вновь прижался к покореженной стальной стенке и выглянул наружу, чтобы посмотреть, что происходит. Дело было плохо, враг отреагировал гораздо быстрее, чем они предполагали. Железные воины и дети императора постепенно окружали их, воздвигая неприступный барьер. Группы солдат в униформе цвета хаки прочесывали территорию с такой методичностью, что он удивился, пока не понял, что это были селюфкидские таракиты. Повсюду виднелись широкие фигуры легионеров-предателей, выкрикивавших приказы или подгонявших подчиненных ударами. Шараукин несколько мгновений прислушивался к ним, пытаясь понять, досталась ли ему сомнительная честь стать первым слугой Империума, который убил примарха-предателя. Одни со скорбью рассказывали, что видели, как пуля убийцы насквозь пробила фулгриму голову, а другие утверждали, что раненый примарх лично возглавил охоту на своего неудавшегося покусителя. Узнать правду было невозможно, а у него не было времени стоять там и отделять факты от выдумок. Враг еще не успел захлопнуть ловушку, у него была возможность скрыться, но только если он начнет действовать немедленно. Шараукин вылез из трубы и последовал прочь от амфитеатра, перебегая там, где его могла укрыть темнота, прячась в тенях там, где его выискивали неумолимые лучи прожекторов. Каждый преодоленный метр был победой, но по мере того, как все больше и больше воинов наполняло строительные площадки, у него заканчивались пространство и время для маневров. «Велон, ты тут?» прошептал он по Воксу. «Мне бы помощь не помешала». В динамиках шлема если Велонда поймали и убили сразу после того, как он подорвал бомбы. Железнорукий не обладал его скрытностью и никогда не отрабатывал техник, позволявших избегать встречи с врагом, которые использовали в гвардии Ворона. Велон спас Шараукину жизнь, когда стащил его, раненого на десантный корабль на Истване 5. И при мысли, что этот долг может остаться неоплаченным, ему стало горько. Шараукин двинулся вперед, пробираясь через омуты застоявшейся, грязной от масел воды, под тяжелыми подъемниками, между блоками строительных материалов. Он пробежал по краю высокого равелина, внутренняя площадка, которого была завалена мотками колючей проволоки, пильными козлами и прочими инструментами осады. И тут до него донесся скрип пола под ногами. Осознав, что за ним кто-то есть, он упал на землю, и пронесшаяся над ним волна пронзительного звука пробила метровую дыру в блочной, пластиковой стене. Он перекатился, навел на врага винтовку и выпустил в него весь магазин, почти не тратя времени на прицеливание. Иглы пробили пластрон легионера, превратив грудь в кровавое месиво. Предатель истерично засмеялся и вновь поднял оружие. Во второй раз это не пройдет, сказал Шараукин, бросая винтовку и вынимая из заплечных ножен парные гладии. Их черные лезвия были чернее ночи, не отражали света и скользили почти без трения. Шараукин прыгнул, одним мечом разрубил звуковое оружие воина, а второе вонзил ему в шею. Но и после этого он не умер. Едва Шараукин выдернул мечи, как воин невозможно широко распахнул рот. Шараукин поначалу решил, что у противника не лицо монстра, а лишь уродливо модифицированный шлем. Но теперь он понял, что ошибся. Чудовищные хирургические операции превратили воина во что-то нечеловеческое. Пародию на плод эволюции, что развивался миллионы лет и победил в естественном отборе. Он закричал оглушающе громко. И хотя Шараукин тут же заставил его умолкнуть выпадом меча, пробившего пластичный череп, было слишком поздно. Враг знал, где он. Шараукин вложил мечи в ножны, подобрал винтовку и помчался к краю строительной территории. Выстрелы продолжали взметать песок под ногами. Вопли воинов, превратившихся в чудовищ, продолжали его преследовать. Шараукин взобрался на холм, нарушая важнейшее правило, не оказываться на открытом пространстве и поискал глазами путь наружу. Его не было. Он спустился обратно, когда в гряду ударили выстрелы и сел прямо на землю. Отряды смертных солдат и легионеров-предателей сходились к нему. Показались четыре ярких лендрейдера, а за ними с десяток носорогов железных воинов. Предатели вышли из танков с мрачным спокойствием и направились к загнанной добыче. Шараукин вставил в винтовку последний магазин с иглами и вновь полез на холм. Огонь усилился, лазера оставляли на доспехах черной отметины, а на визоре шлема яростно мигали предупреждения о полученном уроне. Он повернулся и вскинул винтовку. После каждого выстрела на землю падало по солдату, а перед ним уже выкатывали на боевые позиции групповые орудия, четырехствольные лазерные пушки, мелкокалиберные гаубицы и туннельные минометы. Его окружало по меньшей мере тысяча врагов, полных решимости взять его живым и заставить заплатить за содеянное. «Проклятие! И давать мне поблажки они не собираются!» сказал он. За его спиной раздался хриплый рев машины. Таким звуком поглощают горячий воздух мощные реактивные двигатели. Вокруг него закружились клубы песка, и замаскированный в нескольких спектрах десантный корабль поднялся из-за гряды, оставляя за собой дрожащие конденсационные следы. Он был покрашен в тускло-серый. Сложенные крылья ощетинились пушками, а на усеченном носу крепились спаренные тяжелые болтеры. Ракетные установки на верхней части фюзеляжа с лязгом перевелись в боевое положение. Штормовой орел накренился вниз, и Шараукин увидел, что в кабине пилота сидит Сабик Велун. Шараукин бросился на землю по крику Веланда, и на холм обрушился град выстрелов, разрывая на куски все живое, в урагане масс реактивных разрывных снарядов и бронебойных пуль. Предатели разбегались от штормового орла, но он поворачивался из стороны в сторону и превращал весь склон под Шараукиным в кипящее озеро раскаленного металла и изуродованной плоти. Это сопровождалось невообразимым шумом, бесконечным адским грохотом, состоявшим из глухих взрывов, жужжания вращающихся магазинов и звона гильз, падающих на землю медным дождем. Вражеские лендрейдеры выдержали огненный шторм, но Велун еще не закончил. Четыре ракеты отделились от креплений и устремились к бронированным машинам. Три танка взорвались сразу же, на их месте расцвел огонь, испепеливший укрывшихся за ними солдат. Четвертый промчался несколько метров по кривой, словно раненое животное. Похоронил несколько детей императора под полыхающим островом и взорвался, разлетевшись на части. После этого стало тихо, как в первые мгновения после ужасной катастрофы, в мгновение перед тем, когда происходит ужасающее осознание происходящего. Шараукин воспользовался этим моментом, чтобы взобраться по насыпи к штормовому орлу. Десантный корабль повис над землей, на подушке из воздуха, нагретого до такой степени, что верх гряды превращался в стекло. Стволы его скорострельных пушек изрыгали жар и дым. Штурмовая аппарель тяжело опустилась на землю, и Шараукин, не теряя времени, запрыгнул на борт. «Давай!» прокричал он, ударив ладонью по поднимающему аппарель пульту. Штормовой орел развернулся вокруг своей оси. Велон запустил двигатели, и Шараукина бросила в стену фюзеляжа. Десантный корабль опустился и полетел низко над землей, прокладывая извилистый путь через осадные сооружения. Шараукин, отчаянно цепляясь за фиксаторы и поручни, на выступающих переборках пробрался в кокпит. Он упал в кресло второго пилота, смотря как стремительно мелькают за армированным стеклом красные земли и каменные горы. «Молодец, успел», сказал он. «Мне не пришлось бы суетиться, если бы ты не отстал», отозвался Велон. Шараукин пожал плечами, не желая спорить, а десантный корабль продолжал дико лавируя прокладывать себе путь мимо потоков зенитного огня. Руки Велон дометались над приборной панелью, разгоняя двигатели, оставляя позади обманные цели и выбирая менее предсказуемые маршруты. По части маневренности штормовой орел превосходил все легионерские корабли, в которых Шараукину доводилось летать, а его маскировка была так эффективна, что даже самые прекрасно скоординированные схемы ведения огня, применяемые железными воинами, не могли ему ничего сделать. Покинув пределы долины, корабль сменил безумное лавирование на относительно ровный полет. «Мы ушли от них», спросил он. «Их десантные корабли еще будут за нами плестись, но поймать прежде, чем мы вернемся на Сизифе, не успеют. А как же их орбитальные установки?» Железнорукий насмешливо фыркнул. «Ты уверен?» «Конечно уверен», сказал Велун. «Это я разработал модель ночной яске, не забывай». Шараукин ухмыльнулся и постучал костяшками пальцев по краю армированного сидения. «Знаешь, Сабик, я думаю, механикам все-таки утвердят эту модификацию». «Правда?» «Правда», сказал Шараукин. «Когда-нибудь». Глава седьмая «Я был там». Верхние пути Плоть в награду Фулгрим падал медленно. Так неохотно падает самое огромное дерево в лесу, корни которого подточила невидимая гниль. Пертурава бросился к брату раньше, чем кто-нибудь в амфитеатре понял, что происходит. Подложил ладонь под голову Фулгрима, когда она ударилась о каменные плиты сцены с пугающим треском. Мысленным приказом вызвал железный круг и крикнул зрителям в ужасе сорвавшимся с места, чтобы они не приближались. «Брат!» позвал Пертураба и быстро осмотрел верхние ярусы Талиокрона в поисках снайпера. Прокрутив в уме момент выстрела, он проанализировал траекторию пули и триангуляции получил точку, из которой стреляли. Там никого не было, что, впрочем, и неудивительно. Любой уважающий себя снайпер должен был давно уже скрыться. Раздался грохот шагов и железный круг сомкнулся, заключив своего хозяина в несокрушимое кольцо. Роботы приняли боевую стойку и подняли щиты, так что оба примарха оказались в тени, которую отбрасывала эта стальная стена. На правом виске Фулгрима виднелось аккуратное входное отверстие раны, но выходного отверстия не было. Снаряд, выпущенный из оружия неведомого убийцы, все еще оставался в черепе примарха. — Фулгрим, скажи что-нибудь. — Брат! Из-за ручейков крови, стекающих по его лицу, глаза Фулгрима казались черными как коникс. — Я здесь. — Только представь, прошептал он. — Теперь ты сможешь сказать, что был там. — О чем ты? — Ты был там, когда убили Фулгрима. — Не смеши меня, — возмутился Пертураба. — Это пустяки. Мы оба получали куда более серьезные ранения. — Боюсь, что ты ошибаешься, брат, — ответил Фулгрим и схватил его за руку, словно собирался прощаться. Кровь продолжала течь по лицу Фулгрима. И Пертураба подумал, что всего этого просто не может быть. Даже организм легионера уже справился бы с кровотечением. А уж физиология примарха должна была остановить кровь практически мгновенно. Неужели император зашел так далеко, что решился использовать ассасина с отравленным оружием? От мысли о столь подлом приеме ярость Пертураба раскалилась до ярости сверхновой. Только трус будет искать другой способ расправиться с врагом, кроме честного поединка. А предположение о том, что его собственный генетический отец мог задействовать тайных убийц пятнало все воспоминания о нем. Роботы с грохотом зашевелились, их молоты с визгом накапливали энергию. Искусственные мышцы гудели от нарастающего напряжения. Кто-то приближался, и стражники готовились уничтожить его. Фулгрим едва заметно пошевелился и произнес «Это Фабий, он мой апотекарий». «Пропустить», скомандовал Пертураба, и железный круг раступился, открывая проход для сгорбленной фигуры в доспехе детей императора. Фабий с первого взгляда не понравился Пертураба. У него были впалые щеки, косматые волосы, а глаза смотрели так пристально, словно апотекарий прикидывал, какого размера гроб подойдет примарху. Доспех сидел на нем кое-как и больше напоминал панцирь погибшего существа, в котором теперь гнездился паразит, убивший его старого владельца. За плечами Фабия виднелось некое механическое приспособление, похожее на паука. Он склонился над своим раненым примархом и Пертурабу уловил омерзительную смесь запахов, исходивших от апотекария, бальзамирующая жидкость, неизвестные ядовитые и не поддавалось никаким дезинфицирующим веществам. Без сомнения, этот воин уже был сверхчеловеком, но и на руках, и на голове под жидкими волосами у него виднелось несколько хирургических шрамов, что Пертураба показалось, будто апотекарий решил на этом не останавливаться. Может быть, гротескные создания в карнавале Фулгрима тоже его работа? Повелитель воскликнул Фабий, осматривая рану, из которой текла ярко-красная, насыщенная кислородом кровь. Вот что должно быть, сыны Хоруса пережили на давине. Хуже этого мне ничего испытывать не доводилось. Заткнись и лечи его, приказал Пертураба. Мелодраматичность казалась ему неуместной, сравнение с магистром войны раздражало. Фабий, сказал Фулгрим, я чувствую его у себя в голове. Что это было за оружие, спросил апотекарио Пертураба. Не знаю, но для болт-снаряда входное отверстие слишком маленькое, а для лазерного оружия слишком большое повреждение тканей. Рискну предположить, что стреляли сплошным снарядом из какой-то винтовки. Кивнув, Фабий обернулся к Фулгриму и пришедший в движение Анартециум скрыл, что именно он делает. Пертураба собирался уже покинуть защитный железный круг и пойти выяснить, что происходит снаружи Толя Крона, но он не доверял апотекарию и не хотел оставлять брата с ним наедине. Что-то в этом человеке подсказывало, что в его обществе опасность вскоре будет грозить любому. Чужая плоть казалась ему привлекательным холстом, на котором хирург может писать бросающий вызов природе картину. По другую сторону сомкнутых щитов бурлила разъяренная и испуганная толпа зрителей. Их страх нарастал. Они видели, как упал фениксиец, и с каждой секунды домыслы о его судьбе, порожденные неведением, становились все более фантастическими. В последний раз откинув Фабия подозрительным взглядом, Пертураба вышел из-под защиты телохранителей. Оказалось, что кузнецы войны истрезубца уже ждут его. Они кружили по периметру, установленному механическими стражами, словно быки-гроксы, оберегающие телящуюся самку. Рядом стояли дети императора. Так коршуны следят за стадом, когда от него отобьется самый слабый. Воины фулгрима держались с предельным напряжением. Им не терпелось узнать, что с их примархом, но они не хотели вызвать гнев железных воинов и стражей Пертураба. Вперед выступил воин в богато украшенном доспехе катафракта, увешанном гирляндами костей и с кусками кожи, натянутыми на пластины брони. Лицо воина изуродовали страшные ожоги, которые до конца так и не зажили, в том числе из-за неправильного лечения. Мутные белесые глаза с неестественно яркими розовыми сосудами сочились вязкой жидкостью, и эти слезы стекали по неровностям шрамов. «Кто ты?» спросил Пертураба. «Юлий Кесарон, первый капитан, фениксиец? Он жив. Примарха не может убить какой-то жалкий бандит с ружьем, который толком не умеет стрелять. «Позвольте нам его увидеть», попросил Кесарон, и уже двинулся к своему примарху, когда Пертураба положил руку ему на грудь. «Не вынуждай меня применять силу!» «Но он наш примарх!» запротестовал воин. «А еще он мой брат!» отрезал Пертураба. Белесые глаза Кесарона быстро осмотрели самые верхние ярусы талия крона, но невозможно было понять, о чем воин думает. «Вот она, хваленная предусмотрительность железных воинов», сказал он наконец. «И Пертураба захотелось разбить ему голову с сокрушителем наковален за такое высокомерие. Этого не должно было случиться». «Не должно было», согласился Пертураба, сдерживая гнев. «И не случилось бы, не возжелай Фулгрим театрального представления. В этом случае даже воины Вальдора не смогли бы защитить его». Кесарон уже собрался возразить, но Пертураба не дал ему сказать. «Пока ты ничем не можешь помочь своему примарху, займись лучше тем, кто совершил покушение, выследи его и убей». «Охота уже началась», ответил Кесарон. «У одиночки, решившегося на такую гнусность, нет никаких шансов. Он не уйдет и на полкилометра от здания, как его схватят». «А если нет?» «Даже если каким-то чудом он скроется от поисковых отрядов, с планеты он выбраться не сможет и никак не обойдет корабли на орбите». Пертураба обдумал это предположение и обнаружил в нем слабые места. «Я бы согласился, если бы у вашего флота было хоть какое-то подобие боевого построения». В ответ на это Кесарон ощетинился и сжал кулаки, что не ускользнуло от внимания Пертураба. «Хочешь умереть, человек? Или присягнув Хорусу, легион моего брата разумом и одичал и поглупел?» «Хорусу мы не присягали», ряфнул Кесарон. Пертураба был потрясен, но не стал задавать дальнейших вопросов, вместо этого отметив про себя возможные последствия этого признания. «Тогда учти вот что, Юлий Кесарон, первый капитан. Это моя планета и мой театр. Ты же просто досадная помеха. Еще раз подвернешься под руку и я действительно тебя убью». Кесарон отошел назад с виноватым видом, хотя при этом казалось, что угроза смерти вызвала в нем приятное возбуждение. Не обращая больше на него внимания, Пертураба вновь оглядел верхние ряды амфитеатра и остановился взглядом на том месте, откуда стрелял ассасин. Хорошая позиция, все основные входы и выходы легко просматриваются. Много тени, обеспечивающие маскировку и удобный путь отхода в глубине здания. Для снайпера кем бы он ни был лучше места не найти. Внезапно Пертураба понял, что ненавидит Талиакрон. Теперь величие театра посрамлено и своей изначальной цели он не послужит. Очередное творение Пертураба, задуманное как произведение искусства, было изуродовано теми, кого он когда-то любил. Неужели все, что он создает ради красоты обречено, едва родившись. Пертураба обернулся навстречу Лендрейдеру, который въехал в Талиакрон через главные врата. Пурпурно-золотая машина детей императора заняла всю сцену, расколов треками каменные плиты. На орудиях, украшенных филигранью и резным орнаментом, виднелись яркие пятна крови и прочих выделений человеческого организма. С мясницких крюков, установленных на верхних щитках гусениц, свисали железные цепи, а на них гирлянда шлемов Астартес, железные руки, саламандры и гвардия ворона. Но Пертураба также заметил шлем, когда-то принадлежавший пожирателю миров, и дыхательную маску кого-то из гвардии смерти. Даже если в коллекции Фулгрима и был шлем железного воина, ему хватило благоразумия не хвастаться таким трофеем. Роботы железного круга выпрямились и разомкнули щиты, возвращая их в походное положение у себя на боках. Фулгрим, окруженный боевыми машинами, предстал триумфатором, победившим смерть. Он готовился к мучительной кончине, но вместо этого был возрожден, хотя на лице его все еще оставались следы крови. «Брат!» заговорил он и шагнул к Пертураба с распростертыми объятиями. «Это чудо!» «Ты выжил!» Пертураба покачал головой. Фулгрим поднял руку, в которой был зажат длинный осколок. Острие тонкого куска стали, запятнанного красным, расплющилось и согнулось. «Едва!» уточнил Фулгрим. Фабию стоило огромных трудов извлечь этот осколок. Он вошел под таким тупым углом, что не проник внутрь, а прошел под теменной костью и остановился на противоположной стороне. Фулгрим откинул белые волосы, чтобы показать свежий надрез на другом виске, который Фабию пришлось делать для извлечения осколка. Ярко-красная линия повторяла траекторию снаряда, плавными изгибами, соединяя обе раны с гармоничной соразмерностью. «Какое везение, что у тебя крепкий череп!» сказал Пертураба. «Точно подмечено, брат!» со смехом ответил Фулгрим. Когда они оказались в подземном уединении Ковеи-Феррум, Пертураба наполнил две кружки и протянул одну Фулгриму. Тот разыграл целую Пантомиму, наслаждаясь ароматом и букетом вина, словно актер на сцене. Хаос, в который погрузился Талиакрон, остался позади. Сюда их доставил конвой лендрейдеров, а фанатики Фулгрима, ликующий Крича, отправились оповестить всех о чудесном спасении Примарка. «Ты рассказал впечатляющую историю», признал Пертураба, осушил свою кружку и наполнил ее снова. И что в ней было правдой? Широко улыбаясь, Фулгрим пожал плечами. «Кто знает, все или ничего, неважно, что в ней факт, а что домыслы сказателей, накопившиеся за века. Еще как важно, если ты хочешь заручиться поддержкой моего легиона». «Ты не так меня понял, брат», ответил Фулгрим, бессознательно подчесывая симметричные шрамы на висках. «Боги войны, древние темницы, это все фантастическая мишура. Пожалуй, я приукрасил некоторые детали легенды для большего эффекта, потому что эльдарская, бардовская традиция настолько пресная, что ее невозможно воспринимать, не оживив предварительно приличной дозой штюрмерства». «Так о чем же эта легенда на самом деле?» спросил Пертураба, двигаясь вокруг стола, заваленного сотнями архитектурных чертежей. Он уже решил, что уничтожит их все, если Фулгрим уйдет. «Есть не хоть крупица истины?» «Есть», сказал Фулгрим и подозвал к себе коручий вору. Пертураба, остановившись, пронзил эльдар холодным взглядом. «Ну же, вора, скажи, что здесь правда, но избавь меня от гипербол, которые любит мой брат». «Правда в том, что это оружие действительно существует». Имеет значение, было ли создание, называемое Ангел Экстерминатус, реальностью или нет. Скорее всего, его просто выдумали, чтобы скрыть более страшный факт – само существование этого оружия. «Зачем Эльдар специально выдумывать что-то подобное?» «Потому что это удобно, считать, что столь жуткие вещи сотворило ужасное демоническое божество», ответил Фулгрим. «Им проще было поверить в монстра, чем признать, что якобы высокоразвитая раса Эльдар оказалась способна изобрести такое оружие разрушения. Я все равно не понимаю, на основе чего ты утверждаешь, что это оружие реально», сказал Пертураба. «Потому что, короче, вора его видел». Пертураба развернулся и посмотрел в янтарные глаза Эльдар. «Ты действительно его видел?» «Да», подтвердил вора, коротко кивнув. «Я побывал в призрачных залах древней цитадели в самом сердце того, что вы называете звездным вихрем, в месте, которое зовется Амон Нишак Каэлис». «Город вечной ночи», перевел Пертураба. «Какое душевное название?» Не обращая внимания на его сарказм, вора продолжил. «Я видел огромные склепы, видел защиту, установленную вокруг этого оружия. Цитадель так хорошо укреплена, что проникнуть внутрь и захватить ее сокровище сможет только величайший мастер осады». Проигнорировав столь откровенную лесть, Пертураба обернулся к Фулгриму. «Теперь понятно, зачем тебе нужен мой легион. Ты хочешь, чтобы мои воины взяли Эльдарскую цитадель?» «Верно», согласился Фулгрим. «Но есть и другие причины, которые привели меня к тебе. Это твоя судьба, брат. Так было предначертано с твоего рождения, иначе почему тебя всегда преследовали видения Звездного Вихря?» «Как ты узнал?» раздраженно спросил Пертураба с внезапной подозрительностью. «Я говорил об этом только с Феррусом Манусом, и он посмеялся надо мной». «Не забывай, брат, но Ферруса убил я», прошептал Фулгрим и многозначительно улыбнулся. Словно они с Пертураба были участниками одного заговора. Ничто так не сближает, как убийство. Император сделал так, что нас, примархов, связали узы, и крови, и кое-чего еще. Со смертью Ферруса ко мне перешли его мысли и мечты, кстати, весьма скучно и пресно. Я также узнал некоторые его воспоминания. Фулгрим похлопал по навершию Эфеса своего меча. Обезглаив его, я, по правде говоря, оказал ему ощущений, которыми богата жизнь. Он впустую растратил свои дни, так и не поняв, каким даром был наделен. Подозреваю, что сам Феррус считал иначе. Может быть, засмеялся Фулгрим, но все это в прошлом, а я хочу двигаться дальше. Для меня важно только будущее, и оно у нас общее. Ты должен помочь мне добыть это оружие для магистра войны, потому что таково твое предначертание. Воспользуйся этим шансом напомнить Хоррусу, в чем сила четвертого легиона, и тогда Афолиза будут. Пришло время добиться славы, которая так долго от тебя ускользала. Ты не учитываешь того, что оружие все еще находится в центре варп шторма. Короче, вора станет нашим проводником. Как ты пробрался сквозь шторм? Пертураба требовательно посмотрел на вору. Ты же не навигатор. Эльдар кивнул. Я прошел верхними путями, повелитель. Верхними путями? Тайный безопасный маршрут, который ведет в самое сердце звездного вихря, и о котором знают только некоторые из моего народа. Это один из наших самых ценных секретов, и я готов открыть его вам, повелители. Пертураба не слишком верил таким словам, но его заинтересовала возможность заполучить это оружие. Казалось бы, только и ждущее, когда у него появится новый владелец. Осадные орудия, которые Лев передал ему на Диамате, были мощными, но мощь эта ограничивалась масштабами смертных. С их помощью можно было сокрушать стены и уничтожать города. Но что они по сравнению с оружием, которое способно погубить целую галактическую империю? Фулгрим, я не особо верю тому, что ты мне рассказал, но если в легенде есть хоть намек на правду, прикасаясь к шраму у себя на голове. Он посылает ассасина, чтобы помешать нам объединиться. Попади снаряд на долю градусов выше, и я бы последовал за Феррусом. Действовать нужно без промедления, иначе враги нас опередят. У Пертураба появилось отвратительное чувство, что аргументы Фулгрима не оставляют ему выбора. Но так его легион хотя бы сможет совершить что-то полезное, пока не поступят новые приказы от магистра войны. Хорошо, ответил он, если это оружие реально, оно должно стать нашим. Оно может остановить войну самим фактом своего существования. Фулгрим, казалось, был разочарован таким сухим прагматизмом, но Пертураба еще не закончил. Конечно же, нам придется применить это оружие, чтобы доказать серьезность угрозы. Но когда император увидит, на какие страшные разрушения оно способно, у него не останется иного выбора, кроме как сдаться. Сдаться? вкрадчиво промурлыкал Фулгрим. Капитуляция Хорусу не нужна. Если враг остается у тебя в тылу, он обязательно атакует снова. Нет, как только мы получим это оружие, мы воспользуемся им, чтобы полностью уничтожить армии императора. Тогда тебе придется сделать это без меня. Что ты сказал? Фулгрим отставил свою кружку. Наши легионы будут действовать вместе только при одном условии. Я получу полный контроль над этим оружием, ответил Пертураба с непреклонной категоричностью. Я стану его хранителем и буду решать, когда и где его применить. Перед лицом такой угрозы война закончится прежде, чем все зайдет слишком далеко. Прежде переспросил Фулгрим смысл сражаться за такое оружие, если мы не собираемся его использовать. В чем был смысл твоего амфитеатра, пока он существовал лишь на бумаге? Посмотри, как он великолепен. Неужели ты построил его лишь за тем, чтобы обречь на бесполезное запустение? Он выполнил свою задачу, и теперь я могу снести его без всяких сожалений. Неужели, удивился Фулгрим, столько сил потрачено на создание этого театра, и ты готов безжалостно уничтожить его? Разве ты не хочешь оставить о себе память, чтобы другие увидели его и восхитились гениальностью архитектора? Я строил его для тебя, Пертураба равнодушно пожал плечами. Делай с ним что хочешь. И сделаю, огрызнулся на это Фулгрим. Боль В итоге все всегда сводилось к боли. Глаза Кассандра двигались, но веки не открывались, склеенной коркой из крови пыли. Во рту пересохло, кожа горела. Он тихо вздохнул и понял, что еще жив. Его генетически усовершенствованный организм уже восстанавливался. Разорванные кровеносные сосуды соединялись, органы наращивали новые ткани вместо уничтоженных, тратя на это все ресурсы тела до последней молекулы. Делая осторожные вдохи, он прислушался к сигналам, которые подавала его собственная искалеченная плоть. Его ранило в голову скользящим попаданием. Это он помнил. А пульсирующая боль в правом виске говорила, что от ранения останется уродливый шрам. Вот ему и урок, что не стоит терять шлем. Затрудненное дыхание указывало, что одно из легких скорее всего спалось, а не менее в конечностях явный симптом того, что кровообращение держится только на втором сердце. Еще он смог определить, что лежит на спине и что ему холодно. Вот, пожалуй, и все. Он был без доспеха, но все равно чувствовал инвазивное присутствие множества биометрических датчиков, подсоединенных к разъемам на его теле. Апотекарион? Нет. Последнее, что Кассандр помнил, это двойная вспышка болтерных выстрелов, а затем обжигающая боль в груди. В него и раньше стреляли, но с таким остервенением никогда. Нелепо задумываться о том, ведь какая разница, с каким чувством в тебя стреляют. Но злоба, исходившая от железного воина, когда он нажал на спусковой крючок, была почти материальна. Он ненавидел Кассандра, ненавидел больше всего на свете. Очевидно, что цитадель пала, и для Кассандра это обернулось тем, что он попал в плен к врагу. Он попытался сесть, но не смог даже пошевелиться. Прочные фиксаторы из кожи и стали были закреплены на его запястьях и лодыжках, груди и шее. А когда он попробовал разорвать путы, силы, Кассандр с трудом открыл глаза и повернул голову, осматриваясь. Над ним купольный свод потолка из черного кирпича. С него свисал голый люминофор, раскачивавшийся на холодном сквозняке, которым тянуло из низкой арки справа. Выложенные кафелем стены блестели от влаги. В тени угадывались очертания каких-то странных устройств с резервуарами и зеленого стекла, из которых доносилось бульканье и шипение. Внутри плавали обрывки плоти столь необычные, что невозможно было определить, кому она могла принадлежать. Кассандр чувствовал вонь крови экскрементов, тяжелый дух крупных животных и запах холодного металла. Он лежал на одном из восьми одинаковых секционных столов, составленных вокруг проржавевшей дренажной решетки в центре зала. На некоторых столах были вскрытые тела, похожие останки после какого-то жуткого и неудачного эксперимента по пересадке органов. С потолочного свода свисало устройство из металла в перемешку с органикой. В этом страшном гибриде были соединены несколько боевых сервиторов, хирургических аппаратов, органических скальпельных кронштейнов, сейчас усохших, дрелей и кабелей, которые оплетали машину словно внутренности. «Не дергайся», сказал кто-то, «а то он тебя услышит». «Кто это?» воскликнул Кассандр. «Локрис, Кастер, это ты?» «Эти имена мне не знакомы». Все больше приходя в себя, Кассандр разглядел, что на одном из столов лежал еще кто-то живой, хотя шины фиксатора закрывали большую часть его тела. Кассандр по голосу определил, что это воин-легионер, причем не просто легионер. «Имперский кулак», произнес Кассандр, заметив татуировку на открытом плече воина. Его собрат вздрогнул, чему не помешала даже клетка «Был, раньше, я больше не заслуживаю этого имени». «Кто ты?» допытывался Кассандр. «Как ты здесь оказался и где мы вообще?» «Слишком много вопросов», сказал кулак. «Я никто и не имею права жить, тебе не следует говорить со мной». «Я капитан Феликс Кассандр», медленно произнес он. «Назови себя легионер». Обездвиженный воин молчал какое-то время, и Кассандр уже собирался повторить приказ, когда ответ все-таки прозвучал. «Наварра! Из шестой роты оруженосец капитана Аманда Тирас Безмятежного, пункт назначения Истван-3». «Истван-3, но как ты оказался здесь?» И снова ответу предшествовала долгая пауза. «Да Иствана мы не добрались, попали в засаду. Меня взяли в плен, на борту Железной Крови». «Корабль Железных Воинов?» предположил Кассандр. «Да», подтвердил Навара. «Капитан возглавлял атаку на корабль Пертураба. Мы должны были 1300 воинов погибли просто так. Мы добрались до тронного зала этого подлеца. Он убил Кира одним ударом, а остальные тоже недолго продержались. Злость и чувство вины на какое-то время придали Наваре сил, но вскоре его голос зазвучал тише и, наконец, смолк. Кассандр присмотрелся к нему пристальнее, стараясь различить детали за сложным переплетением стальных штырей и спиц, проходящих через кости. Кожу Навары покрывали ужасные шрамы. Ноги были ампутированы от середины бедра. К его рукам, шеи и культе ног были присоединены многочисленные трубки, и вещества, что текли по ним, явно не были обезболивающими. Мы на корабле железных воинов? Нет, ответил Навара, если бы. Что ты хочешь сказать, где мы тогда? Это логово апотекария Фабия, прошептал Навара. Кто это, Фабий? Из детей императора, зашипел Навара, зажмурившись, все его тело напряглось. Воины Фулгрима? Такого Кассандр не ожидал, но не было особой разницы, кому из предателей они попали в плен. Они имперские кулаки, и их долг вырваться на свободу и нанести врагу максимально возможный урон. Сколько времени ты здесь? Что ты знаешь об этом месте? Ничего, сказал Навара, мне давно пора уже умереть. Кассандра охватила ярость. Ты серьезно ранен, легионер, но не мертв. Ты имперский кулак, и ты будешь сражаться, пока тебя не убьют. Только попробуй сдаться, и ты опозоришь память о своих боевых братьях. Мы найдем способ достать врага, или погибнем, пытаясь это сделать. Ты понял? Понял, отозвался Навара. Кассандр не мог и предположить, каким пыткам подвергли его железные воины, чтобы сломить его волю. Но тело можно вылечить, и также можно укрепить дух и вернуть утраченное мужество. Навара, мы гордые сыны Дорна, сказал Кассандр. Наш генетический отец хранит наши души, а холодные ветра Инвита смиряют безрассудные порывы. Должен быть путь к спасению, а если его нет, то мы проложим сами. Какие благородные призывы, сказал голос, похожий на шелест сухой змейной кожи, но совершенно бесполезный. Никто не сможет покинуть мой Виви Сектори, капитан Кассандр, по крайней мере живым. Говоривший возник в зале беззвучно и не совершая на первый взгляд никаких движений. Кассандр не услышал его шагов, и когда тот поравнялся со столом, ощетинился от инстинктивного чувства омерзения, которое вызывал этот хирург в плаще из кожи. Человек этот, как и Кассандр, также подвергся генетическим улучшениям. Но на этом сходство между ними кончалось. Он был изможден и сгорблен настолько, что силовой блок доспеха казался паразитом, взобравшимся ему на спину. Над плечами вздымались щелкающие и скрипящие манипуляторы. Несколько трубок, по виду органических, отделились от центрального аппарата и яростно присосались к биомеханическому устройству, выплевывая в его кровеносную систему порции вонючего черного эхора. И рот человека приоткрылся, словно от наслаждения. «Я, Фабий», — сказал он, поглаживая шрамы на груди Кассандра, «а это мое собрание курьезов». «Курьезов?» «Скорее уж гнусности», — прошипел Кассандр, снова стараясь разорвать путы. «Ты безумец, и я тебя убью». Фабий рассмеялся с искренним весельем. «Ты не поверишь, как часто мне такое говорят. Но все, кого преобразили мои ножи и кошмары, очень быстро начинают любить боль, которую я им причиняю. Боль ведет к удовольствию, а удовольствие может быть очень сладкой мукой». «Знаю, пока ты этого не понимаешь, но так все и будет». Трубки отсоединились от биомеханического устройства на спине апотекария, и он тихими шагами отошел к стене зала. Кассандр старался следить за ним, насколько позволяли фиксаторы. Но Фабий скрылся в тени, откуда теперь доносилось лишь позвякивание металла о стекло. «Как великодушно со стороны железного владыки наградить нас свежей плотью», сказал Фабий. И несколько светосфер внезапно зажглись, почти как приношение вассала своему господину. Теперь Кассандр увидел, что за жуткое содержимое находится внутри сосудов из зеленого стекла, расставленных по периметру зала. Целая коллекция частей тел, внутренних органов и препарированных голов. Несмотря на потрясение, пленник понял по размерам этих экспонатов, что все они были извлечены из тел космических десантников. Судя по обозначениям, здесь были образцы по крайней мере 11 легионов. «Мое хобби», пояснил Фабий, наслаждаясь отвращением Кассандра. «У меня есть образцы жизнеспособных тканей от всех легионов, бывших на Истване 5. Некоторыми их бывшие владельцы поделились добровольно, а некоторыми, ну, не совсем, но из всей коллекции именно твои ткани представляют для меня наибольший интерес. Полагаю, Геносемя Дорна ближе всего к первоисточнику». «Ты не смеешь вмешиваться в великий замысел императора», сказал Кассандр. «Смею», рявкнул Фабий. «Я смею такое, на что и сам император не решится. Мне уже удалось узнать многое из того, что известно ему. И с каждым шагом я все ближе к цели. Усовершенствовать то, что он начал делать наугад, создать идеального воина». Кассандр не оставлял попыток освободиться, но фиксаторы держались крепко. «Не трать силы», хихикнул Фабий и склонился над пленником, с челчком выпуская с пальцев перчаток целый набор лезвий. «А то не сможешь кричать!» Глава восьмая Отправляющиеся в путь В командном зале Пертураба почти ничего не изменилось с тех пор, как имперские кулаки взяли на абордаж железную кровь. Скрепленные заклепками балки поднимались к потолку, образуя решетчатый свод, с которого свисали пустые птичьи клетки, а в толстых стенах отдавалось гудение мощных двигателей. Пыльные знамена и изорванные карты Старой Земли перемежались с клятвенными свитками, рассказывавшими о победах, которые не назвал бы никто за пределами этого зала, которые не отметил ни один летописец. Дверь в зал больше никогда не закрывалась, а кровь на стенах высохла, оставив липкие коричневые пятна. Сломанный пульт у одной из стен до сих пор искрил всякий раз, когда в цепь подавался ток. Убрали только разбитые тела имперских кулаков. Их выбросили из гермошлюзов после битвы при Фолле, как мусор. Холодный железный трон Пертураба, выплавленный из остатков сокровищницы его приемного отца, стоял пустой в дальнем конце зала, под высокими стрельчатыми окнами из решетчатого бронированного стекла. В них виднелся красноватый шар Гидрокордатус, и отраженный от местной звезды свет наполнял зал холодным, мрачным сиянием. А среди звезд двигались яркие точки, тщательно пытаясь выдать себя за такие же звезды. Огромный флот кружил на высокой орбите. Здесь стеснились корабли двух легионов, но Форекс не обращал на них внимания. Его взгляд был прикован к Пертураба, стоявшему и смотревшему, как флот готовится покинуть орбиту. Приказ вывести войска с поверхности был отдан без промедления, и он разобрал циркумволационные линии за несколько часов. Подъемники и орудийные тягачи доставили на грузовые корабли легиона сложные металлические конструкции и детали заводского выпуска, оставив на месте когда-то плодородной долины радиоактивную пустошь из перекопанной земли, голых камней и металлической пыли. Ковею Феррум разобрали в темноте, и под покровом секретности перевезли ее части на железную кровь на специальных самосвалах. Барбан Фальк вновь гордо заявил, что однажды вернется сюда и будет здесь строить, но Форекс не слушал его заискивающих речей. Однако, когда последний корабль поднялся на орбиту, Форекса охватило яркое предчувствие, что возможно не только Фальк вернется на эту планету. Теперь, когда осадные сооружения были убраны, флот занял позицию для отправки с орбиты, исполняя изящный танец эффективности, в котором не важно было, какому повелителю он служит. Примарх стоял на постаменте, где находился его запятнанный кровью трон, а кузнецы войны выстроились перед ним ровными рядами. Почти 200 воинов, обладавших исключительными умениями и талантами. Торамина был впереди, все еще жаждущий показать себя, несмотря на пережитое ранее унижение. Несколько его товарищей кузнецов из Тор-Безаш стояли рядом, демонстрируя свою сплоченность, и вновь при виде белых волос и холодных глаз Торамина, Форикс почувствовал какое-то неопределенное беспокойство. Пертураба подошел к краю помоста. С этим миром покончено, его крепость обратилась в пыль, его защитники в пепел. За словами Пертураба не последовало радостных криков, ибо он не искал в своих воинах страстного одобрения, только понимания. Мы объединимся с третьим легионом, наша задача пробить путь в крепость Ксеносов и захватить оружие такой мощи, что с ним нам больше не придется дробить камни. Победим в этой войне, и дни копания в земле будут окончены. Мы вновь станем воинами. Не успел Пертураба продолжить, как заговорил Торамина. Повелитель, неужели мы теперь подчиняемся приказам фениксийца? Форикс задержал дыхание, ожидая расправы, но Пертураба лишь покачал головой. Нет, Торамина, не подчиняемся. Брат Фулгрим предоставил мне шанс расплатиться за неудачу с имперскими кулаками на фолле, и я решил им воспользоваться. Пока от магистра войны нет никаких приказов, мы возьмем инициативу в свои руки и станем сильнее, чем когда-либо. Пертураба отвел взгляд от Торамина и сказал, это все, возвращайтесь к своим гранд-батальонам. Кузнецы войны кромыхали по полу. Воины развернулись и промаршировали прочь из зала. Торамина и его отряд вышли последними, и Форекс видел, что они были охвачены одновременно тревогой и готовностью проявить себя. Когда кузнецы войны ушли, Пертураба повернулся, сел на трон и откинулся на спинку в ожидании тишины, постепенно опускавшись на зал. Форекс, Крагер и Фальк встали перед примархом на отведенные им места. На концы трезубца, вырезанного в железном покрытии. Ваше мнение? Я не доверяю детям императора, сказал Форекс. Тактично, ответил Пертураба, но я могу быть более откровенен. Я не доверяю Фулгриму. Повелитель подал голос Крагер. Тогда почему мы участвуем в его затее? Пертураба вздохнул, потому что у нас нет выбора. Теперь заговорил Барбан Фальк. У нас всегда есть выбор, Повелитель. Мы не обязаны полагаться на сомнительную честность фениксийца. Когда-то я убил бы тебя за подобное замечание, Фальк, сказал Пертураба. Теперь же мне кажется, что ты выразился слишком мягко. Тогда почему мы ему доверяем, спросил Форекс. А мы не доверяем, ответил Пертураба, опустив подбородок на сложенные шпилем пальцы. Я не знаю, что находится в этом звездном вихре. Труп какого-нибудь эльдарского бога или склад оружия, или еще что-то. Но там нечто ценное, в этом можно не сомневаться. Почему вы так думаете, спросил Крайгер. Потому что мой брат знает, что лучшая ложь это та, в которой есть доля истины, ответил Пертураба. И если оружие там есть, полагаю, Фулгрим собирается забрать его и объявив, что именно он его нашел, преподнести магистру войны. Если вообще собирается с ним расставаться, добавил Крайгер. Пертураба кивнул. Теперь ты мыслишь как Триарх. Экипаж и офицерский состав Сизифия, собранный из тех немногих, кому удалось пробить себе путь из огневого мешка Ургальской Низины, представлял собой крайне разнородную команду. Ударный крейсер принадлежал железным рукам, но подобные разделения ничего не значили, когда окровавленные воины, выжившие в бойне, бежали сквозь предательский огненный шторм в поисках спасения. Основу команды составляли железные руки и их смертоносные сервы. Поскольку большинство легионеров пытались пробраться к собственным кораблям, то среди них также были воины Саламандр и один Ворон. После резни был побег из системы Иствана, безумная череда опасных маневров под вражеским огнем и незаметные прорывы через предательскую блокаду, а за ними последовал финальный рывок к точке между звездой и кораблем, с которого можно было рассчитывать на безопасный варп-прыжок. Сизифий избежал ловушки, но за это пришлось дорого заплатить. Последовавшие за эти месяцы Сизифий, используя тактику наскок-отход, атаковал силы предателей в северных регионах галактики, причиняя ущерб, как одинокий хищник, подстерегающий в темном океане. Их жертвами были предатели, стремящиеся найти обходные пути через Сегментус Обскурус, разведывательный транспорт, корабли картографов, медлительные баржи снабжения, нагруженные смертными солдатами, боеприпасами и оружием. Их главными целями было саботировать и досаждать, пока они не установили контакт с другими выжившими. Они уловили серию зашифрованных астропатических сигналов, передававшихся на циклически сменяющих друг друга частотах, чьи характеризующими кольцевую структуру одного вулканического камня, что встречался только на Медузе. Фрат Артаматика расшифровал сообщения. Они связались с разрозненными группами лоялистов, избежавших резни, и был принят план действий, если его можно было так назвать. Десятый легион был слишком рассредоточен, чтобы исполнять свою традиционную функцию на полях сражений. Поэтому выжившие командиры решили бороться по-своему, как шипы что не дают мечу добраться до внутренности. Одним из легионеров, отставших от своих и подобранных Сизифием, был Никона Шараукин, другим Атеш Тарса. Они не были железнорукими, однако на полях этой теневой войны подобные различия едва ли имели значение. Оба доказали свою полезность, поддерживая Сизифий в рабочем состоянии, и постоянно напоминая предателям, что верных воинов императора еще рано сбрасывать со счетов. Возле лун Змееносца они устроили засаду на группу Баш, забивавших свои бездонные трюмы оружием, награбленным с полярных заводов планеты. Десять кораблей они вывели из строя или сбросили в гравитационные объятия планеты, а еще два были вынуждены бежать, борясь с охватившим корпуса огнем и теряя груз. Когда дивизион эскортных кораблей, принадлежавших гвардии смерти, прервал погоню за имперским судном, чтобы заправиться, Сизифий обрушился на них, как хищная птица на добычу. Благодаря Шараукину, великолепно разбиравшемуся в тактике засад, они напали на вражеские корабли, когда те были наиболее уязвимы и уничтожили все три. Они так и не узнали, понял ли экипаж имперского судна, кто их таинственные благодетели. На Каверсарте Велланд и Шараукин захватили одного из нелингвального воинства Шифра, так называемых Криптосов, чудовищных гибридных созданий темных механикум, из-за которых криптографическую защиту вражеских сетей раньше было невозможно сломать. С Криптосом команды лоялистов могли расшифровать закодированные сообщения предателей, а получив из них необходимую информацию, капитан Ульрах Бронтан приказал Сизифию обходными путями последовать на Гидрукордатус навстречу двух примархов предателей. Как сказал однажды Желеман, рассуждая о 13-м легионе, если дерешься с ультрадесантником, молись, чтобы он умер. Если он останется жив, не жить тебе. Тоже можно было сказать о железных руках, особенно теперь, когда они понесли невообразимую потерю. Может, Ересиарх Хорус и думал, что после смерти Ферруса Мануса 10-й легион распадется. Это лишь в очередной раз доказывало, как сильно он их недооценивал. Позволить горю, что бы оно не вызвало, затронуть воинственные сердца железных рук, значило поддаться слабости. Невыносимая, немыслимая боль лишь укрепила их решимость и сделала их еще опаснее. Они превратили горе в ненависть. Ульрах Брантан был почитаемым капитаном железных рук, но Велан всегда с грустью шел в зал капитана. Сегодня он пришел к запертому помещению вместе с Никоной Шараукином. Два воина Марлока пристально смотрели на них. Сеп Тоек и Игнаций Нумен стояли в конце широкого коридора. Оба они видели худшее, что только могла показать им галактика, и отвечали лишь презрением. Два выживших после Иствона пять, одни из первых высадившихся железноруких, маршировавшие рядом с лучшими и с милейшими воинами Десятого Легиона. Как и все, кто спасся из резни, они вырезали на доспехах именно павших, но было на их наплечниках имя выжженное кислотой, которое делало их особенными даже в братстве выдающихся воинов. Они видели, как погиб Ферус Манус. Свет был приглушен, поскольку Кадм Кира, де-факто командующий кораблем в продолжительные и становившиеся все продолжительнее периоды, пока Ульрах Бронтан спал, пристально следил за потреблением энергии. Черные доспехи обоих Морлоков испещляли надписи. Имена были вырезаны поверх сарапин, порезов и подпален, полученных на Истване пять. Как и прочие ветераны, они отказывались перекрашивать или чинить броню, пока предатель, убивший их примарха, не будет мертв. Лицо Тойка пересекало несколько изогнутых шрамов, на лице Нумена ненатурально блестела синтетическая кожа. От взорвавшейся рядом с ним плазмы боевой шлем приварило к черепу. Сожженные при вспышке глаза были заменены простой наводящей оптикой, но слух пропал почти полностью. Велун кивнул Марлоком. «Железный отец», сказал Степ Тойк, «Мы рады вновь видеть вас на борту». «А я рад вновь оказаться на борту», отозвался Велун. Шараукин проговаривая каждое слово. Велунду не было нужды спрашивать, кого Нумен имел в виду. «Видели», сказал Велун, поворачиваясь к Шараукину. «Как он выглядел?» «Хотел бы Велун сказать им, что видел монстра, воплощение абсолютного зла, но это было бы неправдой, а любой железнорукий предпочитал правду приятной лжи». «Все так же, братья», сказал Велун, жестами передавая ответ почти глухому Нумену. «Он фениксиец». Заметив, что они разочарованы, он добавил, «Но теперь он уже не так красив. Наш брат Ворон выстрелил ему в голову». «Вы убили его?» прокричал Нумен. «Он упал», ответил Шараукин. «Большего я сказать не могу». Сеп Тоек наконец взглянул на Шараукина. «Мы с тобой не друзья, Ворон, и никогда не будем, но спасибо тебе за выстрел». «Не обращай на Сеп то внимания», громко сказал Игнаций Нумен, схватил Шараукина за руку и больно затряс ее. «Любой, кто прольет кровь этого ублюдка, будет не братом». Шараукин благодарно кивнул, но ничего не ответил. «Вам нужно будет поговорить с капитаном?» спросил Тоек. «Да». «Фратер и капитан Кира там вместе с Тарсой». «Апотекарием Тарсой», сказал Велон, «У него есть звание, и ты должен его использовать, какому бы легиону он не принадлежал. Понятно». «Марлоки были ветеранами легиона, но даже они были обязаны подчиняться железному отцу». Оба воина кивнули и сжали левые руки в металлические кулаки. «Входи, железный отец», сказал Тоек, положив ладонь на замочную панель и совершив кончиками пальцев сложную раздвинулись, и Велонда и Шараукина охватила волна холодного наэлектризованного воздуха. Миновав дверь, они оказались в креоническом убежище капитана Ульраха Бронтана в стерильном помещении, заполненном белым и серебряным. Это была лаборатория, склеп, храм смерти и борьбы против хода времени одновременно. Помещение представляло собой герметическую холодильную камеру. Вдоль стен было установлено различное оборудование, а на полу лежали оборудованные кабели, источники питания и покрытые инеем лампы, бросавшие свет в антидегенеративном диапазоне. Внутри находилось четверо людей, один, сложивший руки на широкой груди, стоял отдельно от прочих. Двое работали над внутренностями машины, принципы работы которой даже Велон понимал с трудом. А четвертый, тот, кто стоял, был кад-монтиром, капитаном и бывшим советником капитана Бронтана. Его безволосая голова была коричневая от загара, один глаз заменяла холодная зеленая аугметика. Второй, столь же холодный, был кариво цвета. Из лица наполовину металлического, наполовину органического не сходило раздраженное выражение. Златокрылый орел, адепты механикум изучали его, но разобраться в устройстве были не способны. Устроился у него на плече и чистил блестящие перья острым клювом. Механическое создание сжило с Бронтаном со времен опасной экспедиции в землю теней, которую тот предпринял в молодости, но с недавнего времени пристала к Кире и теперь преданно охраняла нового хозяина. Бронтан дал созданию имя Горуда, а экипаж Сизифия называл его просто птицей. Оно не раз сопровождало железных рук в битвах, усевшись на навершие какого-нибудь боевого знамени и пережило истванскую резню, не получив и царапины. Одни говорили, что современное оружие было бесполезно против подобной древней техники, другие, что ему просто везло. Самые отчаявшиеся даже утверждали шепотом, будто это знак того, что император оберегает легион в эти смутные времена. Фратер Томатика стоял на коленях, четырьмя серворуками, чиня забившуюся холодильную установку. С десяток зондов одновременно работали, над несколькими деталями устройства. Его красный плащ был убран на бок, а самая массивная из механических серворук поворачивала вокруг оси тяжелый топливный цилиндр, будто ища пробоину или какой-нибудь иной дефект, из-за которого деталь не работала с максимальной эффективностью. Томатика на секунду поднял взгляд от механизма и коротко кивнул Велунду. Так железные отцы выражали друг другу почтение. Позади Фрайтера стоял воин в тускло-зеленых доспехах Саламандр. Бледный символ на его наплечнике покрывал иней. Черная кожа и красные угольки глаз атиша Тарсы резко выделялись в монохромном зале, даже казались чужими. Но Велун поймал себя на мысли, что апотекарий Саламандр был здесь одним из немногих, кто выглядел человечно. Уже было решено, что после смерти Тарсы его имя будет высечено на железной пластине, которую сбросят в вулканический кратер горы Карааши. Там оно станет частью медузы и расплавленного металла, что течет под ее дрейфующими землями. Воин из другого легиона не мог быть удостоен большей чести, и Тарса принял награду со спокойной торжественностью. Награда была заслужена, ведь апотекарий Саламандр обеспечивал уход четвертому обитателю комнаты. Из-за этого все железнорукие на борту безмерно уважали его. В серебристом контейнере, под куполом из заиндивевшего, холодного, как лед, стекла, лежал Ульрах Бронтан, капитан 65-й роты. Железнокровный сын клана Неранкар. Неподвижное тело укрывали застывшие потоки морозного пара. Но даже сквозь белый туман и покрытое ледяными узорами стекло в Велунду были видны смертельные раны Бронтана. Обе ноги были изувечены. От одной остались только волокнистые груды разорванных мышц и расплавленные кости. Другая заканчивалась прямо над коленом. Одна рука держалась лишь на пластинке, раздробленной кости и нескольких лоскутах кожи. Рука почти полностью потеряла структуру, и оставался только один палец. Остальных он лишился во время побега сыствана. Четыре воронки от болтерных снарядов, образовавшие ломаную линию от бедра до грудины, превратили торс Бронтана в месиво. При хоть сколько-нибудь нормальных обстоятельствах, капитана с почестями поместили бы в саркофаг дредноута. Но при их жестоко ограниченных ресурсах это оказалось невозможно. Бронт Бомбаст требовал, чтобы железные отцы вынули его из саркофага, готовые отдать жизнь, но дать капитану возможность вернуться в качестве их единственного функционирующего дредноута. Бронтан с достоинством отказался, зная, что ему никогда не стать столь же грозным, как карааш и бомбаст, железный шторм медузы. Торс Капитана обхватывало блестящее устройство из переплетенного серебра и бронзы, напоминающее механического паразита-паука. Его центральная часть находилась на груди, а членистые отростки обвивали тело. Моноволоконные нити, отделившиеся от многочисленных конечностей, уходили под кожу по всей поверхности туловища. И хотя это выглядело болезненно, именно железное сердце, как знал Велун, не давало Бронтану умереть. Оно из тазис-поля, генерируемое в контейнере. Когда Велун и Шараукин вошли, Кира повернулся к ним. Его мрачное лицо удивительным образом выглядело мрачнее обычного. Кибер-Орел направил на вошедших зажужжавшую оптику и бинарным клёкотом передал ему их биометрические данные. «Я надеюсь, оно того стоит, Сабик», — сказал Капитан. «Ты знаешь, что стоит», — ответил Велун. Кира и прочие старшие офицеры уже слышали запись, которую Велун и Шараукин сделали на гидрикордатус. «Создается впечатление, что они просто гоняются за мифом», — заметил Кира. «И мне не нравится, что мы планируем операцию», — основываясь на словах предателя. «Ну и пусть не нравится», — сказал Велун, уставший от язвительных замечаний Кира. «Достаточно того, что они в это верят. А если в словах фениксийца есть хоть доля истины, ты готов рискнуть и отбросить вероятность, что ошибаешься? Если это оружие существует, мы не можем допустить, чтобы Хорус его получил. У него не так много времени, знаешь же», — вздохнул Кира, словно Велун ничего и не говорил. «Сердце не дает ему умереть сразу, но само постепенно убивает. Мы немало рискуем, вот так пробуждая его, по многим причинам». «Я знаю, Кадм», — сказал Велун, «но он должен это услышать». «Так вы видели фулгримое пертурабо?» — прогудел, наконец, закончивший работу томатика, поднимаясь и поправляя плащ. «Жаль, что не убили их. Я тут работаю над одной штукой, которая могла бы вам в этом помочь. Хермическим направленным дислокатором. Убийственная вещица. Основывается на энтропийной квантовой теории одновременного существования всех объектов Вселенной в любой заданный момент времени. Если смогу заставить ее нормально работать, можно будет, к примеру, поместить на место человеческого сердца элементы из центра звезды. Думаю, такое никому не понравится, даже примарху». «Шараукин выстрелил фулгрима», — сказал Велун. «Да?» — одобрительно хмыкнул томатика. «Но не убил его, я так понимаю». «Я не знаю», — сказал Шараукин. «Мы уходили в спешку». «Да, мы в курсе», — резко сказал Тире. «Сизифию пришлось сделать с десяток маневров, чтобы нас не обнаружил предательский флот. А ты и без меня знаешь, сколько топлива на это тратится». «Ты прав», — согласился Велун. «Я и без тебя знаю. Так что давайте начнем». Тире не стал продолжать перебранку и кивнул томатики и атишу Тарси. «Сколько еще?» Апотекарий Тарса сверился с планшетом и ответил. «Рекомендую убрать стазис поля не более чем на минуту. Силы капитана Бронтана ограничены, даже несмотря на прикрепленное железное сердце. Оно должно вылечивать его, но вы говорите, что оно его убивает», — спросил Шараукин. «Я плохо понимаю, что оно делает», — признался Тарса. «У него был сдержанный и четкий голос. Судя по всему, оно пытается восстановить некоторые из его важнейших внутренних органов. Но после каждого шага обновительного процесса жизненные показатели падают. Если мы позволим времени идти своим чередом, капитан умрет прежде, чем оно успеет вернуть его в жизнеспособное состояние». «Никто из нас не понимает толком, как оно работает», — сказал Томатика. «Это древняя технология, один из немногих образцов, оставшихся в рабочем состоянии после Старой Ночи, вроде бронтановского орла. Его нашел сам примарк во время одного из своих путешествий в Землю Теней». Томатика мрачно засмеялся. Он рассказывал, что сердце дал ему призрак из мертвого клана, когда он охотился за великим серебряным змеем. «Довольно», — сказал Тира. «Нам не нужен очередной урок истории, фратер». «Эх, молодежь», — сказал Томатика Шараукину, не обращая внимания на грубость Тира. «Она забывает, что история — это великая константа нашего вида. Столь многое изменяется, но столь многое, увы, остается неизменно». «Фратер», — позвал Тарса, — «мы готовы». «Братья Шараукин и Велланд, вы готовы?» Велланд кивнул и снял с пояса вокс-вора. Он подключил длинные медные провода, отходящие от запоминающей катушки внутри, в гнездо на боку контейнера, в котором лежал капитан Бронтан. «Я сжал вокс-запись в один сигнал», — сказал он. «Все, что мы слышали, капитан Бронтан получит меньше, чем за секунду. Скажите, когда активность коры мозга усилится, и он сможет воспринимать информацию». Тарса склонился к пульту управления криоанобиозом. «Атоматика» занялся стазисным полем. Они стояли друг напротив друга, словно служители на похоронах. «Поднимаем внутреннюю температуру», — сказал Тарса. «С 0,5 градусов до 1,5, период 10 секунд. Отключаем стазис поля. 5, 4, 3, 2, 1, пуст». Цифровой хронометр начал отсчитывать секунды, а призрачное сияние вокруг медик-контейнера, замерцав, исчезло. От контейнера пошла волна мороза, охлаждая воздух, который ранее удерживался снаружи крохотным пузырем, ограждавшим от мирового времени. Велон переводил взгляд с размытого лица Бронтана на показания дисплеев и обратно. Амплитуда невысоких волн увеличивалась по мере того, как вместе с неуклонно поднимающейся температурой возрастала мозговая активность. Веки Бронтана дернулись, из многочисленных ран засочилась кровь, и медленно потекла на впитывающую подкладку. Железное сердце крепче сжалось вокруг его груди. Змей-подобные конечности обхватили тело так крепко, будто хотели разломать его. Новые, моноволоконные нити выскользнули из блестящих лап и проткнули грубую кожу, устремившись к внутренним органам. Капитан запрокинул голову, из губь его сорвался полный муки вздох. Словно боль, которую к нему не подпускали, набросилась на него с удвоенным рвением. Орел жалобно вскрикнул, увидев, что капитан вновь подает признаки жизни. «Вперед!» – сказал Тарса. И Велунд нажал на Vox Warrior кнопку передачи данных. Никаких признаков того, что что-то изменилось, не было, хотя дисплей на передней части устройства показывал, что данные успешно переданы. Теперь им оставалось только ждать. Секунды уходили, и на глазах Велунда счетчик достиг тридцати. Капитан дышал короткими, полными боли рывками, и кровь вновь текла все обильнее, по мере того, как тело согревалось. С каждой новой реанимацией капитану требовалось все больше времени на то, чтобы выйти из анабиоза. И однажды он вовсе не проснется. «Не получается!» – сказал Кадм Кира. «Прекращайте!» «Подожди!» – ответил Томатика. «Мозговая активность возрастает. Температура на оптимальном уровне», – сказал Торсо, снижая скорость передачи стимуляторов и коагуляторов лоромана в кровь капитана. «Я сказал, прекращайте!» – приказал Кира. «Он умрет прежде, чем придет в сознание!» «У нас есть время!» – ответил Томатика. «Нет у нас времени!» «Активируйте стазис поля!» «Немедленно!» «Нет!» Ульрах отозвался Кадм Кира, и Велон заметил, что мрачное выражение его лица смягчилось, когда раздался голос друга. Даже несмотря на то, что голос синтезировался аугмиттерами контейнера, в нем ясно слышалась мощь и властность капитана железных рук. Гаруда замахал металлическими крыльями и сел на край контейнера, приветственно каркая. Бронтан открыл глаза, Велонда переполнила сочувствие к раненому брату, когда он осознал, какие немыслимые усилия тот прилагал, чтобы сохранять самообладание в этой агонии. Запись Велонда загружена. «Нет выбора!» «Мы последуем за ними!» «Мы их остановим!» Из ран Бронтана обильно текла кровь. Какая же стойкость и сила духа требовалась, чтобы до сих пор не только оставаться живым, но и сохранять способность воспринимать и передавать информацию? «Мы даже не знаем, есть ли в их словах хоть доля истины», — сказал Кира. «Неважно, там что-то значимое. Предатели хотят это получить, но мы им помешаем. Это ваш приказ?» «Да, выполните его. Наши враги — железо на наковальне». «А мы — железо в руке», — закончил Кира. «Мы это сделаем». Одна минута объявил Тарсов, и вокруг контейнера заклубился холодный туман. «Активируем стазис поля», — сказал Томатика. «До встречи, бра!» Бронтан не успел закончить фразу. Мерцающая вуаль стазис поля отгородила его от потока времени. Орел капитана издал печальный механический крик, и после этого наступила тишина, в которую погружаются горюющие у постели умирающего друга. И железные руки предались мыслям о смертности, скорбным и гневным. «Приказ дан», — сказал Велун, — не только чтобы сообщить что-то, но и чтобы развеять тишину. Кадм Тира кивнул, отчаянно пытаясь скрыть чувства и стискивая зубы. Он глубоко вздохнул, и Велун вновь вспомнил, что Тира и Бронтана связывали десятилетия дружбы. «Тяжело смотреть на страдающего друга, но еще тяжелее, если ты сам продлеваешь его страдания». «Проклятие», — сказал Томатика, кладя руку в железные перчатки на ледяное стекло контейнера. Велун подошел к Томатике и тоже коснулся контейнера металлической ладонью. «Мы все сделаем, капитан», — сказал он. Тира кивнул и опустил железный кулак рядом с молчащим механическим орлом. «Спи спокойно, друг мой, мы возьмем на себя твое бремя». Отдав дань уважения, железные руки отошли от своего смертельно раненого капитана. «У нас есть приказ», — сказал, наконец, Кадм Тира. «Мы должны быть впереди предателей, если хотим их остановить. Понятно?» «Это будет выполнено», — заверил его Велун. «А когда мы доберемся до этого варп-шторма, твой проводник поможет нам его миновать?» — спросил Томатика Велунда. «Я на это рассчитываю», — ответил Велун. «Не нравится мне это», — заметил Тира. «Я целую жизнь сражался с их народом. Нельзя им доверять». «Он знает способ пробраться через шторм», — сказал Велун. «По тайному проходу, известному как Нижние пути». И вновь капитаны Легиона собрались в Гелиополисе. Фулгрим готовился предстать перед своими воинами, и ходили слухи, что ожидается нечто восхитительное. Сквозь кессонный купол, золотой с кровавыми пятнами, падали столпы неровного света от бурлящего варп-шторма за пределами системы. Люций порой гадал, каким же тайным буйствам здесь предавались, что кровь долетала так высоко, и почему он в них не поучаствовал. Он удовлетворился восхитительными картинами, которые собственное воображение нарисовало ему, чтобы заполнить эту пустоту. Зачем знать правду, если реальность все равно только разочарует? Парные мечи Люция лежали в ножнах на худых бедрах. Один фулгрим подарил ему после Иствана. Второй фрактальный клинок он забрал с трупа главного скитария на призматике. Кожа зудела, так хотелось их обнажить. Однако Люций сказал себе, что это лишь потребность испытать себя в битве с достойным противником. Каких, увы, в его собственном Легионе не находилось. Он рассчитывал спровоцировать на бой какого-нибудь железного воина. Но даже с тем буйным громилой не вышло бы ничего интересного. Светлые статуи с бычьими головами, установленные вдоль стен, были липкими от свежего слоя жидкостей, сопровождающих смерть. Дуги вытянутых кровавых капель свидетельствовали о перерезанных артериях и потрясающей жестокости. Опаленные знамена были обезображены не меньше. Теперь по ним нельзя было прочесть, ниоткуда произошел Легион, никому он раньше служил. Люцию хотелось разорвать их, сжечь и станцевать в этом пламени. Он вышагивал вокруг черного трона на броском вульгарном постаменте из облицованного камня, вспоминая о днях, когда хотел сойтись в бою с самим фениксийцем. От мысли, что он едва не угодил в ловушку примарха, его охватила приятная дрожь, которую в эти пресные времена мало что могло вызвать. Во рту пересохло при воспоминании о том, как капитаны Легиона сражались с фулгримом в галерее мечей на Андронике. Они решили, что фулгрим был не тем, за кого себя выдавал, и схватили его, намереваясь за предельными пытками изгнать нечто, поселившееся в теле их примарха. Это, разумеется, был лишь коварный план фениксийца, извращенный способ испытать их преданность, нарциссическое представление, устроенное, чтобы продемонстрировать свою мощь и поведать верным воинам о своем истинном предназначении. Эти воины стояли вокруг Люция, отбросив старые звания и чины. Теперь для детей императора весь смысл состоял лишь в том, чтобы предаваться ощущениям и в любом действии доходить до крайности. Древние принципы иерархии постепенно исчезли в прошлом. Люций переводил взгляд с одного на другого и представлял, как они бросаются на него с оружием в руках, и как он расправляется с ними, по одному удару на каждого. Напротив него кружил Юлий Кесарон, любимый сын, как он теперь звался. Избегал его взгляда с такой настойчивостью, что Люций не мог не улыбнуться. Операции вновь преобразили его черты, превратив в кошмарную пародию на человеческое лицо, в безумную маску плоти с наращенными костями, вживленными рогами и неестественно широко распахнутыми глазами, в результате трансплантации ставшими полностью черными. Марий Варосиан и его какафоны наслаждались негармоничным визгом, бьющим из закрепленных на потолке влок с динамиком. Крикиистова на пять сменила музыка, которую Бекья Кинска сочинила для великолепной Моровильи. Музыка усиленная, искаженная и переработанная самим примарком. Этим пронзительным ритмом удалось вызвать в нем реакцию, и Люций на мгновение остановился, чтобы послушать рваные всполохи звука, режущие по ушам. Ожесточенность музыки слегка развлекла его, но закованные в броню какафоны дергались и танцевали, словно марионетки безумного кукольника. Их причудливое звуковое оружие потрескивало и пульсировало, впитывая мощь дьявольских нот. Стоявший неподалеку Крисандр Кинжальный был хмур сильнее обычного. Собрание заставило его покинуть свою комнату ужасов и истязаний. Он облизнул потрескавшиеся губы острым языком, и в голове Люция возник образ ящерицы, изнывающей без воды под ярким солнцем. Кинжалы в плоти голой груди и бедер делали его похожим на владыку техноварваров из времен доединения. Мантия из бритвенно-острых шипов, рвущих ему спину, только усиливала впечатление. Сквозь кожу на лице Калимаса были продеты крючья и кольца, соединенные туго натянутыми цепочками. И после каждого произнесенного слова они кололи и ранили его необычными способами. Люций лениво подумал, какие слова могли доставить Калимасу самую сильную боль, и решил никогда не говорить ничего, на что тот мог бы ответить этими словами. Он испытал удовольствие при мысли, что лишил Калимаса желанной муки, но оно исчезло уже через мгновение, такое же мимолетное и приходящее, как большинство подобных глупых развлечений. Ланомия Руэн и Бастарни Абрангс стояли вместе. Мастер Ядов стал новым объектом кровной любви Абрангса после смерти Гелетона. Доспехи Руэна были украшены кинжалами и шипами, и каждый был смазан каким-нибудь из его знаменитых убийственных токсинов. Абрангс был вооружен двумя мечами в подражании Люцию, но даже мысль, что он мог сравниться с Люцием в искусстве владения мечом, была смехотворна. Шрам, который Люций подарил ему в качестве напоминания об этом, теперь скрывала татуировка. Фулгрим вступил в Гелиополис под фанфары воплей, что издавали ползущие перед ним рабы. Этот ковер извивающейся плоти, готовый превратиться в месиво под могучими шагами примарха. Худые, как скелеты рабы, отталкивали друг друга и царапались, стремясь ощутить на себе убийственный вес, от которого ломались кости и лопались органы, и выли в наслаждении, когда умирали. За примархом следовал Фабий, чудовищный хирургион пощелкивал, словно живой, а от его вида Люцию захотелось убивать. По бокам от апотекария шли два существа, закутанные в плащи с капюшонами. В одном Люции сразу узнал Эльдар Проводника, но второй вызвал интерес. Он обладал массивной фигурой легионера, но двигался неуклюже, как лунатик или калека. — Сыны мои, — сказал Фулгрим, одним шагом поднимаясь к трону. Его спутники в плащах остались у подножия разбитого постамента. — Все, чего я жажду, скоро окажется в наших руках. Мы на шаг приблизились к воплощению моей мечты о городе Зеркал, где мы узрим отражение ангела Экстерминатус. Фулгрим был облачен в пурпурно-золотой доспех, а длинные белые волосы он разделил на ряды до более тугих косичек, собранных сзади и украшенных на конце серебряным лезвием. С левого плеча спадала лоскутная ротонда из драконьей кожи, сорванная с мертвых саламандов, а с правого — плащ из черных, как ночь, перьев. Костяные пластинки, из них когда-то был выложен узор на доспехах Ферруса Мануса, теперь составляли на нагруднике изображение орла с повисшими на сломанных шеях головами. Пертураба со своим легионом присоединился к нам, и его солдаты пойдут на штурм адских врат, дабы привезти нас к апофеозу, о котором шепчут в глубинах варпа, сказал Фулгрим, и воины восхищенно закричали, срывая горло. Фулгрим купался в лучах их обожания, упивался их любовью, снисходительно улыбаясь, но эта снисходительность относилась не к ним. Примарх поднял руки к голове и коснулся кончиками пальцев кожи под отметинами на висках. Одна была от входной раны, вторая осталась после того, как Фабий вытащил иглу из его головы. «Хотя за помощь моего брата пришлось заплатить», сказал Фулгрим, победно улыбаясь. «Мне пришлось позволить нашим врагам выстрелить мне в голову, чтобы у него не осталось сомнений». «Ах, каким же грубым ухищрением мы вынуждены прибегать, чтобы заманивать в свои сети наивных глупцов!» Дети императора взревели, однако Люций странным образом не чувствовал желания присоединиться к ликованию, словно планы Фулгрима не были важны. «А когда Пертураба поймет, что вы ему солгали, что тогда?» Люций поискал источник голоса и пораженно понял, что источник был он сам. Слова без его ведома слетели с губ, и пульс волнующий ускорился, словно ему прямо в сердце вкололи дозу адреналина. Он услышал, как окружавшие его легионеры пораженно вздохнули, и едва устоял перед искушением достать мечи. Казалось, слова кто-то вложил ему в голову, и те вырвались по собственной воле. «Люций», — промурлыкал Фулгрим, — «и опять эти ехидные замечания, и опять ты крадешь у меня всеобщее внимание». «Повелитель», — сказал Люций, — «я не знаю». «А я возлагал на тебя такие надежды», — сказал Фулгрим, спускаясь по разбитым ступеням постамента. Люций понимал, что пойти на Фулгрима с мечом значило умереть, но желание обнажить клинки было почти нестерпимо. «Я не знаю, почему это произнес, — повелитель», — сказал Люций. «Тихо, Люций, все в порядке, я знаю», — ответил Фулгрим. «Правда?» «Я знаю о своем легионе все, Люций. Всегда это помню. Забудешь, и последствия будут суровы. Верно, Эдолон». Сначала Люцию показалось, что он ослышался. Имя, которое примарх только что произнес, не могло прозвучать. Должно быть, Фулгрим присвоил имя покойного лорда Командера кому-то другому. «Узрите воскресшего!» — воскликнул Фулгрим, скидывая капюшон с закутанного существа, вошедшего вместе с Фабием. По Гелиополису пронесся коллективный вздох изумления, когда глазам пристало изуродованное, с вытянутой челюстью лицо воина, которого считали павшим от руки самого примарха. Лорд-командер Эдолон сбросил плащ, пристав перед всеми в броне, блестящий и раскрашенный в немыслимые цвета. С его наплечников свисала грубая ткань, нанизанная на шипы проволоки, и тяжелый молот висел на ремнях, перекинутых через грудь. Идеально ровная линия еще не зажившего шва пересекала шею. Его кожа была цвета старого пергамента, а глаза — черные и стеклянные, мертвые, как у куклы. Он прохромал к Люцию, и безгубая ухмылка сделала неестественно широкий рот еще шире. При виде ходячего мертвеца по коже Люция, охваченного одновременно отвращением и восторгом, побежали мурашки. «Удивлен встречи, мечник!» — пробулькал Эдолон. «Я видел, как ты умер», — ответил тот. «Я пил вино, смешанное с твоей кровью и ликваром. Однако я жив». Люций засмеялся в ответ. «Это жизнь! Ты едва ходишь, и если я решу обнажить меч, я зарублю тебя прежде, чем ты успеешь достать свой здоровенный молот». «Мне теперь не нужен молот, чтобы убивать ничтожеств вроде тебя», — сказал Эдолон. «Теперь я способен на такое». Последние слова не успели еще слететь с губ Эдолона, как Люций обнажил оба меча и, скрестив их, опустил на плечи лорда Командера. «На этот раз я отрежу тебе голову окончательно», — сказал Люций. «Тише, сыны мои», — сказал Фулгрим, с явным удовольствием наблюдая за воссоединением старых врагов. «Эй, Эдолон жив, потому что я так хочу. Ему предстоит сыграть роль в постройке города Зеркал и проконтролировать, чтобы тот отвечал всем моим требованиям. А теперь убери мечи». Люций кивнул, крутнул мечи и вложил их в ножны на бедра. Вперед вышел Фабий. «Моими стараниями к лорду Командеру вскоре вернется сила, которой он обладал раньше, и даже сверх того. Молись, мечник, чтобы я однажды сделал для тебя то же самое». Люций засмеялся в лицо апотекарию. «Не сотрясай в пустую воздух, Фабий. Никто меня не убьет, ни в этой жизни. Смелости не достанет». «Достанет», — сказал Фулгрим, знающий подмигнув. «Однажды у кого-нибудь достанет. Но, как Эдолон, ты восстанешь вновь, мой возлюбленный сын. Хотя твое возрождение будет, полагаю, приятнее, по крайней мере для тебя». Так и не наступившая смерть и таинственное предсказание Фулгрима придали Люцию храбрости. И он, проигнорировав злобный взгляд Эдолона, сказал. «Тогда я повторю вопрос, повелитель. Что будет, когда Пертураба узнает, что вы ему солгали? Фулгрим вышел в центр Гелиополиса, под ядовитый свет из жуткого ока варп шторма. Он раскинул руки, и драконья чешуя, и вороньи перья взметнулись, как могучие крылья, под порывом ветра из ниоткуда. «Когда мой недалекий брат осознает правду, для него будет уже слишком поздно», — сказал Фулгрим. «И бледный свет спадал по нему, как змеиная кожа. К тому времени камень Маугитар выполнит свою функцию, и я получу, что мне нужно. И ангел Экстерминатус возродится из пламени». Книга вторая Как вверху, так и внизу Теогонии 2 Он был жив. Факт сам по себе достойный сильнейшего удивления. Его окружало помятое серебро цилиндрических стен, металлическая капсула, но он не помнил, как в ней оказался. Сквозь большую рваную пробоину в стене цилиндра струился свет, зыбкий и мерцающий, как солнечные отблески на поверхности приливного озера. Озера он никогда не видел, но интуитивно знал, как оно должно выглядеть. Знал, какой прохладной окажется вода, и какое чувство свободы возникнет у того, кто погрузится в его сине-зеленые глубины. Он отсоединил несколько кабелей, протянувшихся к его телу, и развернулся в тесном пространстве капсулы. Пробиваясь к пробоине, он увидел свое отражение на гладкой поверхности стен, этой, этой тюрьмы, спасательной камеры. Его обители. Нет, он чувствовал, что ни одно из этих слов не подходит. У него было лицо молодого, но властного мужчины, перед которым другие добровольно склонятся. Квадратный подбородок, волосы черные, как полночь, глаза теплого золотистого цвета с краплениями зеленого. Лицо человека, на чьи плечи можно взвалить огромную ношу без опасений, что он не выдержит. Ему понравилось это лицо, понравилось, как скроены его черты. Он был обнажен, но нагота его не стесняла. Он не имел представления о скромности и помедлил мгновение, восхищаясь совершенством своего богоподобного тела. Потом рассмеялся над собственной суетливостью и, улыбаясь так, словно мир уже у его ног, надавил на поврежденную часть вогнутой серебряной поверхности. Материал оказался мягким и податливым, и он с легкостью отогнул часть ячеистой стены, чтобы выйти наружу. Затем подтянулся и выбрался из зеркальной капсулы, словно новорожденный из сверкающего кокона. Спрыгнув на землю, он с изумлением огляделся. Вокруг раскинулся огромный, не меньше ста километров в поперечнике, кратер, расположенный глубоко в недрах некогда великой горы из черного камня и льда. На дне кратера рос целый лес спиральных колонн сталагмитов, между которых змеялись трещины, выбрасывавшие струи обжигающего пара и расплавленной породы. Жара стояла невероятная, и в воздухе висел теплый водяной туман. Лед, падавший в кратер, превращался в жидкость, а достигнув дна в пар. С утесов, возвышавшихся на тысячу метров, через неровный край воронки каскадом падали обледенелые камни. Небо скрывалось за густыми тучами пыли и дыма. Гора стонала, содрогаясь от сейсмических толчков. Он был уверен, что причиной всему этому его появление. Стены утесов состояли из непонятной смеси полупрозрачного льда, вкраплений металла и обломков арочных конструкций, оплетенных серебряными нитями, которые трепетали, словно пойманные светлячки. По этой сети, как по синапсам в поврежденном мозге, беспорядочно пробегали золотистые импульсы биолюминесценции. Мерцающий свет был повсюду, словно в хрустальном небе зажглись новые солнца. Он и представить не мог ничего более прекрасного. Отведя взгляд от великолепия вокруг, он внимательно изучил капсулу, из которой только что выбрался. Ровно 9 метров в длину. Материал сильно помят при ударе о скальную породу. Поверхность исчерчена символами, значения которых он пока не знал, и украшена драгоценными камнями, светящимися изнутри. Откуда появилась эта капсула? Попала ли она сюда случайно, или все так и было задумано? На верхней поверхности цилиндра были установлены прямоугольные корпусы каких-то устройств, от которых тянулось переплетение проводов и рифленых трубок. Сочившаяся из них жидкость пахла химикатами и необычными веществами, названий которых он не знал. Его внимание привлекла полированная железная табличка, прикрепленная под иллюминатором в тяжелой металлической раме с толстыми заклепками. На табличке стояла только одна буква – Х. Нет, не буква, а символ, означающий цифру 10. Поняв это, он сразу же подумал об остальных. Значит, есть и другие, подобные ему. Он не помнил, чтобы у него были братья, но на каком-то глубинном, инстинктивном уровне знал, что является частью чего-то большего, чем отдельно взятая жизнь. Его сила заключалась в единстве, основанном на общей цели, и в конкуренции за первенство. Сам по себе он не значил ничего. Отбросив прочь жалость к себе, которая пришла вместе с чувством одиночества, он вновь оглядел кракер, на этот раз останавливаясь на деталях, которые раньше только отметил. Ясно было одно – это неприродное образование, так как контуры воронки были слишком геометрически точными, слишком симметричными, чтобы сформироваться естественным путем. Наблюдая за игрой света внутри стен, он обнаружил некую закономерность во вроде бы хаотичном движении. Закономерность, которая сейчас разрушалась. Световой узор вел к центру кратера, где среди лабиринта сталагмитов угадывалась какая-то угловатая структура. Он двинулся к ней, шагая широко и уверенно, настолько уверенно, что это ограничило самонадеянностью. Лавируя между трещинами, извергающими раскаленный газ и расплавленную породу, он быстро продвигался к цели. Чем ближе к центру, тем больше трещин змеилось в камне, и тем сильнее ему приходилось петлять. Задержавшись на мгновение на вершине упавшего шпиля, он присмотрелся к почве вокруг этой структуры и заметил, что ее покрывает сложный концентрический узор. Размашисто проведенные дуги и рунические символы, начертанные между ними, но смысла в них он не увидел. На язык не похоже, насколько он мог судить, и предназначение этих знаков оставалось тайным. Многие надписи перерезались трещинами, другие тонули в потоках каменного расплава, которые, шипя паром, поднимались по магмопроводящим каналам, скрытым внизу. Он знал, правда не понимая откуда, что весь кратер может в любую минуту превратиться в раскаленный лавовый котел, что образованию кальдеры мешает только вершина горы, пока еще уцелевшая. Само сооружение напоминало приземистый прямоугольник, по-видимому сплошной, так как отверстий на нем не было. Это явно был важный объект, иначе зачем кому-то с таким трудом устанавливать его в столь труднодоступном месте? Он продолжил путь, петляя между сталагнитами, которые выстроились на дне кратера, словно часовые. Прикоснувшись к одному из них, он почувствовал покалывание заряда, возможно, электропроводящая кристаллическая решетка. Он пересек круги рунических символов, что также сопровождалось странным покалыванием. Это чувство придало ему сил, словно открыв внутри источник жизни. Температура в кратере неуклонно поднималась, с краев сыпалось все больше каменных обломков. Стены горы складывались вовнутрь. Так рушится здание из песка, медленно разъедаемое приливной волной. Если он не хочет изжариться, скоро нужно будет выбираться отсюда. И вот он добрался до сооружения в центре кратера. Как он и подозревал, на черной блестящей поверхности не было никаких отверстий, соединений, швов или дефектов. В сущности, конструкция казалась сплошным монолитом, как камень, ждущий руки скульптора, или готовая воплотиться мечта. Или не мечта, а кошмар. Внезапно раздался треск, громкий как выстрел, и он отпрянул назад, нутром чуя опасность. Вертящиеся прожилки серебряного света вспыхнули в безликом камне и заскользили по монолиту, словно перевернутая молния. Еще один источник света вспыхнул на ближайшем к нему углу, а вскоре за ним появился и третий. Когда на поверхности зазмеились четвертая и пятая молнии, он понял, что нужно отойти как можно дальше. Но он не мог уйти, не выяснив, что скрывается в этом тайнике. Трещины бежали по монолиту, соединяясь в ярко фосфористирующую паутину. Он заслонил глаза рукой, так как объект теперь сиял словно сверхновое. С заключительным раскатом грома его стенки раскололись, открывая то, что находилось внутри. В невероятно ярком сиянии изменчивого серебристого света складывались контуры некоего существа. Что-то, разделенное на сегментированные и гибкие части, пыталось восстановить свою изначальную форму. В этом вихре переплетались геометрическая структура и органика, механика и разум. Это было одновременно и живое существо, и искусственно созданный монстр. Отвратительный стальной лязг биомеханических деталей и текучего металла прокатился по пещере, подобно стуку машинного сердца или воплю новорожденного. Огромное, похожее на червя существо выползло из своей рушащейся клетки. Этот страшный механический крик не оставлял сомнений, что неприступная гора раньше была для него именно тюрьмой. Человек поднял с земли острый осколок камня, гладкий как стекло. Примитивное оружие, но другого нет. Он шагнул навстречу этому огромному змею с гремящим сегментированным телом, который постоянно менял форму с текучей легкостью. Металлические щупальца колыхались вокруг его выпуклого экзочерепа, напоминавшего паучьей. У существа было три хребта, утыканных острыми, как иглы зубами, и фасетчатые глаза, в которых обнаженный человек отражался миллионом образов. Гигантский червь, это огромная машина из хромированной стали, взвился на дыбы и издал рев полной ярости. Тело червя рухнуло на землю, раздробив остатки своей клетки и расколов землю своим немыслимым весом. Человек метнулся в сторону и покатился по дну кратера. Лава, сочившаяся из трещин, обожгла кожу, и он с трудом удержался от крика боли, когда окунулся в раскаленный пар. Червь полз следом, крошил сталагмита на своем пути, оставлял своей тушей огромную борозду в земле. Человек, вооруженный лишь осколком камня, не питал никаких иллюзий насчет исхода этой битвы. Зарычав, он прыгнул навстречу твари и ударил ее осколком в бок, но камень, столкнувшись с смерцающей броней, раскрошился. Существо врезалось в него, как неумолимый таран из прочнейшего металла и гибкой силы, и отшвырнуло со своего пути. Серебряные шипы проткнули кожу, располосовали грудь и плечи. При падении он ударился так сильно, что перехватило дыхание, а на теле, казалось, не было живого места. Он поднялся на одно колено, готовый к новой схватке. Даже, оставшись без оружия, он будет сражаться. Но змея, расправа над человеком, по-видимому, не интересовала. Он пополз дальше, по дну кратера, пробивая себе дорогу к утесам. Туша твари снова приподнялась, выпуская наружу сотни цепких когтистых лав. Извиваясь, червь пробрался вверх по рушащейся стене и, свернувшись, соскользнул за край воронки. Человек стоял и смотрел чудовищу вслед. Он испытывал облегчение, так как остался в живых, и злость, так как не сумел убить тварь. Он не помнил собственного прошлого, но сила, которой обладало его тело, доказывала, что он непростой смертный. Он провалил свое первое испытание и пообещал себе, что больше такого не повторится. Именно его прибытие разрушило эту горную тюрьму, и пусть это вышло ненарочно, именно он и должен все исправить. Существо оставило после себя след разрушений, который вел к подножию утеса. Туша твари оставила на камне выбоенные трещины, за которые можно было уцепиться и подняться наверх. Да, подъем возможен, но он будет очень опасным и трудным. С каждой секундой промедления змей уползал все дальше, так что человек схватился за выступы на обрыве утеса и начал подниматься. С неутомимостью машины, перехват за перехватом, он карабкался все выше. Подъем действительно оказался трудным. Под весом змея камни сильно расшатались. Прошло два изнурительных часа, но в конце концов он все же добрался до края воронки и перевалился на другую сторону. Мышцы горели от усталости, дыхания не хватало. Упав на колени, он оперся окровавленными руками о землю, глубоко вдыхая ледяной, пропитанной пылью воздух. На краю кратера остались осколки чешуи змея, и он поднял один из них, планируя использовать как оружие. Повертел в руках, удивился его легкости. У чешуи была острая, как бритва, кромка, а когда он разглядел в ее зеркальной поверхности собственное отражение, то изумленно охнул. Его глаза, раньше зеленые золотом, теперь стали цвета серебра, как блестящие монеты, которые кладут на веки умершим. Он поднял руку к лицу, посмотрел на подкожную паутину вен, полных горячей крови, и увидел все мастерство, которое обеспечивало их создание. Все эти потрясающие чудеса биоинженерии, которые породили его плоть. Что это? Побочный эффект после нападения змея? Или он, наконец, видит мир так, как и должен был? Странно, но перемены в зрении не вызвали у него особого беспокойства, и он поднялся на ноги, готовый продолжать путь. След, оставленный змеем, невозможно было не заметить. Глубокая борозда опускалась по склону на север, пустоши, окутанные тенями. Чешуя твари, удалявшаяся от места своего заключения, влажно поблескивала в мутном свете. В том направлении, куда двигался змей, человек увидел изломанные контуры сооружений, похожих на разрушенные башни. Явно древние, они, должно быть, пережили культуру их создавшую, а теперь давно умершую. Ядовитое небо над горизонтом исчертили беспорядочные полосы грязно-желтого и воспаленного красного. Клубились грозовые облака, и далекие молнии отзывались грохотом грома. Сквозь облачную завесу проникал лишь слабый размытый свет, и одно такое бледное пятно выхватило южные отроги горы прямо внизу. Человек разглядел несколько примитивных транспортов, которые двигались по степи вдалеке. Длинный караван. Фургоны запряжены огромными тягловыми животными с серой шкурой. Местность, которую пересекал караван, была бесплодной и суровой. Черные пески на каменистой материковой равнине, ледяные ветра превращаются в пыльные бури. Если для кого-то это дом, то очень неуютный. Из-за расстояния фигуры в караване были еле различимы. Но он все же увидел, что крупными животными управляют сгорбленные люди, закутанные в меха и плотные кожаные плащи. Вид других людей вызвал в нем острую тоску, вместе с которой нахлынуло облегчение. Он больше не одинок. Ему хотелось пойти к этим людям, узнать, где он оказался и кто они такие. Но он поклялся уничтожить змееподобную тварь. Он не допустит, чтобы его первым деянием в этом мире стало нарушение клятвы. Поэтому он отвернулся от жителей этого мира и пошел туда, куда вел след змея. Черные пески с севера. Глава девятая Возрожденная Лафиничи Методология Бог на поле битвы После мрака запустения в Лафиничи вернулось волшебство света. Ее двери широко распахнулись, снова как воздух вспавшиеся легкие, впуская внутрь благовонное дыхание гордости императора. Сейчас, когда Третий Легион вновь обрел цель, чудо жизни всколыхнуло это забытое место. Яркие люмины прогнали тени. Жаркие шандалы источали тепло, чему Фулгрим был безмерно рад. Фениксиец бродил по оживленному театру, где скульпторы трудились, воссоздавая контуры грациозных и соблазнительных нимф, барельефами украшавших колонны. Они работали по памяти, гравером и долотом, вызывая из небытия этих служанок разврата. Получалось у них не очень хорошо, и Фулгрим с трудом удерживался от того, чтобы не оттолкнуть каменотесов и закончить их труд самому. В длинном пурпурном одеянии с постоянно меняющимся узором из шипов, шелкового шитья и сморщенной кожи цифалоподов, Фулгрим напоминал мастера-каменщика, который обходит строительную площадку и следит, как исполняет его волю. Из складок ткани выступала рукоять меча, и хотя часть существа, показавшего ему когда-то самые темные тайны космоса, уже не обитала в этом клинке, Фулгрим все равно ценил его как памятную безделушку. Подумав об этом, Фулгрим сам удивился своей сентиментальности и запрокинул голову. Его зеркальное отражение, запертое в искусной раме из золота и холодного железа, взирало на него с неприкрытой ненавистью. Проверить, действительно ли меняется выражение лица на портрете, не удалось даже автоматическими пикторами. Но стоило смотрящему лишь на миг отвести взгляд, и какая-то новая эмоция появлялась в картине, в ее масляных и акриловых красках и прочих субстанциях, использованных для создания портрета. Нарисованный Фулгрим, облаченный в доспехи традиционных пурпурного и золотого цветов, казался богоподобным. Воин в рассвете своих сил, в зените своей славы, харизматичный, вызывающий всеобщую любовь, уверенный и в себе и в своей цели. Сплошное вранье. Фулгрим едва ли мог вспомнить время, когда был таким же, как этот портрет, едва узнавал этого нарисованного чужака. Да, он мог бы надеть такой же доспех, также уложить волосы, принять ту же позу и изобразить такое же выражение, но и тогда между ними не было бы ничего общего. «Все дело во взгляде», сказал он. «Повелитель?» «Просто мысли вслух, мой любимый сын», ответил Фулгрим, оборачиваясь к остальным своим спутникам, Юлию Кесарону, Марию Вайросиану и Айдалону, а потом снова посмотрел вверх. «Восхищаюсь творением кое-кого, кто раньше был с нами». «Той художницы?» спросил Кесарон. «Из-за повреждений, полученных как на поле боя, так и в операционной Фабии, он просто обворожительно коверкал слова. Сирена де Ангелюс шепнул ему на ухо Фулгрим. Она вложила всю себя в эту картину, причем буквально. И жар крови, и испарину страсти, и слезы страха». Другие тоже добавили свои выделения в эту уникальную смесь, но их вклад был, пожалуй, не таким уж добровольным. «Мне картина не нравится», заявил Вайросиан, пробиравшийся через развороченную оркестровую яму, где когда-то переродился в свой нынешний истинный облик. Похожее на алебарду устройство, закрепленное у него на спине, издало пульсирующую басовую ноту, как будто вспомнило, что в этом средоточии экстатического безумия произошло и его перерождение в оружие. «Не нравится?» переспросил Фулгрим. «Но почему?» Марий упорно не поднимал голову, и Фулгрим, взяв его за подбородок, с намеренно излишней силой заставил воина обратить изуродованное лицо к картине. Заостренные ногти примарха рассекли горло командора какафонов, и тот коротко застонал от боли, выкашливая с лиси кровь. «Это не вы!» вырвался рык из искореженного рта Вайросиана. «Мне не нравится ни один ваш портрет. Они никогда не приблизятся к оригиналу, а потому лишь оскорбляют ваше величие». «Достойный ответ», сказал Фулгрим, отпуская воина. «Но боюсь неполный. Ты казнишь себя за то ошибочное решение, когда вы попробовали изгнать демона из моего тела. Ты ненавидишь себя за то, что усомнился во мне, Марий, и это хорошо, потому что так и должно быть. Наслаждайся этим чувством, подпитывай его, и пусть оно вгрызается в твое нутро, как голодный червь. Поверь мне, Марий, настоящее чувство вины надо холить или леять». «Как пожелаете, повелитель», ответил Марий, и его оружие издало серию резких диссонирующих звуков. Фулгрим наблюдал, как легионеры яростными мазками наносят на стены краски и узоры, которые для неподготовленного глаза показались бы невыносимо тошнотворными. Сочетание цветов, хоть и выглядело произвольным, на самом деле подчинялось строгому плану. Фулгрим, организовавший восстановительные работы, продумал каждую деталь, каждый рисунок и каждый оттенок. Так что все краски до последней капли оказались строго на своих местах. Над старым оформлением театра работали летописцы, целая орава художников, поэтов и скульпторов, но из них не осталось никого в живых, чтобы довести дело до конца. Требования властителей разврата были слишком суровы для слабой смертной плоти. Даже самый малый шаг на пути к чувственности разрушал и тело, и разум. Такого не перенести простому человеку, но легионеров специально создали для бесконечной войны, и они могли выдержать любую пытку, любое наслаждение. Идеальные последователи темного принца, и на простениуме, и в высоких ложах, где должны были сидеть фавориты примарха, метались расколотые отражения, и в стенах, и в потолке, и в покрытии пола были установлены фрагменты сверкающих кристаллов, которые собрали в хрустальных лесах призматики. И он построит великолепный город-зеркал. Это будет город-миражей, одновременно незыблемый и текучий, одновременно из воздуха и из камня. Зеркальный город Эйдалон постучал по стеклу. Так вот, что это такое? Фулгрим раздраженно покачал головой. Не будь дураком, Эйдалон, я вернул тебя, чтобы ты построил его для меня, а в этой работе ты разве участвовал? Нет, повелитель. О, как же я мог забыть? Фулгрим резко развернувшись, положил руку на плечо Эйдалона. Ты ведь был мертв, когда я произносил со стены тот великий монолог. Это было после того, как Юлий и Марий попытались пытками изгнать демона, якобы захватившего мое тело, даже не подозревая, что я сам уже изгнал его. Фулгрим отпустил Эйдалона и недовольно скривился от того, как неуклюже передвигается лорд-командор. Хотя за время после воскрешения его координация ощутимо улучшилась, Эйдалон все еще страдал от разнообразных неприятных киков и затрудненности движений. Фулгриму он напоминал марионетку, которой управляет неумелый кукловод. Ты ходишь некрасиво и нелепо, двигаешься, как зеленокожий. Меня это раздражает, а потому держись сзади, чтобы я тебя не видел до тех пор, пока ты не научишься перемещаться хоть с каким-то изяществом. Да, повелитель, прохрепел Эйдалон, отступая перед гневом примарха. Наверное, я затянул с приказом достать твою сморщенную голову из той опустевшей бочки с вином победы. Фулгрим покачал головой и улыбнулся. Нет, это Фабби виноват. Его работа оказалась несовершенна, так что напомни, чтобы я наказал его за то, что он сделал тебя глупым и страшным. Если это не город-зеркал, тогда что же это такое, моему любимому сыну. Всему свое время, Юлий, не надо меня торопить. Я готовлю свой величайший триумф. А ты хочешь, чтобы я просто так рассказал, в чем заключается великолепие моего замысла? Ты, неразумное дитя, и ничего не понимаешь в настоящей драме. Сыны мои, я поведаю о грядущем только тогда, когда это будет удобно мне, и не раньше. Я хочу вдоволь насладиться реакцией каждого, когда они узнают, что именно будет создано в центре звездного вихря. Прошу прощения, повелитель, сказал Кесарон, но Фулгрим отмахнулся от извинений. Ты начинаешь меня утомлять, сообщил примар, останавливаясь, чтобы полюбоваться своим отражением треснувшей грани кристалла. В глубине он разглядел и отражение картины над собой, и улыбнулся тому, какое взбешенное выражение было у его портрета. Фулгрим облизнул полные губы, но в тот же миг улыбка пропала с его лица. Он заметил нечто в углу хрустальной грани. Высокая фигура в черных доспехах, чьи глаза и руки сверкали серебром. Он резко развернулся, вглядываясь во все углы Лафиничи, где мог бы укрыться посторонний. Ничего, как и следовало ожидать. Ферус Манус мертв, а демон, заточенный в картине, теперь над ним не властен. Покажись, скричал Фулгрим, обнажая золотой меч. Все потрясенно и могу убить снова. Он пошел по театру, шатаясь словно пьяный, заглядывая в каждый осколок стекла, в каждую полированную поверхность. Везде, везде он видел громадный силуэт горгона, эту молчаливую фигуру, что следила за ним, оставаясь в тени. Он разбивал кристалл за кристаллом сокрушительными ударами, и когда ни одного не осталось, кулаки его истекали кровью от раздробленных осколков. Тогда Фулгрим остановился и судорожно выдохнул. Его воины, удивленные и потрясенные, следили за ним, не решаясь заговорить. Руки болели, но он был рад этим накатывающим волнам боли. Они помогали сосредоточиться. Ферруса здесь нет, Феррус мертв. Это все просто игра теней. Он просто очень устал и слишком долго терпел, рядом с собой тупиц вроде Пертураба. Голова тоже болела, болела так, словно череп сжимали тиски. Нужно отвлечься, освободиться от мрачных мыслей, которые переполняли разум, как жидкий яд. Я ухожу, сказал он. Пришлите ко мне трепанатора. Мне надо просверлить череп. Как пожелаете, повелитель, отозвался Марий. Что мы еще можем сделать? Фулгрим моргнул, прогоняя мерцающий после образ мертвого брата, а затем кивнул. Скажи-ка, братство Феникса все еще собирается? Кесарон отрицательно покачал головой. Пепельный орден не собирается со времен Иствана. Возобновите собрание, приказал Фулгрим. Повелитель, поодиночке вы славите темного принца лишь слабыми голосами, но вместе вы станете мощным хором, произнес Фулгрим вдохновенным голосом трагического актера. По золоти червонят золотой и нанести на лилию белила, и лоск на лед, и надушить фиалку, и радуги прибавить лишний цвет, и пламенем свечи усилить пламя небесного сияющего ока. Вот верх искусства и пик мастерства, что идеал излишества восславит. Видя, что его воины в замешательстве, примарх решил один раз не зайти до пояснения. Лафинича возродилась, но ей нужна цель. Наполните театр чувственностью и ритуалами разврата во всех его формах. Пусть никакое извращение и никакая грубая страсть, ни одно желание и ни один порог не останутся без внимания. Проливайте и кровь, и что еще получше, и пусть небеса содрогнутся от пылкости вашего служения. Как прикажете, повелитель, сказал Кесарон, я об этом позабочусь. И я добавил Марий. Фулгрим тяжело выдохнул и вновь поднял взгляд на картину. Если ты, брат, все еще прячешься где-то там, то смотри внимательно, чем мы стали. Смотри и плачь, прошепел он, и будь уверен, я получу то, чего хочу. Но при этом навсегда утратишь то, что у тебя было, прошептал голос в его сознании. Сизифий был небольшим, но у него хватило бы вооружения и личного состава, чтобы с легкостью, одним своим присутствием, усмирить даже самый воинственно настроенный мир. Корабль железных рук, компактный и смертоносный, все еще нес на своей обшивке шрамы, полученные во время бегства Сыствона и в последовавших за этим сражениях на северной границе. Черный матовый корпус был испещрен следами от попадания осколков. Результат от обстрела боеприпасами взрывного действия, чтобы более тяжелые крейсеры-предатели могли прикончить добычу. Эти раны нисколько не замедлили Сизифий, он просто проигнорировал повреждения, которые вывели бы из строя корабль любого другого легиона и раз за разом уходил от преследователей, а все железные руки, кто был на борту, старались поддерживать его на ходу. Каждый воин трудился из всех сил, и ни на каком другом корабле не было команды, столь преданной своему делу. Пробоины заделывались почти мгновенно. Пожары на палубах тушили, стоило им только начаться. Генераторы поля ремонтировали сразу после перегрузки. Сизифий не собирался просто так умирать. Дополнительная броня и такое количество залатанных повреждений, которое не заложил бы в расчеты, даже самый смелый инженер лишили корабль и изящества и стати. Благодаря грубым, резким очертаниям он походил на бойцового пса, который слишком часто дрался с сильными противниками, но все равно всегда давал сдачи. Уничтожить Сизифий старались и гвардия смерти, и сыны Хоруса, и несущие слово, и железные воины, но каждый раз у него получалось или уклониться от схватки, или продержаться достаточно, чтобы появился шанс вырваться из захлопнувшейся ловушки. Корабль повелителей ночи чуть не положил конец этой игре со смертью, но вскоре жертва сама стала охотником, воспользовавшись тактикой, которую никто не ожидал от капитана из железных рук. От гвардейца Ворона, пожалуй, но 10-й легион всегда сражался открыто и беспощадно. Хитрости и уловки это не их стиль. Разве в глазах сторонников Хоруса Истван-5 не стал тому прямейшим доказательством? И все же Кенебраксис с 8-го легиона обнаружил, что цель, которую он должен был за какие-то минуты превратить в пылающий остов, превзошла его в искусстве маневрировать и, обойдя, преследовала с тыла, расстреляла ему корму. Кенебраксис, потерявший ход и беззащитный, был взят на абордаж. Отряды железных рук сами навязали бой врагу в сумрачных залах и темных коридорах, а потом забрали с корабля противника все, что могло пригодиться при ремонте их собственного. Бросив подбитого врага догорать среди ледяных обломков Истванского кометного пояса, и покинул систему, совершив экстренный варп-прыжок подальше отсюда. Трофеи позволили укрепить и улучшить корабль, что сделало его еще опаснее. Как и воины в его экипаже, Сизифий с гордостью нес свои боевые шрамы. Как и эти воины, он был оружием. Лабораториум в Фратер-Атоматике располагался на верхних уровнях Сизифия, вместе со всеми остальными помещениями, где работала опасное оборудование и проводились эксперименты, требовавшие высочайших уровней энергии. Модульная конструкция этих блоков позволяла в чрезвычайной ситуации выпустить из них воздух, а то и отстрелить их полностью. За время, которое он пробыл с железным отцом, Фратер-Атоматика шесть раз выполнял аварийный отстрел отсеков разных кораблей. Одним бы сказали, что это много, сам же он думал, что это число могло быть гораздо больше. Данный отсек протянулся почти на четверть длины Сизифия. Исследовательское помещение было образовано арочными опорами, отходившими под углом от борта корабля к смотровой надстройке, откуда наблюдатели могли следить за испытаниями экспериментального оружия или ядерных реакторов, сами пребывая в относительной безопасности. Лабораториум заполняли контейнеры с материалами, вывезенными стене Браксиса, которые еще нужно было рассортировать и решить, что и как использовать. Мощные генераторные установки были закреплены болтами на железной палубе. Со стены потолка, словно стебли лиан или спящие змеи, свисали переплетения силовых кабелей. В воздухе чувствовался горький привкус электричества, от напряжения которого ныли зубы и слышалось постоянное гудение, как будто за стеклом билось какое-то насекомое. Повсюду сновали сервитеры, переносившие ящики с тяжелыми инструментами, детали машин и редкие несерийные изделия, предназначение которых вряд ли было знакомо кому-то за пределами железного братства. Томатика переходил от одного гигантского генератора к другому, волоча за собой тяжелые изолированные кабели и раскладывая их в свободные спирали перед подключением. Каждый толстый кабель весил немало и Томатика кряхтел от напряжения, перетягивая их в нужные места. «Ты же знаешь, что этим могли бы заняться сервитеры», сказал Велун, спускаясь на лифте из смотровой надстройки. Его появление вызвало на бородатом лице Томатики широкую приветственную улыбку. «Знаю, но по моему мнению, в том, чтобы самому заниматься иногда грязной работой, есть некий терапевтический эффект. И если что-то пойдет неправильно, как я пойму, какой из сервитеров в этом виноват? А так я по крайней мере буду уверен, что причина во мне. Ты думаешь, что-то может пойти неправильно? Всегда есть такая вероятность. Томатика пожал плечами. И от этого только волнительнее. Не находишь?» Он закончил присоединять кабель и утер рукой лоб, на котором виднелись три штифта. Два золотых и под ними один красный. Красный штифт был у самого Велунда в знак того, что он прошел обучение на Марсе, постигая под руководством механикум кредо-машин. Однако золотой штифт у него был только один. Вполне вероятно, что на данный момент фратер Томатика был единственным железным отцом с таким стержнем, кто еще оставался в живых. «Я стараюсь разделять волнение и науку», ответил Велунда. Собеседник, судя по его виду, этому искренне удивился. Велунда протянул левую руку. «Фратер Томатика, да пребудет с тобой сила железа». «Фратер Велунд», отозвался Томатика, сжимая полированную латную перчатку товарища своей замасленной рукой, «пусть питает тебя огонь кузни». Механические пальцы их железных перчаток переплелись замысловатый гордиев узел, соединились с помощью выдвинувшихся зондов и фрикционных передач. Такой захват позволял их автоматическим внутренним системам свободно обмениваться данными. Не только физический контакт, но и соприкосновения разумов. «И что на этот раз привело тебя в мою мастерскую?» спросил Томатика, высвобождая руку. «Профессиональное любопытство», сказал Велунд. «Очередная совместимая миссия с нашим товарищем из гвардии Ворона. Не уверен, что смогу предоставить дополнительные стазис-генераторы. Контейнер капитана Бронтана очень требовательное устройство. К тому же у вас уже есть мой самый надежный телепортационный маяк». Велунд покачал головой. «Я пришел не за снаряжением, а потому что хотел посмотреть на тот термически направленный дислокатор, о котором ты говорил, когда мы зашли повидать капитана Бронтана. У тебя найдется время?» «Время, юный сабик», воскликнул Томатика. «Да, я как раз сейчас работаю над этой штуковиной. Кстати, можешь помочь». «Почту за честь». Томатика ухмыльнулся и указал на противоположный конец кабеля, последнему генератору в ряду и смотри, чтобы он не соприкоснулся ни с одной из калимированных спиралей. Тут достаточно заряда, чтобы пробить дыру в корпусе корабля, по крайней мере теоретически. Так все уже под напряжением? Само собой. А не лучше ли тебе держать генераторы выключенными, пока ты подсоединяешь кабели? И потерять целые часы, ожидая, пока накопится заряд? Нет уж. Если все работает как надо, у нас появится мощное оружие для борьбы с врагом. Время не ждет, да и мятеж ждать не станет. Вздохнув, Велон потащил тяжелый кабель по полу к нужному генератору, который издавал виск внутренних магнитных роторов и щеточных узлов. Микрочастицы, остававшиеся в следах попаданий на его доспехи, поднялись и окутали его мерцающим туманом. Он подключил кабель с некоторым усилием. Соединительное устройство было сложным, со множеством штырьков. Он услышал, что зажимы сработали. Готово, окликнул Велон томатику. И фратор, угнездившийся среди своих консолей управления, кивнул. Велон пошел обратно, стараясь держаться подальше от гудящих кабелей и потрескивающих разрядов электричества, которые вспыхивали неоновыми дугами. Он стал на место, указанное ему фратором, и стал изучать данные, которые потоком высвечивались на экранах, имевших весьма архаичный вид. Судя по обрамлению из дерева или мягких металлов, большинство из них подошло бы реликварию какого-нибудь дворца или хранилищу теней на медузе. И как это будет работать, спросил Велон. Томатика показал на дальний конец мастерской, где с потолка свисали две сферы, каждая 10 метров в диаметре. Комплекс из концентрических кардановых подвесов позволял им перемещаться в трех измерениях. Сферы висели на расстоянии 30 метров друг от друга, хотя и были соединены переплетением тонких кабелей. Одна из них была бронзовой, другая из железа. Обе совершенно гладкие, за исключением калибровочных насечек, только по которым и можно было определить, что сферы медленно вращаются. Мы попытаемся произвести перенос материи, соединив две конкретные точки на квантовом уровне потенциальности. При достаточном заряде электроны любого заданного объекта могут получить такое возмущение, что перейдут на другую орбиту. И если у меня получится смодулировать колебательную чистоту некоторой части обоих объектов одновременно, я, возможно, заставлю их занять место друг друга в одно и то же время. А разве это не чрезвычайно опасно? Просто жуть как, признал томатика, радостно улыбаясь. Если эти два объекта не станут вести себя так, как я рассчитываю, может произойти взрыв, который полностью уничтожит корабль. Увидев, как встревожился Велун, фратер рассмеялся. Не волнуйся, предполагается, что те части, на которые будет оказано воздействие, не смогут одновременно существовать в одном ядерном пространстве. При точном выполнении процедуры, они последуют путем наименьшего сопротивления и просто поменяются местами. То, что принадлежало одной сфере, окажется в другой. Ты слишком много говоришь в условном наклонении, заметил Велун, на что-то Томатика ухмыльнулся. А ты говоришь в точности как Феррус, когда он запретил геомагнитные эксперименты, которые я предлагал, чтобы стабилизировать подвижные массы суши на медузе. Это те самые эксперименты, из-за которых по всей планете начались бы сильнейшие землетрясения? Ну, метод нуждался в дошлифовке, согласился Томатика. Но сама-то идея была здравой. Он потянул за толстый латунный рычаг и ток от генератора пульсируя потек по кабелям. Электрический гул усилился. Железный отец отрегулировал какую-то неповоротливую шкалу и ввел серию команд на примитивной механической клавиатуре. Велон следил за ним со смесью подозрительности и восхищения. В своих экспериментах Томатика действовал в каком-то смысле наугад. Но у него был врожденный дар видеть связь между несопоставимыми вещами, благодаря чему он мог приходить к неожиданным логическим заключениям, ставившим других фрайтеров в тупик. Опасность, которую подразумевали некоторые из этих заключений, была, по словам Томатики, неизбежным злом, о котором история имеет обыкновение умалчивать. Напряжение стремительно нарастало, и Велон заметил, что стрелки на измерительных приборах, подергиваясь, переползают в красную часть шкалы. Энергии, генерируемой здесь, хватило бы на целый корабль. Но с таким же успехом этот заряд мог снести половину настройки Сизифия. И бронзовая и железная сферы вращались в своих подвесах все быстрее, в соответствии с ростом магнитного поля вокруг них, напряжение которого нарастало по экспоненте. Велон увидел, что вскоре это напряжение станет слишком большим, чтобы с ним могли справиться концентрические гасители. Фратер окликнул он, магнитные поля слишком сильные. Вижу сабик, но чтобы все сработало, мне нужно разогнать их до предела. Обе сферы теперь вращались с такой немыслимой скоростью, что калибровочные насечки на них расплывались, незаметные взгляду и потерявшие всякий смысл. Электрические дуги оставляли насечатки Велонда в сполохе послеобразов. Гул генераторов то и дело прерывался громом разрядов и выплесками охладителя. Стрелки всех датчиков застряли на пределе красной зоны и ни один специалист, будь он в здравом уме, «Нужно все отключить», сказал Велонда. «Еще мгновение». «Нет, выключай питание». «Уже немного осталось». Велонда потянулся к рычагу, чтобы перевести его в более благоразумное положение, но не успел. Первый генератор разразился громовым ударом электромагнитного поля, и языки пламени охватили места кабельных соединений. От сфер покатилась взрывная магнитная волна, и Велонда отшвырнула на переборку магнитная сила пришпилила его к стене, словно насекомое, и лишь когда напряжение в конце концов спало, он соскользнул на палубу. Туда же железным дождем рухнули и незакрепленные инструменты и детали, вес которых оказался слишком велик для слабеющего магнитного поля. Импульс отключил все автоматизированные части доспеха, и теперь, когда жгуты псевдомыш бездействовали, Велон почувствовал всю неподъемную тяжесть своей брони. В мастерской царил полный разгром. Все электрические приборы вышли из строя, все незакрепленные металлические предметы разлетелись по кругу от эпицентра. Остаточные магнитные волны еще не рассеялись, заставляя отдельные металлические детали крутиться и превращая электрические разряды в миниатюрные вихри синего света. Томатика поднялся на ноги и осмотрелся, оценивая масштабы разрушение. Несмотря на катастрофические последствия, железный отец выглядел до смешного довольным. Как будто именно таким он и представлял исход эксперимента. Сферы в середине мастерской сплавились в одну глыбу металла, напоминающую сплющенную восьмерку. Бронза и железо перемешались, спирали двух материалов переплелись между собой, как будто эти два объекта размягчили и спрессовали вместе. Веллунд не сомневался, если бы генератор не перегорел, взаимодействие двух сфер вызвало бы взрыв, который разнес бы корабль на куски. Мне понадобятся генераторы помощнее, сказал автоматика. Он был гораздо сильнее и выносливее, чем раньше, но не мог почувствовать, как льется кровь, не мог насладиться грубой силой ударов. Берас шел сквозь полчища боевых сервиторов, крушая их направо и налево, и с каждым взмахом расширяя себе путь. На его броню сыпался град мелкокалиберных снарядов, но он замечал только поток данных и символов, которые загорались на лобовом экране его панциря. Он шествовал мимо каркасных зданий, словно грозный бог войны, неся кровавую смерть всем, кто смел встать у него на пути. Тренировочные залы воссоздавали типичный город до приведения к согласию, который был смоделирован на основе суммарных данных, собранных экспедиционными силами железных воинов на завоеванных планетах. По этому искусственному городу рассредоточились воины из 2-го гранд-батальона. У них был приказ не дать их кузнецу войны добраться до центра, точки, которую Галеон Корон выбрал для наилучшей оценки того, как Берас адаптируется к своему новому механическому телу. Сам кузнец войны считал, что не очень хорошо. Боли он не чувствовал, но не чувствовал и того неистового желания проливать кровь, которая охватила его на полях смерти иствона. Попадание более тяжелого снаряда застаивало его качнуться назад, но это было всего лишь реакцией, а не чувством. Развернувшись вокруг оси, он увидел, что из укрытия выходят несколько железных воинов, один из которых в спешке перезаряжает еще дымящуюся переносную ракетную установку. Как он и ожидал, они двигались слаженно, но он все равно навел на них роторную автопушку. Тяжелое оружие выплюнуло беглую очередь и трое из воинов упали. Брызги их крови окрасили воздух алом, но остальные продолжали наступать. Рыкнув, Берас затопал им навстречу по обломкам, усеявшим тренировочный полигон. Шаги выходили короткие, скорость была маленькой, и атака получилась явно без той ярости, которую он когда-то проявлял в смертной оболочке. В корпус попал еще один снаряд, но броня рассеяла большую часть удара, а потом он настиг врага. Сокрушительный взмах молота отбросил двух воинов, расколов их доспехи. Третий упал на колени от следующего удара, но четвертый умудрился ударить в ответ, и системы дредноута отметили эту атаку как результативную, но для Бераса она значила не больше, чем цифры на инфопланшете. Датчики угрозы подсказывали, что еще несколько противников заходят с тыла, и он повернул верхнюю часть корпуса на 180 градусов, чтобы взять их на прицел пушки. Системы зарегистрировали сильный удар по верхней броне, но едва он успел осознать эти данные, как внутренний дисплей покрылся мелкими трещинами от еще одного мощного толчка. Силовой кулак или громовой молот, что-то очень разрушительное и очень опасное. Берас наклонился в сторону, стараясь стряхнуть себя врага. Другие продолжали обстреливать его с флангов, но этих противников он игнорировал. Важны были только эти гулки и удары по его верхней броне, каждый из которых звучал, как раскатистый звон колокола. Он не мог стрелять под таким углом и потому врезался металлическим корпусом в стену ближайшего строения с такой силой, что на экране высветились индикаторы множественных повреждений, но противник держался цепко и упорно. Берас шатался из стороны в сторону, несчастных коллег, чья нейронная сеть была слишком сильно поражена для того, чтобы выдержать перенос в железное тело. Очередной удар, а затем еще один. Берас зревел, и его аугмиттеры транслировали крик на десятки частот до тех пор, пока он не понял, что может использовать эту энергию, чтобы пропустить разряд электрического тока по своему корпусу. Мысленным приказом он заставил внутренние генераторы накапливать мощность, но последний удар системы оценили как критический. Прекратить боевые действия скомандовал Корон по Воксу на общем канале 2-го Гранд-батальона. Стрельба начала ослабевать, а потом и вовсе стихла. Берас развернулся, чтобы посмотреть на воина, который спрыгнул с его верхнего панциря. Доспех того был покрыт пылью, желто-черные шевроны на наплечниках покрылись царапинами, от которых облазила краска. К бедру воина магнитным зажимом был прикреплен болтер, а на руке его действительно оказался силовой кулак, тыльная сторона которого еще мерцала в мареве разрушительной энергии. Берас наклонился к воину. «Ты кто?» Металлический скрип в собственном голосе вызвал у него отвращение. Прежде чем ответить, воин расстегнул замки шлема и, сняв его, зажал подмышкой. «Грендель! Кадарас Грендель! Шестнадцатая рота! А ты упорный!» «Я делаю то, что должен!» У Гренделя было гладкое, ничем не примечательное лицо. Длинные черные волосы были заплетены в косы и уложены на голове в замысловатый узор. «Сверху вы уязвимы, там меньше броня, и если враг сумеет туда добраться, Дредноут станет беспомощным как младенец». Даже в нынешней своей изоляции от прямого человеческого общения Берас уловил, с какой самоуверенной надменностью держится этот воин. А сравнение вызвало у него рык недовольства. «Я кузнец войны Четвертого Легиона, и я далеко не беспомощен». «Как скажете, но если бы Галеон Корон не прекратил бой, я бы выдернул ваши остатки через крышу корпуса». Берас потянулся к Гренделю молотом и поднял того с земли, держа перед собой так, словно раздумывал, как лучше его раздавить. Он ожидал, что воин станет сопротивляться, но Грендел просто смотрел на него с невозмутимой уверенностью, которая Берасу даже не нравилась. «Он прав, повелитель», сказал Корон. «И разжал хватку». «Но только безумец посмеет подойти ко мне так близко. Не думаю, что это слабое место, повод для беспокойства». Корон обошел дредноута, оценивая степень повреждения погнутых пластин его брони. Серва рука постукивала по металлу. По эхопризнакам, судя о состоянии внутренних структур и взаимодействуя со встроенными системами невыразимо сложных механизмов, которые позволяли плоте и железу слиться в единое целое. «Вы все еще мыслите и сражаетесь как смертный», сказал затем Корон, встав перед Берасом. «Но теперь вы нечто гораздо, гораздо большее. Вы повелитель битвы, бог из железа и плоти, который царит на поле боя. Никто не устоит перед вашей мощью, но есть способы убить даже бога». «Верхняя броня», напомнил Грендаль, сжимая кулак. «Это только один из них», отрезал Корон. «Вы можете топтать пехоту, разрывая их слабые тела на части, презирая этих жалких червей, как они того заслуживают. Но не думайте, что вы неуязвимы для их оружия. Убивайте их всех, но помните, они могут дать сдачи. Этого я не допущу», пообещал Берас. Глава десятая. «Не во тьме». «Самый сложный ключ». «Нижние пути». Он был призраком, черным фантомом, летящим в тишине. Он был врагом света, перемещающимся лишь в погребальном сумраке корабля. Другом тьмы и братом тени. Его бесшумность и незаметность должны были быть невозможны. Слишком большое тело и слишком громоздкая броня для того, чтобы двигаться скрытно. Но Никону Шараукина тренировали лучшие мастера тени на шпиле воронов. Он растворился в тенях. Шараукин шагал от тьмы ко тьме. И тени открывались ему, приветствуя как брата. Он предугадывал движение света, когда они приближались и уходили, вливаясь еще глубже в черноту. Немногие умели растворяться в тенях, как Шараукин. Ибо лишь самым одаренным из детей освобождения удавалось избегать света достаточно долго, чтобы на них обратили внимание мастера. Вдоль коридоров Сизифия через сводчатые оружейные залы мимо групп тренирующихся бойцов в глубины машинного отделения двигался он, никем не замечаемый. Его доспех был составлен из многих частей, из пластин, взятых от мертвых. А тише мертвых нет никого. С первых дней в лабораториях шпиля воронов он учился приглушать шум. Сначала с помощью тряпок и комья в земли. Потом с помощью акустических поглотителей и мастерства. Хотя его броня была собрана из того, что нашлось, она подходила ему лучше, чем что-либо, что он носил, когда был с девятнадцатым легионом. Сабик Велун помог ему собрать ее, но тайные ритуалы тишины он совершил один, как и полагается каждому каривану, заслужившему ранг быстрокрылого. Каждый воин бесшумно двигается своим путем, и каждый воин обладает собственным пониманием пустоты между звуками, что позволяет ее ему занимать. В помещениях космического корабля стать призраком было просто. Его звуки были многочисленными, громкие и предсказуемы. Скрипы и стоны каркаса, гнущегося при перемещении, ритмичный пульс двигателей, разговоры экипажа и наполовину слышный, наполовину воображаемый шум горячего нейтронного потока с внешней стороны корпуса. Множество звуков, множество мест, где можно спрятаться. Даже слишком просто. Все воины тени должны были проходить испытания, поскольку без настоящих испытаний способность растворяться терялась. Только став тенью, воин мог двигаться сквозь них, не выдавая себя. Только когда на него по-настоящему охотились, мог он достичь того состояния, которое позволяло раствориться, добившись идеального камуфляжа. Эта защита не была совершенно, разумеется, и невидимых воинов не было. Но для Шараукина тень стала таким союзником, что он был все равно, что невидим. Немногие на Сизифе обладали достаточным охотничьим мастерством, чтобы выследить воина из гвардии Ворона. Поэтому он рисковал и выбирал пути, на которых возможностей спрятаться было меньше всего. Он прервал бег по кораблю и скрылся под потолком проходного коридора, обхватив пальцами изгибающиеся трубы. Шараукин проследил, как под ним прошли два воина из Железных Рук. Ветераны Марлоки. Сильные, суровые, отважные, сумевшие выжить. Сумевшие выжить, как и он. Нет, не как он. У Железных Рук было кое-что, чего у Шараукина не было. У них были узы братства. А Никона Шараукин был один. Шараукин, спасенный из предательской бури Сабиком Велундом, избежал резни на Истване 5, пройдя на волосок от гибели. Он был смертельно ранен, пути с планеты не было, и ему удалось спастись лишь вместе с травмированными воинами 10-го легиона. Железные Руки хотели сражаться, погибнуть вместе со своим побежденным примархом. Но Ульдарах Бронтан отдал последний приказ уйти, перегруппироваться, выжить, дать отпор. Шараукин плохо помнил те первые дни. Слишком тяжелы были раны, слишком сильно повреждено тело. Но неизменно вспоминался некто с резким голосом, склонившийся над ним в Афатикарионе на корабле, куда его принесли. «Ты не умрешь, гвардеец ворона», произнес тогда голос. «Не позволяй слабой плоти предать тебя, особенно после того, как ты столько пережил. Я получил удар от фениксийца, но до сих пор жив, и ты так же будешь жить». Голос не допускал ослушания, и он подчинился. Шараукин выжил и излечился, но он был один. Он был отрезан от своего легиона и не знал, что случилось с его генетическим отцом. Железнорукие знали, что их примарх мертв, и это сделало их твердый дух несгибаемым. Но Шараукину не было известно, что случилось с Кораксом. Спасся ли он после резни, или стал чьим-нибудь кровавым трофеем, прибитым к штандарту, тотемом, как голова Ферруса Мануса. Определенность дарила спокойствие и силу, некую уверенность, способную излечить шрамы на сердце. Но Шараукину, для которого судьба его примарха оставалась загадкой, приходилось существовать в сумеречном чистилище, метаться между надеждой и отчаянием, а воображение рисовало ему все более ужасные картины того, что произошло с его потерянным отцом, и он все сильнее падал духом. Было ли лучше не знать, что случилось с Кораксом? Будет ли легче, если он узнает, что тот мертв? Он уже много месяцев размышлял над этими вопросами, но к ответу так и не приблизился. Лишь определенность даст ему облегчение, но у разрозненных останков их легионов определенности было немного. Морлоки двинулись дальше, не заметив его, и Шараукин безшумно спрыгнул на палубу. Он вынул из ножен идеально скользящий гладий, не издав ни звука, и последовал по коридору, выискивая колочки тени, в которых смертные глаза не заметят большей черноты, исследуя все закутки благородного корабля. Шараукин почувствовал, что воздух похолодел, и понял, что приближается к Апотикариону. Его органы чувств были настроены улавливать микрозвуки, предвосхищающие движения и присутствие. Поэтому он услышал шепот, обозначавший, что кто-то приблизился к двери с другой стороны. Он прыгнул в противоположной стене, оттолкнулся от нее и зацепился за переплетение изогнутых труб, шипящих железных и обвисших резиновых. Он влился в прячущую его темноту, став частью теней и понизив производительность доспеха, превратившись в черного призрака во мраке. Дверь отъехала в сторону, выпустив клубы холодного воздуха и скрип соприкасающихся броневых пластин. Звуки доспехов с противоположного конца коридора за дверью поведали Шараукину, что вход в стазис-камеру Бронтана охранял Сеп Торик. По решетчатому полу загремели шаги и Шараукин знал, что из коридора выйдет Атеш Тарса. Еще до того, как тот действительно показался, осунувшийся и изможденный. Апотекарий Саламандр остановился, чтобы потереть основаниями ладоней алые глаза, в которых Шараукину было так сложно что-либо прочитать. В них не было зрачков или отметин, позволявших судить о характере, и они были пусты, как линзы легионерского шлема. Он устало выдохнул, когда дверь закрылась, и Шараукина охватило сочувствие к Саламандру. На нем лежала обязанность сохранять жизнь мертвому, и он должен был продлевать агонию воина, который заслуживал покой и конец своих страданий. Тарса посмотрел наверх и улыбнулся. А пол чем не нравится? Шараукин так удивился, что едва не лишился опоры. Сомнений быть не могло, Тарса смотрел прямо на него. Гладий в руке задрожал, глубоко укоренившиеся инстинкты приказывали ему упасть на обнаружителя и убить, но Тарса не был врагом. Поэтому Шараукин вложил короткий меч в ножны и спрыгнул на пол. Выпрямившись, он склонил голову на бок. «Ты меня увидел», сказал он. «Разумеется», ответил Тарса. «Иначе к кому бы обращался?» Шараукин посмотрел в красные глаза Тарса, пустые, как полированный гранат, но не разглядел в них никакой аугметики, которая могла бы объяснить, как Тарса сумел его увидеть. Шараукин был скорее заинтересован, чем раздражен. Хотя тот факт, что его так легко заметили и задевал профессиональную гордость. «Однако, меня не так просто обнаружить», сказал он. «Не сомневаюсь», согласился Тарса. «Но когда видишь, как огни рожденные, немногое может ускользнуть от внимания, особенно в темноте». «Все легионеры хорошо видят в темноте», сказал Шараукин. «Но не так, как мы», ответил Тарса. Повернулся и продолжил свой путь по коридору. «Пройдешься со мной?» Шараукин кивнул и поравнялся с апотекарием, неосознанно подстраиваясь под темп его шагов, чтобы скрыть шум собственных. «Тяжело тебе, наверное», сказал Тарса. «В смысле быть здесь, он и для тебя чужой», сказал Шараукин. «Я знаю, мне тяжело, так что я предположил, что тяжело и тебе», сказал Тарса. И Шараукин обратил внимание, что их путь вел в трапезную Сизифия. «Это сложно», признался он, благодарный за понимание. «Я один и не знаю, что происходит за этими стенами. Мне не просто быть вдали от тьмы». «Тьмы?» Шараукин коснулся белокрылой хищной птицы на наплечнике. Неофициальный термин, который порой используют в моем легионе, когда мы собираемся в любом количестве. «А, ясно», кивнул Тарса, сдержанно улыбнувшись. «Легионерский жаргон. У нас тоже есть подобные слова, порожденные обычаями семи городов святынь». «Назови мне какой-нибудь», попросил Шараукин. «Хорошо», сказал Тарса и помолчал, думая, о чем рассказать. Люди Десиода когда-то использовали фразу «Адский рассвет», обозначая время, когда пепельные облака раступались и начинало светить солнце. Что оно значит? «Адский рассвет» возвещал о приходе сумеречных призраков. «Сумеречных призраков?» «Темный рот Эльдар», пояснил Тарса. «В этот зловещий час они приходили, чтобы грабить и порабощать. Они забирали мужчин, женщин и детей в качестве добычи для своих пыточных кораблей. Но в конце концов вулкан разбил их в великой битве у врат Гесиода и навеки изгнал из нашего мира. Адский рассвет всегда был временем, которого страшились. Но когда с их набегами было покончено, саламандры сделали этот термин своим. Теперь так называется наша тактика развертывания, внезапный удар в центр вражеских сил. «Мне нравится», сказал Шараукин. Тарса с признательностью кивнул. Когда они дошли до трапезной, он протянул Шараукину руку и тот благодарно взял ее. «Ты не один, брат», сказал Тарса. «Железные руки видели, как погиб их генетический отец, и это дало им новую цель. Но мы с тобой, у нас есть только выжженная земля и неопределенность». Феликс Кассандр зажмурился и попытался отстраниться от влажных животных звуков, которые издавал Навара. Когда-то он думал, что легионер может вынести любую боль, но за время, проведенное вивисектарии апотекария Фабия, он убедился, как наивен был раньше. Он обнаружил, что уже не был способен ощущать ход времени, ибо в безнадежном мраке этого обиталища проклятых никогда ничего не менялось. Наркотики и боль делали его пассивным, обволакивали в пелену искаженного восприятия. Он существовал в загробном мире криков, смеха, плача и мясницкого звука лезвий, режущих плоть. Порой он видел, что происходит, и жалел, что видит. Порой собственное воображение рисовало ему куда более яркие картины. Вивисектории занимались дьявольскими операциями. Здесь Фабий и его покрытые плотью сервиторы отрезали конечности и заменяли их влажными кусками плоти от организмов, не имеющих ничего общего с новым владельцем. Навара стал испытательным стендом для самых разнообразных конечностей, задних лав, покрытых рыжеватым мехом, насекомьих ног с пружинами, рук клинков с хитиновым панцирем, ампутированных у какого-то огромного арахнида, гибких щупалец сортами, усеянными иглоподобными зубами и истекающими кислотной желчью. После каждого физиологического отторжения Фабий раздраженно шипел и отделял негодную конечность, чтобы сжечь ее. Омерзительное устройство, свисающее с потолка, как будто наблюдало за Кассандром и мечущимся в путах Навары, роняя на пол капли тошнотворной черной жидкости. Где-то извивалось, как слизкие черви, жидкие, но живые, пока не стекали в забитый кровью стоп. Но и Кассандра Фабий не обходил вниманием. В то время, как разрушенное тело Навары стало идеальным каркасом для новых, необычных частей тела, излечивающееся тело Кассандра превратилось в полноценную биологическую фабрику, в которой Фабий тестировал свои изобретения на клеточном уровне. Болезнетворные микроорганизмы, ретровирусы, расщепители генов и бактерии широкого спектра действия шприцом вводились ему прямо в сердце, а результаты наблюдались и фиксировались. В теле Кассандра текли раскаленные реки зараженной кровью. Каждая загрязненная вена и переполненная ядом артерия несла микроскопических вредителей, пытавшихся разрушить его на генетическом уровне. Но все попытки оканчивались неудачей, ибо великий технобиологический труд императора был слишком искусен и слишком сложен, чтобы его можно было уничтожить синтетическими болезнетворными организмами, созданными простыми людьми, как бы изобретательны они ни были. Но хотя генетически улучшенный организм Кассандра восстанавливался после каждой атаки, боль, сопровождающая тяжелую вирусную войну, в которой он был полем битвы, оказалась почти непереносима. Он потерял ход времени в приступах горячечных галлюцинаций, мучительных спазмов и яростных лихорадок, после которых к раскаленной коже нельзя было прикоснуться. После каждого успешного сопротивления едва ли что-либо в теле Кассандра опустошенным и обессиленным напоминало о том, как величественно оно было раньше, но оно все еще было способно восстанавливаться благодаря питательным жидкостям, вводимым в организм и готовить его к следующей атаке. Тело могло излечиваться практически бесконечно, но разум не выдерживал постоянной боли. Однако всякий раз, когда Кассандр чувствовал, что разрушенное сознание подходит ближе к пропасти безумия, он удерживал себя силой ненависти к чудовищному хирургу, подвергавшему его этим ужасам. Судил немалое удовольствие в страданиях, которое причинял, уточняя у него характер боли и спрашивая об ощущениях в местах, где локализовывалась инфекция. Кассандр ничего ему не отвечал, и злое, разочарованное выражение на лице Фабия было его единственным утешением в этом царстве мучений. «Рано или поздно ты сломаешься», сказал Фабий. «Все оказавшиеся здесь ломаются, даже те, кто приходит сюда по собственной воле. Хотя тебе надо отметить, что ты держишься дольше большинства». Кассандр на мгновение испытал гордость. «Интересно, почему так?» протянул Фабий. Тут Кассандр опять потерял сознание и очнулся через неизвестное время от криков Наварры, у которого Фабий вынимал второе сердце и заменял его чем-то блестящим, пульсирующим, больше похожим на организм, чем на орган. Наварра не мог молотить конечностями от боли, у него их не было, но его крики явно свидетельствовали о немыслимой агонии, которую он испытывал. В конце концов Наварра затих, теряя сознание он дышал прерывисто и хрипло от скопившейся слизи. Кассандр видел, что грудь его брата-легионера под фиксирующей клеткой была исполосована неровными шрамами, свежими и инфицированными. Кожа на ребрах ритмично поднималась и опускалась, словно под плотью ползали отростки, ищущие что-то. Кассандра едва не стошнило, когда он представил, как в его тело зашивают чужеродного паразита. Фабби поднял голову от своей работы. Он стоял спиной к Кассандру, но несколько покачивающихся лап на его спинном устройстве были направлены в его сторону. Кассандр не сомневался, что они предупредят сумасшедшего хирурга, если он хотя бы попытается что-то предпринять. Но после неизвестного отрезка времени, прошедшего с того момента, как его принесли сюда, после всех этих несчастных криков от боли, мысль, что против Фабби нужно что-то предпринять, перестала быть абстрактной и превратилась в возможный план. От его конвульсий и безумных метаний ремни так ослабились, что теперь, если ему представится возможность, он, вероятно, сумеет разорвать их. При одной лишь мысли о том, как он сломает своему мучителю шею, на душе потеплело от радости. Ему достаточно будет освободить одну руку, и тогда он легко сможет снять остальные путы. Он слегка пошевелил рукой, чувствуя, что один ремень, раньше крепко привязывающий его к столу, стал чуть податливее. Фабби, ухмыляясь, как скелет, и лениво почесывая острый подбородок черным, похожим на коготь ногтем, повернулся к нему и заговорил так, словно с их последней беседы, совсем не прошло времени. Возможно, твоя выносливость как-то связана с уникальным геномом твоего легиона. Что если твоя непреклонная надежность вплетена прямо в твое геносеме? Что если эта черта характера сознательно выведена в тебе, внедрена при создании? Может так? Как ты думаешь, Феликс? Кассандр не помнил, чтобы называл хирургу свое имя, но, возможно, он прокричал его в помрачении, вызванном инфекцией. Я не знаю, ответил он, я не апотекарий. О, мне это известно, сказал Фабий, подружески хлопнув его по плечу и заставив ахнуть от боли. Все болевые рецепторы вывелись прямо под поверхность кожи и стали передавать ужасные, чрезвычайно сильные ощущения. То был побочный эффект лекарств Фабия. Зачем? проговорил Кассандр. Зачем ты это? А почему бы и нет? парировал Фабий. Особенно теперь, когда Хорус заставил Альфария передать мне тайные знания, столетиями скрывавшиеся в самых глубоких хранилищах императора. У меня есть все элементы, которые нужны, чтобы открыть дверь к невообразимым сокровищам. А ты будешь моим ключом. Подумай только, мы будем вместе стоять у истоков новой расы сверхлюдей, куда более великих, чем ничтожества, которых император сделал из нас. Мы будем богами, высшими созданиями, всемогущими и бессмертными. Ты безумец, прошипел Кассандр. Как ты вообще мог быть одним из легионеров? Безумец, усмехнулся Фабий, наклоняясь к нему. Я создам расу богов, а ты смеешь называть меня безумцем. Я стану прародителем для расы сверхлюдей, божественно совершенных созданий, в сравнении с которыми воины императора будут казаться примитивными обезьянами. Нет, ответил Кассандр, сжимая кулак, не станешь. Фабий засмеялся, словно слабый, грубый хрип вырвался из запыленных труб, давно уже не передававших такого звука. И кто же меня остановит, Феликс Кассандр? Ты? Да, ответил Кассандр, и с полным ненависти ревом оторвал руку от стола. Бицепс переполняла бурлящая сила, и он ударил кулаком по челюсти Фабия. От удара апотекарий прокатился по полу висектория. Он упал неудачно, ударился виском о край разделочного стола, приземлился на согнутые ноги и оказался прижат к полу весом собственного паразита хирургиона. Кассандр, не теряя времени, напряг вторую руку и, используя прилив адреналина и грубую силу, быстро освободил ее. В голове гудело из-за внезапного движения, а сердце в груди горело, как раскаленное от нагрузки. Существа, закрепленные на потолочном хирургическом устройстве, одновременно завопили в слепом страхе и ярости. Фабий оправился от удара и криком позвал сервиторов. Но Кассандр уже освободил ноги и спустил их со стола. Он был слаб, но все же достаточно силен, чтобы сделать то, что требовалось. Фабий поднялся и стал отступать от Кассандра, не твердо шагавшего к нему. Его бледное лицо превратилось в кровавую маску, черные глаза сверкали, как куски угля на снегу. Однако он улыбался, справа от Кассандра метнулась тень и что-то вонзилось в его бок, гибкая, как щупальца лапа, уколола его иглой. Кассандр схватил лапу и оторвал ее от существа. Хлынула солоноватая кровь и химическая отработка. Оно завыло, и он развернулся на пятках и ударил кулаком в центр создания. Под его рукой заизвивались скользкие кабели артерий, теплые и омерзительно пульсирующие, как живые. Кассандр потянул на себя моток блестящих потрохов и из разорванного тела хлынула река вонючих жидкостей и подвешенный монстр затих, когда умерла подсоединенная внутренняя система его чудовищного тела. Фабий пятился от Кассандра, но тот следовал за сумасшедшим апотекарием на нетвердых ногах. Ненависть подталкивала его, однако изнуренность и усиливающаяся боль крали его силы с каждой секундой. Кассандр шел за Фабием, пошатываясь и чувствуя, как текут по организму яды. Но что странно, их действие начало ослабевать, и он обрадовался маленькой победе. Твои яды больше не работают, прошипел он. Ты создал у меня иммунитет. Фабий отступил в дальний угол комнаты, где свет не разгонял тени. Бежать некуда, апотекарий, сказал Кассандр. Фабий не ответил, он протянул руку в тень и взял что-то висевшее на стене. Это был меч, грубый клинок с обтесанным кремниевым лезвием и золотой рукояти. Он странно отражал свет, будто был покрыт алмазным напылением, а у лезвия были обиты края, и оно казалось слишком коротким для своей рукояти. Знаешь, что это? спросил апотекарий, и в голосе его вдруг возникла непонравившаяся Кассандру уверенность. Мне все равно ответил Кассандр. Я все равно могу убить тебя, с мечом ты или без меча. Это анафем, сказал Фабий, поворачивая клинок и поднимая его близко к губам. Меч кенебрахов, сразивший великого хоруса. Это просто меч, сказал Кассандр, кидаясь на Фабия. Апотекарий прошептал что-то, что он не услышал, и попытался ударить его мечом. Взмах был неудачный, Кассандр легко отразил его предплещем. Клинок скользнул по плечу, оставив на коже порез. В царапине собралась крохотная капля крови, но Кассандр уже оставил меч позади и обхватил руками горло Фабия. Он ударил его об стену, и меч упал на пол. Хирургион ожил, членистые лапы принялись колоть его плечи лезвиями, щелкающими клещами и инвазивными буровами. Из ран брызнула кровь, но боль только подгоняла Кассандра. Фабий ухмыльнулся. Жилы в его шее напряглись как стальные тросы. В уголках рта собралась перемешавшаяся с кровью слюна, а черные глаза на мертвеном лице выпучились. Судя по всему, он наслаждался, задыхаясь до смерти. Кассандр плюнул ему в лицо, а мгновение спустя он стоял на коленях и кричал. По всему его телу прошла вспышка немыслимой агонии, распространяясь от ничтожной царапины на плече и погружая его в боль, какой он раньше не знал. Его кровь горела, его органы лопались, его кости раскалывались в порошок. Тело Кассандра подвергалось всем мыслимым болям, самым жестоким мучениям, самым бесчеловечным пыткам. Они накладывались друг на друга и приумножались, разрывая его на куски, разламывая его на составные части и каждая этой части доставляя те же муки. Кассандр перекатился на спину, содрогаясь от тошноты, трясясь, обливаясь потом, крича. Восхитительно, правда? сказал Фабий. Сначала я думал, что разум в мече был абсолютно безумен, что он мог только убивать. Но я обнаружил, что страдания ему тоже нравятся и характер его воздействия можно менять, если знаешь, как попросить. Убей меня, процедил Кассандр сквозь красные от крови сжатые зубы. Фабий покачал головой. Нет, это был просто урок. Ты слишком ценен, чтобы тебя убивать. Хотя и не настолько, чтобы не позволять тебе мучиться. Боль начала ослабевать, но Кассандр все еще не мог двигаться. Его болевой порог остался так далеко, что он не сумел бы подняться, даже если бы сам император приказал ему. Он дрожал, хныча, как новорожденный, а между тем над ним нависли тени. Обернутые вплоть сервиторы, создавающими статичный шум ртами, с зашитыми глазами, с лоскутными телами, с непринадлежащими им конечностями, подняли его с пола, пока Фабий вешал на стену меч с кремниевым лезвием. Поместите его вместе с тератами, приказал Фабий. Велунд уже путешествовал к регионам космоса, где причудливое изменение Варпа проникло в реальный мир. Но в этом шторме было что-то особенное. Он занимал весь обзор на наблюдательной площадке, наполняя сводчатый отсек пеленой неестественного фиолетового света. Сизифий, как и большинство кораблей десятого легиона, был предельно функционален по своему устройству, как и следовало рабочему космическому транспорту. Было занято меньше половины сервиторных станций, остальные же почернели от огня. На платформе, которой обычно занимал магистр двигателей, стоял фрать автоматика. Магистр погиб в огне, став жертвой побочного урона от бортового залпа Альфа-легиона. Магистр артиллерии тоже был мертв, и наполовину механический Вермана Сайбус, старший из выживших ветеранов Марлоков, обслуживал аппаратуру управления огнем. И в лучшие времена здесь не раздавалась пустая болтовня. Теперь же, под неумолимым взором варпового шторма, мостик Сизифия стал просто мрачен. Иначе быть не могло, слишком многие погибли здесь во время побега Сыствана, и даже томатика удерживался от своих саркастических шуток, когда работал на мостике. Велун изучал внешний край текучего шторма с наблюдательного пункта, а Кадм Тира стоял у капитанского управляющего вел их к передовому фронту, сдувавшегося, кипящего на краях несвета. Большинство космических аномалий возникли и исчезли со временем, как бури над сейсмотропными континентальными плитами медузы. Эти штормы были яростными, они разрушали поселения и уничтожали целые ветви кланов. Но они были приходящими, и зная о них заранее, люди могли их пережить или избежать. Но этот шторм казался вечным, словно он мог только расти. Если у него и была история, никто на Сизифе ее не знал, а в сохранившихся картографических данных было только его абсолютно непримечательное название, которое совершенно не передавало его пугающую неизменность. Но чем дольше Велун смотрел на шторм, тем сильнее ему казалось, что шторм смотрит на него в ответ. Будто это было злобное существо, помещенное в космос, чтобы вечно наблюдать за миром людей. Столь ужасное явление скоро должно было заслужить яркое название. Но Велун это делать не хотел, понимая, что дав ему имя, он даст ему власть. Сияющий золотой орел спикировал из-под свода над мостиком и приземлился на плечо Кадматира. Он стряхнул крылья, прошелестев металлическими перьями, и переступил с лапы на лапу. Даже это механическое существо, не обладавшее собственным сознанием, казалось, чувствовало, как от шторма исходит что-то пугающее. Велун осекся. Он смотрел на факты с позиции эмоциональных предрассудков и приписывал человеческое поведение бездушному созданию. Железному отцу не пристало мыслить подобным образом. Есть ли какой-нибудь проход, спросил Кира, подняв руку и погладив птицу. Велун покачал головой. Я ничего не вижу, ответил он. Здесь сплошной фронтовой шторм. Фратер Велун, ради тебя самого разгоняли двигатели сверх допустимого предела, пытаясь оказаться здесь раньше предателей. Я пока не знаю, сказал Велун, понимая, что у Кира были основания раздражаться, но мечтаю, чтобы капитан научился лучше сдерживать свои эмоции. Когда будешь знать? Когда проводник прибудет на мостик. Тоек, Нумен и Бомбаст уже ведут его сюда, вклинился Томатика, надеясь отвлечь их от спора. Мы узнаем больше, когда они прибудут. В любом случае мы можем собрать здесь любопытные и материальные данные, если выживем, конечно. Это не исследовательская миссия, Томатика, сказал Кира. Томатика не успел ответить, главные двери открылись, и торжественную тишину мостика нарушили громыхающие шаги дредноута. Сеп Тоек и Игнаций Нумен шли по бокам от тонкого человека в плаще, переливающимся оттенками смоленистого черного. На лицо его был опущен капюшон, но не узнать манеру движения, присущую его ксеновской расе, было невозможно. Хотя он считался союзником, Марлоки все же держали оружие на груди. За проводником шел воин, угрожающих пропорций, возвышающийся над остальными и закованный в тяжелую броню, которая когда-то была черной, но теперь краска почти полностью сползла под пулями и огнем. Брат бомбаста вступал с механической тяжеловесностью, и его огромное дредноутское тело скрипело и протекало из многочисленных залатанных и перечиненных мест. Модернизированная ракетная установка, закрепленная на задних пластинах доспехов, была повернута вниз, но под гигантскими силовыми кулаками висел штурмболтер, а перфорированные форсунки чудовищно больших огнеметов были открыто направлены на проводника. Проводник не был пленником железноруких, но и полным доверием он не пользовался. Доверием в этой галактике не разбрасывались, и раса ксеносов еще не получила у человечества право им пользоваться. Вот он, прорычал бомбаст, сжимая и вращая в гнездах когти силового кулака. Бомбаст, получивший прозвище Карааши, в честь горы, на которую по медузийской легенде приземлился Ферус Манус, был воином вспыльчивым и яростным. Из-за его характера, подобного необузданному нраву вулкана и страсти к бурным разрушениям, прозвище за ним закрепилось и осталось даже после заключения в дредноутский саркофаг. Если уж на то пошло, замена смертного тела на железное просто усилила его агрессивность в бою. Проводник, сопровождаемый марлоками, встал перед капитаном. «Капитан Тира», сказал он тихим, лишенным эмоций «Я не люблю, когда люди прячут лица. Это значит, что им есть что скрывать». «Как вам угодно», ответил проводник и откинул бархатную ткань плаща. Их проводник был альдар с резкими чертами, полными губами и блестящими глазами льдисто-голубого цвета. Веллунд отошел от наблюдательного пункта и встал рядом с ним. «Как зовут это существо?» спросил Тира. «Его зовут Воручий Вора», ответил Веллунд. «И язык у тебя не отсохнет, если обратишься к нему напрямую». «Я в курсе», огрызнулся Тира. «Но я уже встречал его родичей на поле боя и видел, как медузийцы гибли от их мечей. Я ему не доверяю». «Тогда что мы здесь делаем?» поинтересовался Веллунд. «Без него нам в шторм не войти». Воручий Вора опять подал голос. «Уверяю вас, капитан Тира, я не желаю зла вам и вашим солдатам. Наоборот, я хочу остановить ваших врагов не меньше, чем вы сами». «Убеди меня», ответил Тира. «Веллунд сказал мне, почему, но я хочу услышать это от тебя». «Как уже говорил Сабик Веллунд, я ученый, поэт и исследователь, помимо прочего. Я принадлежу к научному ордену моего народа, известному как абонитовые архимсты. Мы изучаем звезды и материи Вселенной, из которых все мы созданы. Я прекрасно знаю эту область космоса, ибо я первым из нас спел о ее течениях и бурях». «Спел?» переспросил Тира. «Это самое подходящее слово, которое я могу подобрать для описания того, как мы обмениваемся информацией и храним ее», ответил вора. «Чтобы овладеть этим искусством, нужно десятки лет тренироваться в храме нашего ордена, но я полагаю, у вас нет ни времени, ни желания об этом слушать». «Хотя бы в этом наши мнения сходятся», сказал Тира. «Но мне все еще непонятно, почему ты нам помогаешь. Воины, которых вы называете предателями, невообразимо опасны. Не только для вашей расы и империи, но и для всего живого. Они служат изначальному уничтожителю, хотя и не все из них в полной мере осознают, что это значит. Наши цели едины, но нам нельзя медлить, иначе враги достигнут крепости Омон-Нишак-Каэлес раньше нас». Омон-Нишак-Каэлес, что это значит? «Кузница солнца и звезд», в переводе с мертвого диалекта моего народа. «Ты сказал, у них есть проводник вроде тебя?» сказал Тира. «Есть», отозвался вора. «Отступник, изгнанный из нашего ордена, мой брат». «Что нужно делать, чтобы тебя изгнали из группы ученых?» спросил Верма Насайбус своим скрипучим механическим голосом. «О, это не сложно», сказал Томатика. «И механикум, и железное братство не раз угрожали мне исключением. Опасные эксперименты, радикальные взгляды, непротестированное оружие, все такое. Ты столько раз пытался нас взорвать. Немного жаль, что они так этого и не сделали», сказал Сайбус. Губы и Альдар едва заметно изогнулись в улыбке, и он продолжил. «Фрать Артоматика прав. В моем брате зародился пагубный интерес к темной стороне знания, к тому, что хранится в тайне не без причины. К чему?» спросил Томатика. «Приведи мне пример». «Вы же знаете, что я не могу этого сделать, фрать Артоматика», сказал воручий вора. «Достаточно знать, что есть в галактике вещи, которые должны навечно оставаться в прошлом. То, что находится в сердце крепости из их числа». «И этот отступник может привести предателей крепости», спросил Сайбус, не сводя с него испытующего взгляда. «Может, но он не знает тех путей, что знаю я», ответил вора. «Верхние пути безопаснее, но нижние пути быстрее. С моей помощью вы обгоните наших врагов, пройдя через пространство, не затронутые варпом, и достигнете ОМОН, Нишак, Каэлис задолго до того, как они там окажутся». «Наши приборы не регистрируют никаких брешей в шторме», заметил Кира. «Мы вообще не видим никакого входа, не говоря уже о входе безопасном». «Ваши приборы не способны увидеть нижние пути», сказал вора. «Но они там есть». «Капитан», сказал Велун, «у нас нет выбора, мы должны позволить воручи вора показать нам путь». «Ты сам сказал, что прохода нет», ряфкнул Кира. И механический орел захлопал крыльями в ответ на эту внезапную вспышку гнева. «Он может направить нас прямо в варповый ураган и уничтожить нас». «Может, но зачем ему это делать?» спросил Велун. «Он тоже погибнет, и я сомневаюсь, что он выискивал нас для того, чтобы убить таким сложным способом. Железные воины и дети императора скоро будут здесь, так что у нас есть два варианта довериться ему или сдаться». Уловка была очевидна, и Кира мгновенно ее распознал. «Думаешь, что можешь вынудить меня отдать нужный тебе приказ?» «Нет, но решать надо», ответил Велун. «У нас нет времени на дискуссии». Кира раздраженно посмотрел на него, но Велун тоже знал, что капитан согласится использовать эльдарского ученого в качестве проводника. Для железноруких сдаться было бы позором. Начатое задание не бросали даже при возникновении непреодолимых препятствий. Этот подход заставлял их сражаться после потери, несмотря на свое горе, под гнетом отчаяния, грозившего поглотить остатки легиона. И все же Кадм Тира никак не сводил взгляды с бурлящих облаков, возникающих на краях штормовых всплесков и грозовых шквалов, сияющих зловредным светом. Он слишком хорошо знал, чем были чреваты попытки пройти сквозь столь опасные регионы космоса. Корабли избегали подобных аномалий, особенно если те проникали из неизвестной параллельной вселенной, их породившей. И внутренний голос кричал ему, что нельзя доверять корабль со всем его экипажем Ксеносу, чей род был известен своей коварностью и непредсказуемостью. Но что ему еще оставалось? «Веди нас, воручий на миг закрадется подозрение, что ты собираешься нас предать, я прикажу бомбасту сжечь тебя дотла. Если ты приведешь нас с гибели в этом варп-шторме, первым умрешь ты сам. Понятно? Предупреждение абсолютно понятно, но излишне, сказал воро. «Не для меня», ответил Кира. Глава одиннадцатая Тяжкое бремя Додикатион Память тела Более двух тысяч воинов выстроились неподвижными шеренгами перед Крагером, и он был ошеломлен самой идеей, что они все теперь подчиняются ему. После отлета с Гидрокордатус, вызвавшего в нем безотчетное чувство облегчения, он пытался привыкнуть к мысли, что стал кузнецом войны четвертого легиона, что должен теперь отдавать приказы и распоряжаться судьбами других. Раньше вся его власть над жизнью и смертью заключалась лишь в клинке цепного меча и магазине Болтера. Теперь же он мог обречь людей на смерть одним только словом. Какая-то часть его, меньшая, радовалась подобному могуществу, но оно неизбежно отдалит его от кровопролития настоящей битвы, а против этого восставала сама природа Крагера. Расставаться с оружием для него значило то же, что лишится рук или сердца. Только в жестокой мясорубке боя воин этой жизни заключена во мгновениях между взмахами клинка и выстрелами. За шеренгами воинов стояли роты бронетанковой техники, носороги, лендрейдеры, мастодонты и гибриды, которые пневмашина создавала из обломков с поля боя и загадочных механизмов, извлеченных из сердца Кадмейской цитадели. Когда флот достиг края варп-аномалии, закрытые кузницы пневмашины стали работать с лихорадочной одержимостью. Словно эта неведомая область пространства давала им добавочные силы для создания все новых чудовищных машин. О предназначении некоторых из этих творений ясно говорил их облик. Они выглядели просто как гигантские орудийные станки или истребители пехоты. Но другие, те, что были увешаны защищенными решеткой приборами и опасными на вид приспособлениями, ничем не обнаруживали своих истинных функций. Крагер прошелся вдоль строя стены из вороненого железа отмеченного золотыми и черными шевронами. Эти воины обратили в руины бесчетные планеты, сокрушили оплоты величайших царств. Но знал ли их имена хоть кто-нибудь в империуме человека? По приказу командира все воины были без шлемов. Суровые лица смотрели прямо перед собой в нерушимом единстве. У большинства легионеров были темные коротко остриженные волосы. Но тут и там Крагер замечал то длинные пряди, которыми отличались уроженцы Лохоса, то вытутайрованные спирали, узор делханийцев, то выкрашенные в кровавый цвет волосы народа с Итиакарских гор, которому принадлежал он сам, то раздвоенные бороды, характерные для ведрикских терпехов. Он узнает этих людей, выучит их имена и скажет им, что знает все об доха. Проходя вдоль строя, он всматривался в лица. Грубые черты, сглаженные генетическими изменениями и улучшениями, преображенные знанием, которое дает долгая война. Немногие легионы могли сравниться с железными воинами, в искусстве убивать, но служение идеалам империума потребовало от них бесчисленных жертв. Эти люди, исполненные силы, сражались за то, чтобы привести галактику к согласию. Но почестей за это им не полагалось. Награды доставались другим, более прославленным легионам, которые получали все лавры, пока железные воины гнули спины. Ультрадесант, кровавые ангелы, имперские кулаки. В честь их героев слагали поэмы, их подвиги увековечивали в произведениях искусства. Но где триумфы, устроенные в честь железных воинов? Где слава этого ветром прахи погребального костра, в который превратился целый мир? Сказания о сынах этого мира, ставших крестоносцами, некому было слушать. Легион сжег всех, и отчаяние того дня впиталось в кожу воинов, как пепел на щеках скорбящих вдов и заблудших отпрысков. Но Крайгер не чувствовал вины за то, что они сотворили с Олимпией. Что с того, что именно эту планету железный владыка считал домом. Неважно, чей это дом, все планеты горят одинаково, и никому нет до этого дела. Разница заключалась только в названии, а названия и имена это пустой шум. И горе, и вина разъедают душу воина подобно ржавчине. И Пертурабов той речи, которую он произнес перед всем легионом под пепельным дождем на их родной планете, прямо сказал, что среди его людей чувству вины нет места. Сожаление, это удел слабых, которые копаются в прошлом, ища себе оправдания. Железные воины никогда не позволят этому разрушительному чувству завладеть собой, ибо для них оправдание было только в будущем. Размышления Крагера прервались, когда в первом ряду грант батальона он заметил знакомое лицо. Он понимал, что не нужно останавливаться, что не стоит еще раз напоминать воинам под его командованием об ударе, нанесенном их самолюбию. И все же зловредность не дала ему упустить этот случай, еще раз повернуть нож в ране. Крагер остановился перед Харкором, с удовольствием отмечая, как сильно понизился статус бывшего кузнеца войны. Харкор, заговорил он и едва удержался, чтобы не добавить привычное звание. Крагер, ответил Харкор, теперь кузнец войны Крагер. Харкор кивнул, проглотив наверняка подступившую горлу обиду. Тебе нашлось место в гранд батальоне? Да, кузнец войны. Я боевой брат 55-го штурмового отделения. Крагер был в курсе, что за отделение. Посредственные землекопы, пушечное мясо. Ты отлично туда впишешься. Сержант Гаст знает свое дело. Мне всегда было мало просто знать свое дело. Кузнец войны, сказал Харкор с такой явной горечью, что Крагер с трудом не рассмеялся. Да, и посмотри, куда это тебя привело. Позвольте говорить откровенно, кузнец войны, попросил Харкор. Крагер помедлил, но в конце концов кивнул. Говори, но не трать мое время попусту. Быть кузнецом войны тяжелое бремя. Это я знаю, даже слишком хорошо. Тысяча обязанностей ложится исключительно на ваши плечи, и пусть вы сильны. Кузнец войны на этот раз он рассмеялся, прямо Харкору в лицо. Ты помочь! Я занял твое место, после того, как примарх разжаловал тебя. Уже чувствую, как ты втыкаешь мне нож в спину. Нет, кузнец войны, покачал головой Харкор. Из чего же мне тебе верить? Потому что мне больше нечего терять. Железный владыка никогда снова не назначит меня кузнецом войны. Так ради ответил Харкор. Но я мог бы помочь вам превратить этот гранд батальон в легенду. Примарх к вам прислушивается. В вас есть азарт и сила. Добавьте к этому мой опыт. И к тому моменту, когда Хорус займет трон Терры, вы будете любимым триархом Пертураба. Ты будешь помогать мне только ради собственного продвижения, усмехнулся Краагер. Харкор пожал плечами. А что в этом плохого? Наверное ничего, но доверять тебе все равно, что пригреть змею на груди. Я ничего не говорил о доверии, уточнил Харкор. Лишь о том, что вам стоит ко мне прислушиваться. Я об этом подумаю, сказал Краагер. Командный мостик железной крови обрамляла колонна до опор без каких-либо украшений, на которой ярус за ярусом положились аугментированные сервиторы, обслуживавшие более простые приборы корабля. Там же, где требовалась постчеловеческая реакция, работали железные воины, хотя из этой горстки легионеров Пертураба знал только несколько. Он стоял, скрестив руки на груди и бесстрастно наблюдал за клубящимися всполохами, непонятными потоками и завихрениями варп-вещества, отображавшимися на смотровом экране. Объединенный флот железных воинов и детей императора занял позицию на самом краю звездного вихря, чья пламеняющая сердцевина сияла, словно умирающая звезда. Обушующая корона расширялась, чтобы поглотить все вокруг. Ржавый свет, который излучала сердцевина, озарял лицо Пертураба, придавая ему румяный оттенок здоровья, и огнем отражался в его холодных глазах. Впервые в жизни Пертураба знал, что другие тоже его видят. Да, видят иначе, чем он сам, но хотя бы признают, что это явление существует. Его же взору открывались и планеты, что плавали внутри темного света, призраки, мелькавшие на грани восприятия, зыбкая твердь в царстве, не видевшем постоянства. Он видел планеты, на которых не действовали ни логика, ни евклидовые аксиомы, на которых физические законы, управлявшие галактикой, недоступных человеческому пониманию. Огненные миры, миры, невероятным образом сложенные из геометрических форм, миры, охваченные вечными грозами, эфемерные островки, всплывавшие над породившей их пеной хаоса и мгновением позже вновь в ней тонувшие. В этом кошмарном смешении штормовых потоков правило безумие, в изменчивости своей способное сломить даже самый крепкий рассудок. Но одна планета все же сохранила ненормальную стабильность в этом круговороте рождений и смертей. Мрачный мир безжизненных скал и изломанных шпилей, вечной пустоте его неба, неподвижное солнце, похожее на зрачок чудовищного глаза. Стоило Пертураба моргнуть, и эта мертвая планета с ее черным солнцем растворилась в болезненных красках звездного вихря. Он всегда, с того самого дня, как обнаружил себя на мокром от дождя утесик, чувствовал присутствие этого водоворота. Вихрь неотступно следил за ним с неба, оценивал его поступки, решал, чего он достоин. Это неусыпно бдящее око сделало Пертураба мрачным и недоверчивым, заставляло всегда держаться на стороже, всегда помнить, что зловещий взгляд устремлен именно на него. Так было в прошлом, так будет и в будущем. И вот теперь Пертураба собирался погрузиться в глубины вихря, следуя указаниям проявиться чужака. Что найдет он внутри, и самое главное, что найдет его. Он всегда каким-то образом знал, что рано или поздно отправится внутрь звездного вихря. Аномалия звала его, тихо, но настойчиво, тянула к себе невидимыми нитями, не замечать которые, однако, было невозможно. Часть его восставала против мысли о таком зове. Он мог бы отдать приказ, и легион с его сотнями кораблей развернулся и отправился бы туда, где от них было бы больше прока в войне Хоруса Луперкаля. Но стоило Пертураба только подумать об этом, как мысль сразу же рассыпалась в прах, словно деревянная стена под мел татараном. Вся его жизнь прошла под взглядом звездного вихря, но лишь сейчас его флот приблизился к аномалии вплотную. Почему так получилось? Ведь он был примархом в армии императора, в его распоряжении были сотни кораблей, и никто бы не стал задавать вопросов, направь он экспедиционную миссию по этим координатам. Ответ был очевиден, до недавних пор у него не было причин отправляться внутрь. Внешним поводом стал Фулгрим с его байками про богов войны, заточенных в темнице, и оружие апокалипсиса. Но Пертураба понимал, что настоящая причина иная. Он прибыл сюда, потому что настало время заглянуть в сердце звездного вихря. Звездного вихря? Сколько он уже пользовался этим эпитетом, не пытаясь даже узнать, как на самом деле называется аномалия? Пертураба вызвал астрогационные карты этого района космоса, которые хранились в базах данных железной крови. На замерцавшем экране появилась неоновая сетка, исчерченная дугами траекторий и отмеченная мигающими подписями у тех немногих звездных объектов, что заслуживали собственного названия. Посередине экрана высветилась вертикальная черная рамка, которая пересекала огненное пятно вихря, словно зрачок огромной кошки. Внутри рамки имелось и название Лебедь 10-1. Пертураба знал, что звездный вихрь был непростой пространственной аномалией, носившей это имя. Жалкий писарь, который обозначил вихрь этим чужим названием, был идиотом. Нечто столь колоссальное и ужасное заслуживало имени, которое вселяло бы в сердца страх, которое бы помнили до окончания времен, до того дня, когда звезды погаснут, и единственным светом во вселенной останется это жуткое зарево прожорливой оболочки вихря. Пальцы Пертураба запорхали над панелью, с которой он вывел на экран карты. Название вертикальной рамки изменилось, и его тонкие губы изогнулись в некоем подобии улыбки. Это изменение распространится по всем флотам, и теперь будет отображено во всех базах данных, где хранятся карты северо-западного региона галактики. Да, сказал он, имя, которое никто однажды услышав не забудет. Подчиняясь команде Пертураба, двигатели железной крови полыхнули, унося корабль внутрь звездного вихря. Нет, больше это не звездный вихрь, теперь его будут называть Око Ужаса. Они называли его Додикатион в честь двенадцати тиранов Олимпии. Собрание ордена каменщиков четвертого легиона проходили на кораблях железных воинов с давних времен, еще до того, как Пертураба воссоединился со своими генетическими сынами. Ни в самом сердце ордена, ни в его собраниях не было ничего таинственного, никакого тайного учения, никаких секретов, связанных с его деятельностью. Это было просто место для встреч строителей и воинов, где можно было обсуждать новые архитектурные проекты, моделировать прошлые битвы и предлагать новые методы ведения войны. Сюда мог прийти любой легионер, но на практике посещать собрание ложи могли только офицеры. Крагер, как и каждый железный воин, знал о существовании ордена, но раньше никогда не мог выкроить время, чтобы сходить туда самому. Теперь же, когда флот приближался к аномалии, скрывавшей оружие ангела Экстерминатус, а он занимался тем, что заменял стареющие зубцы на полотне цепного меча, в его оружейную пожаловали Барбан Фальк и Форикс. Мог бы поручить это сервам, заметил Форикс. Предпочитаю делать сам, ответил Крагер. Он сидел скрестив ноги, поверх облегающего комбинезона, облаченный в тунику из стального цвета мешковины. Перед ним на промасленной ветоше лежало около сотни острых, как бритва зубьев, словно выдернутых из челюстей какой-то механической акулы. Все новые, отполированные, смазанные и готовые разрывать плоть. У тебя есть более важные дела, сказал Фальк, раздраженный тем, что его собрат Триарх занимается такой примитивной работой. Например, ты должен пойти с нами, ответил Форикс и протянул руку, чтобы забрать у товарища меч. Но Крагер резко отдернул оружие. Не трогай мой клинок, его пальцы сжались, крепче обхватывая рукоятку. Куда мы идем? В Додикатион, пояснил Форикс. Пора тебя представить. Крагер ослабил хватку и вернул меч на стойку и стены, заполненную другими клинками, палицами и огнестрельным оружием. Орден каменщиков! Форикс кивнул, и Крагер последовал за ними, восвещенный неверным светом, пропавший маслом коридоры железной крови. Некоторые были ему хорошо знакомы. В некоторых же помещениях он никогда не бывал. Они проходили через арочные галереи, где выстроились рядами артиллерийские орудия, где сотни тяжело бронированных машин были подвешены на толстых цепях к усиленным фермам потолка. Они поднимались по огромным спиралям лестниц, обвивавших колонны гудящей обжигающей энергией, мимо сверхзащищенных магазинов, доверху забитых снарядами, шансовым инструментом и миллионами зарядов с взрывчатыми веществами. На кораблях железных воинов, по сравнению с другими легионами, гораздо больше места отводилось под материальные средства обеспечения, так как их способ ведения войны подразумевал бесперебойные поставки боеприпасов большой взрывчатой силы. Хотя в лабиринтах железной крови легко было заблудиться, Крагер знал, что они направляются в переднюю часть корабля. Высокие залы с раскаленными стенами и покрытыми конденсатом трубами сменялись все более тесными помещениями, в которых практически все пространство было занято носовыми орудийными системами, огромными трубами торпедных аппаратов и реле питания, обслуживавшими батареи крупнокалиберных орудий, установленных по обе стороны от изогнутого носового тарана. «Ты правда никогда не был на собрании до дикатиона?» спросил Фальк. «Никогда!» «А почему нет?» Крайгер пожал плечами. «Всегда находились более важные занятия, чем просто разговоры о войне. Я предпочитаю готовиться к бою». «Ты триарх», сказал Форикс, «и теперь для тебя разговоры о войне, часть этой подготовки». Закругленный пандус, по которому они спускались, выходил на длинную парадную галерею со стрельчатым сводом. Железные воины, собравшиеся в галереи, разбились на множество небольших групп. Некоторые внимательно изучали подборки архитектурных планов. Другие же рассматривали на гололитических экранах чертежи стен, вероятные схемы их обстрела и таблицы огня. Всего здесь было около ста воинов. Кто-то в доспехах, кто-то в кольчужных туниках. «Все выглядит очень непринужденно», заметил Крайгер. «Только на первый взгляд», возразил Форикс, «Уж здесь заключаются и расторгаются союзы. Здесь крепляют договоры и приносят клятвы, о которых забывают еще до конца собрания, что очень полезно». «Да какая же в этом польза?» Форикс широко улыбнулся. «Напротив, выгодно знать, кто кого поддерживает и кто с кем сговорился. Может пригодиться, когда будешь планировать свой боевой порядок. Когда любым трем кузнецам войны приходится сражаться вместе, здоровый дух соперничества только подстегивает их. Если ты правильно оценил, насколько далеко должно зайти это соперничество, каждый из них постарается превзойти самого себя. Но если ты ошибся, твоя армия будет занята не врагом, а внутренними склоками». «Понятно», сказал Крагер, хотя идея стравливать кузнецов войны между собой показалась ему слишком разрушительной. А в других легионах есть подобные ордены. В последнее время появились, но Додикатион существовал еще до того, как Ларгаров мальчик на побегушках надумал заменить его собственной ложей. «Да уж, мы его быстро распровадили», засмеялся Фаль, «У нас есть свой орден, и другой нам не нужен». В их сторону стали оборачиваться. Новость о прибытии Трезубца распространялась среди собравшихся воинов. Додикатион не признавал рангов и чинов, но о некоторых из них слишком важных нельзя было забывать даже здесь. Идущих Триархов встречали вежливыми кивками. Кого-то Крайгер знал, многих видел впервые, а кое-кто, кажется, был вообще не из Четвертого Легиона. Одним из них был мечник из Детей Императора с лицом изуродованным шрамами. Тот самый, кто сопровождал Фулгрима в Ковее Феррум, кто сбил Крайгера с ног. Фулгрим называл его Люцием. Воин был без своей пары мечей, на поясе висели пустые ножны, и рука Триарха потянулась к оружию, прежде чем он вспомнил, что и сам не вооружен. Люций, заметив его ярость, ухмыльнулся и небрежно отсалютовал. «Почему этот скользкий паршивец здесь?» спросил Крайгер. Знак сотрудничества между легионами. Фальк чуть ли не плевался от злости. Мы приглашаем одного представителя из ордена Фулгрима. Они берут одного из наших. Шпион? Эмиссар, уточнил Форекс. Посол. И кто представляет нас? Форекс пожал плечами. Камни рожденный и кто-то из людей Бераса. Не знаю, как его зовут. Люций куда-то скрылся, а Крайгер заметил серебристо-белые волосы кузнеца войны Тарамина. Он разговаривал с бритоголовым воином, который стоял Крайгеру спиной. Затем они оба отошли в боковую галерею. Но прежде воин повернул голову и Крайгер узнал в нем Харкора. Хотя он с настороженностью отнесся к предложению помощи от бывшего кузнеца войны, зная, что тот рано или поздно предаст его ради собственного продвижения, его все равно поразило. Как быстро Харкор побежал к Тарамина, чтобы похвастаться своим влиянием на нового Триарха. Возможно, на эти собрания и правда стоит ходить, чтобы оценить, когда верность сменится предательством и подлостью. Трезубец произнес голос, в котором тепла было не больше, чем в леднике. Не часто нам выпадает честь видеть вас здесь вместе. Значит, предстоит действительно серьезный бой. Железный воин в полном доспехе появился из толпы и подошел к ним. На его броне было и вороненое железо цвет легиона, и черно-золотые шевроны, отполированные до блеска. Но основным цветом был холодный оттенок слоновой кости, знак апотекария. Одна перчатка оказалась больше, так как содержала инструменты целителя и хранителя мертвых. В другой воин сжимал нефритовый жезл в форме удлиненной молнии. Один конец жезла был увенчан сапфировой сферой, наполненной туманом. Другой сферой нефритовой, в которой под защитой невидимого энергетического поля плескалась какая-то жидкость. «Железо внутри, верховный», сказал Форекс, почтительно склоняя голову. Фальк повторил этот вежливый жест. «Верховный сулака, железо внутри». «Железо снаружи», отозвался апотекарий, коротко поклонившись. Этого сулаку Крагер не знал, но не взлюбил с первого взгляда. У него было лицо волосы и голубые глаза. Будь он простым смертным, то показался бы красивым. Он улыбался, как плохой итератор, вроде бы с чуткой ироничностью, но совершенно неубедительным. «Так это и есть кузнец войны Крагер», сказал Сулака, протягивая ему свободную руку. Крагер ответил на жест, сжав запястье воина, и почувствовал в нем неожиданную силу. «Приветствую, Сулака. Здесь ко мне обращаются, Верховный», заметил воин. «Единственный титул, который признает это собрание равных. Но так как ты новичок в Ордене, я не обижен». Крагер сдержанно кивнул в ответ на мягкий упрек. «Чувствую себя свободно в нашей компании», продолжал Сулака, уводя их вглубь зала. «Здесь есть чем заняться». «Например», спросил Крагер. «Я покажу тебе». Длинные цепи, свисающие с высокого потолка, удерживали зал, зрительно сужая пространство. Гул приглушенных голосов звучал спокойно, но и в нем слышалась яростная гордость, которую рассказчики не могли сдержать при каждом упоминании убитых врагов, брешей, эскалад и линии наступления. Сулака провел их мимо одного из столов, заваленного, как показалось Крагеру вначале, строительным мусором. Приглядевшись, он понял, что куча серого камня используется для обозначения боевых отделений и артиллерии. «Мы реконструируем сражение прошлого», пояснил Сулака, «и наши, и наших братьев, чтобы учиться на их ошибках и совершенствовать тактические протоколы». За широкими спинами воинов, обступивших стол, Крагер разглядел с любовью изготовленную модель большой башни, вокруг которой расположилось еще большее количество пронумерованных единиц, на этот раз окрашенных в черное. Здесь кузницы войны 34-го и 88-го грант-батальонов воссоздают осаду Дюлана, сказал Сулака с улыбкой. Но надеюсь, на этот раз, в отличие от оригинала, до потасовки не дойдет. Вот железная цитадель аурейской технократии, где мы выяснили, что Ангрона стоит выпускать в бой как можно раньше, тогда список погибших стал бы гораздо короче. Для сынов Хоруса, по крайней мере. Он указал на третий стол. А это из недавних приобретений «Битва за совершенную крепость», где наши братья из третьего легиона потерпели поражение, несмотря на то, что планировать фортификации помогал железный владыка. Крагер остановился, чтобы полюбоваться моделью совершенной крепости, которая была представлена на Гололите в огромном каменном корпусе. Между гражданскими зданиями и военными не было никакой разницы. Каждое строение представляло собой в равной степени и место для жилья и укрепленную точку «Бастион обороны». В архитектуре стен и зданий чувствовалось, что их создатель руководствовался прежде всего принципами эстетики. Но вот дороги и инфраструктуру проектировал явно кто-то более прагматичный. «Само население это щит», заметил Крагер, ища в городе уязвимые места. «Или же силы гражданской обороны, если посмотреть с другой стороны», заметил Сулака. «А не просто заслонка из мяса», «Крепость, идиот». Призрачное движение, а потом благоуханное дыхание совсем рядом. «Крепость спроецировал сам фениксиец», сказал Люций на ухо Крагеру, с излишней фамильярностью, проведя рукой по его шее. «Ты утверждаешь, что мой примарх идиот?» Крагер оттолкнул руку воина и с трудом сдержался, чтобы не оторвать самоуверенному наглецу голову. С одной стороны от себя он чувствовал громаду Фалька, с другой внезапно наполнила Крагера гордостью. Атаковать Люция было бы ошибкой по целому ряду причин, и Мечник это знал. Сдержав злость, Крагер кивком указал на совершенную крепость. «Рассчитывать на сострадание врага – ущербная стратегия. Город выживет, только если нападающие побоятся стрелять по населению. Но если бы я возглавлял атаку, с этим проблем бы не возникло. Имперские войска думают иначе», сказал Люций, «И шрамы на его лице исказились. Многие из его ран или плохо зарубцевались, или намеренно поддерживались в открытом состоянии. Крагер подумал, что это должно быть болезненно. «Они изменят свое мнение», возразил он. «И быстрее, чем ты думаешь. К тому же эта совершенная крепость все-таки пала, ведь так? Значит, до совершенства было далеко». Пала, но не потому, что в ее устройстве были ошибки. Тогда почему поинтересовался Фаль? «Потому что она нам надоела. На тот момент нас устраивало, что крепость достанется Кораксу и его чудовищам», ответил Люций. «Мой легион воины, а не тюремщики. Мы не предназначены для того, чтобы охранять завоеванные миры, и эту задачу оставляем другим легионам, тем, кто менее предприимчив». Колкость была настолько мелочной, что Крайгер только рассмеялся и, оттолкнув Люция в сторону, двинулся к топографической арене, состоявшей как из физических моделей, так и из гололитических конструкторов. Она занимала всю заднюю часть зала, и более мощные крепости, чем та, которую представлял этот макет, Крайгер увидеть еще не доводилось. Укрепление ее создали нечеловеческие руки. Какое-то великое существо преобразило целый континент, сделав его самым прочным, самым прославленным и самым неприступным бастионом во всей галактике. В этом шедевре титанических масштабов сложность конструкции соединялась с функциональной красотой так искусно, что у Крайгера перехватило дыхание. Он знал, что это за сооружение, хотя никогда не видел его воочию. «Императорский дворец!» «О да!» отозвался Сулака. «Обязательный экспонат до дикатиона!» С десяток воинов собрались вокруг стола, и каждый руководил частью атаки или обороны. Подчиняясь их приказам, голографические модели огромных армий вступали в бой. Десятки тысяч воинов в пронумерованных дивизиях атаковали или отступали, кроваво-красным приливом окружая осажденный дворец. Зрители, наблюдавшие за симуляцией, давали сражавшимся советы, предупреждали возгласами о внезапных нападениях из тайных подземных ходов, указывали слабые места на парапетах, бреши, которыми можно было воспользоваться, и ворота, которые не выдержали очередного артиллерийского обстрела. Императорский дворец осаждали миллионы легионеров и армейских ауксилий, но Крагер сразу увидел, что у них ничего не получится. Защита была слишком хорошо укреплена, стены слишком высоки, оборона слишком хорошо скоординирована, а сами фортификации слишком хитроумны, чтобы их взять. Шанс подняться на стены был только у некоторых частей атакующего войска, и лишь немногим из них представится возможность этот шанс осуществить. На генералов, командовавших осадой, со всех сторон сыпались предложения, начиная от тривиальных, больше пушек, больше штурмов, да совсем уж нелепых в духе, не сдавайтесь. Но на практике все советы оборачивались ничем. Воины, руководившие обороной, с легкостью, прилагая минимальные усилия, отбивали каждую атаку. Понаблюдав за этим круговоротом маневров, Крайгер заметил в нем систему, в корне отличавшуюся от той, в рамках которой обучали его самого. Кузницы войны, защищавшие дворец, использовали тактику чужого легиона. Они действуют согласно доктринам имперских кулаков, сказал Крайгер. Конечно, рядом с ним вновь появился Сулака. Именно Дорн и его легион трудяк укрепляли дворец, так что логично играть по его правилам. Особо нового тут ничего не изобретешь, заметил на это Крайгер. Тем временем в окрестностях Катманду захлебнулась еще одна атака, а штурм возвышенности Дхаула Гири закончился поражением с ужасающими потерями. Число убитых составило сотни тысяч. Согласен, отозвался Сулака, но у нас преимущество в численности десять к одному. Рано или поздно наша армия пробьется внутрь. Может быть, Крайгер покачал головой, но все, что достанется победителю, это величайшие на Тере развалины. Думаю, что справился бы лучше, сказал кто-то за его спиной. Железный Владыка появился из Умрака, великолепный в своей боевой броне, и все разговоры смолкли. Сокрушитель наковален был закреплен у него за спиной. Кибернетические порты на голове тускло блестели в свете факелов, а лицо, остававшееся в тени, казалось мрачным. На плечи примарха был наброшен горностаевый плащ фулгрима, скрепленный блестящей пряжкой черепом, и драгоценный камень, украшавший пряжку, мерцал золотыми прожилками. Повелитель, заговорил Форекс, мы не знали, что вы здесь. Я так и понял, сказал Пертураба, и следом за ним из теней показался железный круг. Форекс поразился тому, как незаметно тяжеловесные телохранители примарха проникли в зал, не выдав себя ни звуком. Боевые роботы держались по обе стороны от Пертураба, а тот медленно обошел стол с макетом имперского дворца, качая при этом головой, словно воины разочаровали его недостатком смелости и изобретательности. Холодные голубые глаза примарха окинули быстрым взглядом диспозицию армии, бессильных перед стенами дворца, и увиденное заставило его губы сжаться в тонкую недовольную линию. Досада на лице Пертураба напомнила Крагеру, почему его собственно и приняли в трезубец. Да, думаю, что справился бы. Примарх обернулся к нему. И ты бы захватил объект, перед которым так показательно спасали другие кузнецы войны? Именно так. В таком случае ты или дурак или гений. Наверное, и тот, и другой в какой-то степени. Посмотрим. Верните симуляцию к началу. И на этот раз пусть кузнец войны Крагер командует штурмом. Остальные параметры оставить без изменений. Начинайте. Пертураба отошел от голографически улучшенной модели, на которой армии отступали на начальные позиции, а мертвые воскресали. Но Крагер, покачав головой, сжал руку в кольчужной перчатке в кулак и указал на примарха. «Нет, не все параметры останутся одинаковы». «И что же ты хочешь поменять, мой храбрый триарх?» спросил Пертураба. И, упираясь руками о край стола, наклонился вперед так, что жесткие зеленоватые лучи проекторов окутали его лицо призрачным свечением. «Я не хочу сражаться с воинами, которые следуют стратегии другого примарха». «Тогда с кем ты хочешь сражаться?» «С вами», сказал «Защищать Пертураба». В Апотикарионе царила тишина, и Кадмутира не хотелось ее нарушать, но здесь находился единственный, с кем он мог поговорить. На самом деле, этот зал уже не был местом исцеления, он превратился в склеп, пропитанный холодом смерти. Последнее пристанище храбреца, который давно должен был скончаться от полученных ран. Тира сидел рядом с контейнером, в котором спал Ульрах Бронтан. Положив руку на заиндивевшую стеклянную крышку, он, благодаря гаптическим сенсорам, чувствовал холод и мог измерить энергию, запертую внутри стазисного поля. Но этим и исчерпывались ощущения, которые давала угметика. Бионический протез превосходил некогда утраченную конечность по силе, точности и быстроте реакции. Но Тира не хватало той непосредственности контакта, которую давала живая Странно, что воспоминания о плоте настигли его именно здесь, в месте, где органика имела наименьшее значение. Его собственное тело более чем на 60% состояло из механических деталей. Ноги, одна рука, легкие и существенная часть сердечно-сосудистой системы. Все это результат фагоклеточной инфекции, вызванной разрушающим лейкоциты биопатогеном, с которым он столкнулся во время зачистки галлианского кластера. В то время он был совсем не против замены, ибо столь быстрое и масштабное избавление от бренной плоти всегда было знаком избранности. Только вермена Сайбус мог соперничать стира по количеству гибридных биомодификаций, но остальные давно уже считали поклонение, с которым Сайбус относился к машинам и его ненависть к органике патологическими. Даже боевые братья не могли долго находиться рядом с ним из-за этой фанатичной убежденности в превосходстве аугметики. Убежденности, которая начала распространяться среди легионеров, еще когда Феррус Манус был жив и предупреждал Железное Братство о том, что такое настроение недопустимо. Гаруда, чувствуя, что Тиро расстроен, потерся металлической головой о грубую кожу на его шее, словно желая успокоить. Место, где сталь аугметического протеза соединялась с плечом, было подвижным конгломератом вживленных тканей, которые тонко переплетались с мышцами у основания шеи и ужасно чесались, но анальгетики, которые обычно смягчали зуд, теперь требовались для работы контейнера, поддерживающего Брантана. «Не волнуйся, капитан вернется к нам», сказал Тиро, «понимая, что говорит с птицей, которая ответить не сможет». «Нет, не так, которая не захочет ответить». Гаруда и Уллерах Брантан были закадычными друзьями, и часто казалось, что они каким-то неведомым образом общаются. «Ну вот, Уллерах, теперь я разговариваю с твоей злосчастной машиной», продолжил Тиро, ритмично постукивая пальцами по стеклу. «Хотя, надо признать, верности она нам не уступит». Ответить капитан не мог, но он на это и не рассчитывал. Апотекарий Тарса предположил, что звук знакомых голосов пойдет на пользу Брантану, станет связывающим звеном между тем миром льда, в котором он сейчас находился и миром тепла снаружи. После Иствана они стали все по очереди приходить в Апотекарион и рассказывать бывшему капитану о повседневных мелочах, о миссиях, которые планировали, и о страхах, которые внушала им грядущая война. Почему-то Тиро казалось, что Саламандр предложил эти беседы скорее ради живых, чем ради полумертвых. С тех пор, как они достигли внешнего района огромного варп-шторма, воручий вора, держа обещания, ловкой и умелой рукой направлял Сизифий сквозь бури и грозовые фронты и Материума. Обычно путешествие в столь опасных условиях превратилось бы в настоящий кошмар, но Эльдарские нижние пути защитили их от самых жестоких последствий. Даже в полях Геллера не было нужды, но Тиро все равно приказал держать их включенными. Вора утверждал, что они продвигаются в хорошем темпе, но проверить, так ли это, не представлялось возможным. Ауспиксы показывали искаженные данные, регистрируя только невозможные всплески от физических аномалий, а все хронометры на борту или встали, или случайным образом начали ускоряться или отставать. Вокруг действительно было царство невозможного, и Сизифий направлялся в самый его центр. Скажу честно, Ульрак, я не знаю, что делаю. Киро покачал головой. Остальные ждут от меня ответов, но мне нечего им сказать. Именно ты всегда был капитаном, который видит всю картину целиком. Я же просто рядовой воин, получивший звание. Не уверен, есть ли у тебя сейчас хоть какая-то связь с кораблем, но мы забрались в самое сердце безумия. Только представь, мы поверили одному из Эльдар Наслава и позволили ему направить Сизифий в самый большой варп-разлом, который я когда-либо видел. И все ради какой-то выдумки о древних богах и оружии судного дня. Будь ты на моем месте, ты бы без раздумий пристрелил этого Эльдар, и мы все смогли бы заняться наконец чем-то полезным. Горуда спрыгнул с плеча Кира, заставив его на мгновение умолкнуть и опустился на край контейнера. Прохаживаясь по скованной льдом поверхности, птица чистила перья. И Кира задумался, понимает ли это создание, почему его бывший хозяин уже не вернется. Все пошло в разнос, Ульра. Мы сражаемся с мерзавцами. Клянусь, сражаемся до сих пор и не без результатов. К тому же есть еще и другие. Мы установили связь с 25 боевыми ячейками. Мы перекрываем вражеские пути снабжения, мешаем их продвижению, нарушаем коммуникации. Мы уже убили тысячи предателей. Соотношение потерь как никогда выросло в нашу пользу. Но я не уверен, что этого достаточно. Не уверен, как бы поступил примар. И это, это меня пугает. Кира был поражен, что сказал такое вслух, так как думал, что давно уже избавился от этой вредной эмоции. Страх был уделом простых смертных, но его душой завладеть не мог, благодаря десятилетиям тренировок, психологической обработки и строжайшей дисциплины. Кира доводилось сталкиваться и с чудовищными ксеносами, и с ордами зеленокожих, жаждущих и скромсать его моторизованными топорами, и с ужасными созданиями эфира, которые с воплями пытались прорваться сквозь границу между варпом и реальностью. Кира сражался и с ними, и со многими другими врагами без всякого страха. Но он боялся, и вправду боялся неизвестности будущего. Может, нам следует вернуться на Теру, перегруппироваться вместе с остальными легионами? Или нужно оставаться здесь, где мы ведем настоящий бой и действительно убиваем врагов? Мы раздробленные легионы, и мы причиняем урон противнику, но достаточно ли велик этот урон? Я не знаю ответа, не знаю, как можно сражаться без уверенности. Раньше эту уверенность обеспечивали ты и примар, но как нам быть теперь? Его железные пальцы сжались в кулак. Кровь озернота, ты нужен нам, Ульра. Тера разжал ладонь и ударил ею по стеклу. Контейнер отреагировал на это мерцанием и гудением стазисного поля. Прозвенел предупреждающий сигнал, и на терморегуляторах зажегся красный огонек. Горуда спорхнул в воздух, издав при этом резкий крик на бинарном коде, от которого череп Тера пронзила боль. Он отодвинулся, обеспокоенный. Неужели он помешал работе какой-то жизненно важной системы? Как узнать, может, стоит позвать Атиша Тарсу? Красный сигнал погас, и Тера с облегчением выдохнул. Абсурдно даже думать, что внутри стазисного поля может что-то измениться. Видишь, это эмоции. Мы все на грани срыва, Ульрах. Тера встал и принялся мерить шагами зал. С тех пор, как Феррус, после Иствана мы начали терять эффективность и контроль. И я не знаю, как это остановить. Ульрах, мы теряем то, что делало нас великими. Раньше железная воля наполняла наши сердца, но теперь она. Она ржавеет и крошится. Тера остановился у торца контейнера и наклонился вперед, опираясь локтями на закругленные края. Он глубоко вздохнул, и в этом вздохе чувствовалась тяжесть, накопившаяся за долгие месяцы партизанской войны на севере. Меня готовили не к такому. Я буду сражаться и дальше, и мы пустим кровь врагу. Но можем ли мы выиграть эту войну? Я не уверен. Тишину нарушили, лишь гул механизмов до постукивания когтей в покрышке контейнера. Тера вглядывался в размытый силуэт человека внутри, того, за кем он сотню раз шел в бой. Состояние Бронтана это не жизнь, а ее бледное подобие. Он, как замороженный труп, ждущий дня, когда неведомый архиотехник извлечет его из-под вскрывшихся слоев льда. Знаешь, раньше мы, насколько помню, никогда так долго не беседовали. Если бы ты не был заперт в этом гробу, ты не стал бы слушать и половины моей болтовни. А дал бы мне хорошего пинка и приказал взять себя в руки. Сказал бы, что я как дурак позволяю слабой плоти влиять на разум. И правильно сказал бы. Горуда постучал серебряным клювом по стеклу и Тера выпрямился с тихим смешком, который совершенно не соответствовал его мрачному настроению. Да, ты прав. Пора идти, капитану нужен отдых. Он ударил кулаком по нагруднику, исчерченному боевыми шрамами, а затем вытянул руку, чтобы механический орел мог на нее запрыгнуть. Однако птица отошла и опять постучала клювом по стеклу. Как Тера не подзывал орла, тот упорно отказывался подходить. Да, у механического создания были свои необъяснимые прихоти. Если так, слово можно применить по отношению к автоматическому устройству. Но сейчас орел проявлял совершенно несвойственное ему упрямство. «Иди сюда», приказал Тера, «сейчас же». Птица даже не шевельнулась. Он потянулся к орлу, но Горуда клюнул его руку, и клюв, потрескивающий электричеством, распорол железо латной перчатки, словно силовой клинок. Терайд дернул руку, но не успел выругаться. Он заметил, что привлекло внимание птицы, но вначале не понял, что именно он видит. Мозг отказывался принимать факты, но чем дальше он смотрел, тем труднее становилось отрицать увиденное. Бронтан, как обычно, лежал неподвижно, застыв в объятиях железного сердца, похожего на цепкого механического паразита. Конечности его были все так же изувечены. Торс все так же обезображен четырьмя воронками от попаданий массы реактивных снарядов. Нет, не четырьмя. Кира видел только три раны. Глава 12 Осада дворца Вкус разврата Генераторы помощнее О неуязвимости и неприступности тираны говорили еще с тех древних времен, когда вокруг их великих дворцов начали возводить самые первые фортификации. История же в своей мрачной манере доказала, что их слова были лишь пустым хвастовством, что время и огневая мощь способны обрушить любые укрепления. Не было неприступных твердынь, не было неуязвимых стен, и не было таких человеческих сооружений, которые нельзя уничтожить. По крайней мере, Форекс всегда так считал. Он с мрачным весельем наблюдал, как Крагер осаждал императорский дворец и как Пертураба отбивал первые атаки. Хотя сам Крагер и заявлял раньше, что кузнеца войны из него не выйдет, держался он хорошо, проводя осторожные маневры, чтобы оценить врага и смело атакуя в попытках застать его врасплох. Пертураба не поддавался на эти уловки, и всякий раз, когда начинал оказаться, что Крагер берет вверх, потери примарха оказывались гамбитом. Чрезмерно растянутые прорывные фланги обрезались, а виртуальных воинов, оказавшихся в огневом мешке, окружали и уничтожали. Осада шла в ускоренном времени, и дни проходили за минуты, пока армии Крагера кровавой волной обрушивались на стены дворца. Фортификации Халдвани, которые железные воины давно считали неудачными, выдержали все, чему подверг Крагер, а занимавшие их легионеры даже совершили несколько разрушительных вылазок, через почерневшие от огня врата. Дивизионы людей и величественные группы титанов исчезали, едва успев вступить в битву. Орбитальные платформы вели по полю боя бомбардировку, от которой трясла земля, а орудия на огневых позициях, безостановочно обстреливавшие долину Ганга зажигательными снарядами, накрыли ее адскими огневыми штормами. Крагер в одиночку контролировал армии, которых хватило бы на целый континент, и напряжение такой сложной задачи начало сказываться. Он стал совершать ошибки. Как талантливый новичок, играющий в регицит против команды гроссмейстеров, он был не в состоянии оценить бой со всех сторон и предусмотреть всевозможные ответы на свои атаки. Остальные кузницы войны, бывшие в зале, собрались вокруг них. Их собственные боевые симуляции рядом с этим титаническим сражением перестали иметь какое-либо значение. Город просителей пал под натиском крагеровских армий, и огромные боевые машины, сделавшие город местом сражения, выровняли его до состояния каменной пустыни. Обездоленные обитатели города сражались вместе с легионами императора, организовав разношерстное воинство в попытке защитить поваленные дома и разрушенные жизни. Квартал навигаторов исчез в бурлящем вихре пламени, когда безостановочные потоки имперских снарядов и контратакующие боевые роботы испепелили стремительно десантировавшиеся отряды, не дав им выйти за его пределы. Крагера поймали на наживку и теперь его передовые ударные части погибали впустую. Если раньше на первых ходах битвы собравшиеся вокруг кузнецы войны одобрительно восклицали и комментировали происходящее, теперь они наблюдали молча, пораженные мастерством своего примарха, который выплетал музыку битвы как виртуоз. Крагер отчаянно пытался уследить за имеющимися у него отрядами, порой пропуская открывавшиеся пути для атак. У Пертураба же этих проблем не было. Он легко использовал все свои силы, не упускал ни одной возможности, превращал каждую потерю из потенциальной катастрофы в убийственную контратаку. Битва была неравной, но Крагер не собирался сдаваться. Брахмапутру огромный проспект, ведущий в сердце дворца, удерживала золотая армия кустодиев. И Крагер довольствовался тем, что запер их там, и начал проводить атаки в каньонах Корнале и мрачных районах вокруг города Прозрения. Погруженный во тьму, Псайкерский анклав предлагал не самый простой путь во дворец. Его охраняли черные стражи при поддержке таинственных полков, никак не обозначенных на гололитических проекторах. Фальк склонился к Форексу и прошептал, у него ведь не слишком хорошо получается. Лучше, чем я предполагал. Пожалуй, согласился Фальк. Думаешь, ему не помешала бы помощь? Вернее всего, сказал Форекс, кивая на проспект Дхаулагири. Но посмотрим, как он справится с атакой Кустодис. Какой атакой Кустодис? Их силы развернуты только на Брахмапутрии, и они никуда не уйдут. Подожди и увидишь. По украшенным статуями проспектом Дхаулагири зашагали неудержимые сотни боевых титанов. Объединять столько сильнейших своих военных машин в одной атаке было рискованно. Но оценив расстановку сил, Форекс решил, что нельзя винить Крагера за подобный, могущий стать завершающим маневр. Однако Крагер не видел того, что видел Форекс. Кустодис, удерживаемый в Брахмапутри, были никакими не Кустодис, а имитацией, призванные скрыть, что притарианцы императора находятся в каком-то другом месте. Две серповидные золотые линии наступления вырвались из полуобрушенных сторожевых башен за пределами Тхаулагири, как стремительно сдвигающиеся клещи. Артиллерийские установки, превратившие огромный проспект в груду обломков, оказались в руках имперцев, горящих жаждой возмездия, и орудия оказались нацелены на титанов, которые являющие столицу гибнущей империи. Едва боевые машины покачнулись под первыми выстрелами орудий, как Пертураба обрушил на них свой железный кулак. Львиные врата распахнулись, и второй эшелон титанов вступил в бой, будто рыцари древности, налетевшие на врага с выставленными вперед копьями. Кустодии накинулись на мечущуюся пехоту, поддерживавшую вражеских титанов, и считанные мгновения спустя Дхау Лагири превратилась в пустошь, усеянную трупами убитых наступателей. А когда пала последняя боевая машина, битва была окончена, и дворец был спасен. Крагеру больше нечего было противопоставить, и он поднял руки, признавая поражение, злой и гордый одновременно. Выглядел он так, будто провел дуэль с железным кругом. Время опять отмоталось назад, и сцена вернулась к начальным настройкам. Однако на этот раз отстаивать пришлось лишь небольшую часть дворца. В предыдущей битве от него остались только обломки, мрачные руины из разбитого мрамора, опаленного стекла и расплавленного золота. Под обороной Пертураба же дворец сохранил все свои стены, кроме самых ключевых для сражения. Вы победили, повелитель, сказал Крагер. Разумеется, я победил, ответил Пертураба. Дорн глупец, он тратит время и ресурсы, носясь с идеей, будто все, что он сделал с дворцом, можно будет исправить. Он строит крепость, держа одну руку связанной за спиной, и думает, что сможет потом вернуть все как было. Сломанное навсегда останется сломанным, но мой брат никак не может это принять. Выступить против вас было честью для меня, повелитель, сказал Крагер. Пертураба странно посмотрел на него, и Форекс понял, примарх жестом подозвал его и Фалька к себе. Примарх покачал головой. Думаешь, мы закончили? Повелитель, теперь моя очередь атаковать, сказал Пертураба. Все закончилось, едва успев начаться. Армии Пертураба пробились через мощные фортификации Халдвани и Шигадзе. Небо пылало огнем, несмотря на бомбардировки с орбитальных платформ и постоянные рейды грозовых птиц и крыльев ястреба. Легионы Железного Владыки продвигались вверх по Брахмапутре вдоль дельты реки Корнали и вновь по долине Ганга прошли континентальные огненные штормы. Когда они преодолели внешние укрепления дворца, шквал орудийных залпов приветствовал его бурлящую завывающую орду и шагающие боевые машины. Орудия рявкнули с каждой огневой точки Дхаулагири. Лучи лазеров распороли ночь неоновыми нитями, уничтожая все, к чему прикасались. Градом посыпались снаряды, титаны загорались, взрывались, валились на землю, давя кишащих у их ног солдат. И все же они шли. Режущие лучи ударяли в баронированные стены, словно молнии. Стены пали. Они обрушились подобно сходящим с гор ледникам. Облаченные в золотые доспехи тела летели вниз, захваченные потоком. Дворец запылал. Пали врата примус, львиные врата, подвергшиеся атаке с севера. Врата анапурны. Наконец дивизионы пертураба прорвались во дворец через последние врата и принялись уничтожать все живое на своем пути. Возле разбитых врат огромными грудами лежали тела титанов, повалившихся друг на друга в попытках преодолеть стены. Победное воинство карабкалось по их корпусам, текло во дворец, дабы обрушиться на своего поверителя и сорвать его с золотого трона во имя нового владыки галактики. Три лучших железных воина, объединив свои тактические таланты, не смогли удержать пертураба. Яркое напоминание о том, что мастер обороны был также и мастером нападения. Под его командованием дворец стал нерушимой крепостью. Под его прицелом он превратился в хрупкую, готовую сломаться вещицу. Пертураба закончил симуляцию прежде, чем атакующие красные дивизионы хлынули во внутренние районы дворца. Голографические объекты сражения растворились в воздухе, оставив после себя только широкую поверхность рельефного стола. Пертураба склонился над развалинами последних врат и покачал головой, криво усмехаясь. Я лучше тебя, брат, сказал он не только окружающим, но и себе. И я всегда буду лучше тебя. Я знаю, чего ты на самом деле боишься. Салтарн Фулброн заслуженно носил титул Камнерожденного, ибо, хотя про него и говорили, что он создан из вещества, составляющего планеты, он знал, что это в буквальном смысле верно для всех, но предпочитал не указывать на очевидный, казалось бы, факт. Все они были созданы из звезд, материи, собранной и преобразованной в результате миллиардов лет внутризвездных процессов и биохимических и электрических реакций. Он не знал, было ли понимание этого причиной, по которой он умел смотреть в сердце Камня, и не старался узнать. Того, что Камень говорил с ним и рассказывал о своих тайнах и силах, было ему достаточно. Он видел его строение, и состав так же легко, как дышал, и это делало его особенным в таком впрочем, определенно недостаточно особенным, чтобы можно было бы избежать этой обременительной обязанности. Он и грозный воин по имени Кадарас Грендель из гранд-батальона кузнеца войны Бераса шли по забитым фетишами коридорам гордости императора. Они следовали заковыляющим лордом-командором Эйдалоном, который был одет в кричащий яркую броню и плащ из бритвенно-острых крючев поверх нее, а в руках держал чудовищно огромный молот, сравнимый с тем, который был у железного владыки. Эйдалон радушно встретил их на посадочной палубе. Его сопровождала почетная стража, составленная из воинов, чья броня представляла собой ураган дисгармонирующих цветов и была покрыта шипами. Годжеты у них выходили за плечи и были оборудованы различными вокс-приемниками и аугмиттерами. На шлемах вместо болтеров они были вооружены странными пушками, пульсирующими, как генераторы на грани перегрузки. Эйдалон назвал воинов какофонами, но не стал объяснять, что они собой представляют. Фулброн попытался скрыть свое потрясение при виде флагмана, но он был уверен, что Эйдалон заметил его реакцию и ухмыльнулся. От лорда Командора ему становилось не по себе. У него была серая, безжизненная кожа, а глаза сидели глубоко, как у трупа. Гордость императора была местом света и шума, чудес и нелепостей. Каждый раз, когда Фулброн поворачивал за угол, его глазам открывалось новое и ужасное зрелище. От избытка ощущений кружилась голова, но путешествие в Лафиниче только начиналось. Среди союзников магистра войны ходили слухи о невероятной оргии, произошедшей здесь, об опере таких немыслимых бесчинств, что она свела детей императора с ума. Никто особо не принимал их всерьез, но когда перед Фулброном распахнулись изогнутые двери в огромный театр, он вдруг поверил в самые дикие слухи и осознал, что даже они не передавали ужас того, что здесь произошло. «Трон!» прошептал он, и только потом вспомнил, как неуместно теперь это клятва, но никто, судя по всему, не обратил внимания. Кадарас Грендель пораженно выдохнул. «Добро пожаловать в Лафиниче», сказал Эйдолон. Фулброн раньше видел пикты главного легионерского зала торжеств, в том числе те, которые якобы сделала знаменитая Эуфратия Кииллер. Но это место лишь отдаленно походило на когда-то величественный театр. Фулброн сощурился, когда в глаза ударили слепящие лучи яркого света, ритмично бьющие из-под купольного потолка. Ему с трудом удалось разглядеть темные силуэты, двигавшиеся которые дымились в подвешенных курильницах, словно результаты какого-то провального алхимического эксперимента. Они пахли приторно-сладко, острое и ароматно, но оставляли смутное послевкусие чего-то гнилого. От запаха у Фулброна запершило в горле, и ему захотелось сплюнуть, чтобы избавиться от этого вкуса, медленно начинающего каким-то образом воздействовать на его организм. С ложь наверху свисали гирлянды лиц и растянутые полотна человеческой кожи, в подтекающих железных канделябрах стояли букеты из костей. Невидимые барабаны настойчиво громыхали, словно арифмичное сердцебиение, то вплетавшиеся в ревущую, пронзительную бурю звуков из покачивающихся вокс-динамиков, то пропадавшие из нее. Толя Крон был величественен и грандиозен. Лафиничи же был совсем иным. «Что вы с ним сделали?» спросил Фулброн. «Вознесли его до новых высот чудесного, рычаще прокрепел Айдалон, и голосовые связки больше не могли согласованно работать. Фулброн, помня, что он здесь лишь гость, сказал, «Я никогда не видел ничего подобного». «Не многие видели», согласился Айдалон. «Должно быть, это приятная смена обстановки после утомительной церемониальности Додикатиона. Здесь мы прославляем то, чем стали, вместо копания в прошлом и размышления о том, как все могло бы быть, но никогда не будет». «Додикатион, это совет воинов», ответил Фулброн, Айдалон, скрыв, как разозлило его оскорбительное замечание Айдалона. «Мы собираемся, чтобы стать лучше». «Как и мы», ответил Айдалон, введя его глубже в Лафи Ничи. Их путь шел через Кавалькаду оживших кошмаров, извративших все, ради чего легионеры раньше существовали. Перед глазами Фулброна раскрывалась плоть, и бурлящие внутренности вынимались для развлечения, из любопытства, ради удовольствия. Смертные легионеры превращали свои тела в игрушки и вырезали на них символы и узоры, которые невозможно было понять и в которые невозможно было поверить. От огромных винных бочек отходили похожие на кишки трубки, будто выкачивавшие жизненные соки из огромных органов. Развалившиеся друг на друге люди со стекленевшими глазами и вялыми конечностями затягивались из сочащихся дымом кальянов. Грендель остановился и забрал кожаную трубку из рук безразличного легионера, у которого в уголках рта пузырилась кровавая слюна. Он жадно втянул содержимое трубки и скривился от вкуса. Грендель сплюнул полный рот вязкой жидкости, по виду напоминавший соскоб с пораженного раком легкого. «Не олимпийская марочная, но штука сильная», сказал он. «Ничего не трогай», приказал Фулброн, но Грендель проигнорировал его и сделал еще один глоток. По театру мистическими наблюдателями бродили создания, которые, возможно, когда-то были людьми, но теперь так далеко ушли от своего первоначального облика, что их можно было назвать новым видом. Тела, составленные из десятков торсов, от разных людей ползали, как рептилии, на конечностях, представлявших собой мешанину рук и ног, рассоединенных, изломанных и собранных заново десятками необычных и ужасных способов, словно отвергнутые результаты неудачных экспериментов, из какого-то безумного креационистского мифа. На Фулброна уставились сумасшедшие глаза, и он отшатнулся в отвращении, увидев в лицах, вшитых в животы и спины неестественных существ. Смесь восторга и ужаса, наслаждения и безумия. «Из железа рождается сила», проговорил Фулброн, пытаясь оградиться от этой мерзости, но слова были пусты, словно это царство темных восторгов лишило их силы. «Нерушимое летание», засмеялся Эйдалон, «со временем ты поймешь, что нет ничего нерушимого». «Что это за создание?» спросил Фулброн, когда ближайший гештальт двинулся в сторону, а за ним в припрыжку последовали сгорбленные существа, приставшие к нему, как просящие молока детеныши. «Фабий называет их тератами», сплюнул Эйдалон, неосознанно подняв руку к шее. «Тератами» Эйдалон пренебрежительно макнул рукой в сторону уходящих чудовищ, явно наслаждаясь беспокойством Фулброна. «Уродливые монстры, которых он создает на Андронике с помощью гена семени, вырезанного из мертвых, он обращается с ними как с детьми. Но и дети», сказал Грендель, «не хотелось бы встретиться с их матерью». Фулброн не стал больше ничего спрашивать о чудовищных тератах, услышав в голосе Эйдалона неприязнь и ненависть. Он не знал, какие отношения сложились между безумным апотекарием Фабием и Эйдалоном, но они определенно не очень друг друга любили. Дым на мгновение рассеялся, словно занавес, поднимаемый перед началом представления. Плотная толпа легионеров и смертных смотрела на воина с татуировкой на щеке, подпрыгившего и крутившегося на сцене с двумя серебристыми мечами в руках. От его мастерства захватывало дух, его движения напоминали танец. «Кто этот мечник?» спросил Грендаль. С отвращением вытираю черные капли, попавшие на подбородок тыльной стороной руки. «Бастерни Абранкс», ответил Эйдалон, капитан того, что раньше было 85-й ротой. «Он весьма искусен», сказал Фулброн, все еще соблюдая правила этикета, хотя и понимал уже, что здесь до них никому нет дела. Эйдалон странным образом накренил плечи, и Фулброн понял, что тот ими пожал. Он воображает, что является великим дуэлянтом, но он всего лишь умел. «Он неплох», сказал Грендаль, рассматривая Абранкса оценивающим взглядом, как возможного врага в будущем. «У нас есть воины и лучшие», несколько неохотно заметил Эйдалон. «Пойдете против нас и узнаете, насколько лучше». Наполовину хвастовство, наполовину угроза. Эйдалон неуклюже попытался заявить о превосходстве легионов. Фулброн не стал обращать внимание на колкость. Какое значение имели глупые соперничества в таком месте, как это? Он сглотнул, парясь со странной тошнотой, заскрипел зубами и заморгал, чтобы избавиться от раздражения, которое вызвал струящийся туман соблазнительных мускусных ароматов. «Звучит сомнительно», ответил Грендаль. Смотря как группа воинов в черном ворвалась на сцену с ревущими мечами в руках, и как с ними молниеносно расправились с серией великолепных выпадов, парирований и обезглавливающих взмахов. «В легионе есть воин по имени Люци, рядом с которым Абрангс выглядит колечным ребенком», произнес Айдалон так, словно ему приходилось выдавливать из себя слова. «Я слышал о нем», сказал Грендаль. «Говорят, он хорош». Грендаль исчез в ароматных клубах дыма, чтобы еще понаблюдать за представлением мечника, и Фулброн остался с Айдалоном. Солдат Бераса был вооружен, так что, возможно, он собирался испытать себя в бою с Абрангсом. Фулброн надеялся, что этого не случится, но его уже все меньше и меньше заботило, что будет с Кадарасом Грендалем. Да и с ним самим, по правде говоря. Айдалон повел его в кабинку, которая оказалась островком нормальности в калейдоскопическом смешении чудес и восхитительных новых ощущений. Фулброн никогда раньше не испытывал подобного наплыва чувств, и хотя поначалу он противился пучине неизведанного и пугающего, теперь он начал получать от всего этого удовольствие. Кабинка была завалена подушками из мягких тканей, полубархата, шелка, пестрого дамаста и грубых материалов наподобие акулии кожи и кальмаровых шкур. Ему было непривычно сидеть на них, но не неприятно, и Фулброн осознал, что несмотря на недавнее отторжение, ему нравилось Влафиничи. Ему стало интересно, какую реакцию вызовут строгие порядки его легиона у представителя Детей Императора на железной крови. В кабинку вошли обнаженные рабы, хирургическим путем получившие дополнительные руки и ставшие напоминать древних синекожих богинь. Они принесли с собой искусно сделанные кальяны с изогнутыми трубками, покрытыми змеиной чешуей и наполненной кипящим дымом, неторопливо сворачивающимся в завитки. «Что это?» спросил Фулброн, когда перед ним поставили кальян. «Зелье фениксийца», ответил Эйдалон. «Ключ к дверям восприятия и способ найти ответы на все вопросы, даже если ты не знал, что задавал их». «Звучит сильно», сказал Фулброн, уже предвкушая первый вдох. «И это действительно так», ответил Эйдалон, снимая трубку и протягивая ее Фулброну. «Особенно в первый раз, когда пробуешь, особенно в «Оке ужаса». Эйдалон выглядел растерянно, словно понятия не имел, откуда возникло это название. «Варпшторм», нерешительно произнес он. «Так он называется». Фулброн кивнул. «Он это знал». «Он не помнил, откуда, но было такое ощущение, что он всегда это знал». «Ему никогда раньше не говорили это название, но правильность его была несомненна». Он помотал головой и взял трубку из влажного органического материала. «Кожа?» спросил он. «Лаэрская», кивнул Эйдалон, глубоко затягиваясь переливающимся дымом. Его мертвые глаза на секунду перестали быть пустыми, а рот распахнулся шире, чем это было возможно. Из увеличенного горла вырвались струйки дыма, и Фулброн понимал, что это зрелище должно было его ужаснуть. Но абсурдность происходящего странным образом очаровывала. Он вдохнул кальянный дым, и по лицу его расползлась кривая ухмылка, когда мир вокруг словно обрел резкость, словно очертания предметов глубже прорезались в ткани бытия. Движения оставляли эхо, звуки расходились в воздухе, как волны на воде, а на периферии зрения танцевали стремительные силуэты. Все вокруг стало реальнее, словно то, что он считал реальностью, оказалось лишь лаком на истинном мире. Появились еще одни преображенные рабы. Один из увечения другого. И хотя раньше они его поражали, он вдруг обнаружил, что любуется новыми уродствами. Они принесли серебряные кувшины. А раб, чей пол невозможно было определить, протянул ему хрустальный кубок со сложной резьбой, бросающий во все стороны ослепительные блики. Фулброн пытался уследить взглядом за мирядами лучей, потянулся к ним, чтобы дотронуться. Но сдался, когда еще один раб, лицо которого было будто сплавлено из двух половинок от разных людей, налил прозрачную, густую жидкость в кубок, неизвестно как, очутившийся в руке. Его чувство переполнял опьяняющий соленый аромат, и он осторожно поднял кубок к лицу. «О, тебе это понравится», пообещал ему Эйдалон. «Что это?» «Мы называем его Лакримоза», сказал Эйдалон. «Восхитительное вино, полученное из слез рабов». Фулброн осторожно выпил, глаза его распахнулись. Вкус, как Эйдалон и обещал, был восхитителен. Страдания тысяч смертных, дистиллированные в один глоток, во вкусе смешались боль и наслаждение. Это была головокружительная симфония ароматов, от возбуждающих до омерзительных. Это был весь спектр эмоций, от высочайших до низменных, в жидкой форме. Он запрокинул голову, осушая кубок, и пораженно увидел портрет, висевший высоко над их кабинкой. Он ахнул, узнав в изображении Фулгрима. В том облике, в котором он его видел, казалось целую жизнь назад. Пластины его доспехов ярко сияли, изогнутые линии золотого крыла палатинской аквилы на героической фигуре были изображены так реалистично, будто сам Фулгрим взирал на него с высоты. Фулгрим на этом портрете, в своей величественности, способном сравниться с картинами, на дворцах дехлонианского тирана был таким, каким он был в собственных глазах. Фулгрим посмотрел в глаза на портрете, и лакримоза свернулась у него во рту. Его прострелил заряд изысканного удовольствия, затягивая глубже, в пучину чистых ощущений. Он пришел сюда, при исполненной возмущении, и слабеющий голос в его голове еще кричал при виде ужасных вещей вокруг. Но та часть его, которая испытывала отвращение, уже уменьшилась, как ядро умирающей звезды. «Мне не следует быть здесь», сказал он, но слова будто слетели с чужих губ. «Не таков путь железных воинов». «Мог бы стать», заметил Айдалон. «Железный владыка никогда на это не согласится», сказал он, отчаянно пытаясь сохранить ясность мыслей. «У него не останется выбора, если наслаждения, даруемые властителями разврата, проникнут в Дедикатион тайна. Они распространятся по всему четвертому легиону, через его орден каменщиков. И Пертураба будет вынужден принять чувственные высоты Темного принца». «Темного принца?» спросил Фулброн, тут же чувствуя, что вопрос уплывает от него. «Разве не восхитительно та дрожь, которая охватывает тебя, когда ты переступаешь границы того, что большинство называет моралью?» «Когда наслаждаешься тем, что прочие называют беспутством?» спросил Эйдалон, выдыхая клубы крепкого кальянного дыма ему в лицо. «Все мы нарушили самую священную из своих клятв. Так что же с того, если мы нарушим еще одну или еще десять?» Фулброн кивнул. Теперь ему было очевидно то, о чем говорил Эйдалон. «Ты прав», сказал он, несмотря на то, что внутренний голос кричал об опасности. «Теперь я понимаю». «Пей», сказал Эйдалон, вновь наполняя его кубок. «Скрепи свой договор с темным принцем». Фулброн улыбнулся и поднес кубок к губам. «Да, пожалуй, я так и сделаю». Прежде чем он успел выпить, возникший из дыма силуэт навис над ним и тыльной стороной руки выбил у него кубок. Он в ярости вскочил на ноги и обнаружил, что перед ним стоит Кадарас Грендаль. «Железо внутри, камня рожденный», сказал Грендаль. «И слова эти были словно холодный нож, вонзенный в сердце. «Вам не кажется, что нам пора уходить?» «Я убью тебя за это», рявкнул Фулброн. «Нет», ответил Грендаль, бросая на Эйдалона ядовитый взгляд. «Вы мне спасибо скажете». Бронированный кулак Грендаля обрушился на его лицо и из мира пропал весь свет и все удовольствие. Прошлая неудача с созданием рабочей модели термического направленного дислокатора не отбило у фратера Томатики желание попытаться вновь. Более того, ему только сильнее обычного захотелось узнать, что пошло не так в первый раз. Он вышагивал перед контрольными приборами, наблюдая за стрелками, указывающими на предельные показатели энергии, питавшие магнитные подвесы. «Так-то лучше», сказал он, постучав железным пальцем по индикатору, стрелка которого металась сильнее прочих. Две новые сферы, отлитые из плавленных остатков первой пары, вращались в концентрических кольцах в дальней стороне лабораториума. Окружавшие их магнитные поля были на порядке сильнее тех, которые он установил, когда Велон приходил понаблюдать, и, следовательно, больше было расстояния между ними и его контрольным пунктом. Перед ним на трех длинных скамьях сидело тридцать бормочущих калькулюс-логи, словно молельщики перед варварской святыней. Эти автепты с пустыми лицами и обритыми головами были параллельно соединены друг с другом пучками разноцветных плоских кабелей, и их и без того поразительная вычислительная мощь была увеличена еще больше, благодаря объединенному сознанию, которое он создал для самого впечатляющего своего информационного устройства. Закрыв глаза, чтобы свести к минимуму поступления ненужных сенсорных данных, они функционировали как единый мозг, обрабатывая гигантские массивы арифметических данных и параметров гексоматематической геометрии, которые были нужны ему, чтобы контролировать возрастающую энергию. Томатика был уверен, что исключил из эксперимента любую неопределенность. Теперь нужно было лишь контролировать огромную поступающую энергию и соотносить ее с немыслимой требуемой энергией. Теория была выверена, но Томатика знал, что у теории имелось неприятное свойство расходиться с практикой. С десяток сервиторов, с которых он снял механические части, насколько это было возможно без потери функциональности, обслуживали задействованное в эксперименте оборудования в опасной близости от двух быстро вращающихся сфер. Сам Томатика не решался подходить к машине. Он был слишком сильно аугментирован и не выжил бы в противодействующих магнитных полях. Их силы буквально разорвали бы его на части. Он проверил потоки данных на многочисленных дисплеях, бегло, но достаточно внимательно, чтобы убедиться, что все идет по плану. Это был чрезвычайно опасный эксперимент, но Томатику подобные проблемы волновали все меньше и меньше после каждой механической аугментации. Сам Феррус Манус не раз говорил с Железным Братством об этой теряющейся человечности и о том, какие опасности это несет и как может лишить их способности сочувствовать. Но если Братство когда-то и собиралось принять эти предупреждения к сведению, после смерти Ферруса Мануса о них забыли. Мысль об убийстве Примарха оставила Томатику странным образом равнодушным и в некоторые особо тяжелые моменты он начал задаваться вопросом разумно ли поступил Легион выбрав путь аугментации. Он видел прямую зависимость между неспособностью воина к сопереживанию и уровнем бионических улучшений в нем. Это могло бы стать увлекательной темой для исследований. Но сейчас было неподходящее время для подобных прихотей. Во времена войны Железное Братство было больше всего занято созданием оружия, чем философскими вопросами. последнее было в сфере компетенции библиариума. Точнее, должно было быть, если бы у железных рук когда-либо существовала такая организация. Он помотал головой, отгоняя ненужные сейчас мысли, и вернулся к текущим вопросам. Все значения мощности приближались к тому уровню, который по вычислениям калькулюс логи ему понадобятся, и магнитное поле было стабильно. Поскольку ему, как он и сказал Велунду, нужны были генераторы помощнее, он подсоединил свое экспериментальное оборудование к плазменным двигателям, направив их энергию в свой лабораториум. У него мелькнула мысль, что на это следовало получить разрешение у Кадматира, но раздражительный капитан все равно бы его не дал. Какой смысл просить о чем-то, если знаешь, что тебе вернее всего откажут? Да, сказал он самому себе. Да, это сработает. А даже если не сработает, проще просить прощения, чем получать разрешение. Томатика нажал на кнопку активации на пульте, подводя энергию двигателей к оборудованию, питающему его изобретение. Показатели начали расти, а Томатика фиксировала их все с помощью записывающего оптического устройства в бионическом глазе. Между двумя сферами проскочила молния, до слез яркая изогнутая сеть. Троих сервиторов сожгло вырвавшимся электрическим зарядом, прежде чем в остальных заработали протоколы самосохранения, заставив отодвинуться. Используемая энергия могла испарить весь корабль, и Томатика начал переносить эту энергию в экспериментальное оборудование, которое будет проводить квантовую замену между сферами. Ему оставалось только опустить два переключателя, которые замкнут цепь. И его руки замерли над переключателями. «Что если не получится?» произнес он, поворачиваясь к бормочущим автептам калькулю слоги. У них не было для него ответа, лишь выходные данные и балансные показатели. Поток гексоматематических вычислений был успокаивающим в своей простоте, и Томатика с облегчением выдохнул. Он кивнул и махнул рукой, словно хотел показать, что принял их совет. «Да, разумеется, вы правы», сказал он. «К чему эта нерешительность?» Он опустил переключатели, и в ответ на взмывшие значения мощности прогремел оглушительный взрыв. Реле тут же взорвались, молнии прорезали воздух, наполняя зал вспышками ослепительной энергии, и заставляя все трястись, как при сейсмическом ударе. «Томатика, дурак ты проклятый!» вскликнул он, когда калькулю слоги завопили одним голосом, и их объединенное сознание угасло от вспышки ответных данных. Все тридцать повалились на пол, истекая кровью, а над их черепами поднимался дым от сожженных мозгов. Невозможно было определить, как сильно оказалась перегружена система. Все стрелки и индикаторы расплавились, «Томатика» посмотрел на две сферы, между ними скакал ослепляющий свет, а сервиторы исчезли, испепеленные в огне расширяющегося электромагнитного поля. О том, почему этот эксперимент пошел не так, он подумал позже. Сейчас же «Томатика» ударил ладонью по аварийному выключателю. Подача энергии к устройствам вокруг сфер была мгновенно прекращена, и о потенциально катастрофическом скачке энергии напоминало только облако наэлектризованного воздуха. «Томатика» выдохнул с облегчением и раздражением, глядя на разбитый пульт, в надежде получить от этой неудачи хоть какую-то информацию. От его самописцев почти ничего не осталось, но один выживший датчик сообщил ему, куда именно ушли огромные потоки энергии, выведенные из системы эксперимента, и как это будет выглядеть для любого другого корабля, который окажется поблизости. «А, электромагнитный выброс», сказал он, «Это плохо, это очень плохо». Голова тринадцатая Подальше от края Маски сняты Приказы атаковать Это было похоже на пробуждение от кошмара, после которого понимаешь, что кошмар продолжается и в реальности. Череп с алтарно фулбурона гудел, словно кипящий паровой котел с перекрытым клапаном для сброса давления. Он застонал. Во рту был сладкий липкий привкус, как будто в него насильно влили целые галлоны сироповой пищевой пасты. Веки слепались, в горле согнило и было трудно дышать. Что с ним случилось? Внутри он ощущал пустоту, словно какие-то сильные очистительные средства вымыли из тела всю энергию, оставив после себя только озноб. Яркий свет проникал сквозь веки и вонз в мозг, который и без того болел так, будто его сжимал механический кулак дредноута. Нервы грозились проткнуть кожу, отчего любое прикосновение становилось мукой. Он просыпается, сказал один голос, хриплый и скрипучий. Я не был уверен, что это произойдет, сказал другой. Не так уж сильно я его стукнул, проворчал третий. Он попытался понять, о чем шла речь. Равнодушный гул приборов, отдававшийся эхом, и едкий запах антисептика и формальдегида указывали на апотекарион. Но грубые голоса, скрип пластин брони и запах оружейного масла больше подходили оружейные легионеры. Где я? просипел он. На борту железной крови, ответил первый голос, в апотекарионе. Тут он, по крайней мере, не ошибся. Почему? Что случилось? Он открыл глаза, щурясь от резкого света люминов и отблесков, которые отбрасывали металлические стенки шкафов и стеклянные сосуды, в которых плавали куски ткани и запасные органы. Мы надеялись, ты нам расскажешь. Говоривший склонился над ним, и он узнал Сулаку. Апотекарий был из гранд-батальона кузнеца войны Тарамина, и в настоящее время носил титул Верховного в Дедикатионе. Судя по слухам, вполне заслуженно. Фулброн сел, чувствуя в теле такую же слабость, как и в тот день, когда ему вживили черный панцирь. Руки и ноги дрожали, мышцы болели, словно их растянули до невозможного предела. Чьи-то руки поддержали его. Кузнец войны Форекс, стоявший сбоку от упрочненного анатомического стола, на котором сидел Брон, крепко держал его за предплечье. Хотя и осторожно, это прикосновение вызывало боль, и Брон высвободился. У широких дверей апотекариона стоял ничем не примечательный воин, чьи длинные волосы были заплетены в замысловатую косу, перекинутую на правое плечо. Его лицо казалось знакомым, но Брон никак не мог вспомнить откуда, пока не потер болящее место на челюсти. «Ты ударил меня!» Он наконец вспомнил тот сокрушительный удар, который отправил его в нокаут. «Всегда пожалуйста!» ответил Кадарас Грендель. «Что?» рявкнул Брон и поморщился, когда молоты в его голове застучали громче. «Думаю, в этот раз мы можем обойтись без дисциплинарного взыскания», сказал Форекс. «Он поднял руку на старшего по званию», возмутился Брон. «Вы правда не помните, что там произошло?» спросил этот невыносимый Грендель, широко и нагло ухмыляясь. «Забористую же смесь Эйдалон». «Эйдалон?» переспросил Брон. Память вытолкнула воспоминания, как вода выталкивает на поверхность распухший труп утопленника. «Помню, я что-то курил, а потом пил, что-то приготовленное из слез». «Похоже, легионер Грендель спас тебе жизнь», сказал Сулака, выдвигая из перчатки нортециума шприц для подкожных инъекций. Брон почувствовал легкий укол в плечо, а затем волну тепла, распространявшегося и сразу мысли прояснились. Головная боль стала уменьшаться. Благодаря химической стимуляции восстановительные механизмы его тела заработали в полную силу. Кожа покраснела и покрылась густым потом, который выводил токсины. «Я не понимаю», признался он. «Кажется, как и мы все, Форекс обошел вокруг стола и встал перед Броном, придирчиво осматривая его, словно решая, что будет правильнее, поздравить его с возвращением в легион или заковать в кандалы». «Не знаю, что они пытались с тобой сделать, камни рожденные, но думаю, Грендель помешал тебе стать одним из них». Встреча в Лафиниче практически полностью стерлась из памяти Брона, но одна мысль о том, в чем он мог там участвовать, вызывала в нем отвращение. Он с трудом подавил приступ тошноты и вцепился в край стола, силясь удержать содержимое желудка на месте. «В детях императора завелась какая-то гниль», сказал Форекс. «Мы все поняли это, как только увидели к карнавалию Фулгрима на Гидрикардатус, но все оказалось гораздо хуже». «Что вы имеете в виду?» спросил Сулака. «То, что слухи, доходившие до нас, оказались больше, чем слухами», сказал Пертураба, и, пригнув голову, вошел в Апотекарион. Три робота из Железного Круга последовали за ним. В зале и так было тесно. С появлением в нем примарха и трех телохранителей Апотекарион начал вызывать клаустрофобию. «Слухи, повелитель?» переспросил Фулброн. «Какие слухи?» «Те, что зародились после Иства на пять», ответил Пертураба. «Невероятные россказни о Боргиях, что проводились в честь старых богов и демонов, о волшебстве и жертвоприношениях». «Но это же только слухи, да?» спросил Форекс, у которого такие предположения вызывали негодование. «Мы же не станем всерьез говорить, что в Варпе и правда существуют какие-то древние силы. Что бы ни происходило с детьми императора, это помешательство, одержимость совершенством, подогреваемое фениксийцем, но не более того». Пертураба ответил не сразу. «Я пытался отрицать это, пытался найти объяснение, списать все на помутнение рассудка. Но мы видели, во что превратился Третий Легион и слышали рассказ Кадара Сагренделя о событиях на гордости императора. Нет сомнений, Фулгрим верит, что действительно служит демоническим богам». «Богам?» Брон не хотел допускать такой мысли, но, произнося ее вслух, почувствовал, что в ней есть правда. «Волшебство и демонические силы?» «Звучит безумно, согласен, но если Фулгрим и его Легион действительно в это верят, нам придется считаться с их убеждениями». «Я помню, чудовищ», сказал Брон. Эйдолон называл их тератами, сказал, что они пасынки апотекария Фабия. «Фабий создает новые формы жизни?» спросил Сулака. «На что они похожи?» «Жуткие создания, чудовищная смесь хирургических уродств и генетических отклонений». Брон сглотнул отвратительную горечь. В памяти всплыло воспоминание об этих безобразных рабах, об их извращенном уродстве. Ужасный опыт, который оставила после себя вакханалия Третьего Легиона, вызывал неотступную физическую боль, и Брон обратился за утешением к догмам железных воинов. Из железа рождается сила, из силы рождается воля. Подкатила новая волна тошноты, с которой он еле справился. Из воли рождается вера, из веры рождается честь, из чести рождается железо. «Да будет так вечно!» закончил летанию Сулака и склонился над Броном. «Но расскажи подробнее про эти новые формы жизни, звучит интригующе!» «Забудь про них, Сулака!» приказал Пертураба и повернул к себе голову Бронна, рассматривая его со всех сторон. «Ничем хорошим такие эксперименты не кончатся, но в алхимии Фабия разбирается, если его зелья могут свалить с ног железного воина. Лицо его окаменело. Не стану делать вид, будто понимаю, что происходит в легионе моего брата, но больше мы наших воинов на их собрание посылать не будем. Чтобы их оно не получит». «И что теперь?» спросил Форекс. «Я поговорю с братом», сказал Пертураба. Барбан Фальк, облаченный в доспех Марк 4, мерял шагами мостик железной крови, сцепив руки за спиной. Он остановился ненадолго, чтобы понаблюдать за сводящим с ума калейдоскопом цветов и грозовых разрядов, что бесновался по ту сторону смотрового экрана. Око ужаса! Так теперь этот регион назывался на астрогационных картах. Был анеистовым вихрем и материальной энергией, в котором ничто не могло выжить. Однако линии курса, полученные от навигатора Ксеноса на Андронике, следовали вдоль прожилок реального пространства, которые блистательно обходили все турбулентные глубины. Хотя все инстинкты Фалька подсказывали, что Эльдар доверять не следует, он вынужден был признать, системные маршруты, по которым ему доводилось летать, пока они не потеряли ни одного корабля. Базы данных Железной Крови записывали курс, насколько могли, но Фальк подозревал, что этот путь останется проходим только до тех пор, пока не будет выполнена их миссия. Ему надоело быть здесь одному, но Крагер налаживал связь со своим Гранд-батальоном, Форекс совещался с Примархом, а Мостик требовал присутствия хотя бы одного из Трезубца. Корабль удерживал на курсе Капитан механический гибрид по имени Бадет Ворд. Его тело было практически полностью встроено в алтарь, из которого Капитан и осуществлял управление. Проигнорировав нескончаемый поток поправок к курсу, который исходил от Ворта, Фальк вновь зашагал по палубе, не в силах не смотреть на бурлящие мязмы всполохов. На этот вечный круговорот энергии, что буйствовал за хрупкой переградой защитных полей, окружавших корабль. То и дело в этом вихре появлялись и исчезали контуры, лиц, глаз, тысяч других фрагментов человеческих обличий, случайные призрачные образы, ибо Ворп был царством иллюзии, малопонятным пространством предательских изменений, где вещи были не тем, чем казались и где ничему нельзя было верить. Во время полета в Ворпе обычной практикой считалось держать Окулос закрытым, изолируя мостик от безумия снаружи. Фальк же, учитывая, насколько безопасным оказался их курс, приказал оставить заслонки открытыми. Мерцающие глянцевые цвета, окрасившие мостик, чудесные спирали света таких оттенков, которым он и названий подобрать не мог, были приятным контрастом блеклой функциональности корабельного интерьера. Фальк остановился в центре мостика и окруженный бормотанием сервиторов, бинарным шепотом и лязганьем катушек в вычислительных машинах, всматривался в глубины шторма. Словно почувствовав его взгляд, течения, омывавшие корабль, свились в новые, еще более прихотливые узоры. Изгибы и линии пересекались под случайными углами, складываясь в беспорядочную геометрию. Сами по себе они не имели смысла, но стоило Фальку приглядеться пристальнее, как в их соединении забрежила какая-то закономерность. Вихри света и тьмы вначале казались совершенно хаотичными, но затем Фальк увидел в них мимолетный образ, ухмыляющееся лицо, череп, похожий на тот, что украшал наплечники его доспеха. Стоило ему моргнуть, и образ пропал. Во рту Фалька пересохло, он даже не знал толком, что именно увидел, и увидел ли вообще что-нибудь. Он не отрывал взгляда от того бурлящего района варпа, в котором, как ему казалось, видел череп. Но изгибы, линии, углы никак не хотели складываться во что-то осмысленное. Тогда Фальк посмотрел на железную стену мостика. Царапины, потертости и микротрещины в изношенном металле обрели под его взглядом иллюзию движения. И фрактальный рисунок поверхностных дефектов стал четче, образуя тот же череп, что явился из глубин варпа. Фальк скрипнул зубами и отвернулся. Он снова увидел череп в перекрещивающихся линиях решетчатых ферм. Вмятины на коже его перчаток превратились в пустые глазницы, которые рассматривали его со странным навязчивым вниманием. Однажды увидев этот череп, его нельзя было развидеть. И Фальк с нарастающим чувством паники заметил, что потертости на железных плитах палубы и черно-желтые шевроны складываются во все тот же оскал скелета. Он постарался успокоиться и дышать ровнее. Варп мог обманывать рассудок, мог в силу своих неведомых законов изменить человеческое восприятие реальности. «Изолировать мостик», приказал Фальк, «опустить заслонки». Заслонки со скрежетом сомкнулись, но Фальк, прищурив глаза, вдруг вскинул руку. Он увидел яркую вспышку искусственного света, которая, подобно новорожденной прямо по курсу железной крови. «Стойте! Открыть заслонки!» С протестующим стоном затворы поднялись. Раздался сигнал обнаружения, и Фальк направился к терминалу сюрвееров. Просмотрел данные с носового ауспика и почувствовал, как нарастает внутри радостное возбуждение. «Лор Пертураба», сказал Фальк, прижав палец к горжету. «Мы здесь не одни». «Во имя примарха, что это было?» спросил Кадмтира, направляясь к посту, который обычно занимал фрать-артоматика. Но сейчас на его месте был сабик Велун. Велун тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. На экране в стальном корпусе один за другим загорались красные огоньки, и каждый означал, что из строя вышла какая-то жизненно важная система. «Точно не знаю, капитан». Внутренние контуры двигателей зарегистрировали критический выброс мощности реактора и автоматически запустили протоколы сброса. Почти все системы корабля отключены до тех пор, пока энергетические уровни не опустятся до безопасных пределов. Откуда взялся этот выброс? Велун просмотрел данные по двигателям за последние 15 минут. Показатели мощности намного превышали норму, которая полагалась сизифию на текущей скорости. Во время тонких маневров на нижних путях внутренний контур каждого двигателя работал с сильно уменьшенной производительностью. Но и в этих условиях энергия вырабатывалась колоссальная. Тяжелое и неотвратимое предчувствие подсказало Велунду, куда эта энергия могла перенаправляться. «Томатика, ты идиот!» сказал он. «Что?» воскликнул Кира в бешенстве, заставившим его орла вспорхнуть. «Что еще натворил этот проклятый маньяк?» Думаю, фратер попытался во второй раз направленный дислокатор. Он сказал, что нужны генераторы помощнее, и, судя по всему, ради этого он направил энергию двигателей в лабораториум. «Томатика!» взревел Кира по корабельному воксу. «Что ты сделал с моим кораблем? Немедленно иди сюда, чтобы я мог тебя прибить!» Отвечать ему не собирались, так что Кира вновь накинулся на Велунда. С гудением включилось аварийное освещение, и мостик погрузился в красные сумерки. Велун склонился над пультом, собирая все доступные ему данные. Он отметил, как изящно «Томатика» скрыл перекачку энергии из реакторов, как он накапливал нарастающую по экспоненте мощность, и какой катастрофой стал отвод этой энергии после завершения эксперимента. «Что он с нами сделал?» спросил Сайбус, как раз пытавшийся восстановить орудийные системы корабля. «Я не могу подать энергию к артиллерийским батареям». «Протоколы сброса все отключили», ответил Велун, глядя на обнуленные показатели на пульте. «Мы полностью потеряли ход». «Да я с него за это голову сниму», пообещал Кира. «Это еще не все», сказал Велун, «и продолжение вам не понравится». «Что?» «Сбросить столько электромагнитной энергии в вакуум, это все равно, что зажечь сигнальный огонь». «Любой корабль в радиусе ста световых лет скорее всего нас заметил». «Предатели? Они узнают, что мы здесь?» «Почти наверняка». Кира резко отвернулся и окликнул воручий вору, сидевшего в навигационном отсеке. Эльдарский ученый встал с низкого кресла и грациозно прошествовал к разгневанному капитану Сизифия. «Какое расстояние разделяет верхние и нижние пути?» Вора развел руки, а потом изобразил жестами спираль. «На этот вопрос трудно ответить. В подобном шторме расстояние понятие относительное. Как далеки друг от друга, например, сон и бодрствование?» «Уж от поэзии меня избавь», огрызнулся Кира. «Отвечай прямо, или я тебе голову прострелю». «Эти пути достаточно близко, чтобы заметить вспышку от наших двигателей». «Если на другом корабле следили за космосом вокруг, то да, они нас заметили», сказал воручий вора. Кира кинулся к пульту слежения, одному из немногих приборов, которые не пострадали при отключении в результате разгона реакторов. Экран показывал поток бесполезных данных, искаженный помехами кошмар из отраженных сигналов, лишенных всякого смысла и размытых образов, которые сканеры не могли распознать. В середине варп-шторма только уникальная мутация навигатора позволяла хоть как-то следовать курсу среди и материальных течений. Сейчас Тира нужен был способ, какой угодно, узнать, где именно находится враг. Ауспикс выдавал волну за волной белого шума и помех, но на мгновение экран очистился, показывая мимолетное изображение окружающего пространства. Засветился дисплей целей, прибор сделал снимок эхо-сигналов, которые он получал с пассивных датчиков. Чувствовал холод, словно стоял рядом в состазе с контейнером Ульраха Бронтана. Более трехсот кораблей капитального типа, на низком параллельном векторе строго закормой Сизифия. Два передовых дозорных корабля, по меньшей мере ударные крейсеры, приближаются на векторах перехвата. А обесточенный Сизифий дрейфует, беспомощный, как детеныш осколка змея, попавший в капкан. «Все по местам!» крикнул Кира. «Вражеские корабли приближаются!» Пертураба еще раз просмотрел запись носового ауспекса, полученной на пределе дальности прибора. Эти недостоверные показания состояли из аномальных данных и варп-помех. И среди них, при каждом повторе, в одно и то же время, внезапный и яркий электромагнитный импульс. Импульс оставил мощнейший след в виде искаженных частот, радиации и ядерного спектра, и глубинные пласты когнитивных уровней Пертураба зафиксировали эту информацию. «Это же вражеский корабль!» сказал Форекс с нескрываемым удивлением. «Мы знаем, чей?» спросил Крагер. «Железных рук!» ответил Пертураба и провел пальцем по цепочке данных, которые снова воспроизводила запись. «Десятый легион!» отозвался Форекс. «Те ассасины на гидре Кардатус были из железных рук. Один из них поправил Пертураба. Но я точно знаю, что они пришли с этого корабля». Остановив запись, на которой вокруг вражеского корабля расцвел ореол энергии, примарх не мог понять, как воины Медузы допустили такую оплошность и столь явно обнаружили свое присутствие. «Такие ошибки не в стиле десятого», заметил Краагер. «И я так думаю», согласился Пертураба. «В обычных обстоятельствах я бы сказал, что они слишком уж откровенно сигнализируют о себе. Но на ловушку это не похоже. Кажется, нам просто подвернулся замечательный шанс». «Есть прицел по координатам из последнего положения», доложил Фаль, стоявший у командного алтаря Ворта. «Мы в авангарде флота и через несколько минут подойдем на дистанцию действительного огня». Пертураба кивнул и склонился к монитору, на котором застыл расширяющийся след электромагнитного импульса. Примарх прищурил глаза, анализируя данные, и задумчиво постучал пальцем по экрану. Затем перевел взгляд на сводящие с ума завихрения урагана, метавшиеся снаружи, и увидел в них холодную логику. Увидел порядок в этом кипящем средоточии бури, некое примитивное сознание, обретшее зачатки формы благодаря тем самым ничтожествам, что плыли по его имматериальным волнам. Путешествие в око ужаса только усиливало так знакомое Пертураба чувство, будто его внимательно изучают. Казалось, вечный хаос этого шторма теперь обратился вовнутрь, чтобы рассмотреть посторонних, проникнувших в его заповедное сердце. Генетические сыны Пертураба не понимали Варп столь же хорошо, как он сам, ведь они не прожили всю жизнь под звук его манящей песни. Для них око ужаса было неприступной аномалией, странной и загадочной, географической опасностью, которую следует избегать. Для Пертураба же этот феномен был уцелевшей частью древней галактической симфонии, сопровождавшей саму жизнь как отголоски, постепенно стихающей, музыки творения, звучавшей на заре времен. Повелитель, заговорил Форекс, «Что-то не так?» «Здесь есть что-то неправильное», ответил Пертураба. В его сознании всколыхнулось новое подозрение, пока еще смутное, которое нужно было осторожно выманить на поверхность. «На что я собственно смотрю?» «На что-то?» «Чего здесь быть не должно?» Он старался смотреть сквозь очевидные данные, указывавшие на то, что корабль терпит бедствие, и при этом позволил растущему подозрению оформиться бессознательной подсказкой. Ответ всплывет из подсознания, но только в свое время. Сигнал из трех восходящих звуков, раздавшийся за его спиной, возвестил, что поступило сообщение о детей императора. Еще до того, как Барбан Фальк подтвердил получение, Пертураба знал, кто был отправителем. «Нас вызывает по воксу гордость императора. Лорд Фулгрим хочет поговорить с вами, Повелитель». Пертураба кивнул, и над проектором, встроенным в палубу перед смотровым экраном, возник прозрачный образ из зеленого контрастного света. Фениксист был облачен в пышные свободные одеяния. Херувим, окутанный пламенем, нес крылатый шлем и поддерживал шлейф плаща примарха. «Вы его заметили?» тихо проговорил Фулгрим. Его голос звучал хрипло от возбуждения. «Заметили, брат», ответил Пертураба. «Мы через несколько реальность? Ты же не собираешься просто уничтожить этот корабль?» «Конечно, собираюсь, а как же иначе?» «Андроник готовит абордажные суда, чтобы захватить его», ответил Фулгрим, как будто не было ничего очевиднее. «Ты же узнал в нем один из кораблей Гаргона?» «Да, Десятый Легион, ну и что?» «Я ни за что не упущу шанс еще раз посрамить бедного мертвого Ферруса». «Нет», сказал Пертураба. «Как только у нас будет расчет цели, железная кровь разнесет его на атомы». Голограмма Фулгрима изобразила разочарование. «И тебе совсем не интересно, как они сумели нас опередить? Кто они? Что здесь делают?» «Нет». «Правда?» Короче, вора говорит, что у них на борту может быть проводник вроде него. Еще одна причина, почему корабль следует уничтожить немедленно». «Не лишай меня удовольствие», обиделся мерцающий Фулгрим. «Будь это корабль имперских кулаков, сомневаюсь, что ты поспешил бы навести на него бомбардировочное орудие. Нет, ты бы загрузился в свою неуклюжую грозовую птицу и начал искать слабое место в его корпусе». Пертураба отключил связь между железной кровью и гордостью императора, после чего повернулся к Фальку. «Когда будет готов расчет целей, уничтожите корабли». «Корабли, повелитель?» переспросил Фальк. Пертураба кивнул, понимая теперь причину своих сомнений. Он вновь посмотрел на закольцованную пик-запись электромагнитного импульса. «Да, вот она, тень в световой вспышке. Намек на тьму там, где тьме не было места. Отражение в зеркале урагана, где не могло существовать ничего, способного отбрасывать отражение. Один из них убегает», заметил Пертураба. «Но здесь все равно два корабля». Приказ атаковать был отдан, и дети императора среагировали моментально. Посадочная палуба андроников погрузилась в хаос. Каждая банда стремилась первой пробиться грозовым птицам и абордажным торпедам. Шла погрузка клеток с рапторами, чья броня была недавно выкрашена в пронзительно яркие розовый, синий и желтые цвета. Великолепные знамена из кожи и шелка, свисавшие с железных балок, развивались в потоках воздуха, раскаленного ожившими двигателями. Люций бросился сквозь толпу, направляясь к ближайшей грозовой птице. Беспомощный вражеский корабль, а именно таким и должен быть враг, дрейфовал в космосе в пределах досягаемости дозорной группы, и его экипаж просто напрашивался на смерть. Мечи Люция чуть ли не выпрыгивали из ножен, хотя он говорил себе, что это лишь его воображение. Звучало это не очень убедительно. Доспех его, смазанный человеческим жиром, влажно блестел. На оскверненном орле, украшавшем нагрудник, еще не высохла кровь из свежих шрамов, который мечник нанес себе на лицо. Люций запрыгнул на штурмовую аппарель грозовой птицы, и уверенный, что обеспечил себе место, в первой волне абордажа оглянулся, чтобы узнать, кто еще присоединится к нему. Легионеры буквально дрались за право первыми сцепиться с врагом. После призматики их рвение не находило выхода, и этот восхитительный шанс окунуться в страдания врага нельзя было упускать. Марий Вайросиан проложил себе путь трубным ревом, следом за ним акустические пушки кричали и стенали, словно хор проклятых. Бастерни Абрангс и Ланомия Руин, его консорт, с боем пробивались к одному из кораблей. Заметив Люция, Абрангс поднял меч, то ли в приветствии, то ли с вызовом, Люции было все равно. Его взгляд метнулся к абордажной торпеде, стоявшей, словно прокаженная в дальнем конце палубы отдельно от других. За место на этом транспорте никто не дрался. Перед ним стоял апотекарий Фабий, спокойно руководивший работой тяжелого подъемника, что переправлял из недр корабля огромный контейнер. Стенки его были помечены таким количеством предупреждающих знаков, что даже дети императора, всегда открытые острым ощущением, предпочитали держаться подальше от ужасов, которые родились в безумном логове Фабия. Контейнер поддерживали и направляли сервиторы в накидках с капюшонами, сшитых из плоти. Они трудились как рабы какого-то древнего зодчего. Когда сервиторы закрепили груз внутри торпеды, Фабий поднялся на борт и опустил за собой взрывостойкие заслонки. «Что же ты задумал, старый некромант?» пробормотал Люци с внезапным любопытством. Он услышал, как с грохотом закрываются люки полностью загруженных торпед и, ухмыльнувшись, сам нырнул в отсек экипажа, залитый красным светом. Десятки легионеров закрепили на себе страховочные скобы, резали ладони цепными мечами, раскачивались взад и вперед от возбуждения, пока не находившего выхода. Некоторые выли, как волки, взбесившиеся от избыточной добычи. Апарель поднялась, и грозовая птица дрогнула в фиксаторах, которые удерживали ее на рельсовой направляющей. Едва Люци успел занять свободное место, как корабль, завибрировав, пришел в движение. Мощные двигатели выплюнули птицу в безмятежную пустоту между Андроником и его жертвой. Перегрузки вжали Люция в сиденье, и он облизнул окровавленные губы, сплюнув кровь на клинки, которые уже достал из ножен, даже не отдавая себе в этом отчета. Все его тело вибрировало от удовольствия. Андроник, резко запустив маневровые двигатели, развернулся так, что оказался между железной кровью и дрейфующим кораблем 10-го легиона. Увидев это, Пертураба выругался. «Будь ты проклят, братец!» прошипел он. «Есть расчет цели!» доложил Фальк. «Ты попадешь в Андроника!» покачал головой Пертураба. «Фулгрим специально направил корабль так, чтобы блокировать наш выстрел», проворчал Форикс. «Почти наверняка!» согласился Примар. «Он же знал, что мы собираемся стрелять!» сказал Крагер. «Так давайте выстрелим! Они сами виноваты в том, что подставились!» Пертураба обдумал это предложение, приказ открыть огонь, наплевав на последствия. Но Фулгрим достиг опасной стадии самовлюбленности. И неизвестно, к чему подтолкнет его эта новоявленная вера в богов и демонов, если он вдруг решит, что ему угрожают. Эгоист вроде него раздует во вселенских масштабах любую мелкую обиду, нанесенную случайно или вообще воображаемую. А разжигать космическую войну между двумя целыми легионами в оке ужаса вряд ли такой уж разумный поступок. «Нет», сказал Пертураба, «этого наш хрупкий союз не переживет. А я еще не выяснил, что именно ищет мой брат. Но он нарушил ваш приказ», рыкнул Форикс, «он должен быть наказан». «Довольно», Пертураба вытащил сокрушитель наковален из-за плечного крепления. «Если Фулгрим хочет захватить этот корабль, мы не допустим, чтобы вся слава досталась только ему». Крагер быстрее всех понял, что стоит за этими словами. «Я подготовлю грозовые птицы», сказал он, направляясь к бронированным дверям, ведущим на мосте. «Через десять минут можем стартовать». «Нет, к этому времени все уже закончится», возразил Пертураба. «А что насчет второго корабля?» спросил Форикс. «Он уже скрылся. Кто бы они ни были, драки они не ищут. Пока. Если мы хотим ударить железом по камню, то делать это нужно сейчас же». Повелитель, начал Форикс с тревогой в голосе. Он понял, что планировал Примар. «Так близко к Варп возмущению. Без установленных точек привязки. Риск слишком велик. Фулгрим все это начал, а мы закончим». Пертураба обернулся к Барбану Фальку. «Выводи нас на позицию над вражеским кораблем и включай телепортационные камеры». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...